Танака Йосики. Легенда о Героях Галактики. Том 5. Глава 1. Холода наступают. Часть 1. В первое мгновение 799 года космической эры, 490-го по имперскому календарю, герцог Райнхард фон Лоенграмм смотрел на бесчисленные созвездия, танцующие безумный танец на фоне неба цвета Индиго. Льдисто-голубые глаза юного завоевателя, которому в новом году исполнялось 23 года, посылали к ним ледяные стрелы сквозь стеклянный потолок в безмолвном заявлении «Все эти далекие звезды существуют только для того, чтобы я мог их покорить». Райнхард взмахнул роскошными золотыми волосами, стоя спиной к командирам имперского флота в своем большом приемном зале. Звон колокола, раздавшийся через настенные динамики, возвестил о завершении старого года. Райнхард повернулся и, подойдя к столу, поднял хрустальный бокал шампанским. Все присутствующие также подняли свои, наполнив комнату волнами отраженного света. «Празит! Празит! За Новый год!» Все новые тосты раздавались без остановок. «Празит! Союзу свободных планет пришел конец!» Один из гостей высоко поднял бокал, пристально глядя на Райнхарда. Все в нем буквально кричало о гордости и высокомерии, Райнхард сверкнул в ответ изящной улыбкой и снова поднял бокал под крики аплодисменты, отчего щеки говорившего покраснели. Голос, о котором шла речь, принадлежал вице-адмиралу Исааку Фернанду фон Турнейзену. Он был одним из самых молодых командующих среди людей Райнхарда, того же возраста, что и его господин. В школе он, как и староста его класса, Райнхард, находился на доске подсчета, а позже сделал себе имя в военной академии, но бросил учебу, отправившись на фронт, где завоевал медали из-за командования в бою и за тактические умения. В отличие от других однокурсников Райнхарда, телом и душой поддерживавших липштадтскую коалицию, он продемонстрировал рассудительность и честность, присоединившись к Райнхарду и под руководством ныне покойного Карла Густава Кемпфа, добившись немалых успехов. После окончания войны он ушел от Кемпфа, чтобы служить непосредственно Райнхарду, тем самым избежав участи своего прежнего командира, погибшего от рук Яна Венлия. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить окружающих и самого Турнеизана в том, что его бережет ангел-хранитель. Стремясь оправдать славу избранного, он преуспевал во всем. В бою или где-либо еще, Исаак Фернанд фон Турнеизан стремился быть самой яркой звездой. Такое рвение ни в коем случае не было неприятно Райнхарду, но оно вновь напоминало ему о человеке, никогда не выставлявшем на показ свои огромные способности и великие достижения, человеке, который теперь был мертв. Зигфрид Кирхиаис, его ржеволосый друг, спасший жизнь Райнхарда ценой своей, никогда бы не потерпел такой заносчивости. Хотя Райнхард знал, что сравнивать этих двоих не имеет смысла, он все же неосознанно делал именно это. Больше чем великолепим этого пушного праздника, Райнхард гордился тем, что все были одеты в военную форму, готовые отправиться в любой момент. И некоторые в самом деле отправятся на поле боя сразу после завершения празднования. В частности, Вэльфган Миттермайер, возглавляющий авангард имперских сил и командующий второй волны Нейхард Мюллер. Мюллеру, самому молодому из адмиралов имперского флота, в этом году исполнилось 29. Лишь слегка опущенное левое плечо было заметно окружающим из всего множества ран, полученных им за необычайно долгую для такого возраста военную карьеру. В противном случае, казалось бы, что он каждой своей черточкой демонстрирует пример короткого штабного офицера, страстно придерживающегося идеалов осторожного наступления и крепкой обороны. Следом за ним по возрасту Шлимиттермайер, известный под прозвищем Ураганный Волк, и адмирал флота Оскар фон Руэнталь, в настоящий момент выполнявший поставленную перед ним задачу по захвату крепости Эзерлон. Вместе эти двое составляли знаменитую двойную звезду имперского флота, Миттермайер был на 8 лет старше Рейнхарда и на 2 года старше Мюллера, по меркам общества совсем еще новичок в жизни. Впрочем, это нисколько не помешало ему сказать как человеку умудренному опытом, «Приятно видеть такой энтузиазм в молодом поколении». Невысокий, но стройный словно гимнаст, Миттермайер был самым титулованным от собравшихся адмиралов. Тем не менее, для него бравада молодых командиров демонстрировала также их незрелость. «Я тоже молод, но такого уровня энергии у меня нет». В голосе Мюллера прозвучал несколько неуместный цинизм. Для молодых солдат нетерпеливость была нормой, самые амбициозные люди предпочитали перемены стабильности и смутные времена миру, зная, что это ускорит их восхождение к вершине. Живая иллюстрация этого явления стояла перед глазами Миттермайера и Мюллера. Теперь, когда господство Райнхарда фон Лоинграма было близко к тому, чтобы стать всеобъемлющим, шансы на продвижение для его подчиненных быстро уменьшались. Во всяком случае, в их ограниченном восприятии, стесненном притязаниями, все выглядело так, будто дверь, ведущая к славе, вот-вот захлопнется перед их носом. Но даже когда коллеги и наставники соперничали друг с другом, они оставались товарищами в жизни и смерти. Поэтому Миллер, еще не достигший славы Миттермайера и Ройенталя, откровенно говорил о своих желаниях. «Как бы то ни было, я готов поспорить, что командование всеми силами Союза возьмет в свои руки личный главнокомандующий. Ты имеешь в виду адмирала Александра Бьюкока? Да, это настоящий ветеран. Даже если сложить наши военные карьеры, а также Ройенталя и Беттенфельда, мы лишь слегка приблизимся к тому, чего достиг этот старик. Он ходячий военный музей. Отдал должное противнику Миттермайер. С тех пор, как Миллер познакомился со старшим товарищем, он сознательно пытался подражать его достоинствам, однако понимал, что никогда не достигнет выразительного мастерства Миттермайера. «Кажется, у вас тут оживленная беседа». Адмиралы повернулись на голос и поклонились своему молодому командиру, подошедшему к ним с бокалом в руке. Обменявшись несколькими вежливыми фразами, Рейнхард обратился к ураганному волку. «Знаю, вы превосходный тактик, но все же спрошу. Будучи загнан в угол, Союза обязательно ответит, и мне хотелось бы знать, как вы собираетесь этому противостоять». Пустой бокал отбросил преломленную радугу света на лицо молодого главнокомандующего. «Если бы у Союза было достаточно огневой мощи, а также резервов, чтобы не обращать внимания на потери, можно было бы с уверенностью предположить, что они блокируют выход из визанского коридора. У нас не было бы выбора, кроме как вступить с ними в бой, что стоило бы больших потерь и прежде всего времени. В этом случае мы оказались бы в очень невыгодном положении, в том числе и потому, что Физану как тыловой базе в долгосрочной перспективе доверять не стоит». Анализ Миттермайера был точным, а изложение ясным. Собравшиеся вокруг офицеры согласно кивали. «Но в данный момент их силы слишком немногочисленны, чтобы осуществить такой маневр. Они не могут позволить себе проиграть, ведь в таком случае их столица останется беззащитна, а первая же битва станет последней. Они будут вынуждены сдаться». Миттермайер перевел дух и продолжил. «Поскольку они не могут выдержать прямого столкновения, то с большой долей вероятности постараются затянуть нас вглубь своей территории. Когда наши силы окажутся растянуты до предела, они перережут пути снабжения и блокируют коммуникации, после чего изолируют наши флоты и уничтожат их один за другим». Иными словами, повторят нашу тактику в битве при Амрицаре три года назад. «Если мы в соображении тщеславия растянем свои боевые порядки, то поступим именно так, как от нас ждут. Но при этом у нас есть один шанс на победу». Миттермайер остановился и посмотрел на Рейнхарда. Улыбка молодого герцога представляла собой изысканное сочетание проницательности и изящества, служа знаком признания способности его подчиненного. «Двуглавая змея, верно?» «Эменно». Миттермайер вновь выразил восхищение проницательностью своего господина. Взгляд голубых глаз Рейнхарда переместился в сторону. «А что скажете вы, адмирал Мюллер?» «Я придерживаюсь того же мнения, что адмирал Миттермайер, только не уверен, что Союз может исполнить свою роль, сохранив порядок в своих рядах. Что ж, всегда будут недалекие люди, которые посчитают трусость и не вступить в бой при виде врага», заметил Рейнхард, насмешливо улыбнувшись воображаемому противнику. «Это даст нам преимущество. В беспорядочной битве на истощение победы наверняка достанется нам». «Но где в этом веселье?» пробормотал Рейнхард. «Из уст кого-то другого подобное высказывание могло показаться высокомерным, но как гений, однажды победивший вдвое превосходящего по силам врага в системе Астарта, а также добившийся беспрецедентного достижения, разгромив гигантский флот Союза, в котором было около 30 миллионов солдат, он имел право на такое отношение. Единственное, что Рейнхард ненавидел больше, чем неумелых союзников, это неумелые противники. Остается лишь надеяться, что враги будут действовать не теряя рассудка». Сказав это, Рейнхард попрощался с Миттермайером и Мюллером, и отошел в сторону, чтобы присоединиться к еще одной дружеской беседе. Личный секретарь Рейнхарда Хильдегарде фон Мариендорф отрезвляла себя после выпитого вина охлажденным яблочным соком. Вице-адмирал Турнеюзен поставил пустой бокал и, пребывая в хорошем настроении, заговорил с графиней, известной своей красотой и изобретательностью. «Историки будущего наверняка позавидут вам, Фройляйн. Разве не всем хотелось бы присоединиться к вечеринке и стать свидетелем творения истории?» Вице-адмирал Турнеюзен, чье юное лицо было наполнено тщеславием, посмотрел на Хильду в поисках одобрения. Девушка ответила утвердительно, хотя в мыслях она могла лишь пожить плечами. Она никогда не считала Турнеюзена неумелым командующим, но не могла подавить опасения и кривые улыбки по поводу его фанатичного обожания Рейнхарда. Безусловно, Рейнхард был гением, но гении не всегда являются лучшими объектами для подражания. Во всяком случае, по ее мнению, ему лучше было бы стремиться к надежности и упорству Мюллера или Валена, но Турнеюзен был слишком ослеплен несравненным сиянием Рейнхарда, чтобы замечать кого-то еще. Спустя два часа после наступления Нового Года, адмирал флота Миттер Майер отставил свой бокал и уверенным шагом направился к Рейнхарду. «Что ж, ваше превосходительство, я отправляюсь!» Сказал он, поклонившись. «Молюсь за вашу удачу на поле боя! Надеюсь встретиться с вами на планете Хайнессон!» Ураганный волк ответил на бесстрашную улыбку Рейнхарда собственной и еще раз поклонившись пошел к выходу из зала. Серебряные позумянты на черной военной форме сияли в свете люстр. Байерлейн, Бьюро, Дройзен и Зинцер последовали за своим храбрым и благородным командиром, в свою очередь покинув зал. Затем Нейхард Миллер, также поклонившись, вышел вместе со своими людьми. Когда треть присутствовавших вышла, разговоры утихли, напоминая теперь шелест ветра в кронах деревьев. Обойдя зала, поговорив с наиболее значимыми фигурами в командовании его флота, Рейнхард, скрестив ноги, сел в дальнем углу. На мгновение по равнению его сердца прокатился порыв эмоций. Несмотря на то, что он был воодушевлен перспективой эпической битвы, эта перспектива вдруг начала распадаться, и ему стало не по себе. Он не мог ни объяснить, ни заставить других понять обуявших его чувств. Когда я захвачу Физзан и завоюю союз свободных планет, став правителем всей вселенной, думал он, как я смогу жить дальше, не имея врагов. Когда Рейнхард родился, пламя войны между Империей и Союзом бушевало уже 130 лет, или 1 миллион 140 тысяч часов. Рейнхард не знал в жизни ничего, кроме войны. Для него мир был лишь тонким ломтиком ветчины, зажатым между двумя толстыми кусками хлеба войны. Но когда он убьет всех своих врагов и объединит вселенную, дав начало новой династии, у него не останется противников, против которых он мог бы использовать свою ум и отвагу. Этот златовласый юноша, с первого дня живший ради того, чтобы сражаться, побеждать и завоевывать, должен был приготовиться к тому, чтобы взвалить на себя бремя мира и тоски. И тогда... Рейнхард криво улыбнулся. Он забегал вперед. Победа еще не была у него в руках. Может, это по нему будут играть печальную элегию. Сколько амбициозных людей выигрывали одну битву с другой лишь для того, чтобы покинуть сцены в последнем акте. Но он отказывался стать одним из них, он намеревался провести сегодняшний день без происшествий, и в то же время уже концентрировал свое внимание на дне следующем. С этого дня его жизнь больше не будет принадлежать ему одному. В 4 часа утра празднования завершились, и люди разошлись по своим домам собираться для предстоящей битвы, корабли адмирала флота Вольфганга Миттермайера уже взлетели в ночное небо из центрального космопорта Физзана. Первой в этом году миссией ураганного волка был захват контроля над принадлежащим Союзу концом Физзанского коридора. Часть 2 Относительно немногие чиновники Союза свободных планет занимались делом, поскольку большинство из них паниковали из-за водоворота новых обязанностей и не желали ничего, кроме подтверждения наступления Нового года. Сообщения об оккупации Физзана силами империи держались втайне, но эта информация, подобно попавшему в сети зверю, продиралась наружу сквозь завесу секретности и постепенно наводняла каналы СМИСоюза. Тем временем высшее руководство собралось на совещание в конференц-зале с толстыми стенами, но пока они с бледными лицами начали обсуждать произошедшие возможности, всего в километре от их круглого стола на улице транслировали вести о приближающейся опасности члены экипажа, вернувшегося с Физзана корабля. Поскольку никакого эффективного плана обороны у них не было, тамба самоуспокоенности прорвалась мутным потоком массовой истерии. Достоинство правительства Союза отчасти спасло тот факт, что в период информационной блокировки ни один высокопоставленный чиновник не попытался сбежать. Но, по слухам, это произошло лишь потому, что никаких безопасных зонах не было объявлено. Таким образом, правительству не удалось вернуть доверие народа даже на моральном уровне. Вместо этого, не имея другого выхода, добропорядочные граждане обращались к властям, чтобы дать выход эмоциям. Осуждая своих руководителей как неумеха и растратчиков зарплат, они одновременно требовали решительных действий и контрмер. Все это время правительство Союза находилось под руководством красноречивого софиста, председателя Верховного Совета Джоба Трунихта. Как политик он принадлежал к так называемому «молодому поколению». Он обладал незаурядной внешностью, безупречной карьерой и пользовался популярностью даже среди избирателей женщин. Опыт службы председателем Комитета обороны гарантировал ему доступ к огромным политическим фондам, и даже устроенный военным конгрессом государственный переворот, который мог бы разрушить его репутацию, в итоге не оставил на нем ни царапины. И теперь народ ждал его выступления убедительного красноречия, которое должно было успокоить их. Но он тянул с этим. А когда люди уже начали гадать, не были ли его слова пустой болтовнёй, и не спрятался ли теперь глава правительства от своего возлюбленного народа, Трунихт сделал заявление через пресс-секретаря правительства. «Я полностью осознаю вес своей ответственности». Сказав только это и не уточнив свое местонахождение, он серьёзно усугубил опасения граждан. Теперь уже многие говорили, что Джоб Трунихт был обычным демагогом, произносившим множество напыщенных речей, но сбежавшим, поджав хвост при первых признаках опасности. Командующий крепостью Зерлон, адмирал Ян Венли, ненавидевший Трунихта всеми фибрами души, придерживался иного мнения. У него сложилось впечатление о Трунихте как о человеке, способном выкарабкаться из любой ситуации. Но, вне зависимости от того, было впечатление Яна Перри или недооценкой Джоба Трунихта, факт оставался фактом. Глава правительства не смог ответить семинутным ожиданиям своего народа. Что ещё хуже, те самые нанятые журналисты, когда-то представившие Трунихта как луч надежды в политической сфере и завоевавшие аудиторию на его восхвалениях, теперь пытались его оправдать, говоря, «Мы должны понимать, что это ответственность не только председателя, но и всех нас». Таким образом, пресса вернула критику своим читателям, которые только подчёркивают привилегии своего правительства, отказываясь согласиться с его мирами. Уолтера Айлинса, председателя комитета обороны, несмотря на то, что он был не более чем доверенным прихвостнем Трунихта, вовсе не обязательно стоило считать столь же ненадёжным. Трунихт в своё время назначил его председателем, потому что основатели Союза, опасаясь возникновения диктатуры, законодательно запретили возможность совмещения полномочий. Злые языки утверждали, что Айлинс лишь служил посредником между Трунихтом и военными властями, он никогда не показывал независимых взглядов и не ввёл собственной политики, казалось бы, довольствуясь своей ролью третьесортного государственного деятеля, соединяющего главу правительства со штабом флота и руководителями корпораций по производству боеприпасов. Но после вторжения имперского флота на Физан, его положение и ценность как политической фигуры полностью изменились. Когда Трунихт укрылся в своём личном раю, испортив себе репутацию, никто иной, как Уолтер Айлинс, сделал выговор своим сбитым с толку коллегам на экстренном заседании Верховного Совета, приняв меры для защиты правительства Союза от распада. Этот пожилой политик, давно разменявший шестой десяток и лишь теперь впервые занявший пост председателя комитета, казалось бы, стал выглядеть на десять лет моложе, несмотря на тяжёлую ситуацию, в которой он очутился. Его спина выпрямилась, глаза горели, а походка была полной энергии. Единственным, что не ожило, были поредевшие волосы на голове. «Что касается непосредственного командования армией, мы предоставим его экспертам. Нам же сейчас необходимо решить, сдадимся мы или же будем сопротивляться. Другими словами, выбрать путь, по которому пойдёт наше государство, и заставить военное руководство согласиться с этим. Если мы откажемся сейчас от этой ответственности, то последствия брушатся на солдат, находящихся на передовой, вызвав бессмысленное кровопролитие. Это означало бы настоящее самоубийство нашего демократического правительства», сказал Айлинс. «Видя, что никто из присутствующих не проявил интереса к возможности сдаться, представитель комитета обороны продолжил. «В таком случае нам нужно решить, станем ли мы сопротивляться до тех пор, пока союз не будет обращен в прах, и все его граждане не погибнут. Или же используем армию как политический рычаг для достижения выгодного для нас мира. Сделать выбор нужно уже сейчас». Остальные члены Верховного Совета сидели в молчаливом недоумении, не столько из-за серьезности положения, сколько из-за разрушившего их предубеждения представителей комитета обороны, который до сего дня был лишь номинальным должностным лицом, но теперь взял ситуацию в свои руки, продемонстрировав превосходную проницательность и осведомленность, и произнес убедительную речь, предоставив коллегам наиболее целесообразный путь к разрешению конфликта. В мирное время Айлинс был паразитом на запачканной заднице этой администрации, но в этот критический момент его дух воспрял, словно феникс демократии из пепла зависимого политика, спустя полвека бездействия он все же впишет свое имя в историю для потомков. Хотя главнокомандующий Космического флота Союза Александр Бекок и в самом деле был острым на язык циником, это никак не влияло на его беспринципность. Старый адмирал, которому уже перевалило за 70, был готов сотрудничать с председателем комитета обороны, по его мнению старавшимся сделать все возможное как политика, как человек в это сложное время. Вместо апатичного и опрометчивого Айлинса, которого он критиковал прежде, теперь он видел оживленного и умного председателя, лично пришедшего в штаб командования, открыто признавшего свои прошлые ошибки. Поначалу Бекок не был полностью убежден, но поскольку председатель комитета обороны потребовал от военного руководства сотрудничества в достижении выгодных условий примирения, у него не осталось сомнений, что Айлинс наконец пришел в себя. Похоже, ангел-хранитель председателя комитета обороны вышел на пенсию. Пробормотал старый адмирал после того, как Айлинс закрыл совещание и вышел из кабинета. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Адъютант Бьюкока, капитан третьего ранга Пфайфер, был не до конца согласен со своим командиром, он очень сожалел, что Айлинс не прозрел раньше. Может, мне не стоит так говорить, но я иногда сдусь вопросом, не было бы лучше, если бы прошлогодний государственный переворот увенчался успехом. Быть может, мы сами выстрелили себе в руку, в которой нуждалось наше государство для своей защиты. И противопоставить деспотизму империи военную диктатуру Союза, чтобы они сражались до конца за всеобщую гегемонию? Разве в этом есть надежда? Тон старого адмирала был не циничным, но тем не менее едким. Черный берет на голове заставлял волосы казаться еще белее. «Знаешь, если я чем-то и горжусь, так это тем, что был солдатом, сражающимся за демократическую республику. Я никогда не был готов смириться с мыслью об изменении политической системы Союза под предлогом противостояния империи. Я бы скорее предпочел, чтобы Союз погиб как демократическая республика, чем выжил как государство под властью диктатуры». Увидев, что его адъютант почувствовал себя неловко, старый адмирал задорно улыбнулся и добавил, «Должно быть, это прозвучило довольно резко. Но правда в том, что государству нет смысла в продолжении существования, если оно не может защитить жизнь своих граждан и свои основополагающие принципы. Если спросить меня, то бороться стоит за наше демократическое правительство и жизнь граждан Союза свободных планет». Закончив этот разговор, адмирал Бекок отправился к адмиралу Доулсену, начальнику Центра стратегического планирования, единственному человеку, который мог считаться его начальником. На самом деле Доулсен был мелким чиновником, чьи цвет лица и аппетит подорвала внезапно свалившуюся на него ответственность, но по распоряжению Бекока он всё же поддерживал свой штаб в рабочем состоянии, ожидая решающей битвы. Высшее военное руководство Союза собирало все свои силы. Наряду с первым флотом под командованием адмирала Поэтты спешно были собраны несколько небольших флотилий, состоящих из патрульных групп и сил самобороны системы, общим числом всего лишь 35 тысяч. К тому же среди этих кораблей было немало десантных, непроверенные устаревшие корабли, стоявшие на консервации или готовившиеся к утилизации, также входили в это число, чтобы быть использованными для связи или отвлекающего манёвра. Бекок разделил 20 тысяч кораблей, не относящихся к первому флоту, на 14-й и 15-й. Командовали ими, соответственно, Лайонел Мортон и Ральф Карлсон. После переговоров в Центре стратегического планирования их обоих повысили от контр до вица-адмиралов, хотя это никак не компенсировало того, что им придётся ввести неопытные и неупорядочные войска в бой против бесконечно более сильного имперского флота. Бекок вместе с тремя командующими флотов и начальником генерального штаба занялись разработкой планов контратаки. Начальником генерального штаба до недавнего времени был вица-адмирал Осман, но у него случился разрыв аневризма головного мозга, и он попал в военный госпиталь. Всё ещё находясь в постели, он был освобождён от должности, а его место в конференц-зале занял заместитель Чун Учан, мужчина лет 30, привыкший лишь к бумажной работе. Всего за три недели до этого он преподавал стратегию военной академии Союза и считался молодой звездой в команде профессоров, но более опытные в военном деле прозвали его пекарем во втором поколении. Во время попытки государственного переворота ему удалось встретиться с адмиралом Бикоком, находящимся под арестом. Тогда, держа подмышкой своей штатской одежды бумажную папку, он с любопытством оглядывался кругом и выглядел словно какой-то деревенский дурачок. Чун Учан поклонился старшим офицерам и пробормотал приветствие. Из нагрудного кармана его военной формы выглядывал недоеденный бутерброд с ветчиной. Подобное удивило даже стойкого вица адмирала Карлсона. Но недавно назначенный начальник генерального штаба тем не менее хладнокровно улыбнулся. «А это, не обращайте внимания, даже черствый хлеб станет вкусным, если подержать его над паром». Карлсон считал такое совершенно неуместным, но не видел смысла это подчеркивать и повернулся к адмиралу Бикоку. Тот подвел итог. У них недоставалось сил, чтобы пытаться задержать имперский флот у выхода из Вязанского коридора, поэтому им оставалось лишь ждать врагу продвинуться глубже, а потом атаковать их линии связи и снабжения и снова отступить. «А что, если отозвать адмирала Яна Венли из крепости Изерлон?» – спокойно предложил Чену Чен, подавшись вперед вместе со своим бутербродом. Остальные были ошеломлены несоответствием между серьезностью того, что он предложил, и неторопливостью того, как это было произнесено. Бикок приподнял свои седые брови, приглашая начальника штаба дать объяснение. «Изобретательность адмирала Яна и силы его флота чрезвычайно ценны для нашей армии, а оставлять его на Изерлоне – все равно, что положить в холодильник свежеиспеченный хлеб». Предложенное им сравнение подтверждало его прозвище «Пекарь во втором поколении». Когда крепость Изерлон располагается в коридоре, ее стратегическая ценность невероятна, но как только она окажется блокирована врагом с обеих сторон, эта ценность будет потеряна. Даже если имперцы не смогут захватить Изерлон, они без одиного выстрела сделают его бесполезным. А так как враг уже в визанском коридоре, то тратить ресурсы на защиту Изерлона бессмысленна? «Возможно, вы и правы, но в настоящий момент Адмирал Ян ведет бой с мощной вражеской группировкой. Он не может просто взять и прилететь сюда». Ну, а Чунучин отмахнулся от замечаний Адмирала поэты. «Адмирал Ян что-нибудь придумает, а без него мы окажемся в крайне невыгодном положении с чисто военной точки зрения». Это высказывание было чересчур прямолинейным, но никто не мог его опровергнуть. Для армии Союза имя Яна Венли было синонимом победы. Тот же поэт, когда-то бывший командиром Яна был спасен им от полного поражения в битве при Астарте. «Даже если мы попробуем заключить мир, имперцы наверняка потребуют передать им Изерлон в качестве одного из условий. В этом случае никакая находчивость Адмирала Яна ничем не поможет Союзу. Возможно, все было бы иначе, имея мы в своем распоряжении большей силы времени, но в нынешних обстоятельствах нам придется взвалить на него всю грязную работу». «Вы хотите сказать, что нам нужно приказать Адмиралу Яну покинуть Изерлон?» «Нет, ваше превосходительство. В чем-то столь конкретном нет необходимости. Будет достаточно передать Адмиралу Яну, что командование берет на себя всю ответственность и что он может действовать так, как посчитает нужным. Полагаю, получив такое сообщение, он не станет сосредотачиваться на защите крепости». Завершая свое дерзкое предложение, Чуну Чен вытащил из кармана недоеденный бутерброд и возобновил свой прерванный обед. Часть третья Наибольшему осуждению на Хайнесине подверглась группа беженцев, которые не более чем полгода назад хвастались созданием законного правительства Галактической империи. Имея в своем распоряжении императора Эрвина Йозефа II, который избежал со столичной планеты империи, и заимствуя военную мощь Союза свободных планет, они грозились свергнуть военную диктатуру Райнхарда фон Лоинграма. Согласно их договору с властями Союза, после этого империя должна была перейти к конституционной системе, но при этом восстанавливались суверенитеты и привилегии старого дворянства, и те, кто вынужден был сбежать, многократно окупят свои потери. Но теперь все их планы пошли прахом. Эти безды не смогут больше пытаться написать сладкую картину реальности, растворяя краски в сиропе. Подумал Бернхард фон Шнайдер, которому так называемое законное правительство присвоило звание капитана второго ранга. Будучи разумным человеком, Шнайдер не питал ни капли иллюзий по поводу замков в небе, которые изгнанная знать строила исключительно на принятие желаемого за действительное. Но хоть он и чувствовал себя совсем не безнадежным, он не мог вести себя так, будто наблюдает за этим фарсом с большой высоты. Объект его преданности, Велебальд Йохим фон Меркац, рассматривался после бегства из империи как приглашенный адмирал, но в качестве министра обороны законного правительства он неохотно организовывал новое боевое соединение. Несмотря на то, что он усердно трудился, помогая Меркаццо, Шнайдер при этом много думал о будущем. Если имперский флот вторгнется через Физанский коридор, то шанс на победу союза будут невелики. Даже несравненная изобретательность Яна Венли в лучшем случае уравнивала шансы. Максимум, на что мог надеяться союз, заключение мира. А в рамках этого мира наверняка необходимо будет наказать руководство законного правительства, которое послужит заодно козлом отпущения, на которого можно списать все ошибки. И семилетний император Эрвин Йозеф ехал на этом козле прямо к месту казни. Шнайдеру больно было думать об этом несчастном ребенке. Ребенок-император, чья собственная воля игнорировалась всеми, и который служил опорой для политики и амбиции взрослых, заслуживал сочувствия. Впрочем, времени на размышления о будущем императора у Шнайдера не оставалось, ему необходимо было направить все силы на защиту Меркатца от политического циклона, который готов был обрушиться на них. Более того, поскольку Меркатц считал бессовестным заботиться о собственной безопасности в ущерб другим, Шнайдеру приходилось сделать это, демонстрируя отстраненность. Все эти тяготы сделали выражение его лица более мрачным и проницательным. Молодой офицер взглянул в зеркало, припомнив прежние времена в столице Галактической Империи, когда придворные дамы называли его милым мальчиком. Подобно обанкротившемуся человеку, жаждущему прежней роскоши, он тяготился со своим унынием. Тем не менее, Шнайдер добровольно нес груз ответственности и смотрел в будущее, в то время как большинство людей не могли даже понять, что они должны делать, чтобы пережить сегодняшний день, не говоря уже о завтрашнем. Исполняющий обязанности канцлера законного правительства Империи граф Рэм Шейд был выведен из равновесия, когда ситуация вышла из-под контроля, и можно лишь предполагать, сколько времени он потратил, пытаясь привести все в норму. Шнайдер с насмешкой наблюдал за тем, как изгнанные дворяне, не имевшие собственного мнения и под влиянием Рэм Шейда дремавшие в саду оптимизма, потеряли всякий смысл существования. Скрывшись Содина вместе с Эрвином Йозефом, граф Альфред фон Ландсберг получил должность заместителя военного министра в законном правительстве. Его преданность юному императору и династии Голденбаумов была непоколебимой, но как человеку, который не только сердцем, но и умом был поэтом, ему было больно, что он не смог придумать Леопольд Шумахер, помогавший ему проникнуть в столицу, гораздо больше, чем о судьбе династии Голденбаумов беспокоился о благополучии своих людей, оставшихся на физзане. Оба мужчины чувствовали себя бессильными и все, что не могли, это стараться не сорваться в пучину отчаяния. Первое в этом году заседание Кабинета министров законного правительства было созвано в спешке и на нем отсутствовали министр финансов Виконт Шефлец и министр юстиции Виконт Гердор. Среди пятерых присутствующих министр императорского двора барон Хозингер видом и запахом напоминал дракона, охранявшего свой алкогольный клад. Бутылку с виски он продолжал сжимать и под столом в зале совещаний. Министр бароны адмирал Меркац хранил тяжелое молчание. Это оставило дебаты о будущем правительства возгнаний в руках трех человек, канцлера и государственного секретаря графа Ремшейда, министра внутренних дел барона Радбруха и главного секретаря кабинета министров барона Карнапа. Подобно инкубации неплодотворенного яйца дискуссия была серьезной, но тщетной. И было прервано истерическим смехом министра императорского двора. Хозингер обратил к собравшимся свою налитую кровью и полное осуждение лицо и заявил. Благородные, верные господа, как насчет того, чтобы сказать правду? Вас совершенно не заботят судьба династии Голденбаумов. Вас интересует только личная безопасность, оказавшаяся под угрозой после того, как вы опрометчиво бросили вызов герцогу Лоинграму, и когда этот белобрысый щенок стопит на нашу землю как победитель, куда вы спрячетесь? Барон Хозингер, вы уверены, что хотите запятнать свое имя в пьяном угаре? У меня нет имени, которое можно было бы запятнать, ваше превосходительство, канцлер, в отличие от вас. Он имерзительно рассмеялся, обдав собравшихся перегаром. Я могу прокричать с крыши то, чего вы никогда не скажете, опасаясь испортить свою драгоценную репутацию. К примеру, то, что можно выдать Лоинграму его величества императора, чтобы попытаться завоевать его расположение. Сказав это, он, затаив дыхание, ждал реакцию своих коллег, чью гордость только что ранил нематериальным клинком. Даже Меркац на мгновение с ужасом посмотрел на него, не находя слов. Барон Радбрух вскочил на ноги, опрокинув кресло. Бестожи пьяница! Когда ты потерял свою часть, дворянина? Забыв о бесчисленных милостях и почестях, дарованных империей, ты думаешь лишь о собственной безопасности? Ты? Не сумев подобрать подходящего оскорбления, Радбрух задохнулся и гневно уставился на Хозингера. Он осмотрел собравшихся в поисках поддержки, но даже канцлер и государственный секретарь граф Рэм Шейд не предпринял никаких усилий для того, чтобы распутать паутину напряженного молчания, так как он понимал, что настоящим противником Радбруха является не Хозингер, а чудовище эгоизма, поднявшее голову из-под его собственной нечистой совести. Это столкновение не было мелочью. Не считая меркаться, участие остальных в создании этого правительства в изгнании было и в самом деле результатом погони за личными интересами, когда все закончилось провалом, перед ними появилась новая эгоистичная цель — спасти собственные жизни. Но мысль о том, чтобы выдать императора-герцогу Лоинграмо при всей своей привлекательности вызывало такое отвращение к себе, что алкоголь оставался единственным спасением. Еще больше усложнял ситуацию и портил настроение руководителей правительства в изгнании тот факт, что объект их верности семилетний император Эрвин Йозеф не делал ничего, чтобы вызвать их симпатию. Так и не научившись подавлять свое эго и выражая его только при помощи нападок, этот эмоционально нестабильный ребенок в глазах своих усталых подданных казался проявлением их собственных внутренних демонов. Их верность была ничем аным, как нарциссизмом, отраженным в кривом зеркале, которым был Эрвин Йозеф. Однако, естественно, похищенный из трона помимо его воли ребенок не мог нести за это ответственность. Никто из окружавших его взрослых, которые демонстративно восхищались и мы изображали любовь, никогда не занимались развитием его характера. Эрвин Йозеф больше не мог даже называться императором. В более чем десяти тысячах световых лет от них, на Одине, уже произошла смена хозяина трона. После побега Эрвина Йозефа на нефритово в золотом троне теперь будет восседать младенец, императрица Катарина Катчин I. Она была самым молодым правителем Галактической империи за всю историю, а также, по всей видимости, последним правителем из династии Голденбаумов, основанный Рудольфом Великим пять веков назад. Эрвин Йозеф же был публично объявлен свергнутым императором. Когда военно-политический поток событий между деспотической империей Лоинграму и союзом свободных планет превратился из стремительного, душевное равновесие изгнанной знати не могло не пошатнуться. Личные интересы превалировали, и этого было достаточно, чтобы, как небрежно предложил Хозингер, выдать императора их заклятому врагу Лоинграму. Как бы они не пытались это отрицать, они вполне могли преодолеть позор и поступить так, не имея никаких гарантий, что герцог Лоинграм простит их. Он вполне мог сурово наказать их за измену и нечестную игру. Сбежать же от сил вторжения с верой в то, что однажды династия Голденбаумов будет восстановлена, означало начать жизнь полную бесконечных полетов и бродяжничества. Хотя это могло показаться романтичным, на практике такая жизнь будет совсем нелегкой. Без политической защиты Союза свободных планет или организационных возможностей экономического влияния Доминиона Физан, в дополнение к отсутствию какой бы то ни было военной мощи, было маловероятно, что они смогут жить в бегах на вражеской территории. Хотя многим дворянам и не хватало дельновидности, но и настолько слепыми они не были. В конце концов, не видя выхода и понимая, что все это бессмысленно, Ремшейд пожалел Хозингера и распустил совещание, достигнув предела своей усталости. На следующий день должно было состояться еще одно серьезное но бесполезное совещание изгнанных аристократов, однако Йохан фон Ремшейд, исполнявший обязанности председателя, был встречен пятью пустыми креслами министром обороны Меркатсом, молча сидящим в одиночестве. Ремшейд остался ни с чем. Часть четвертая На фоне постоянных потрясений люди боялись того, что может с ними случиться. Пусть гордость не позволяла им с этим смириться, происходящее подавляло их волей и рассудительность, это было похоже на бег в противоположном направлении по палубе корабля, как бы быстро ты не бежал, до земли все равно не добраться. Борис Конев тоже ощущал эту беспомощность, с тех пор, как его отправили в представительство Физана на Хайнесине, он продолжил работать там секретарем. Хоть у него и не было никакого желания остановиться государственным чиновником, он был вынужден это сделать по приказу правителя Физана Адриана Рубинского. Но Конев был независимым торговцем, а его тяга поступать согласно собственным убеждениям была очень сильна даже для Физанца. Его отец и отец его отца летали на торговых судах по всей вселенной, преодолевая политические и военные препятствия и прожили жизнь руководствуясь лишь своими волей и разумом. Это была семейная традиция, которую Борис все еще надеялся продолжить, и поэтому тот факт, что он застрел на государственной службе, сильно задевал его самомнение. Ни дня не проходило без мысли о том, чтобы бросить на стол заявление об увольнении и вновь стать обычным гражданином, отказавшись от своей должности и положения. Теперь, когда его родной Физан был оккупирован имперским флотом и Рубинский ударился в бега, он и сам хотел поступить так же, но все же остался. Сколь бы рациональным это ни казалось, он не мог бросить тонущий корабль. Он боялся за свой торговый корабль, березку, который оставил дома с экипажем из 20 человек, но связь с Физаном и дорога туда находились под строгим контролем Союза, делая возвращение невозможным. Должно было произойти нечто драматическое, вроде отступления имперского флота с Физана или поражения Союза в войне, чтобы он мог хотя бы помыслить о воссоединении со своим любимым кораблем и командой. По мнению Бориса, второе было куда более вероятно, так что именно об этом он молился Богу, в Которого не верил, каждый день приходя в здание представительства Физана, чтобы выполнять ставшую бессмысленную работу. Этот год, 799 год космической эры и 490 по имперскому календарю, должен был войти в историю как год самого длинного похода имперского флота. В конце прошлого года, после оккупации Физана в качестве тыловой базы, Империя взяла под свой контроль все обитаемые планеты в Физанском коридоре. Понимая важность правительства, порядок на Физане пока что сохранялся, но если имперская оккупация затянется за счет их материальных ресурсов, Физанцы, независимые по природе, быстро устанут от подчиненного положения. Пока же груз долго лежал на плечах Вольфганга Миттермайера, чей флот двигался в авангарде имперских сил. Через три дня после того, как он отправил на разведку своего храброго подчиненного вице-адмирала Бейрляйна в надежде обнаружить активность союза, он получил от него ответ. Никаких признаков врага на выходе из Физанского коридора. Получив это сообщение, Миттермайер взглянул на начальника своего штаба вице-адмирала Дикеля и сказал «Что ж, они впустили нас в фойе. Теперь вопрос в том, сможем ли мы добраться до столовой, и даже когда мы сядем за стол, еда вполне может оказаться отравленной». 8 января 799 года космической эры первый флот империи незваным гостем прошел через Визанский коридор и поплыл в огромный океан неподвижных звезд и планет, которые они никогда еще не видели. Голова 2. Флот Ковчек адмирала Яна. Часть 1. В крепости Эзерлон на другой стороне Союза свободных планет также наступил Новый Год. Но даже если бы солдаты гарнизона крепости осажденные огромным флотом адмирала Оскара фон Ройнтали и хотели его отпраздновать, у них не было настроения для праздничных тостов. Единственным, что мешало им впасть в полное отчаяние, была твердая вера в адмирала Яна Венли, их чудотворца, который командовал о самой крепости и ее флотом. Этому молодому черноволосому и черноглазому офицеру в наступающем году исполнилось 32. с внешними, так и с внутренними врагами и привлек внимание даже адмиралов империи, которые признавали его самым изобретательным полководцем Союза. Несмотря на это, внешне он куда больше был похож на молодого ученого, а не на одержимого военной карьеры солдата. Чего бы я не пытался добиться в этом мире, я каждый раз терплю поражение, так что с тем же успехом можно просто выпить и лечь спать. Таким тихим самоуничижением Ян приветствовал Новый год, будучи окружен опасностями со всех сторон. Но когда он смотрел на далекие энергетические лучи на экране, директивы из столицы преодолела поставленные имперским флотом помехи и добралась до него. Верховное командование принимает на себя всю ответственность, вы свободны принимать любые решения, которые сочтете необходимыми. Главный командующий космического флота Союза свободных планет Адмирал Эксандер Бьюкок. После того, как он перечитал приказ несколько раз, затвердевшие мышцы его лица расплылись в мягкой улыбке, и словно он готов был в любой момент запеть. Приказ ему очень понравился. Иметь такого понимающего командира — большая удача. Сказав это, он бессознательно нахмурился. Теперь, когда все части были на своих местах, пора было браться за дело. Если бы он получил простой и невежественный приказ защищать крепость любой ценой, Ян использовал бы все тактические уловки, имеющиеся в его распоряжении в борьбе с осадившим из Орлона флотом Адмирала Руинтали, но теперь, когда ему предоставили полную свободу действий, будет лишь на благо Союза свободных планет, если Ян ответит на милость Адмирала Бьюкока и рассмотрит всю войну на мета-уровне, а не только лежащее перед ним поле боя. Любой, кто встретился с ним впервые, не поверил бы в это, но Ян находился на высшей ступени командования, уступая лишь Адмиралам Бьюкоку и Доусону. «Вот хитрый старик, он ожидает, что я буду работать сверх своей зарплаты», проворчал Ян, а потом добавил, окончательно придавая забвение восхищения, которое недавно выразил. «Интересно, насколько увеличится моя пенсия за каждый уничтоженный корабль противника?» Только старший лейтенант Фредерико Гринхилл, который всегда был рядом с ним, услышал эти слова. Подобным образом Ян разговаривал только со своим подопечным Юлианом Минсом, и потому большинство историков ничего не узнают об этом факте. Они будут знать лишь, что адмирал Ян поднялся со своего командирского кресла и через своего адъютанта созвал совещание высшего руководства крепости, после чего объявил он спокойным тоном, словно говоря о меню на обед. «Мы покидаем крепость из Орлон». Командный состав крепости был не так уж удивлен. Глава администрации крепости контр-адмирал Алекс Кассельн, начальник штаба контр-адмирал Мурай, заместитель командующего патрульным флотом контр-адмирал Фишер, командующий обороной крепости генерал-майор Вальтер фон Шанкопф, заместитель начальника штаба коммодор Фёдор Патричев и командир подразделения патрульного флота контр-адмирал Дасти Аттенбуро были живыми свидетелями находчивости Йона Венли. Тем не менее, услышав новость, они вернули свои кофейные чашки на блюдце, создав звенящую симфонию опасения. «Что вы сейчас сказали, ваше превосходительство?» Кассель и Шанкопф обменялись быстрыми взглядами. «Мы покидаем крепостью Зерлон». Как робот повторил Ян. Пар, поднимающийся от кофейных чашек, щекотал подбородки штабных офицеров, пытающихся осмыслить это заявление. Ян привык, что перед ним стоит чашка с чаем, но с тех пор, как ушёл Юлиан Минц, а с ним и лучший чёрный чай во вселенной, ему пришлось даться и тоже пить кофе, который он терпеть не мог. «Не то, как бы выдать нам объяснение?» Ян кивнул ему раю, вопрос которого считал в себе веру в командиру и подозрительность. Хоть крепость из Зерлона находится в самом центре длинного коридора, она обладает стратегической ценностью лишь до тех пор, пока один из его концов прикрывают союзники. Если же враг возьмёт под свой контроль оба конца, то крепость окажется между молотом и наковальней, в полной изоляции. Крепость, как и размещенный в ней флот, станет бесполезным. Таким образом, хотя и Зерлон о ненужном и цепляться за него нам не только необязательно, но даже глупо. В конце концов, пусть даже только флотом, а не крепостью, но мы должны принять участие в борьбе со вторжением. Разве мы не сможем продержаться, используя плоды наших военных достижений, чтобы в итоге навязать империю мирный договор? Но разве имперцы не потребуют передать им крепость в рамках этого договора? И где мы тогда окажемся? Так или иначе, Зерлон практически потерян, нам следует сейчас же покинуть его. Хотя слова Яна звучали великодушно, его подчиненные знали, что не стоит думать, будто ему хочется просто так подарить крепость назад империи. Но как мы сможем стоять и смотреть, как то, за что мы так упорно боролись, попадает в руки врага? Заместитель начальника штаба коммодор Патричев оглядел собравшихся, наклонившись над столом всем своим грузным телом. Уверенным перцам было еще более досадно видеть, как мы захватываем крепость, на постройку которой они потратили столько ресурсов и труда, и которые потом так долго защищали. Небрежно ответил Ян. Три года назад он лишил противника этой великолепной крепости к большому огорчению всего имперского командования. Так что филантропии возвращения из Орлона не было. При этих словах Вальтер фон Шанкоп цинично усмехнулся. Именно он сыграл главную роль в той операции, ткнув бластером в лицо имперского командующего крепостью адмирала Штокхаузена. Но, адмирал, даже если мы покинем Озерлон, вряд ли вражеский флот отпустит нас просто так. Как нам отразить их атаку? Может, нам стоит обратиться к командиру вражеского флота адмирала Руэнталя серьезной просьбой? Поскольку мы отказываемся от крепости, то можем попросить его закрыть глаза на женщину и детей. Никто не рассмеялся над этой непродуманной шуткой, впричем даже хорошая шутка вряд ли могла бы пробить сковавший их панцирь напряжения и мысли о приближающейся гибели. Пока они разговаривали, огромный вражеский флот развертывался перед крепостью под командованием великолепного тактика адмирала Руэнталя, что не могло не нервировать их. Атака Розенриттеров Шанкопфа, нацеленная на Руэнталя, едва не увенчалась успехом, но больше он им подобного не позволит. И потому, несмотря на то, что Руэнталь славился мужеством и умелым владением оружием, Шанкопф продолжил корить себя, что позволил большой рыбке ускользнуть. Тем не менее, нельзя забывать и о психологических последствиях. Если адмирал Ян, преследуемый имперским флотом, он будет вынужден покинуть из Ирлана, это сильно беспокоит граждан Союза. Люди могут потерять веру в победу еще до начала сражения, а в такой ситуации сражаться будет куда тяжелее. Советуем рассмотреть эту сторону вопроса. Ян признал, что в словах Мурея есть определенная доля истины, но по правде говоря, он не считал заботу об общественном мнении своей ответственностью. Сражение против всей военной машины Галактической Империи, управляя лишь одним флотом, и без того требовало всего его тактического таланта без остатка, если он собирался победить. Шанкопф оказался первым, кто решил высказаться. Я согласен с начальником штаба. Лучше дождаться момента, когда наше правительство поснеет от страха и станет молить нас покинуть крепость и спасти их шкуры. Тогда-то эти продажные мерзавцы поймут, как много значит для них ваше превосходительство. Но к тому времени станет слишком поздно. Мы потеряем шанс на победу. Постойте-ка. Говоря о шансе на победу, вы имеете в виду, что мы все еще можем победить? За пределами крепости Изерлон подобные высказывания наверняка сочли бы неуместным, но я никогда не был предубежден, когда дело касалось с точки зрения подчиненных, за что его иногда критиковали современники из числа старших офицеров. А также более поздние историки, считавшие, что он был слишком терпелив в данном отношении. Понимаю, что вы хотите сказать, генерал-майор Шанкопф. С военной точки зрения мы находимся в чрезвычайно невыгодном положении, и весь наш шепот говорит, что никакие тактические победы не смогут преодолеть стратегического превосходства противника. Но сейчас у нас есть один-единственный шанс изменить ситуацию в нашу пользу. И какой же... Даже проницательный Шанкопф не мог предположить, в чем заключается этот шанс. Лоенграм не женат. В этом его слабость и наша возможность. Холодно улыбнулся волшебник. Часть вторая Когда совещание подошло к концу, Ян вызвал своего адъютанта. «Лейтенант Гринхилл, примите все необходимые меры по организации эвакуации гражданского населения. Лучше всего просто следовать протоколу для подобных ситуаций, если он, конечно, есть». «Я буду ждать приказов вашего превосходительства». Ясным и убежденным голосом ответила Фредерико. «Я так понимаю, у вас уже есть план? Но мне ведь нужно оправдывать ожидания, верно?» Ян не был любителем похвастаться. Он презирал обманчивые фразы о несомненной победе и огромных военных успехах. Подобное не помогло бы ему выиграть ни одной битвы. У Фредерико были собственные причины верить в свою командир. Когда ей было 14, и они с матерью находились на планете Эль-Фассиль, ей лично довелось ощутить мощь имперского флота. В то время, будучи еще совсем юной, девушка справлялась с трудной ситуацией, лучше склонной к истерике матери. А человеком, ответственным за эвакуацию мирных граждан, был никто иной, как Ян Венли, которого незадолго до того повысили до младшего лейтенанта. Этому молодому лейтенанту Фредерико и принесло собственноручно приготовленные бутерброды. Затем она рубка спросила его о шансах на успех, но он витал в облаках и ответил уклончивыми фразами вроде «ну» и «как-нибудь», что только усиливало тревогу и недоверие людей. «Он делает все, что может. Те, кто делают меньше, не имеют права критиковать его». Фредерико, вставшая на его защиту, была единственным союзником Яна. Но после того, как ему удалось придумать замечательную стратегию побега, и он стал героем, все изменилось. «Мы верили в его гения с тех пор, как он был еще никому неизвестен». Хором хвалили массы. Напоследок, наградив Яна долгим взглядом, Фредерико вернулась в столицу, где воссоединилась с отцом, Дуайтом Гринхиллом, и ухаживала за матерью, пока пыталась поступить в военную академию. Долгое время отец считал амбиции дочери на военном поприще результатом своего влияния. В то время как Фредерико из прошлого могла помочь Яну только в мелочах, теперь ее способности и положение значительно выросли, и без нее Ян, плохо разбиравшийся в бумажной работе, мог бы погрязнуть в документах. Увеличение ее ценности для адмирала было для Фредерико немалой радостью, но исключительно личной. Вслуха, не адъютант Яна, олицетворяющая в равной мере красоту и ум, предпочитала не говорить». В зал совещания вернулся Вальтер фон Шанкопф. Казалось, командующий обороной крепости, известный своим острым языком, хочет что-то сказать. Поглаживая свой заостренный подбородок, Шанкопф без тода обратился к Яну. «Понимаете, я тут подумал, что станут делать наши правители, узнав, что на Хайнасе не больше небезопасно. И меня вдруг осенило. Они ведь наверняка решат бросить свой народ и сбежать вместе с семьями в неприступную крепость из Ирланд. Ян промолчал, хотя сам не смог бы утверждать наверняка, потому ли, что не знал, что сказать, или потому, что не хотел. То, что высокопоставленные чиновники союза злоупотреблили своей политической властью, сильно его расстраивало. Ведь они смотрели свысока на сам дух демократии, за который он сражался. Как бы то ни было, он был не в том положении, чтобы высказывать такое мнение. Те, кто должны защищать свой народ, но вместо этого думают лишь о собственной безопасности, должны понести соответствующее наказание. Было бы неплохо собрать их в кучу и подарить Лоенграму одной аккуратной посылкой. Или вы могли бы просто казнить их за измену, а потом вы могли бы сами взойти на вершину власти. У Республики Эзерлан не такая уж плохая идея. Хотя трудно было сказать, насколько Шунков всерьезен, он явно полагался на решение Яна. Если бы командующий согласился, то он лично возглавил бы разнориттеров, чтобы арестовать этих нечистых на руку чиновников. На мой взгляд, политика похожа на канализацию. Избежал прямого ответа Ян. Без нее общество не сможет функционировать, но она столь зловонна, что приближаться к ней никому не хочется. «Есть те, кто очень бы хотели к ней приблизиться, но не имеют такой возможности», парировал Шунков. «А есть и те, кто и не хотел бы этим заниматься, да вынужден. Может, странно для меня такое говорить, но и вы стали военным не потому, что вам того хотелось». «Не думаю, что из этого следует вывод, что все успешные военные должны становиться диктаторами», сказал Ян. «Если это и так, то я предпочту поскорее умыть руки и не лезть в это грязное дело». Поддерживать диктатора или сопротивляться его власти и бороться за свободу решает народ. Я живу в этом государстве уже 30 лет и до сих пор не могу найти ответа на один вопрос, как относиться к парадоксу, когда большинство граждан желают диктатуры, а не демократии». Молодой командующий привычным движением одновременно пожал плечами и покачал головой. «Сомневаюсь, что кто-то может ответить на этот вопрос». Ян сделал паузу, глубоко задумавшись. «Прошел миллион лет с тех пор, как люди научились добывать огонь, но пожары случаются до сих пор, а современной демократии не существует еще и 2000 лет. Думаю, еще рано делать какие-то выводы». Шонкоп подумал, что подобные рассуждения больше подошли бы антропологу, а не историку, которым, как всем было известно, мечтал стать Ян. «Сейчас важнее другое», сказал Ян, меняя тему. «Нам предстоит множество неотложных дел, так что давайте займемся ими. Бессмысленно спорить об ужине, если завтрак еще не готов». «Кстати, вы слишком великодушны, возвращая ингредиенты обратно поставщику. Мы просто одолжили их, когда они были нам нужны, а теперь нужда в них отпала, так что мы можем вернуть их». «А что будет, если они нам снова понадобятся?» «Мы одолжим их еще раз, а пока позволим империи взять их на попечение. Жаль только, что процентов за пользование они нам не заплатят». «Знаете, крепость — это как жена, и нельзя вот так запросто друг другу одалживать». Не выдержал словесные игры Шункопф. Сомнительная метафора командующего обороной вызвала у Яна кривую улыбку. «Но если бы мы стали просить, то нам бы, конечно, отказали». «Так вы говорите, что это будет ловушкой?» «Наш противник — знаменитый адмирал Ройенталь, входящий в двойную звезду имперского флота. Он не из тех, кто попадет в ловушку». На взгляд Шункопфа выражение лица его командира в тот момент больше подходило не великому полководцу, разрабатывающему гениальную стратегию, а студенту, собирающемуся подшутить над печальным известным учителем. Часть третья Адмирал флота Галактической империи, командующий окружившим из Орлона соединением Оскар фон Ройенталь, встретил Новый год на мостике своего флагманского линкора Тристан. На главном экране перед ним висел серебристый шар из Орлона, отделённый от него восемьюстами тысячами километров пустоты. Ройенталь был высоким, красивым мужчиной с каштановыми волосами, но наибольшее впечатление производили его разноцветные глаза. Гетерохромия, из-за которой его правый глаз стал чёрным, а левый – синим, оказала немалое влияние на всю его жизнь. Следствием этого изъяна было также и то, что его мать пыталась выколоть ему один глаз перед своим самоубийством, а отец топил себя в алкоголе. Его отец, обычно проводивший вечера, предаваясь вакханалиям на втором этаже их просторного особняка, иногда спускался на первый. Стоя перед своим сыном, рядом с которым в это время не было управляющего и кормилицы, старший Ройенталь смотрел на него налитыми кровью глазами и говорил такие вещи, как «Никто не хотел тебя» и «Лучше бы ты не рождался». Последняя стала рефреном постоянного недовольства Оскара фон Ройенталя. Со временем он пришёл к выводу, что ему действительно не следовало рождаться, но в какой-то момент, хотя он и сам не мог сказать, когда это случилось, он ушёл от стремления к смерти и стал стараться делать всё возможное, чтобы жить, хотя прошлый оставил на нём свой отпечаток. В настоящий момент его приказов ждали два адмирала, Корнелюс Люц и Гельмот Ренненкампф. В отличие от Люца, Ренненкампф привлёк внимание Ройенталя своим нежеланием сотрудничать с молодым командующим и тем, что продолжил решительно настаивать на полномасштабном штурме из Ирлона. Ройенталь не думал, что Ренненкампф некомпетентен. Райнхард фон Лоенграм не позволил бы бесталанному человеку чем-то командовать в своей армии. Так что Ренненкампф обладал достаточными тактическими и командными способностями, вот только его кругозор по большей части ограничивался текущим боевым пространством. Он очень ценил тактические победы и не видел леса с деревьями, когда дело доходило до более грандиозных целей войны. Про себя Ройенталь считал его ограниченным, впрочем, Ройенталь критически относился даже к себе. Победа или поражение, превосходство или неполноценность, все это было относительно и субъективно. Атака в лоб будет бесполезной. Сказал Ройенталь Ренненкампфу в надежде убедить его. Если бы его можно было взять силой, Изерлан уже раз пять-шесть сменил бы хозяина. Но единственный, кому удалось это сделать, тот мошенник, который наблюдает знамя из крепости, пока мы говорим. Уже одно это заставляло Ройенталь высокооценить вражеского командующего. У Ренненкампфа тоже были основания для его убежденности, до них уже дошли сообщения о том, что Миттермайер и прочие добрались до Фюззана. А при нынешнем положении вещей бесплодное противостояние с Яном Венли в Изерланском коридоре ничего им не даст. По крайней мере, они могли бы добиться славы тех, кто вернул империи крепости Изерлан, имея в своем распоряжении подавляющую мощь трех флотов, разве не должны они разработать стратегию более жестоких атак, сокрушив тело разума дух врага? Все это он и попытался выразить, но безуспешно. Интересное мнение, но подобные действия лишь напрасно истощат наши силы, тем более, что в них нет необходимости. Уловив раздражение в голосе командующего, Ренненкамп оскорбленно взглянул на него. Не могу с вами согласиться, адмирал. Если Ян Венли оставит крепость, его обвинят в содействии врагу, да и в любом случае настоящий военный до конца защищает свой пост. Какой в этом смысл? Наш флот уже вторгся на территорию Союза через Вязанский коридор. Когда Изерландский коридор был единственной целью военных действий, существование крепости и ее защиты имели смысл, но времена изменились, и если продолжать цепляться за крепость просто ради того, чтобы сохранить ее, то это ничем не поможет Союзу в войне. Ян прекрасно все это понимает. Кроме того, безразмещенного в крепости флота у Союза просто не было сил для ведения войны. В данный момент шансы Союза были в лучшем случае ничтожны, а без этого резерва, который мог бы хоть как-то помочь, они и вовсе стремились к нулю. Так что единственным логическим выходом было вывести флот из Изерлона. Ренен Камф ответил на это очевидным вопросом. Но если Союз падет, а Изерлон останется неприступным, разве это не позволит Яну сохранить свою репутацию незапятнанной? Да, будь Ян таким, как вы, он думал бы именно так. Райн Таль не смог скрыть презрение, и ему потребовались все силы, чтобы сохранить спокойствие. Ренен Камф был верен в себе и просто не мог представить грандиозности предстоящей битвы. На стратегическом уровне Райн Хард сделал бессильные тактически неприступные крепости Изерлон, проведя флот через Вязанский коридор, чем продемонстрировал свою экстраординарность. Но Ренен Камф, для которого победа означала завершение тактического столкновения, был не в состоянии оценить революционного изменения обстоятельств. Понятно, почему этот белобрыс и мальчишка и в самом деле может захватить Вселенную. Сонично кивнул Райн Таль самому себе. Поля сражений полны храбрых людей, на стратегических вдохновителей организующих войны, происходящие на этих полях сражений, прискорбно мало. Адмирал Ренен Камф, если бы это было возможным, я бы тоже предпочел полномасштабный штурм крепости. «Но наш главнокомандующий отдал другой приказ, и мы должны ему подчиниться!» Решил вмешаться Корнеллиус Люц. Руэн Таль стер с лица недовольное выражение и слегка поклонился двум адмиралам. «Кажется, я перешел черту. Прошу прощения за свою грубость. Но рано или поздно созревший плод упадет сам. И сейчас я не думаю, что нам стоит перетруждаться. Значит, мы прекратим атаковать из Ирлана и просто окружим его? Нет, Адмирал Люц, это тоже не сработает. Так как даст врагам драгоценное время. Если не что-то задумали, это не значит, что мы должны позволить им спокойно заниматься подготовкой. То есть подвергнем крепость беспокоящему огню? Слишком прямолинейно. А мы, скажем так, будем использовать все имеющиеся у нас возможности». Устроенная Руэнтелем атака сильно беспокоила Иона Венли. Отражая это ожесточенное наступление, ему приходилось думать и об эвакуации. Он доверил Кассельну все практические действия, но для того, чтобы успокоить недовольство мирных жителей, которых выгнали из домов, уже успевших стать своими, требовалось нечто большее. Ион решил, что его личного обращения может оказаться достаточно, чтобы развеять их страхи. А вдруг появилась куча дел, а я не создан для сверхурочной работы. Командир первой космической эскадрильи крепости Изерлон, капитан третьего ранга Оливер Поплан, заслужил не только безмерную ненависть, но и уважение пилотов-истребителей противника. Количество сбитых им вражеских валькирий, смешавшихся с космической пылью, хватило бы на целый флот. А тех, кто попался в зубы его эскадрильи, было в десять раз больше. Его способность объединять три одноместных истребителей-спартанцев в единое целое была новаторской в мире воздушных боёв, где индивидуальные навыки имели первостепенное значение. В будущем он войдёт в историю как первоклассный пилот, превосходный новатор в технике воздушного боя, а также невероятный развратник, но только он сам будет знать, что из этого было для него ценнее всего. После нескольких вылетов у Поплана наконец появилась небольшая передышка. В офицерской столовой он вёл себя как древний защитник социализма. Когда я вернусь на Хайнессен, то создам профсоюз пилотов. Я посвящу жизнь избавлению их от переутомления, вот увидите! А мне казалось, что ты собирался всю жизнь посвятить женщинам. Язвительно заметил Иван Конев, командующий второй эскадрильей. Несмотря на то, что Конев был осомнеуступающим Поплана в способностях, он был порядочным человеком, словно высеченным из базальта, и в отличие от своего товарища, не предавался распутству. Пока Поплан развлекался женщинами и вином, Конев решал кроссворды из книг столь толстых, что их легко можно было принять за словари. Но эти две противоположные личности составляли удивительно взаимодополняющую пару. Часть четвёртая На следующий день имперский флот вновь обрушился на крепость, и у командующего обороной генерала-майора Шанкопфа не осталось свободного времени. Используя всех доступных артиллеристов, а также на полный задействов инженерный корпус для выяснений и ремонта повреждений, он старался отвечать на каждый выстрел тем же. Офицеры связи без перерывов принимали и присылали приказы и сообщения, один из них потерял сознание от переутомления, у другого парализовало голосовые связки, так что их пришлось заменить. Контр-адмирал Кассельн тоже не спал, готовясь к массовой эвакуации, но всё же делегации гражданских лиц удалось пробраться и устроить акцию протеста перед местом жительства Яна. «Граждане, пожалуйста, успокойтесь». Выражение лица Яна было безразличным, но за ним он скрывал нешуточное волнение. Для реализации его плана было необходимо, чтобы все станции флота из Орлана работали без помех. Ян чувствовал, что битва с таким мастером тактики, как Руенталь, будет крайне опасной, а мысль о том, чтобы быть втянутым в войну на истощение, он и вовсе постарался задвинуть подальше. Добавить к этому мирных граждан, балансирующих на грани паники, и покажется удивительным, как он ещё не присоединился к ним. Не волнуйтесь, всё будет в порядке. Будьте уверены, мы целыми и невредимыми вывезем вас на безопасную территорию. Давая это голосновное обещание беспокойной делегации, он мог лишь надеяться, что кто-то способен гарантировать его успех. Он был атеистом, неверующим, так что ни в коей мере не был склонен доверять свою судьбу и судьбу других людей Богу, которого никогда не встречал. И всё же время пяти миллионов человеческих жизней, военных и гражданских, было слишком тяжёлым для него одного. Невыносимо, несомненно, такой умный человек, как адмирал Руэнтель, уже понял суть ситуации. У Яна было лишь два возможных выбора, остаться в крепости или покинуть её. И будь то препятствование побегу или ослабление военной мощи, продолжающиеся атаки на крепость точно будут полезны. Осознание этого ещё больше злило Яна. Командиры среднего звена флота Яна, занятые урегулированием различных конфликтов, оказались в трудном положении. Командующий Ян Венли разрешил им один боевой вылет, но строго запретил выходить за границу зоны досягаемости главных орудий крепости. Контр-адмирал Дасти Аттенбора, получивший этот приказ, вступил в жестокий бой, но с поддержкой крепости ему удалось отбросить имперцев. Однако это отступление было запланированным, Аттенбора с трудом удалось удержать своих подчинённых от продолжения погони. Под их давлением, вернувшись назад, он упрашивал Яна снова позволить им вступить в бой. Не обсуждается. Не говорите так. Я же не ребёнок, выпрашивающий монетку. Речь идёт о боевом духе наших войск. Пожалуйста, разрешите вылет. Не в этой жизни, ответил Ян, словно скряга, у которого просят в долг. Поняв чётность уговоров, Аттенбора впал в уныние. Ян же и без того был умственно истощён. Поддержание флота в боевой готовности и сохранение огневой мощи вымотали его, поэтому он опасался подвергать своих людей лишнему риску. И осознание этого ещё больше портило ему настроение. Прозвище чудотворец сильно давило на него, оно таило в себе неизбежную опасность не только веры, но и переоценки, и солдаты и гражданские верили, что Адмирал Ян точно сможет выкрутиться из любой ситуации, но что насчёт него самого? На что полагаться ему? Ведь он-то прекрасно знал, что не всемогущ. И точно не старательней других. Мало кто из боевых командиров брал столько же дней оплачиваемого отпуска, сколько он. Да и его стратегии чаще были придуманы в спокойной обстановке. Как он когда-то слышал, цивилизация возникла из врождённого желания людей делать меньше, но при этом производить больше, и только варвары считали правильным эксплуатировать тело и разум для достижения целей. А если я возьму на себя всю ответственность, тогда вы меня отпустите? Прошу вас! У Яна не было достаточной терпения, чтобы выслушать подобные просьбы, хотя он сам был молодым, прославленным военным, он презирал воинскую систему ценностей и мышления, за что историки будущего будут называть его ходячим противоречием. Фредерико Гринхилл, адмирал Яна, всегда находившийся рядом, уловил его настроение и кашлянуло, предупреждая об этом Аттенбора. Тот сразу же изменил тактику. Я придумал способ довольно легко победить врага. Разрешите проверить его? Ян посмотрел на Аттенбора, затем на Фредерико и с горькой улыбкой кивнул. В конце концов, желание максимально ослабить противника было не такой уж плохой идеей. Когда после нескольких поправок Ян дал Аттенбору разрешение приступить к реализации его плана, молодой контр-адмирал вышел из его кабинета едва ли не в припрыжку. Ян тяжело вздохнул и с недовольством обратился к своей прекрасной помощнице. Не стоит ему потакать, старший лейтенант. У нас и без того хватает трудностей. Пожалуй, я зашла слишком далеко. Мои извинения. Фредерико посмотрело на него, сдержав улыбку, и Ян не стал жаловаться дальше. Услышав сейчас Кассельн, он бы точно посмеялся, ведь Фредерико взял на себя немалую часть этих трудностей, занимаясь всей бумажной работой. Часть пятая Около пятисот транспортников отправились из крепости Изерлон в сторону территории Союза Соботных Планет в сопровождении в четверо большего числа боевых кораблей. Получив сообщение от разведывательной группы, Райенталь нахмырился и через плечо посмотрел на своего ближайшего товарища. «Что думаете, Бергенгрен?» «На первый взгляд может показаться, что высокопоставленные лица или мирные граждане пытаются бежать из крепости». Тактично ответил начальник штаба молодому командующему. «Учитывая положение, в котором они находятся, такое вполне можно допустить». «Но вы в этом сомневаетесь. Почему же?» «Мы ведь говорим о Яне Венли. Никогда не знаешь, какую ловушку он расставит». «Да уж, Ян Венли это серьезно. Герой-ветеран, заставляющий нас дрожить от страха». Усмехнулся Роэнталь. «Ваше превосходительство!» «Не расстраивайтесь, даже я опасаюсь его ловушек». И мне не улыбается перспектива прослыть вторым Штокхаузеном, столь нелепо потерявшим эту крепость. Роэнтальу не было нужды приукрашивать, выставляя себя в лучшем свете. Реальные достижения, способность и уверенность в себе были его тремя точками опоры, позволяющими сохранить холднокровие и точность суждений. В данный момент признаки ловушки пробудили сигнал тревоги в его мозгу. С другой стороны, возможно, Ян как раз и пытался его в этом убедить, призывая отправиться в погоню навстречу смерти. Одному первоклассному командующему нелегко было точно угадать тактику другого. Однако, вскоре его сомнения разрешились. Роэнталь получил сообщение о том, что Рененкамп мобилизовал свой флот для преследования эвакуирующихся с Эзерлона. «Прекрасно. Предоставлю это ему». Сверкнула улыбка Роэнталь. «Но что если адмирал Рененкамп действительно поймает большую рыбу? Вы в самом деле хотите отказаться от почести за это достижение?» Замечание Бергенгрюна на 80% было предупреждением, а на 20% подозрением, что его командир слишком доверчив. Роэнталь несколько секунд помолчал, оценивая этот сомнительный коктейль, а потом ответил. «Если Рененкамп добьётся успеха, это будет означать, что колодец изобретательности Яна Венли иссяк». Но, к сожалению или к счастью, я сомневаюсь, что это случилось. Поэтому давайте просто посмотрим на тактику адмирала Рененкамп и понадеемся, что он нас не разочарует. Бергенгрюн молча кивнул, глядя, как высокая фигура Роэнталя плавно поворачивается к главному экрану. Прежде чем попасть к Роэнталю, Бергенгрюн служил под командованием покойного Зигфрида Кирхиайса и теперь он начал задаваться вопросом, насколько же отличались характеры этих двух адмиралов. Безусловно, Рененкамп был опытным и умелым командующим. Поэтому он отказался от чего-то столь простого, как линейное преследование и разделил свои силы, чтобы взять противника в клещи. С этой целью одна часть его флота отправилась по пологой дуги вперед, стремясь отрезать противнику путь к отступлению, в то время как другая пристроилась ему в тыл. Блестящее исполненное окружение выглядело завершенным, и Роэнталя, внимательно наблюдавший за происходящим на своем экране, даже удивленно прищёлкнул языком. Но лишь на мгновение. Силы Союза, следуя собственному продуманному плану, предвидели передвижение флота Рененкампфа и заманили его в зону поражения крепостной батареи. Эта тактика, в прошлом нанёсшая тяжёлый удар на Ихарту Мюльдеру, не должна была сработать во второй раз, но Рененкамп стал её второй жертвой. Ужасное зрелище развернулось снова, когда его флот под ливнем света стал вспыхать огненными шарами уничтожения. Роэнталь узнала случившимся несколько мгновений спустя. Мы не можем просто стоять и смотреть, как они умирают. Нужно помочь им. На этот раз десятки тысяч лучей света обрушились со стороны Имперского флота на крепость. Невероятное количество энергии беззвучно ударило по внешней стене из Орлона, не оставив ни единой вмятины, обстрел окутал шестидесятикилометровый шар крепости радужным туманом. Вихри энергии закружились по броне, разрушая невыносимым жаром эрудийные башни и огневые точки, а флот Рененкамфа, корчась как раненая в живот змея, смог восстановить порядок. Но это не значило, что горькая симфония Имперского флота, сточнённая от тунборов ранжеров Кияна, уже подошла к концу. Часть флота Рененкамфа, ушедшая вперёд, не понесла урона, а разъярённые и жаждущие мести они набросились на вражеский флот, однако флот Союза с самого начала демонстрировал признаки распада и после короткой неудачной попытки контратаки начал отступление, расползаясь как осадок по воде. Даже с таким умелым командиром эти проклятые мятежники из Союза не стыдятся бягства! Рененкамф по характеру был человеком, недооценивающим своих врагов, но в этот раз он помнил, что за ним наблюдает главнокомандующий Руенталь, и Рененкамф любуется, но и хотел избежать его насмешек и восстановить свои пошатнувшиеся после неудачного начала боя позиции. Оскар фон Руенталь никогда не подвергался критике в том, что касалось тактических и командирских умений. Почнённые верили в него и восхищались, но у коллег этот известный дамский угодник и любительский звить порой вызывал неприязнь. Впрочем, по сравнению со всеобщей ненавистью к начальнику генерального штаба Паулю фон Оберштайну, некоторая антипатия к Руенталью была совсем незаметной. К тому же, его большие боевые заслуги были общепризнанными среди адмиралов. Более того, в то время, когда погиб Зикрит Кирхиайс, и Райнхард впал в ступор от горя, Руенталь одним из первых успокоил беспорядки среди адмиралов и воспользовался покушением на Райнхарда для установления диктаторского режима. Рененкамп, как и Кемп, сражавшийся на этом же месте с Яном год назад и потерпевший поражение, видел в Руентале конкурента, за которым трудно угнаться, и все же амбиции заставляли его продолжить попытки. Он отдал суровый приказ, приближаясь к Велам транспортникам. «Остановите эти корабли! Если не откажутся сдаваться, откройте по ним огонь!» В этот самый момент вспышка заполнила все их поле зрения, когда все 500 транспортных кораблей внезапно взорвались. Те, кто смотрел в этот момент на экраны, почувствовали, что их глаза вот-вот лопнут. Вспышка превратилась в быстро растущий шар энергии, поглотивший имперские корабли. Флот Рененкампа потерял порядок и, замедляясь, погружался в мутный поток энергии. Остановившиеся полностью корабли были поражены теми, кому не удалось этого сделать, и вместе они танцевали в путанице света и тепла, напрягая при этом до предела свои системы предотвращения столкновений. Внутри шара большого взрыва один с другим возникали взрывы поменьше, уничтожая живое и неживое. «Снова эти хитрые уловки!» У Рененкампа чуть не пошла пена изо рта. Как тот, с кем разыграли эту уловку, он полностью вышел из себя. Его флагман едва избежал попадания под энергетическую волну. Многим другим кораблям повезло меньше. Не став опускать этого шанса, Аттенбуро приказал перейти в атаку. Младший товарищ Яна по военной академии сам был весьма одаренным, его командование эффективно направляло рвение подчиненных. За короткое время потребовавшееся адмиралу Люцу для нанесения ответного удара, Аттенбуро прорвался и уничтожил множество кораблей противника, из всех битв, произошедших между Яном и Руэнталем, еще ни одна не заканчивалась столь односторонним разгромом. Имперский флот потерпел поражение, потеряв более двух тысяч линкоров и понеся в сто раз больше потерь. Когда Руэнталем в полнейшем он и не вернулся на базу, Руэнталь лишь взглянул на него, словно говоря, «Другого я и не ожидал», но вслух этого не произнес, вместо этого поблагодарив за службу и отпустив отдыхать. Руэнталь не видел причин отмечить случившиеся, так сказать, в качестве дефицита в своей бухгалтерской книге. Хотя на тактическом уровне они уступили, но зато им стал есен план командующего флота Союза сделать так, чтобы имперцы не решились преследовать их, когда они в самом деле решат эвакуироваться. Если бы враг хотел простой тактической победы, не было нужды во всей этой театральности. «Значит ли это, что нам все равно стоит готовиться к преследованию?» спросил Бергенгрюн. «Преследованию?» Разноцветные глаза Руэнталя цинично блеснули. «А зачем нам их преследовать? Если мы позволим ему уйти, то сможем заполучить крепость из Орлона, не пошевелив пальцем. Вам не кажется, что это уже достаточная победа?» Если бы они поддались эмоциям и стали преследовать отступающего врага, вероятность стать жертвой очередной хитрой контратаки оказалась бы весьма велика. Ян стремился вступить в бой с основными силами имперцев. Разве не стоило просто позволить ему идти туда, куда он хочет? «Но если мы отпустим Яна Венли, в будущем он может вернуться подобно болезни?» Руэнталь слегка скривил губы. «В таком случае лучше будет бороться с нею сообща. Наш флот не должен быть единственным, кто подвергается риску заражения. Но ваше превосходительство!» Интересно, слышали ли вы такое изречение, Бергенгрюн? «Если исчезнут дикие звери, то и охотники станут ненужны». Вот почему охотники никогда не убивают всех животных. Начальник штаба посмотрел на своего командира взглядом полным понимания и беспокойства. «Ваше превосходительство, не говорите таких опрометчивых вещей, которые могут неправильно понять». Негромко сказал он. «Нет, не просто неправильно понять, это могут посчитать клеветой. Так что прошу вас воздержитесь от этого. Вы один из самых известных адмиралов имперского флота, и каждое ваше действие оказывает влияние на многих людей». «Ваш совет имеет смысл. Постараюсь впредь внимательнее следить за словами». Откровенно поблагодарил Руэнталь своего начальника штаба. Он знал, что подобного помощника трудно найти. «Рад, что вы прислушались к моему совету? Что ж, если мы не будем преследовать противника, нужно приготовиться к захвату крепости Эзерлан». «Верно. Займитесь этим». Так начался бескровный захват Эзерлана Руэнталем. Как однажды сказал Ян Венли своему подопечному Юлиану Минсу, «Когда дело доходит до стратегии и тактики, лучше всего расставить ловушку, дав противнику то, чего он хочет». Еще он сказал, «Нет, ничего лучше, чем проснуться и увидеть, как из посеянных тобой семян выросли высокие бобовые стебли». И вот теперь Юан пытался воплотить эти идеи в жизнь. Его побег из крепости Эзерлан, который капитан Оливер Поплан назвал «ночным полетом», был не слишком разумным действием, а скорее являлся вынужденной мерой, с помощью которой можно было извлечь выгоду из силы его патрульного флота. В противном случае он бы попусту растратил силу, находящуюся в его распоряжении, не говоря уже о том, что от этого зависело множество жизней. По сравнению с безопасностью гражданского населения из Эрлона, оставление крепости, как и любой техники, было не более, чем избавлением от тёплой одежды весной. Поскольку контр-адмирал Кассельн, административно ответственный за эвакуацию пяти миллионов человек, никогда не отличался творческим мышлением, и он почувствовал, как его сердце упало, когда тут дал операции, кодовое имя «Проект Ковчег». «Чем беспокоиться о подобной ерунде?» ответил на вопрос о названии Кассельн. «Я лучше подумаю о том, как эвакуировать из крепости пять с лишним миллионов человек. И, между прочим, если бы не ваш Саттенбороплан, в результате которого было уничтожено пятьсот старых транспортников, забот у меня было бы меньше». Действительно, транспортных и госпитальных кораблей было явно недостаточно, и потому часть гражданских лиц приходилось размещать на боевых кораблях. Шестьсот новорождённых и их матери, а также врачи и медсёстры, были размещены на борту линкора «Улисс». Говоря, что этот линкор бережёт могущественный ангел-хранитель, благодаря чему он невредимым пережил множество сражений и потому был самым безопасным средством для перевозки младенцев, которые нуждались в максимальной защите. Хотя экипаж линкора отнёсся к такому объяснению крайне скептически. Даже капитан третьего ранга Нильсон, капитан Улисса, был ошарашен перспективой увидеть тысяч подгузников, развяженных на мостике его корабля. Хотя старший штурман линкора, младший лейтенант Филдс, изо всех сил пытался поднять боевой дух, настаивая на том, что именно после родов женщины становятся наиболее привлекательны, и что нужно радоваться тому факту, что их будет сопровождать сразу три рота таких красавиц, воображение его сослуживцев рисовал оскорение легион Мадонн, а хорорующих младенцев. Поэтому подбадривания штурмана остались без внимания. Разместить пять миллионов человек, пять миллионов шестьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре, если быть точным, причём в их число входили солдаты и гражданские, мужчины и женщины, было непростым делом, и Кассель не находило окружающих сочувствия. Даже его собственная семья, жена и две дочери были расстроены тем, что покидают Изерлон, тем не менее работа продвигалась. Инженерный корпус под командованием капитана Линкса установил низкочастотные бомбы по всей крепости, в том числе в её водородных реакторах и центрах управления, об этом знали многие высокопоставленные офицеры, но мало кто знал о том, что старший лейтенант Фредерико Гринхилл исполняет ещё один приказ Яна, находящийся под строгим секретом. Ян закладывал основу для будущего возвращения Зерлона. Услушав детали, Фредерико с трудом сдержало удивление и волнение. Итак, в идеале мы должны убедиться, что враг обнаружит наши бомбы, но не слишком легко, иначе они могут разгадать настоящую ловушку. Я всё правильно поняла? Именно так. Другими словами, лейтенант, я хочу устроить диверсию, которая отвлечёт имперцев от настоящей ловушки. Сама ловушка была до смешного проста, но это и делало её такой эффективной. Если крепость и её операционные системы окажутся повреждены, ловка потеряет всякую ценность. Ещё раз объяснил он. Нужно сделать так, чтобы враг обязательно обнаружил приманку, но потерял ободительность и не стал искать дальше. Фредерико прокрутило в уме содержание приказа и не могла не восхититься его простотой и грандиозностью результата. В этом нет ничего оригинального или первоклассного. Небольшая хитрость, вот и всё. Хотя я уверен, что враги придут в ярость, когда всё закончится. Не принял Ян комплимента. Кроме того, мы не знаем, будет ли от этого толк. Быть может, нам больше не понадобится крепость из Эрлон. На мгновение взгляд карих глаз Фредерико задержался на профиле её молодого командира, словно он изрекал пророчество или божественное откровение, хотя дело было вовсе не в этом. Я думаю, она нам ещё понадобится. Крепость из Эрлон, наш дом. Дом всего флота Яна. Мы обязательно вернёмся сюда, и когда это случится, все увидят плоды изобретательности вашего превосходительства. Ян погладил рукой подбородок, как делал в тех случаях, когда не мог выразить мысль. Опустив руку, молодой командующий заговорил, словно неопытный мальчишка. Как бы то ни было, старший лейтенант, займитесь этим, и успеха вам. Именно это Фредерико и ожидало от него услышать. Часть шестая Сообщение о том, что корабли противника начали массово покидать крепости из Эрлон, поступали к Рейнталью отовсюду. Многие запрашивали приказ об ответных мерах, но командующий строго запретил начинать боевые действия без его прямого приказа. В прошлый раз он слишком поспешил с действиями, но дважды таких ошибок не допускал. «Бесполезно преследовать их», заявил Рейнталь. «Крепость они с собой взять не смогут, а ее захват — наш главный приоритет». Вскоре после этого адмирал Рененкамф прямо спросил о целесообразности атаки, но командующий ответил категорическим отказом. «Это лишь повлечет еще одну контратаку. Кроме того, я все равно не желал бы войти в историю как человек, расстрелявший бегущих гражданских. Пусть уходит». Рененкамф послушно удалился, недавнее поражение приглушило его воинственность. «Хорошо, теперь все так или иначе пойдет более гладко». «Бергенгрюн, вы отправляетесь за Яном Венли, но только после захвата крепости. И не стоит догонять его или вступать с ним в бой, это мы отложим на другой раз», сказал Рейнталь начальнику своего штаба. «Просто держитесь у него на хвосте, а пока займемся крепостью, которую наверняка подготовили к нашему появлению». По вопросу о том, кто должен идти первым, свое веское мнение высказал адмирал Корнелиус Люц. Хотя Ян Венли эвакуировал всех из крепости Эзерлон, следовало внимательно отнестись к возможным прощальным подаркам, которые он мог оставить. И предположение о том, что вражеский командующий заложил бомбы в важнейших точках крепости, чтобы уничтожить всех имперцев разом, когда они будут ее оккупировать, было не таким уж порноидальным. Учитывая то, как сильно спешил флот Союза оказаться подальше от Эзерлона, степень риска при приближении к нему была чрезвычайно высока. И лучшее, что они могли сделать, это отправить в крепость саперов, которые исследовали бы ее, и лишь затем дали разрешение высадиться всем остальным. Ко мнению адмирала Люца не стоит относиться легкомысленно. Райенталь приказал всем флотам отступить от крепости, а группу саперов, возглавляемую капитаном инженерного корпуса Шлуда, наоборот, сопроводили внутрь. Получив такую неожиданную честь, капитан Шлуда пребывал в приподнятом расположении духа, хотя и немного нервничал, входя в бывший вражеский лагерь. Подозрение Люца подтвердилось, когда тщательное исследование выявило установленные в различных точках низкочастотные бомбы, которые затем были успешно демонтированы. Мы прибыли в самый последний момент, бомбы были хитроумно спрятаны, и через несколько минут вся крепость взорвалась бы, нанеся большой урон нашим войскам. Капитан Шлуда не смог держать волнение, выступая с этим докладом. Оскар фон Райенталь кивнул, водяное колесо размышления завертел из-за его разноцветными глазами. Возможно, Ян Венли специально устроил всё именно так. С другой стороны, взрыв крепости действительно мог бы нанести им огромный урон, а за этим последовала бы контратака вернувшихся кораблей Союза, которые флота Империи мог бы и не пережить. Так стоит ли радоваться успеху, и не было ли каких-то других прощальных подарков? Райенталь охватили сомнения, он задавался вопросом, не замышляет ли Ян Венли нечто более зловещее. Он хитрый человек, интересно, что он планирует делать дальше. Тем временем, Ян Венли, успешно совершивший ночной полёт, стоял на мостике своего флагмана Гипериона, не в силах оторвать тревожного взгляда от огромного шара крепости Эзерлон, висящего в центре главного экрана. Он был почти полностью уверен, что этого не случится, но если бы бесконечно малая вероятность того, что имперцы не смогут обнаружить бомбы, всё-таки выпало бы, Ян не только разрушил бы крепость, но и поставил под угрозу множество человеческих жизней. Установленное время взрыва прошло, и как только пришло подтверждение, что на поверхности крепости не появилась трещина других следов взрыва, он наконец смог вздохнуть с облегчением. Слава богу, похоже, они их всё-таки нашли. Ян прижал руку к груди, оторвался от экрана и покинул мостик, чтобы отправиться спать в свою комнату, предварительно поклонивший серебристо-белому шару, выражая тем самым свою благодарность. «Прощай, крепость Изерлон, не изменяй мне, пока я отсутствую, ты настоящая королева космоса, ни одна женщина не сравнится с тобой», с грустью промолвил капитан Поплан, неохотно прощаясь с крепостью. Стоявший рядом с ним, генерал-майор Шонкопф молча поднял на уровень глаз фляжку с виски, Мурай выпрямился и отдал честь. Фредерико и контр-адмирал Кассельн последовали его примеру. У каждого из них были свои мысли во время прощения с космической крепостью, на два года ставший для них домом. Ступят ли они ещё когда-нибудь на искусственную поверхность Изерлона? В суматохе, последовавшей за возвращением Изерлона в Лону Империи, случился досадный инцидент. Было обнаружено, что один из заведующих складами, долгое время прослуживший на этой должности, незаконно присвоил часть брошенного Союзом имущества, не отразив его в описи. Когда военная полиция расследовала это дело, выяснилось, что он уже много раз проделывал такое. Рейнталь подобного не допускал. Во время трибунала в соответствии с законами военного времени офицера приговорили к смертной казни, и командующий лично исполнил приговор. Осуждённый истерически кричал, когда его волокли к месту казни, а там стал молить о пощаде, но, осознав наконец, что это бесполезно, он перешёл к обвинениям. Мир несправедлив! Неважно, разрушаете ли вы города или убиваете десятки тысяч людей, если это делается во имя войны, пока вы побеждаете, вам, адмиралам и командующим будут вручаться титулы и медали, а меня за небольшую кражу трофеев объявляют преступником! Зачем теперь-то кричать? У меня уши болят от твоих воплей. Это выходит за рамки разумного! Вы можете называть герцога Лоэнграма героем или гением, но, в конце концов, разве он не злодей, пытающийся захватить всю галактику? Моё преступление ничто по сравнению с его! Тогда почему ты сам не попробовал захватить галактику? Изящные бреви Роэнтали чуть дрогнули, когда он нажил на спусковой крючок, и мозги приговорённого разлетелись по полу. Его товарищи хранили торжественное молчание. После того, как Роэнталь устроился в бывшем кабинете Яна Венли, к нему прибыл офицер инженерного корпуса с докладом. Пока не будет установлено их собственное программное обеспечение, у него на столе наверняка скопятся горы отчётов. Судя по всему, все данные в тактическом компьютере были стёрты, а значит имперцам нужно будет вести все данные с нуля. Причём, этого и следовало ожидать, но эти вопросы не входили в обязанности Роэнтали, его заботы были чисто стратегическими. Будущего никто не знал, и какой бы странный тактический трюк не использовал Ян Венли, пока ему, Оскару фон Роэнталю, удалось избежать того, чтобы выглядеть глупо, он был вполне доволен своим положением. Ведь фактически вражеский командующий вручил им крепость на блюдечке. Хотя это также означало и то, что за всем происходящим может стоять нечто, чего он не мог вообразить. Как бы там ни было, крепость наша. Я готов добросовестно принять всё, что мне предлагают. Подумал Роэнталь, а затем обратился к офицеру связи. Свяжитесь с Одином, передайте, что я захватил крепость из Орлон. Итак, 9 января, впервые за почти два года, крепость из Орлона вновь оказалась в руках империи. Глава третья. В поисках свободного космоса. Часть первая. В наступающем 799 году космической эры Юлиану Минцу должно было исполниться 17 лет, и уже во второй раз он встречал Новый год с тревогой. Впервые это случилось, когда благодаря закону Треверса его опекуном стал Ян Венли, тогда ещё капитан. Затем его повысили до адмирала, а сам Юлиан прошёл путь от гражданского на военной службе до полноценного солдата, затем произведённого в Мичманы. Награда нашла героя, он был назначен военным атташе союза на Физзане, ему предстояло отправиться из крепости из Орлона в столицу, Хайнессен, а затем на Физзан, который лежал почти в 10 тысячах световых лет. Не прошло и полугода с тех пор, как он попрощался с теми, кого любил, и начал новую жизнь на Физзане полную дел. Сердце Юлиана как будто оледенело, ему казалось, что здесь он не живёт и существует. Обязательно найди себе красивую девушку и вернись с ней обратно. Напутствовал его капитан третьего ранга по план, но Юлиан не смог бы завести любовницу, даже если бы хотел. Будь у него хоть 10% от страсти по плана, сама идея, может, и привлекла бы его, но... И вот наш герой умирает в одиночестве и безвестности, прошептал про себя Юлиан. В свои неполные 17 лет он вымахал до 176 сантиметров, догнав наконец своего опекуна Яна. Но только в физическом плане, думал Юлиан. Юноша слишком хорошо понимал, что во всех иных отношениях он едва ли мог угнаться за Яном, ему всё ещё многому предстояло научиться, но главным было вылезти из-под крыла опекуна. Пока он не напишет собственную историю, не применит на практике всё, чему его учили, стратегию, тактику, историю, ему никогда не догнать Яна Венли. В своём убежище, скрытом в глухом переулке Феззана, оккупированного имперскими войсками, Юлиан смахнул льняные волосы, упрямо падающие ему на лоб. Открывшиеся черты лица, изящные и в то же время живые, даже немного напоминали женские. Ему, впрочём, было всё равно. Единственное, чем он пока мог гордиться, успехами в собственном развитии. Он недаром почерпнул знания тактики у Яна, учился стрельбе и рукопашному бою Вальтера Фоншенкопфа и техники воздушного боя Оливера Поплана. «Май, всё ещё не можем вылетать?» спросил Юлиан Маринаско, который пришёл в убежище по его приглашению. Маринаско, сумевший найти корабль и навигатора, был административным работником на «Берёзке», частном торговом корабле. А ещё он был верным другом Бориса Конева, которого уже начинало раздражать собственное вынужденное безделие в столице Союза, Хайнесине. Хотя Маринаско ещё не было сорока, волосы на его голове поредили, а брюшко стало весьма заметным, только его глаза пылали юношеским задором. «Нельзя так просто говорить всё ещё. Прошу вас, наберитесь терпения. Ой. А я ведь вчера то же самое говорил, да?» Улыбка Маринаско была лишена цинизма или сарказма, но Юлиан, осознавая свою нетерпеливость и беспокойство, немедленно покраснел. Имперский флот по-прежнему не пропускал гражданские корабли через Физанский коридор, вне зависимости от того, как хорошо они спланируют побег с Физана, если бы они улетели сейчас, их бы немедленно схватили. Имперский флот вероятно разрешит пролет гражданских кораблей, когда утихнут военные действия, хотя бы для того, чтобы успокоить народ Физана. Когда это произойдёт, неожиданные проверки каждого корабля будут невозможны. «Таким образом, подытожил Маринеско, это серьёзно облегчит нам побег». И хотя его предсказания и выводы убедили Юлиана, юноша едва мог успокоить биение сердца и инстинкт, пробудивший в нём тягу вернуться домой. «И всё же, сколько нам ещё ждать?» Эти полные недовольства слова слетели с губ посла Хэнслоу. Хэнслоу, владелец известной компании, был освобождён от руководящего поста за отсутствие деловой хватки и таланта, после чего получил почётную должность правительства Союза и тактично сослал на другую планету. Если бы в Союзе искренне верили в важность дипломатии, такого человека никогда бы не отправили на физзан. «Сколько ещё ждать?» Очевидно, до тех пор, пока мы не сможем спокойно улететь. Маринеско был тактичен по отношению к Юлиану и даже уважал его, но к Хэнслоу он не проявлял ни малейшей почтительности. «Мы уже заплатили за корабль!» Хэнслоу всё же одумался и не стал напоминать, что деньги он дал из своего кармана, возможно, потому что подобные слова не соответствовали его деловым стандартам. «И это всё, что вы сделали, а потому советую спуститься с небес к нам на землю. Гостевая кабина заказана на имя Елена Минца. Вы лишь дополнительный багаж. Но это я всё оплатил!» Тут же потерял над собой контроль Хэнслоу, обнажив свою истинную натуру, но это не возымело никакого действенного Маринеско. «Насколько я знаю, платил Мичман Минц, быть может, вы одолжили ему деньги, но это ваше личное дело и меня не касается». Прапорщик Мошенга, который сидел рядом с Хэнслоу, чувствовал, что Маринеско издевается над послом даже сильнее его самого. Великолепно сложный темнокожий мужчина, напоминающий телосложением быка, небрежно вклинился в разговор, чтобы сгладить растущее напряжение. «Маринеско, когда вы вошли, мне показалось, что у вас есть для нас какая-то хорошая новость. Неужели я ошибся?» Его вопрос был встречен с одобрением. Маринеско прекратил бессмысленную пикировку с послом и повернулся к темнокожему великану. «У вас острый взгляд, прапорщик? По правде говоря, я пришёл передать вам это». С этими словами административный работник Берёзки вытащил из внутреннего кармана три паспорта. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Юлиан Минц Шёл по улице из булочной с огромным бумажным пакетом в руках. Он старался раз в день покидать своё убежище, чтобы познакомиться с городом. Внимание имперских патрулей он бы вряд ли привлёк, по крайней мере, сейчас. Юлиан, по иным причинам, нежели Ян, совсем не был похож на военного. Он скорее привлекал внимание девушек его возраста, и это, пожалуй, даже ударяло по его профессиональному самолюбию. Вдруг Юлиан замер как вкопанный, внимательный взгляд его тёмно-карих глаз метался по сторонам. Казалось, вокруг не было заметно ничего необычного, но вдруг он понял. Причина, заставившая Юлиана насторожиться, была невизуальной, он её услышал. Он выхватил единственное имя из разговоров прохожих, и оно словно завладело им. Лоенграм. Герцог Рейнхард фон Лоенграм вот-вот проедет по этой самой улице. Сюда направляется имперский премьер-министр, верховный главнокомандующий Галактической Империи, гросс-адмирал, герцог Рейнхард фон Лоенграм. Грудь Юлиана пронзила горькое чувство сожаления. На случай обыска он оставил бластер в убежище. Будь он при нём, он мог бы собственноручно решить судьбу светловолосого молодого человека, доставившего столько бед Союзу Сободных Планет. Если бы можно было вернуться назад во времени, он бы не послушался прапорщика Мошенга и взял бластер. Юлиан закрыл глаза и глубоко вздохнул, изгоняя из головы ярость. Он едва смог вернуть самообладание и не совершить глупость, которая его подталкивала собственное сознание и тело. Как бы сильно он ни желал, от этого у него в руке не появился бы бластер, да и к тому же разве адмирал Ян однажды не говорил ему об этом? Ни терроризм, ни фанатизм никогда не двигали историю в правильном направлении. Юлиан с раннего детства мечтал стать военным, но ни разу не задумывался о том, чтобы стать террористом. Герцог Рейнхард фон Лоенграм, этот тиран, должен быть не убит террористом, а побеждён в частной битве. Поэтому то, что он не имел при себе оружия, было только к лучшему. Это была возможность иного рода, чем терроризм. Это был шанс увидеть Рейнхарда фон Лоенграму собственными глазами. Он видел величие Лоенграма лишь в виде голограмм или в СМИ. Даже адмирал Ян не видел его лично. А сейчас этот самый тиран в плоти проедет здесь с минуты на минуту. Вернув самообладание и движимый теперь ещё большим желанием, Юлиан протиснулся через толпу людей. Вдоль проезжей части и тротуаров были установлены ограждения. Шринги мощных гвардейцев, вооружённых и одетых в форму, мягко оттесняли людские волны спереди и сзади. Учитывая то, кого они охраняли, уровень защиты был весьма посредственным. Юлиан пробрался к ограждению и по привычке, смахивая волосы со лба, ожидал проезда молодого диктатора. По дороге двигался автомобильный кортеж, первым ехал броневик, а за ним следовал дорогой, но не привлекающей внимания лэндкар. Юлиан не раз слышал, что, как правило, герцог фон Лоенграм не любит показную роскошь, и эти слухи подтверждались. Только исходя из этого, у Юлиана уже сложилось благоприятное впечатление о Райнхарде. Перед толпой проехал лэндкар, внутри которого сидело какое-то высокопоставленное лицо. Юлиан напряг зрение, в окне он увидел бледное угловатое лицо, на которое падали седые преди волос. Свет, исходящий из глаз этого человека, был неестественным, что делало выражение лица совершенно черством. Юлиан покопался в памяти и остановился на папке «Начальник штаба имперской космической армады адмирал флота Пауль фон Оберштайн». Времени на раздумье не было, поскольку за одним лэндкаром показался другой. Человека с золотыми волосами, показавшегося в окне автомобиля, нельзя было не узнать. Сердце Юлиана заколотилось. Неужели это был герцог фон Лоенграмм? Юлиан, не мигая, уставился на элегантное лицо юного диктатора, точно желая навечно запечатлеть его в памяти, но понял, что это лицо невозможно забыть, даже если очень сильно постараться. Но не только из-за того, что его черты были особенными, в нем ощущалась невероятно мощная энергия. Юлиан услышал, как с его собственных губ словно бы откуда-то извне сорвался вздох и попытался отвести взгляд. Человека, сидящего рядом с Рейнхардом, на первый взгляд можно было принять за красивого юношу одного возраста с Юлианом, но коротко остриженные русые волосы и выражение лица полной достоинства выдавали в нем юную девушку. Похоже, что это была личная секретарь герцога фон Лоенграмма, но Юлиан не смог вспомнить ее имени. Рейнхард, в свою очередь, тоже рассматривал людей. Его взгляд прошел по горизонтали и скользнул по юноше, лицо которого было немного скрыто за льняными волосами. И все же на долю секунды он поймал взгляд Юлиана. Для него это был лишь один взгляд из тысяч, для Юлиана же он имел куда большее значение. Если Рейнхард, как и Ян Венли или сам Юлиан не был сверхчеловеком, то не было посланцем каких-то высших сил. И пусть ему было дано больше, чем обычным людям, его способности все же не выходили за рамки человеческих. В прошлом были те, кто обладал большим военным гением, политическими амбициями, величием, элегантностью и хваткой, чем воплощает в себе Рейнхард фон Лоинграм. Вот только тех, кто был равен ему во всех его талантах, можно было сосчитать по пальцам, в отличие от числа звезд и планет, которые он намеревался подчинить. Но, как бы то ни было, Рейнхард не мог предвидеть будущего, а спустя годы не смог бы вспомнить события этого дня. Когда ландкар имперского премьер-министра умчался, и толпа начала «Уж он-то никогда в жизни не забудет этот день». В этот момент кто-то легонько хлопнул его по плечу. Подняв глаза, он с удивлением увидел перед собой улыбающееся лицо административного работника Березки. «Маринаско, прошу прощения, не хотел пугать. Что чувствуете после того, как увидели герцога Лоинграма вживую? Что я ему не ровня?» Эти слова непроизвольно слетели с губ Юлиана. Выражение лица и внешности Рейнхарда Юлиан разглядел лишь сияющее великолепие, которое поражало всех вокруг. Теперь Юлиан понял, почему адмирал Ян восхищался юным диктатором, которого он сделал своим врагом. Услышав лаконичный и тяжелый ответ Юлиана, Маринаско слегка приподнял бровь. «Понятно. Это он сейчас выглядит как молодой аристократ, но так было не всегда. До того, как стать графом, а затем герцогом Лоинграмом, он был бедным человеком, которому повезло родиться дворянином. Его отец продал собственную дочь, чтобы обеспечить сыну лучшее будущее. Продал свою дочь? Ее держали словно в клетке при императорском дворе. Не то, чтобы он ее официально продал, но вполне мог бы и продать. Для низкородных дворян империи дочь драгоценный товар, золотой ключик, открывающий дверь в мир богатства и власти. Отец Райнхарда и Анны Розе, так зовут его сестру, не был единственным, кто решил воспользоваться этим способом. Если бы младший брат императорской фаворитки оказался бездарностью, он мог бы спустить все на тормозах. Однако Райнхарт начисто лишен способности прощать зло, а потому рано или поздно его чашу терпения должна была переполниться. Так что вполне естественно, что он не прощал тех, кто цеплялся за устаревшие ценности. В его картине мира единственный смысл существования таких людей был в том, чтобы подчиняться. То же касалось и его собственно... То же касалось и его собственного отца. Райнхарт так и не простил ему, что тот продал Анна Роза, даже когда его жизнь уже клонилась к закату. Остаток своей жизни отец Райнхарда провел в кутежах, просадив все, что у него оставалось. Когда он внезапно умер, Райнхарт наотрез отказался возмещать убытки, а похороны отца посетил только по единственной причине, чтобы не расстроить сестру. Юлиан знал кое-что о прошлом Райнхарда, но, услышав эту историю полностью, никак не мог заставить себя вновь пробудить ненависть к врагу Союза. Это его даже в определенном роде смутило. Фигура мальчика, который, несмотря на жесткий характер, думал только о старшей сестре, затмила образ властолюбивого тирана, который он нарисовал в своем сознании. Хотя, учитывая все это, многие говорят, что своим успехом он обязан влиянию сестры, а без нее он остался бы никем. Но разве в моем возрасте он уже не был первоклассным офицером, награжденным почетными орденами. Вас и самого награждали Митчман. Если позволите, в вашем возрасте волшебник Ян был ничем не выдающимся курсантом военной академии. Если так подумать, то вы на шаг впереди, а то и на два. По глазам Юлиана было видно, что он серьезно задумался. Марина Ско, можно подумать, что вы специально пытаетесь меня подбодрить, так ловко подбирая слова об адмирале Яне и герцоге Лоинграме. Бросьте. Если бы вы сравнили меня с кем-то менее гениальным, мне, может, и пришлось бы по душе ваше лесть. Но когда вы сравниваете меня с такими людьми, как адмирал Ян и герцог Лоинграм, я теряю последние остатки уверенности в себе. Эффект противоположный. От этого я ощущаю еще большее смятение. Юлиан попытался контролировать тон своих слов, но безуспешно. О, так вы думаете, что я пытался льстить? Переспросил Марина Ско без капли стеснения, приглаживая свои редкие волосы. Мои искренние извинения, если вам так показалось. Я лишь хотел обратить ваше внимание, что никто не рождается героем или великим полководцем, но, вероятно, перегнул палку. Что вы, это я перегнул палку. Так, давайте оставим эту тему. Я и так уже занял достаточно вашего времени. По правде говоря, я направлялся к одному клиенту. Клиенту? Будем откровенны. Я не останусь в плюсе, если перевезу только вас и ваших товарищей. Мне нужно найти как можно больше клиентов. Кроме того, это поможет отвести часть угрозы. Юлиан понимал, к чему он ведет. Чем больше будет целей, тем менее строгим будет досмотр и наблюдение. И все же юноша не мог отделаться от мысли, что это просто физанский стиль ведения дел. Разве не было людей, которые теряли деньги из-за того, что полагались на такую логику? С другой стороны, физанцы не стали бы полагаться на свою логику, не будь она проверена на деле. Для поддержания беседы Юлиан спросил, кто же этот клиент, хотя ответ его мало интересовал. Он больше беспокоился о том, что его собственное прошлое может привлечь внимание других пассажиров, а свое они, если не захотят, могут и не открыть. Священник церкви земли. Небрежно ответил Маринеску. Хотя если подумать, кто-то посерьезней. Может, епископ? Во всяком случае, он не работает, а добывает свой хлеб, читая проповеди. Маринеску не считал нужным скрывать собственного предубеждения к людям с подобным статусом. Но я все равно не могу лишить помощи священника. Сделай другом одного, и сотни его последователей станут твоими друзьями. Это чертовски хороший источник информации. И все же... Маринеску недовольно добавил, что никогда не понимал противоречия, почему все эти императоры, дворяне и священнослужители, а люди, которые не способны выжить без последователей, трудящихся на них, так часто почитаются. И его мнение, мнение трудолюбивого и успешного в делах физанца, разделили многие. Но он же важный клиент, верно? Нет. Но некогда он был важным человеком. Маринеску имел подтверждение этому из разных источников. Словно драгоценность зловещей легенде, информация передавалась от одного торговца к другому, пока не дошла до него. Бывший священник, некогда пользуясь покровительством правителя, жил припеваючи. При этом он понимал, что одного этого достаточно, чтобы вызвать недовольство консервативно настроенных богатых торговцев. Поэтому пока правитель Адриан Рубинский пребывал в добром здравии, он старался завоевать его благосклонность. Но хитрый правитель Физана скрылся сразу после начала имперской оккупации, и хотя о Рубинском не было ни слуху, ни духу с тех пор, верность епископа осталась непоколебима. Маринеску обычно не был склонен к авантюрам. Если дело того требовало, он мог даже пойти против капитана Бориса Конева, человека, который редко спускался с небес на землю, и уговорить его не влезать в передрягу. Конечно, подбирая слова, насколько это возможно. Но теперь, когда он уже решился пойти на риск и переправить Ильяна Минц на территорию Союза Соботных Планет, административный работник Березки перестал видеть в опасности предприятия проблему. Его ход мысли подтверждала Физанская пословица «Если яд смертоносен, то исход не зависит от его дозы». Итак, Митчман, не хотите ли совершить небольшую прогулку и познакомиться со своим попутчиком?» Маринеску, ловив улыбку на лице Ильяна, мягко развел руки, словно подражая ей. «По правде говоря, я еще не встречался с этим священником или епископом или кто он там есть. Поэтому мне немного не по себе. Если он взлетит с катушек, я с ним один не справлюсь. С вами мне будет спокойней». Маринеску просто невозможно было ненавидеть. Кроме того, Ильян не видел ничего плохого в том, чтобы оказать ему небольшую услугу после всего, что он сделал. Если бы Маринеску хотел заманить его в ловушку, он бы уже сделал это. Случаи предоставлялись не раз. Юлиан согласился и, все еще держа в руках пакет из булочной, вошел вслед за Маринеску в давно заброшенное здание, которое, казалось, вот-вот могло рухнуть. Затклый воздух как будто превратился в плотную парообразную стену. Они поднялись на второй этаж в сопровождении крыс, хором пищавших грозы незваным гостям. Маринеску открыл дверь. «Епископ Дэксби из церкви земли, я полагаю». Обратился он чтива в темноту комнаты. Поскольку Маринеску никогда не видел этого человека, по поводу которого у него заранее сложилось предубеждение, он решил выбрать более деловый тон беседы, одеяло вело зашевелилось и на посетителей уставилось по рамутных глаз. Часть третья. Когда Рейнхард вошел в импровизированный кабинет премьер-министра, на столе его уже ждал подробный доклад о взятии крепости из орла над миралом флоту Руинталем. «Примите мои поздравления. Теперь оба коридора находятся под контролем вашего превосходительства». Штрейд говорил красиво, но казалось, будто он читает с листка. Старший лейтенант Рюкки также выразил поздравления, причем довольно поэтично, чем заинтриговал Хильду. «Пусть события дальше будут складываться в вашу пользу». Это была и правда хорошая новость, поэтому у Рейнхарда не было причин пребывать в плохом настроении, но радость ощущалась так, словно была соломенным домиком. Всего одно дуновение, и от нее не осталось бы следа. В прошлый раз, захватив крепость из Орлон, правители Союза Соботных Планет были уверены, что им ничего не угрожает, так что теперь Рейнхард считал, что нет причин праздновать эту локальную победу. «Я так понимаю, Ян и Венли остался целый невредим». Пробормотал Рейнхард из-за стола, перелистывая страница отчета. Тот был составлен предельно объективно, восстанавливая ход сражения поминутно, успех даже в мелочах. Штрейд взглянул на своего юного командира. «Ваше превосходительство, я слышал, Ян и Венли покинули крепость. Вряд ли это обрадовало правительство Союза. Они же не спустят ему это с рук. Неужели его казнят?» Рейнхард оторвал взгляд от отчета. Обычно он приветствовал вопросы от подчиненных, это заставляло его мозг работать, ведь они были далеко не глупыми людьми. «А если они его казнят, кто будет командовать флотом адмирала Яна? Даже если он формально останется командиром и будет отдавать приказы, сидя где-то в тепле и безопасности, солдатам самим не справятся. А если он не подчинится, тогда высшее руководство Союза отличается еще большим слабоумием, чем имперское высшее знать». Мысленно закончил за него Рейнхард. «Если позволите, он мог закрепиться в Азерландском коридоре и на расстоянии сдерживать наши атаки через Физанский коридор. Так почему он не принял к этому меры? Это было бы небезопасно, да единственный шанс Союза держать победу «Дать флоту Яна свободу!» «Это как же?» «Неужели не понимаете?» «Убив меня в бою!» Тон Рейнхарда и его лицо выражали безразличие, лишь Хильда смогла его прочитать. Она увидела, что его глаза, похожие на лазурные драгоценные камни, оставленные на льду, загорели с новой силой. После того, как Штрейт и Рикки удалились, Рейнхард вызвал своего ординарца и велел приготовить кофе для него и Хильды. Мальчик, выбранный из числа курсантов военного училища, был при нем на протяжении всего похода. Когда он внес кофе со сливками, по кабинету разлился приятный аромат. «Вы разгадали план адмирала Яна и все равно собираетесь лично повезти флот?» «Конечно, Фройлайн Мариендорф. Я намерен стать правителем галактики. Если я собираюсь достигнуть этой цели, то обязан следовать собственному пути. Я всегда на передовой. Это то, что отличает меня от бездарной знати. Я всегда сражался лично и побеждал. Именно поэтому солдаты поддерживают меня». Рейнхард опустил взгляд на кофе, сравнивая его черноту с белизной фарфорового сервиза. Хильда все же высказала свое мнение. «Осмелюсь заметить ваше превосходительство, что вы не должны тратить время на еще одну бесполезную битву. Возвращайтесь на Один. Предоставьте командование наступлением из Физанского коридора адмиралу Миттермайеру и из Азерландского адмиралу Роэнталю, не сомневаясь, что они одержат победу. Мне хотелось бы, чтобы вы оставались в безопасности и наслаждались плодами победы». Рейнхарда эти слова не разозлили, не заставили они его изменить свое решение. Хильда сама прекрасно знала, что ее предложение было абсолютно естественным. «Фрейлейн, я хочу сражаться!» Это чувствовалось даже по тону Рейнхарда. Это были слова неамбициозного человека, жаждущего власти, а юноша, который желал исполнить свою мечту во что бы то ни стало. Для Рейнхарда выбор был очевиден. На мгновение Хильда подумала, что напоминает строгую неприятную учительницу, которая пытается отобрать у ребенка дорогую ему вещь. На деле, конечно, это было не так, но по сути она была права. Лидеры, вместо того, чтобы самим совершать подвиги, должны позволять подчиненным геройствовать вместо них, но лишать Рейнхарда битвы означало посадить дикую хищную птицу в клетку, словно обыкновенного попугая. В заточении блеск в его глазах определенно потускнел бы, равно как и его величие и сила крыльев. Рейнхард стал с собой, сражаясь против множества врагов, и не мог представить без этого жизнь. Первые десять лет жизни его единственным другом была его сестра Анна Роза, которая была старше него на пять лет. Анна Роза была для него источником света, и прежде чем она попала в плен к стареющему правителю, она дала ему второго друга. Рыжеволосый мальчик Зигфрид Киркиайс повыше ростом, хотя они были ровесниками-одноклассниками, всегда был на стороне Рейнхарда и помог устранить многих врагов с его пути. Всякий раз, когда они с триумфом возвращались домой, прогнав очередных хулиганов, Анна Роза никогда не хвалила их, а делала вместо этого горячий шоколад для маленьких героев. Тепло дешевого горячего шоколада в простеньких чашках всегда их успокаивало. Каким бы тяжелым ни было детство, этой награды им было достаточно. Что бы ни предложил Рейнхард сестре сейчас взамен, это не смогло бы сравниться с радостью тех дней. Он предоставил ей высокое положение, но так и не смог убедить свое сердце, что ей этого будет достаточно для счастья. Он знал единственный способ продемонстрировать, как он ей дорожит. Титул графини, а также поместье и деньги, которые к нему прилагались, едва ли могли выразить всю глубину привязанности Рейнхарда к старшей сестре. В длинном списке вещей, которые должны быть у его сестры, явно отсутствовала позиция «муж». Сознательно или нет, Рейнхард не желал принимать человека рядом с ней. Видя его в таком состоянии, Хильда невольно забеспокоилась, пока рядом с ним будет его несравненная сестра, Рейнхард не сможет любить, как обычный человек. Но ее тревога, конечно, была напрасной, просто он еще не повстречал на своем пути женщину, которую мог бы полюбить. Рейнхард отвел взгляд от своей дорогой фарфоровой кофейной чашки. «Мы покидаем Физдан», объявил он. «Завтра, как и планировали». Услышав эти слова, Хильда, витавшая в облаках, быстро вернулась в реальный мир. Она утвердительно кивнула. «Фрэйляйн, если мне суждено владеть вселенной, я бы предпочел взять ее голыми руками, а не в перчатках». Хотя Хильда всей душой разделила чувства Рейнхарда, ее сердце сжалось, словно от холода. Занавес времени на секунду приоткрылся и тусклый рассвет осветил его фигуру, словно предрекая будущее. Батя Машт, это было просто видение, но в этом волшебном свете и словах, произнесенных Рейнхардом, ощущался намек не только на то, как он жил, но и как умрет. По крайней мере, так подумала Хильда. Впрочем, до смерти ему было еще далеко, сейчас Рейнхард весь пылал огнем жизни. Жизненная и душевная сила чувствовались в каждом его движении. Часть четвертая В тот же день, когда герцог Рейнхард фон Лоенграм покинул Физзан ради новых завоеваний, адмиралы Бюттонфельд и Фаренхайт выступили со своими флотами с территории империи к Физзану. Они планировали через пять дней соединиться с силами Рейнхарда. Солдатам был предоставлен последний выходной, чтобы навестить родных. Жители Физзана испытывали смешанные чувства из-за того факта, что Николас Болтек стоял на борту имперского военного корабля всего на шаг позади Фаренхайда и Бюттонфельда. Поскольку он последовательно занимал высокие посты советника правителя Физзана Адриана Рубинского и посланника в империи, никто бы не назвал его некомпетентным, хотя он не предупредил их об имперском вторжении, то, что он получил в космопорте титул действующего генерала-губернатора Физзана от герцога Лоенграма прямо перед его отбытием, недвусмысленно намекало, что он заранее знал о вторжении. Очевидно, что тот, кого раньше называли правой рукой правителя, продал свободу и независимость Физзана, получив должность генерала-губернатора в качестве награды за предательство. «Будь то родина или родители», говорилось в Физзанской шутке, «можешь продать их без сомнения. Главное — не продешевить». Но теперь, когда Физзанцев продали самих, повода для смеха не было. Конечно, кто-то верил, что империя просто решила наконец починить Физзана и установить диктатуру. Более деятельные граждане приветствовали перемены и понимая, что у них на глазах происходит становление абсолютного господства Великой Империи над всем человечеством, желали найти путь к процветанию Физзана при новой системе. Для себя они решили, что политический статус не более чем разменная монета, и потому нет особого смысла переживать. Оба лагеря были в чем-то правы, но в такие моменты человеческому мозгу сложно справиться с эмоциями, и люди пристально наблюдали за тем, как Болтек занял губернаторскую резиденцию и приступил к работе. Идеал Физзанского гражданина гласил, что каждый должен добиться успеха собственным трудом, поэтому Болтека, прикатившего в имперской колеснице, мог открыто поддерживать только слепой. Люди обсуждали происходящее в барах или за закрытыми стенами собственных домов. Куда же подевался черный лист Физзана Рубинский? Откуда он за всем наблюдает, ничего не предпринимая, пока Болтек делает вид, будто ничего не произошло? В любую эпоху при любой политической системе лица, наделённые властью, всегда будут иметь убежище, скрытое от посторонних глаз. Каждый ребёнок, который устраивал себе на чердаке место для игр, знаком с этим ощущением, но лишь отчасти. Для него подобное убежище – место грёз, а для людей, наделённых властью, это место собственных страхов, потери власти и безопасности. Своё убежище Адриан Рубинский построил не сам, оно досталось ему в наследство от предшественника, плоту моей человеческой хитрости, оно находилось уровнем ниже убежища для высокопоставленных лиц, о чём было известно лишь немногим избранным в правительстве Физдана. Убежище было оборудовано надёжными системами энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции, дренажа и уничтожения отходов, подключёнными к общегородским системам, поэтому риск его раскрытия был минимальным. Скрываясь не более чем десяткам самых проверенных соратников в этом тайном подземном дворце, Адриан Рубинский наслаждался покоем на своём добровольном домашнем аресте. Убежище выглядело настолько роскошно, насколько это вообще было возможно, высокие потолки, достаточно пространства для того, чтобы себя ни в чём не отказывать, меню было настолько богатым, что можно было есть разные блюда каждый день в течение года и всё равно не перепробовать каждый пункт в нём. Любовница Рубинского Доминик Сан-Пьер, единственная женщина в убежище, проводила почти всё время с правителем. И хотя их разговоры заканчивались обычно ссорами, о такой преданности друг другу не могли мечтать даже ближайшие соратники. Один из их разговоров происходил в таком ключе. «Похоже, что Дексби, этого могучего епископа церкви Земли, которого ты хотел отправить подальше от Физзана, подобрал новый бог», сказал Рубинский. «Это славно, но о чём, чёрт возьми, ты говоришь? Ты всегда была талантливой певицей и танцовщицей, но плохой актрисой», Рубинский говорил назидательным тоном, словно учителя со студенткой-троечницей. Доминик поставил бокал с виски перед своим любовником с более громким звоном, чем обычно. «Неужели твой любимый сынок Руперт Кислеринг до самого конца верил, что я на его стороне?» Он не был внимателен к деталям. Вместо того, чтобы наблюдать за реальной игрой актёров, он увидел лишь собственную иллюзию. Доминик намеренно упомянула имя молодого человека, который пытался убить собственного отца, но сам был убитым, но убийца лишил её удовольствия увидеть какую-либо реакцию. Не шелохнулось даже виски в его бокале. Такое самообладание или способность его сымитировать разозлила Доминик. Она перестала притворяться, что ей всё равно, и ринулась в атаку. «Может, тебе стоит задуматься о страховке, если тебя совсем не заботит тот, в чьих руках твоя судьба?» Доминик умолчал о том, что покойный Руперт Кислеринг приказал епископу Дэксби бежать, хотя прекрасно знал о связи Рубинского и Церкви Земли. «Скажу прямо, не думай, что я с радостью решила помочь тебе убить сына. Мне до сих пор не по себе. Всё время думал, что ты хотела мне помочь». Рубинский с каким-то странным, безразличным видом уставился на свет, отражавшийся от кубика льда в его бокале, прежде чем вновь взглянуть на Доминик. «Получается, ты выбрала меня, а не его чисто инстинктивно? Если твой инстинкт тебя не подвёл, получается нет смысла плакать над пролитым молоком, не правда ли? Пролитое молоко было совсем как корова его давшая. Он тоже думал, что самый умный. Ты права, он взял от меня только плохое. Если бы он лучше умел сдерживать свои амбиции, то не умер бы таким молодым. Постой, разве воспитывать сына не обязанность отца? Если речь идёт об обычной семье. В любом случае, я последний, с кого нужно было брать пример для подражания. Вне зависимости от его способностей. Если бы он захотел стать учёным или художником, я бы помог ему во всём, если бы ему это было нужно. Доминик испытующе посмотрел на него, не в силах понять истинный смысл слов Рубинского. Всё же в итоге победило чувство самосохранения. А значит, ты должен понимать и моё положение. Понимаю, как и любое, кому приходилось побывать в шкуре того, кто ниже твоего уровня. Ответил Рубинский вновь наполняя бокал. В любом случае, я намерен порвать с церковью земли. Ты сделала то, плать сам, а потому я и не мешал. В основе власти церкви земли по большей части лежала тайна её существования. И когда завеса прохудилась и через неё стал просачивать свет правды, злые духи, скрывавшиеся в этой тайной комнате восемь столетий, были почти побеждены. Рубинский словно шахматист у себя в голове двигал по доске фигуры людей и разыгрывал партии, которые мог сыграть в будущем. Время, проведённое в укрытии, он мог использовать максимально полезно, чтобы выработать оптимальный план. Часть пятая 24 января частный торговый корабль «Берёзка» с 80 пассажирами без документов на борту покинул Физзан. После отбытия Райнхарда и возвращения демократии на Физзан были открыты гражданские маршруты, и «Берёзка» одной из первых покинула планету. Разрешены были только перелёты между Физзаном и Империей, дорога в Союз всё ещё была закрыта. Маринеску, конечно, указал неверный конечный пункт их путешествия, так что если бы их перехватил Имперский флот, им пришлось бы сдаться. Перед отбытием Маринеску настоял на принятии дополнительных мер страховки, одной из которых была подача доноса в канцелярию генерал-губернатора, где утверждалось бы, что группа людей планирует направиться в Союз. «Им и в голову не придёт, что тот, кто сообщил об этом, сам и планирует всю операцию», пояснил Маринеску Юлиану, который не видел необходимости лишний раз будить лихо. Прапорщик Машенга, будучи одновременно и советникам Юлиана, доверился Маринеску, который называл себя экспертом в таких вопросах. Чтобы понять человеческую природу, нужно уважить заслуги и гордость оппонента. Юлиан, голова которого едва доходила Машенга до подбородка, был к этому готов. Бессмысленно переживать о том, что ты не в силах контролировать, разве Ян Венли постоянно не говорил об этом? Даже если ты стараешься изо всех сил, всегда останется то, в чём ты не так хорош. В таких случаях стоит доверяться тем, кто разбирается в опросе лучше тебя. И всё же Юлиан знал, что просто ищет себе оправдания. На их пилота Кали Уиллока Юлиан произвёл впечатление ещё в момент знакомства. Он сразу решил, что юноше ему придётся по душе. Он хвалил Юлиана за то, что он, хотя и не выглядел смелым, решился проникнуть на территорию Союза прямо под носом имперского флота и поклялся сделать всё, что в его силах, чтобы дело увенчалось успехом. Хотя Юлиан думал, что на него можно положиться, Уиллок обладал довольно радикальными взглядами. Он считал, что если оставшиеся силы Союза обеднятся с финансами Физзана, то победа над имперским флотом не так уж и нереальна. И начал перечислять способы, как этого можно достичь. Он опустил общие детали и сардонически усмехнувшись, тут же предложил создать обеднённый флот борьбы против Лоинграма. Для Юлиана было немыслимо слышать, что о Союзе говорят, как будто он уже проиграл и был уничтожен. Он верил, что если с Яном Венли все будет в порядке, силы Союза не сдадутся так легко. Это чувство было сродни религиозному. Юлиану казалось, что Ян Венли, демократия и Союз свободных планет неразделимая троица. Среди пассажиров, большинство из которых выхватили счастливый билет, Юлиана больше всего интересовал человек, известный как епископ Церкви Земли Дексби. За короткое время он превратился из фанатичного пуританина в богохульника и распутника, и понять, какое высшее существо указало ему путь на Березку было невозможно. Юлиан впервые заинтересовался им еще когда навещал его в промозглом убежище вместе с Маринеску. Его также интересовало политическое влияние церкви, таинственное происхождение которой по-прежнему не давало ему покоя. Так Юлиан покинул Физан на борту корабля Березка. Это произошло за две недели до сражения флотов Империи Союза в звездной системе Ранты Марио, когда он, как написано в некоторых исторических книгах, на борту корабля с другим названием должен был приземлиться в столице Союза Хайнесине. Голова четвертая Двуглавая змея Часть первая Имперский флот под командованием Миттер Майера стремительно продвинулся на 2800 световых лет от Физана, не встретив никакого сопротивления. Ожидая подхода союзных сил в звездной системе Порывит, флот принял сферическое построение, ядро из транспортов, окруженные боевыми кораблями, готовыми принять удар неприятеля со всех сторон. Система Порывит получила название в честь мифического бога войны с пятью лицами, поскольку состояло из массивного солнца и четырех газовых гигантов, Миттер Майер узнал это из навигационных данных Физана. До тех пор, пока они не достигли этой системы, мощностей баз Союза, которые они планировали использовать для связи, снабжения, ведения боевых действий, даже несмотря на то, что их было больше 60, по сравнению с теми, что находились вблизи из Орлона, серьезно не хватало. Большинство из них уже были оставлены по приказу из столицы, и флот Миттер Майера продвигался через опустевшие системы словно по выжженной пустыне. Тем временем в вооруженных силах Союза происходили события, связанные с базой связи GL-77 в звездной системе Спала, о которой Миттер Майеру не было известно. Пока все базы в срочном порядке эвакуировались, на GL-77 вовсю кипела работа. База продолжала собирать и передавать информацию об имперском вторжении вплоть до того момента, когда оно действительно началось, и солдаты осознали, что у них отрезаны пути к отступлению. На GL-77 находилось лишь две тысячи военных, ее огневая мощь была мизерной, а мобильность нулевой. К базе даже не было приписано ни одного боевого корабля. Империя могла бы раздавить ее одним мизинцем, как слонбукашку, поскольку на GL-77 лежала колоссальная ответственность, Центр стратегического планирования Союза свободных планет не мог оставить военнослужащих базы в беде перед лицом надвигающейся опасности. Дополнительный груз вины был им сейчас ни к чему. На выручку базе были посланы 30 тысяч солдат и 300 боевых кораблей. Однако, когда исполняющий обязанности командующего базы капитан Брэдсали получил весть о высланном подкреплении, ни одна жила на его лице не дрогнула. «Я оценю этот жест», сказал он предельно тактично и немедленно отозвал подкрепление. Врядно, любой на его месте пришел бы в ужас, но только не он. «Это значит, что мы должны с честью принять наше поражение? Мы же не можем просто так отказаться от помощи?» Спросил его один из подчиненных, на его лицо было жёлко смотреть. Брэдсали покачал головой. «Не всё так просто. Лишь так мы можем спастись. Пока всё остаётся как есть, наше существование не представляет угрозы для Империи. Данные, полученные Имперским флотом на Физане, явственно говорят об этом. В ту секунду, когда мы мобилизуем тысячи солдат и 300 кораблей, Империя немедленно узнает о приближении наших сил. И в этом случае враг, который решил было оставить нас в покое, поднимет брошенную перчатку. Если не хотят нас пощадить, не вижу смысла отвергать их предложение». Всё произошло так, как и предвидел Брэдсали. Без видимой необходимости атаковать и уничтожить беззащитную базу JL-77, Миттермарь спокойно проследовал мимо неё. Молодой адмирал, конечно, был далеко не пацифистом, и при малейшем оказании сопротивления немедленно уничтожил БДжей L-77, но он не был опалачом. Как на следующий день Брэдсали сказал своей жене, «По правде говоря, не знаю, отпустил нас враг или нет, но если бы они атаковали, погибли бы тысячи. Мне бы хотелось думать, что они решили пощадить нас, сомневая, что мы когда-нибудь ещё попадём на такую ярмарку благотворительности». 30 января имперские экспедиционные силы под командованием Райнхарда соединились с авангардом в системе Поревит, оставив половину наземных войск на Физзане, они присоединились к флотам Беттенфельда и Форенхайда в самом сердце территории Союза. В общей сложности их силы насчитывали 112 700 боевых кораблей, 41 900 кораблей поддержки и снабжения, транспортов, медицинских блоков и 16 600 000 солдат и офицеров. Впервые под командованием Райнхарда оказалось столь значительное войско в реальном бою. Даже когда он противостоял более чем 30 миллионной армии Союза в сражении при Амрицаре, его силы были вдвое меньше. Когда Райнхарт и адмиралы собрались на мостике имперского флагмана Брунгильда, Миттермайер встал, чтобы начать доклад. Похоже, вооруженные силы Союза считают, что дальше этого сектора наш флот не продвинется, и кажется, они готовятся к контратаке или полномасштабному наступлению. Речь Миттермайера сопровождалась демонстрацией на экранах важнейших данных, собранных на Физзане. Получение богатой картографической информации об обширной территории Союза было одним из главных стратегических преимуществ от оккупации Физзана, с этой информацией победа была почти у них в руках. От системы Паравет Доранте-Марио не обнаружены обитаемые планеты, у Союза не остается иного выбора, кроме как дать нам сражения в этом секторе, если они не хотят подставить под удар гражданских. Я в этом абсолютно уверен. Когда ураганный волк завершил доклад, Рейнхард резким движением поднялся с места. Те, кто видел его в мундире, не могли не подумать о том, что модный дом, которому некогда было поручено разрабатывать форму для имперского флота, создал этот черный серебром мундир, словно зная, что в далеком будущем появится молодой человек, которому он подойдет идеально. Думаю, что вы не ошиблись в выводах. Силам Союза удавалось избегать сражений до этого момента, но вскоре им придется вступить в битву, чтобы успокоить народ. Будьте уверены, наша тактика Двуглавая Змея будет достойным ответом на их приветствие. Триумфальная речь Рейнхарда вызвала у адмиралов прилив воодушевления. Двуглавая Змея была классической боевой тактикой, часто применявшейся в наземных сражениях, которую стали использовать и в открытом космосе. Представьте гигантскую змею с головами на обоих концах ее длинного тела. Если кто-то решит убить ее, атаковав одну из голов, другая по дуге обойдет и ужалит агрессера. Если ее тело атакуют по центру, обе головы одновременно нанесут удар. Командир, который одержит победу, используя подобную тактику, моментально превратится в глазах несчастных проигравших великого и решительного гения. Загвоздка в ее использовании заключалась в том, что она требовала численного перевеса в силах. Если по одной из частей построения наносился концентрированный удар, необходимо было выдерживать эту атаку до тех пор, пока головы не совершат охват. В противном случае враг мог прорвать строй и одержать победу. Для успешного функционирования змеи гибкость и способность адаптироваться были необходимы в первую очередь, особенно когда речь шла о коммуникации и маневрах. Если что-то из этого перечня переставало работать, солдатам ничего не оставалось, кроме как смотреть, как вдалеке атакуют их товарищей. По этой причине коммуникационная сеть имперского флота была оснащена системой защиты от помех. А в том маловероятном случае, если бы она дала сбой, для подстраховки были подготовлены две тысячи шаттлов, способных быстро преодолевать короткие расстояния. Верховный главнокомандующий Рейнхард фон Луенграм был безупречным командиром, поэтому, если бы его приказы передавались быстро и также быстро исполнялись, победа не должна была заставить себя ждать. Как только этот вопрос был решен, началось обсуждение назначений. Само собой, первой группой, первой головой, если позволите, будет командовать Мюттермайер. По крайней мере, это ожидали услышать от него адмиралы, но они не поверили своим собственным ушам, когда он отдал другой приказ. «Вы хотите сказать, что будете командовать авангардом лично?» приподнялся Нейхард Мюллер со своего места. «Это большой риск. Силы союза, может, и ослаблены, но это лишь повышает вероятность того, что они будут сражаться до последнего вздоха. Я думаю, вам следует держаться в тылу и позволить сражаться нам». «В этом построении нет тыла, адмирал Мюллер. Лишь вторая голова». Холодно подчеркнул Рейнхард. Мюллер замолчал, и молодой диктатор мягкими гибкими пальцами распутал свои золотистые волосы. «Миттер Майер, вы командуете телом. Именно там союз атакует, если решит разделить наши силы. Вам, очевидно, придется принять на себя первый удар. Но я здесь, чтобы победить, Миттер Майер. А чтобы сделать это, нужно сражаться. Я не собираюсь спрятаться по углам ради собственной безопасности». Распределив остальные назначения, Рейнхард объявил часовой перерыв и удалился, а адмиралов встали и отдали честь ему вслед. «Воин до грабовой доски. Миттер Майер ощущал это еще сильнее, чем когда-либо. Победа в сражении для него смысл жизни. Ни одному правителю до него не было важно, как именно мы ее одержим». Рейнхард с грацией шагал к своему личному кабинету, однако остановился, услышав сдержанный, но решительный голос, доносящийся из-за угла коридора. Молодой герцог бросил свой пронзительный взгляд на стоявшего у стены юного солдата с рожеватой каштановыми волосами. Раскрасневшиеся щеки и нервная поза мальчика произвели на него впечатление полной невинности. По монтиру Рейнхард определил, что это кадет. «Могу я тебе чем-то помочь? Ваше превосходительство, прошу прощения за грубость, но я бы хотел попросить вас кое о чем. Пожалуйста, победите и объедините вселенных!» Чистые восторженные помыслы и стремления заставляли голос с мальчика страстно подрагивать. Увидев в нем живое отражение себя из далекого прошлого, ледяные глаза Рейнхарда чуть потеплели. И тот же самый голос, что направлял великие космические армады, мягко произнес. «Разреши мне узнать твое имя?» «Конечно. Эмиль фон Зелле. Славное имя. Так ты хочешь, чтобы я победил, верно?» «Да. Хочу. Что ж, тогда ты не будешь возражать, если я не оставлю тебе врагов, которых ты смог бы победить в будущем». Молодой диктатор улыбнулся мальчику, который не знал, что ответить. Эту благосклонную улыбку Эмиль фон Зелле будет помнить всегда, до тех пор, пока холодная рука смерти закроет ему глаза. «Эмиль, я одержу победу, потому что ты хочешь, чтобы я победил. Чтобы ты мог вернуться домой живым и сказать своей семье, это я вдохновил Рейнхарда фон Лайнграма на победу у Ранты Марио». Часть вторая Союзу свободных планет следовало бы подготовить приветственный банкет для захватчиков, но у них в меню не было такого полноценного и подготовленного блюда, как у Империи. После долгих раздумий местом генерального сражения была выбрана система Ранты Марио. Имперский флот собрал все свои силы в системе Поревит, и пока что они ведут подготовку, но я подозреваю, что затем они двинутся на нашу столицу Хайнесон. Последнее сообщение, отправленное с базы JL-77, несмотря на работу имперских систем подавления, пришло в первый день в феврале во время совместного совещания командования космического флота и Центра стратегического планирования. Невыспавшиеся и беспокойные лица высокопоставленных офицеров, собравшихся в подземном зале для совещаний, были бледны и спещерны морщинами от бесконечных тревог. Если предположить, что они направляются прямо к Хайнесону, то они проследуют через систему Ранты Марио, Джамшит и Керим. Вы действительно думаете, что имперский флот выберет такой прямой путь? Это слишком очевидно. На данный момент у империи нет причин поступать иначе. Они выберут кратчайший путь до Хайнесона вне всяких сомнений. Все планеты отсюда и до Джамшита необитаемы. Ранты Марио уже теперь нельзя назвать границей. Это наша последняя линия обороны. Да и времени у нас нет. Сейчас они говорили не только о войне, речь шла о политике. Правительству Союза удалось защитить лишь столицу, поэтому опасения, что они бросили граждан прочих систем, распространялись по невидимым каналам повсеместно. Чтобы использовать свои ограниченные ресурсы по максимуму, было решено защищать Хайнесона оставшимися силами и дать генеральное сражение противнику, который проделал долгий путь, добираясь сюда. Но поскольку город, где находилось правительство, располагался на поверхности Хайнесона, в воздухе начали витать подозрения, что власть имущая, прикрываясь красивыми словами о правом деле, используют армию лишь для собственной защиты, а не для защиты граждан, как оно должно было быть. И пока эти подозрения умножились, страхи усиливались, а правительство Союза не демонстрировало никаких признаков желания защитить свои территории, существовала вполне реальная опасность, что правительство пограничных звездных систем могут объявить о своем нейтралитете и независимости от Союза. Одного подобного призыва было бы достаточно, чтобы вызвать цепную реакцию среди масс от прохода в Физанский коридор до малонаселенной звездной системы Баалат. Соответственно, это неправильно было бы даже назвать нейтралитетом, поскольку каждая страна попала бы в зависимость от Империи. У Союза не оставалось иного выбора, кроме как обеспечить лояльность, сражаясь и побеждая. Правительству было трудно смириться с такими обстоятельствами, но у них действительно не было оправданий, если бы их неспособность гарантировать безопасность этих систем была брошена им в лицо. Три года назад твердолобые представители правительства и военных властей сговорились осуществить внезапное вторжение на территорию Империи, потеряв большую часть армии при Амрицаре и теперь пожнали плоды той авантюры. На разработку стратегии у Центра стратегического планирования не оставалось времени, их поставили в крайне невыгодное положение, заставив балансировать на узеньком мостике между пропастью паники и нигилистического пораженчества. Поэтому они приняли командование на себя. Глава Центра стратегического планирования адмирал Даусон объявил, что после совещания с важным членом правительства ему предоставили всю полноту военной власти. Не то, чтобы он был этому особенно рад, это лишало его уверенности в себе и заставляло проявлять независимость, а без приказов председателя комитета обороны или советов своих подчиненных он старался не брать на себя риск. Ставя свою подпись на бесчисленных документах и выполняя рутинную административную работу, он сплел вокруг себя кокон, в котором спрятался от надвигающейся катастрофы. Вооруженные силы Союза вдохновили всех поставить все на чашу весов. Никто не спрашивал, что с ними произойдет, если Союз проиграет. Получив приказ о проведении полномасштабной атаки, все военные, кроме разве что Доусона, погрузились в дела. Приближались время и место сражения. Такую простую тактическую задачу профессиональные военные восприняли легко и без особой рефлексии. Только Ян Венли сражался с Империей лицом к лицу в последние два года, поэтому всеми руководила врожденная страсть к сражениям. Ян Венли покинул из Орла на 18 января. Из-за большого количества эвакуированных гражданских, скорость его флота, разумеется, была невелика, но по пути он надеялся найти убежище для жителей из Орлана на какой-нибудь подходящей планете, что позволило бы затем поспешить к системе Рантемарио на максимальной скорости. Чунучен, с самого начала подчеркивавший, насколько важны солдаты Яна, горячо поддерживал именно такое развитие событий. При условии того, что все пошло бы по плану, флот Яна должен был достигнуть системы Рантемарио 15 февраля. Если бы удалось оттянуть начало битвы до тех пор, им представилась бы возможность быстро укрепить свои силы и выступить против Империи. Но при этом сохранялась реальная возможность, что имперские силы вторгнутся в систему Баалат еще до прибытия Яна, не говоря уже о крупных частях имперских сил, приближающихся с тыла. Это означало, что пока Ян будет сражаться при Рантемарио, ему придется пожертвовать системой Баалат, которую займут имперцы. Из-за этих рисков план оказался мертвым еще в зародыше. По крайней мере, Комитет обороны, то есть фактическое правительство Союза, с пылкостью которой была невообразима еще полгода назад, взялся за дело. Эвакуировал городское население Хайнессена в горы и леса и отдал приказ космическому флоту к вылету, продолжая подготовку к приему беженцев с Изерлона. Комитет также отправил послания во все звездные системы, в которых выражал поддержку планетам, которые желали сложить оружие и не вступать в прямой вооруженный конфликт с Империей. 4 февраля космический флот Союза свободных планет покинул Хайнессен и отправился к звездной системе Буалат. Под непосредственным командованием адмирала Александра Бьюкока находились первые флоты и все, кого удалось собрать, так что общая численность достигала 32 900 кораблей и 5 206 000 солдат. Старый адмирал, которому в этом году должно было исполниться 73, получил прямо перед вылетом правительственное сообщение о присвоении ему звания гранд-адмирала. Это мне они так намекают, чтобы я не возвращался живым? Нет, это просто крик отчаяния. Последовал невозмутимый ответ начальника штаба Чунучена, стряхивавшего хлебные кружки с мундира. Его самого только что повысили до адмирала. Чунучен, как и Ян Венли, не был похож на военного, но по немного иным причинам. Когда он был назначен на должность инспектора академии и появился на обходе в гражданской одежде, его проводил новый курсант, который принял его за продавца еды. Все знали эту байку, но поскольку имя студента никогда не называлось, в ее правдивости сомневались. В любом случае, человек, о котором ходила ни одна подобная байка, не очень-то подходил на роль адмирала в такие вот времена увядающего мира. По мере того, как силы Союза приближались к месту генерального сражения в звездной системе Рантемарио, их беспокойство усиливалось. Те, кто служил в разведывательных подразделениях и отрядах связи, прекрасно осознавали, что на их плечах лежит огромный груз ответственности. И это осознание лишь усиливало их стресс. Операторы систем наблюдения связи сидели с бледными каменными лицами, заламывая руки под панелями управления и тем самым выдавая свое беспокойство. «Стайдно на это смотреть», сказал новый адъютант Бьюкока. Этот адъютант был объектом постоянных насмышек со стороны своих товарищей и младших по званию и не по своей вине. Внешности и характер были у него вполне обычные, со своими обязанностями он также справлялся без нареканий. Причиной же подобного отношения к нему было его дальний предок, от которого он унаследовал жалкий кусок земли и необычную странную фамилию Зоульскуариттер. И каждый раз, когда он представлялся, ему непременно задавали вопрос, как она пишется. Все, без исключения, кто видел ее написание, тут же хмырились, пытаясь понять, как она произносится. Вдобавок ко всему его звали Сун. В школе, когда его чувствовали как старосту класса, каждый слог был для него словно удар ножом в сердце. Выпускается староста класса Сун Зоульскуариттер. Этот голос до сих пор эхом отдавался у него в голове, как и взрыв смеха, пронесшийся по залу, где проводилась церемония выпуска. Даже директор, который мог бы прекратить все это за секунду, не удержался. Больше всего Зоульскуариттер боялся стать старостой группы, когда он поступил в офицерскую академию. Это стало по повторениям конфузы. Опасения, впрочем, оказались напрасными, так как старостой стал другой ученик по фамилии Форк. Так началась его карьера военного, и так же, как раньше он проклинал своих предков, военные историки будущего будут проклинать его самого. Ведь даже самый ленивый из историков не мог избежать упоминания имени и фамилии адъютанта, командующего в битве при Ранты Марио. За день до отправления флота капитан третьего ранга Зоульскуариттер был назначен адъютантом гранд-адмирала Бьюкока, поскольку его прежний адъютант, капитан третьего ранга Пфайфер, впал в глубокую кому после сердечного приступа и находился под наблюдением врачей в военном госпитале. То, что молодой офицер со странной фамилии, часто помогавший Пфайферу по службе, оказался рядом со старым адмиралом, было, откровенно говоря, мера экстренного порядка. Так, вслед за начальником штаба, был выведен из боя и заменен еще один важный человек в командовании. Старый адмирал с легкостью решил вопрос со сложным и необычным именем адъютанта и решил называть его по первым буквам его длинной фамилии. Так его прозвали Капитан третьего ранга Зоуль. К большой радости последнего прозвище в конце концов стало его настоящей фамилией. И хотя это было неуважением к предкам, он был счастлив избавиться от привычных насмешек. Дело все в том, что у него было три отца, но поскольку никто не знал, кто из них биологический, их фамилии соединили в одно. До тех пор, пока он оставался капитаном третьего ранга Суном Зоульскуа Риттером, насмешки были неизбежны. Новый адъютант пришел с докладом к старому адмиралу 7 февраля в 12.40 после того, как офицеры завершили обед. Бьюкок вместе с начальником штаба Чунучаном и капитаном второго ранга Эмерсоном, капитаном флагмана Рио Гранде были в столовой для старших офицеров. Когда дело касалось еды, начальник штаба был неуклюж и небрежен, поэтому его салфетка была в десять раз грязнее, чем у остальных. Однажды на вечеринке Ян Венли шепотом сказал Юлиану Минцу, «По сравнению с ним даже я кажусь эстетом», на что Юлиан ответил, «Не ставьте себе такую низкую планку». С первого разведывательного корабля пришло срочное сообщение, имперский флот был обнаружен. Затем аналогичные сообщения стали поступать одно за другим. На всех 12 экранах на командном мостике были выведены тактические данные, которые передавались и главный штаб. «Имперцы выстроились по строению двуглавой змеи? Выходит, они хотят, чтобы мы атаковали по центру, но я считаю это слишком рискованно». Бьюкок задумчиво кивнул в ответ на совет молодого адъютанта. «Возможно. Даже не так. Я абсолютно уверен, что вы правы. Но отступления не входят в наши планы. Мы должны воспользоваться слабостью формации врага и уничтожить центр, флот за флотом». И он вздохнул, понимая, что между его словами и возможностью подкрепить их делом лежит целая пропасть. Предполагалось, что в распоряжении у имперского флота находится более ста тысяч кораблей. Как бы то ни было, герцог Галлоенграм они просто так называют гением. Он всегда на чайку, всегда на шаг впереди нас. Поэтому Ян Венли и другие военные так высоко отзываются о его тактическом даре. Не уверен, знаете ли вы, что сказал Ян Венли, капитан третьего ранга Соул. Я слышал эти слова лично. Если бы родился в империи, я бы с гордостью поднял его знамя. Не слишком ли это кромальные слова? Почему же? Я бы поступил так же. Хотя не думаю, что Райнхардов онлайн-граму от меня, бесполезного и бесталанного, был бы какой-то прок. Равнодушно сказал старый адмирал. Молодой адъютант на мгновенье растерялся, но затем понимающий улыбнулся. На следующий день, 8 февраля, в 13.00 дистанция между флотами Союза и Империи сократилась до 5,9 световых секунд. Тот, кто посмотрел бы на место битвы с высоты, увидел бы, как скопления светящихся точек складывались в веретенообразное построение флота Союза, продвигающегося к центру длинные горизонтальные линии имперских кораблей, слегка загибающиеся внутрь, словно стрела, направленная в тело огромной змеи. Приблизившись, Бьюкок, однако, отказался от идеи наносить удар по центру, тело Имперского построения было дополнительно усилено, и даже если бы им удалось быстро пробиться через него, Бьюкок рисковал попасть под перекрестный огонь с флангов. Не легче ли было позволить врагу сделать первый шаг, выманить его, отражая атаки, и по очереди уничтожить каждую голову? В 13.40 он приступил к выполнению нового плана, пять минут спустя, когда дистанция сократилась до 5,1 световой секунды, прозвучал первый выстрел. Часть третья Артиллерийский бой завершился через 30 минут. Траектории энергетических лучей и ракет пересекались, они сталкивались в пучках света, безвучно расцветавших прекрасными, но инфернальными вспышками. Флот Миттермайера, тело змеи, пиром пришел в движение. Разосланный со скоростью света приказ предписывал всеобщее наступление, все корабли последовали ему, не прекращая огня. Они стреляли не для того, чтобы добиться быстрой победы, а с целью продемонстрировать свою огневую мощь и проверить, чем ответит противник. Таков был классический подход Миттермайера к делу. При виде этой армады, приближавшейся рядами световых точек, командующие передовых подразделений армии Союза, ощутили грозное давление, словно невидимая мощная рука сдавила их горло. Несмотря на разумное и настойчивое требование ветерана-адмирала Бьяко ко всем оставаться на готове, одно из подразделений под его командованием открыло огонь. Эти залпы, направленные на приближающийся имперский флот, не принесли почти никакого результата, но этого хватило, чтобы посеять истерию вокруг, и начался бесконтрольный огонь. Таким образом, хоть обезумевший флот Союза беспорядочно наносил удар энергетическими лучами и ракетами, но это был непрерывный плотный огонь, и массивная имперская стена стала давать трещину. К удивлению для обеих сторон, этот хаотичный огонь достиг такой высокой степени массированности, что превысил предел прочности защитных полей. И вопреки здравому смыслу, авангард Союза рванулся вперед, яростно прорывая в себе путь и расширяя образовавшиеся брешь и словно хищник, загнанный в угол. Имперские войска дрогнули. На борту своего флагмана Миттер Майер, наблюдая за происходящим на экране, цокнул языком. Топнув каблуком своих военных ботинок по полированному полу, он повернулся к своему адъютанту, капитану третьего ранга Амсдорфу. Хотел бы спросить у дьявола, кому он готовит место подлить себя, Союзу или нам. Наблюдая за ходом битвы на экране своего флагмана Брунгильды, Райнхард сохранил спокойствие. Второй адъютант, старший лейтенант Рюкки, нарушил умолчание тихим голосом, полным восхищения. Я удивлен, что адмирал Миттер Майер вынужден наступить. Получается, и в рядах Союза есть храбрые войны. Скорее загнанные звери, нежели храбрецы. Холодно поправил его Райнхард. Миттер Майер Матадор. Может показаться, что бык одолевает его, но на деле он бережет силы и ищет способ победить. Но... Райнхард грациозно слегка наклонил голову и с натужным смешком пробормотал себе под нос. Возможно, эта атака действительно ошарошила его. Должен ли я сделать свой ход сейчас? Замечание Райнхарда было верно во всех смыслах. Миттер Майер действительно заманивал силы Союза, попутно отражая атаки, чтобы рассеять их, но он был поражён их духом. На него, словно на дикого тигра, набросилась свора неопытных охотничьих псов, не ведающих страха, заставив отступать. Именно так чувствовал себя Миттер Майер. Превосходство имперского флота в способностях командующих, в качестве и количестве солдат было очевидным, но непредсказуемые и энергетичные действия часто сводят на нет изначальные расчёты и планы, в результате чего победы и поражения меняются местами. В истории войн тому немало примеров. Вне всяких сомнений, атака Союза была более чем беспорядочной, со всех огневых позиций во всех направлениях летели стрелы света, флот Союза на огромной скорости пронзал необитаемое пространство. Некоторые корабли сами отключили собственные защитные системы, разрезая надвое вражеские эсминцы носовой частью своих кораблей. Крейсеры выпускали залпы из главных орудий прямо поверх них, поглощая корабли своего же флота в широк смертоносного света. Этот безумный порыв нарушил все разумные оборонительные заповеди и превратился в пир кровопролития и разрушения. Бьякок перепробовал все доступные ему средства связи, прежде чем ему удалось получить доступ к каналу связи флагманского корабля, командующего авангардом. «Назад! Отступите провести перегруппировку! Вы уже убили достаточно!» Опьяненные кровавой бойни солдаты Союза наконец пришли в чувство, обуздали свою ярость, перестроились и попытались отойти от линии фронта. Но имперцы не желали выпускать инициативу из рук и давать Союзу шанс на отступление. Самые доблестные адмиралы Минтермайера Байерляйн, Бьюро и Дройзен начали выверенную точную контратаку. Кровь бурлила в их жилах словно лава и жаждала мести. В этот момент гигантская змея из 150 тысяч кораблей выгнала дугой две свои шеи и бросилась на флот Союза. Словно пробудившийся ото сна платоядный динозавр, имперский флот, в пять раз превосходивший численностью флот Союза, как будто издавал беззвучный гул, сотрясающий все вокруг. По злой иронии судьбы Союз превратился из хищника в жертву. На авангард обрушилась мерцающая огненная буря, подразделения под непосредственным командованием Райнхарда выпустили в них сотни тысяч горящих языков чистой энергии слева, а справа в них метали безжалостные копии энергии флота Мюллера, Фаренхайта и Валена. Взрывы были настолько яркие, что, казалось, сгорит вся Вселенная. Войска Союза, находящиеся под концентрированным обстрелом, сгорали заживо, даже если внешняя обшивка корабля могла выдержать жар такой атаки, то люди на корабле нет. Их бросало об стены, на пол и в объятие смерти от быстро растущей температуры внутри кораблей. Мгновенная смерть даже была избавлением. У тех, кто страдал несколько минут от смертельных ран, пока наконец перед ними не открывались врата избавления, тела дрожали от агонии, вызванной кипением внутренних органов в мути их собственной вытекшей крови, которая затем испарялась белым дымом. Плавящийся пол испопелял без разбора тела живых и мертвых, а затем это ужасное зрелище исчезало в белоснежном свете взрывов, разваливающихся на части горящих кораблей. По этому кулачку космоса огромной волной пронесся всадник на бледном коне, собирая щедрый урожай душ. В этот день между 16 и 19 часами шла самая ожесточённая битва между двумя флотами. Подразделение Союза под командованием Дьюдона, состоявшее из 840 кораблей, всего за 3 часа стало насчитывать лишь 130. Флот Валена наступал, непрерывно поливая огнём левый фланг Дьюдона, Вален продвигался дальше, пытаясь обойти левый фланг противника и вклиниться в его ряды, введя непрерывный огонь. Это не получилось из-за яростной контратаки адмирала Мортона, но Вален продолжил прижиматься к левому флангу противника, обескровливая силы Союза точными повторяющимися атаками. Фаренхайт обошёл флот Валена и, совершив отважный манёвр, попытался пробраться в тылу флоту Союза, но подвёл свои корабли в опасную близость к звезде Рантемарио, мощное магнитное поле и излучение которой мгновенно вывели из строя их электронику, и он был вынужден отступить. Союз благодаря разумному командованию Бьякока сохранил в многочасовом бою свой авангард. Эта победа будет нелёгкой, подумал при себе Райнхарт, старик неуступчив, прямо как Меркатс. Райнхарт вызвал своего первого адъютанта, контр-адмирала Штрейта. Понимая, что сражение зашло в тупик, он отвёл свои силы, чтобы избежить лишних потерь, и отдал приказ всем офицерам отдохнуть, чтобы восстановить силы. С самого начала сражения солдаты постоянно питались высококалорийным печеньем, обогащённым кальцием и витаминами и ионизированными напитками. От ветеранов новичков отличало полное отсутствие аппетита. Если ветераны были рады добавке и проклинали убогость пищи, то молодых офицеров, для которых эта компания была первой, просто тошнило от усталости и самым мыслью, что в рот нужно будет положить что-то твёрдое, поэтому они терпели как могли ионизированные напитки. Но, несмотря на все невзгода, они ещё дышали, в отличие от многих своих товарищей, навсегда лишившихся шанса стать опытными солдатами. 9 февраля чаша весов одной из воюющих сторон сильно перевесила. Имперский флот продвинулся вперёд, сжавшись полукольцо, чтобы сломить сопротивление Союза. Бреш в имперском построении была закрыта так же быстро, как и появилась, тогда как разрывы в построении Союза продолжали зиять. Загнанные в угол силы Союза отказались от наступательной тактики, перейдя к обороне. Лучи света подобно мечам растекали корабли, вместо крови разливая энергию, пронзая словно плоть бронированные листы. Флот Союза продолжал сопротивляться изо всех сил. Из-за проплывающих обломков уничтоженных кораблей они поливали огнём своих врагов. Особенно восхитило имперцев одно хитрое тактическое изобретение Союза. Они использовали одноместные истребители-спартанцы для того, чтобы приманивать корабли-неприятеля на дистанцию выстрела. Пока имперцы пытались догнать противника, который, как они думали, пытается в замешательстве сбежать, по двигательному отсеку сзади и сверху наносились смертельные удары. В целом, перевес империи в битве не поколебался, но Союзу, укрепившему единство и скоординированность командной цепи, достаточно было лишь одного сильного удара, чтобы повернуть ход битвы и превратить её в кровавую баню взаимного уничтожения. Опытный тактик Бьюкок был полон решимости победить, и даже Миттер Майер не знал, как предугадать ход его мыслей. «Полагаю, у нас нет выбора». Рейнхард, скрестив руки на груди, пристально посмотрел на экран, а затем, наконец, вызвал офицера связи и, впервни во взгляд своих ледяных глаз, отдал приказ. «Сигнализируйте Беттенфельду, передайте ему «Ваш ход! Принесите мне перед командующего войсками Союза на пике черных улан!» ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТА 9 февраля в 11.00 черные уланы, обладавшие невероятной огневой мощью, выдвинулись вперед по приказу Верховного Главнокомандующего. Не получив вчера приказа вступить в бой, адмирал Беттенфельд уже было собрался довольствоваться наблюдением за битвой со стороны, но теперь, торжествующий присвистнув, он высоко вскинул руку перед экраном связи и опустил ее вниз. «Черные уланы, полные вперед!» Дослушав доклад вид с адмирала Байрлейна, Миттер Майор энергично взъерошил рукой свои медового цвета волосы. Близится развязка, похоже, что Беттенфельд, чей флот мощнейший в Империи, все же появится на поле боя. «Какие приказы будут нашему флоту?» «Начинаем наступление. Мы не можем позволить черным уланам пожнать все плоды победы!» «Вы читаете мои мысли?» Шарко улыбаясь, Байрлейн отдал приказ флоту, призвав своих людей не отставать от черных улан. Получив сообщение об отбытии флота Беттенфельда, флоты Мюллера, Валена и Фаренхайта воодушевились, имперские войска единодушно ощущали, что победа у них в руках. Путь Беттенфельда лежал сквозь огромную бушующую реку яростных потоков энергии, порождаемую солнечным ветром и силами тяготения планет. Обломки потерявших способность навигации кораблей и неисчислимое множество окаменевших человеческих тел плыли по этому беззвучному стремительному энергетическому потоку, уносящему их прочь к далёкой тьме за пределы гравитационного влияния Солнца-система. Возможно, когда-нибудь через период, превышающий продолжительность жизни человека, эти обломки и тела вновь принесёт назад. Хотя Беттенфельд мог бы обойти эту страшную реку, но он не собирался ставить под сомнение свою репутацию храбреца. Корабли получили приказ «Полный вперёд!» Группа этих чёрных, как смоль линкоров, смело вошла в яростные течения. Поток течения оказался быстрее, чем по расчётным данным, препятствуя намерению Беттенфельда пройти прямо. Построение кораблей нарушилось, и они были видны ниже по течению на 9 часов, то и дело меняя курс не по своей воле. Увидев это, начальник генерального штаба союза Чунучень крикнул оператором флагмана «Рассчитайте скорости продвижения имперского флота и энергетического потока! Их сносить течением! При правильных вычислениях мы сможем определить точку выхода!» Быстро просчитав все переменные операторы получили ответ. Вновь полетели приказы начальника штаба, и войска Союза приготовились открыть огонь по флоту Беттенфельда совершающему переправу. В 11.20 все орудия были приведены в боевую готовность. Наконец, когда стремительный энергетический поток выбросил корабли «Чёрных Улан», они были встречены шквалом лучей ракет. Ядерные взрывы следовали один с другим, разорванные корабли отбрасывало в реку энергии, через которую они только что переправились, и уносило вниз по течению. Но командиры «Чёрных Улан» вовсе не были пацифистами, не были далеки от идеалов полного непротивления. Они придерживались собственных идеалов и яростно поливали врагов энергетическими лучами, словно фехтовальными выпадами. Лучи скрещивались друг с другом, выбрасывая ослепляющие спирли света в тёмное пространство. Снаряды из карбидной стали, выпущенные из рельсовых пушек, пронзали композитную броню, а фотонные снаряды хаотично били по кораблям. Энергетические лучи, устремляясь вниз под острыми углами, поражали водородные реакторы, посылая в полёт орудийные башни и обрекая членов экипажа на смерть в вихре горячего ветра и радиации. Истощив, наконец, все свои резервы, слабеющие войска Союза были скошены, словно трава безжалостными чёрными уланами, ядерные взрывы слились в гигантскую стену раскалённого до бела света, внутри неё корабли Союза разрывались на куски, вспыхивали пламенем или тонули в спиральных лучах света, а затем обращались повреждения, наш корабль обездвижен, людские материальные потери огромны, мы не можем удержать фронт, запрашиваю разрешение на отступление, тревога, запрашиваю немедленную помощь. Эти крики о помощи забили каналы связи Союза, но безрезультатно. Вскоре крики сменились тишиной, смерть восторжествовала. Что ж, вот похоже и всё. Солнце садится, одному полководцу слава, тысячам воинов смерть. Гарант-адмирел Адлександр Бьякок потухшим взглядом не мигая смотрел на экран. Почти весь его флот, включая часть офицеров под его командованием, были превращены в атомы в этом кровавом побоище, устроенном имперским флотом. С каждым загорающимся шаром света число жертв росло в геометрической прогрессии, как росло и число вдов и сирот. Бьякок не мог спасти ни одного корабля и ни одного солдата. Под центральным командованием осталось лишь 30 крейсеров и эсминцев, выстрелившихся вдоль Рио-Гранде, на бледных лицах членов их экипажей читалась лишь одна эмоция — страх. «Оставьте меня ненадолго одного». Пробормотал старый адмирал, покидая мостик. Запершись в своей каюте, он достал из ящика стола пистолет и письменные принадлежности. В этот момент дверь, которая должна была быть заперта на замок, была с силой открыта. За ней показался его начальник штаба. «Вы не должны лишать себя жизни, ваше превосходительство, главнокомандующий. Даже адмирал Меркат продолжает жить после поражения, не так ли?» Увидев небольшой диплокиратор в руке Чунучена, старый адмирал медленно покачал головой. В его движении отразилась вся накопившаяся в нём усталость. «Если флот уничтожен, то командиру незачем более жить». Чунучен закрыл свой диплокиратор и несколько смягчился. «Наши войска ещё не полностью уничтожены. Флот Яна Венли всё ещё силён. Пока под вашим командованием остаётся хоть один корабль, вы обязаны продолжить исполнять свой долг». «Хватите сказать, что есть иной способ взять на себя ответственность за поражение, кроме смерти?» Старый адмирал с тоской посмотрел на лежащий перед ним пистолет. Поскольку они потерпели полное поражение от врага, в пятеро превосходящего их по численности и никакого чуда не предвиделось, оставался единственный выход, по крайней мере, так говорили ему все фибры его старой души. Но Чунучен намеренно игнорировал мысли старика. «Если вы покончите с собой, то выполните свой долг только перед союзом. Я же говорю о вашем долге перед теми, кто победил нас, перед нашими врагами!» Смысль этих слов стал неожиданно ясен Бьюкоку. Наконец-то Радмирал оторвал взгляд от стола и повернулся к своему незваному гостю. «То, что я собираюсь сказать, может показаться бесчеловечным», произнес Чунучен, предваряя своё объяснение. «Если вам это придётся не по душе, можете убить меня этим самым оружием. Даже если союз свободных планет сгорит в пламени, его государственному устройству позволит развиваться. Когда, благодаря изобретательности Яна Венли, война сменится миром, Империя устроит суд над военными преступниками. Но если, когда это время придёт, главнокомандующий уже погибнет, в бою или от собственной руки, те, кто служил под его началом, станут козлами отпущения на скамьях для подсудимых». В этот момент в глазах Адмирала промелькнуло понимание, и на его постаревшем лице появилось довольно весёлое выражение. «Да, вы правы. Мне ещё понадобится это старое тело, чтобы врагу было кого расстреливать». Начальник штаба почтительно кивнул. «А ещё моя и гранд-адмирала Доусона. Военному суду необходимо, чтобы по крайней мере три человека в фарме предстали перед ним. Давайте не будем усложнить им работу. Для будущего Союза Соботных Планет Ян Венли и другие должны выжить». Пока они говорили о собственном долге и поведении после поражения, битва приближалась к своему завершению. Но в тылу имперских войск, которые продолжили поддерживать массированную атаку, назревала небольшая, но неожиданная проблема». Часть пятая Первыми заметили неладные операторы крейсера Берхаузен, приписанного к флоту Мюльдера. Потеряв пылу ожесточённого боя больше половины рудийных башен и капитана, находящегося без сознания после полученной тяжёлой травмы, корабль покинул линию фронта по приказу помощника капитана и пристыковался к ремонтной базе в зоне космического пространства, удалённой от места основного конфликта. Внезапно с тыла показались корабли и начали приближаться. «На чьей они стороне?» Спросил первый помощник Тоном, полным безразличия, что было довольно безрассудно, особенно когда победа была уже почти в руках. Когда был послан официальный опознавательный сигнал, в ответ полетели энергетические заряды. Поскольку корабли были вдалеке, их выстрелам не хватало интенсивности и точности, так что они не причинили особого урона, но их хватило, чтобы на крейсере поднялась паника. Неожиданно ветер подул в другую сторону. «Союз прислал свежее подкрепление!» Эта атака была для имперцев как холодный душ. «Союз располагал больше военной мощи, чем они ожидали». У «Союза» было достаточно времени, чтобы разделить силы атаковать имперский флот в лоб, пока другая часть флота обходит их с тыл и отрезает путь к отступлению. От одной мысли об этом у доблестных имперских офицеров по спине побежали мурашки. «Они продвинулись на 2800 световых лет вглубь вражеской территории, они продвинулись на 2800 световых лет вглубь вражеской территории, упоение от завоевания и победы заставило солдат подзабыть оглужище, словно червь, тоски по дому. Но стоит лишь чему-то подточить их веру в успех, и вся операция пойдет прахом. «Не преследовать! Перестроиться! Приготовиться отражать атаку с тыла!» Этот приказ, в котором явно ощущалось напряжение, был передан по всем средствам связи доступным имперскому командному центру. Но скорость полета нельзя было погасить так просто. Над победой опустился занавес. Имперские корабли потеряли боевой порядок. Понимая это, Союз воспользовался предоставленной им идеальной возможности отступить, открыв ответный огонь. Новый курс был задан, орудия подготовлены к бою. Все энергетические пушки и ракетницы были направлены на растерянный имперский флот. «Путь к Физзану блокирован! Мы никогда не вернемся в Империю!» Лишь отповедь Райнхарда заглушила эти панические возгласы. «Чего вы боитесь? Какое дело, если у Союза еще остались силы? Мы сокрушим их корабль за кораблем! Не теряйте веру в себя! Продолжайте организованное отступление!» Его хлопнокровие и смелость полу сражения поражали воображение. «В том маловероятном случае, если путь к Физзану действительно отрезан, мы просто прорвемся через связную систему Баалата и сокрушим Союз свободных планет раз и навсегда, а затем пройдем через Ирландский коридор «И с триумфом вернемся в Империю!» «Вот и все!» Уверенный голос Райнхарда, казалось, развеял туман паники, солдаты взглянули на свое солнце, этого молодого непобедимого завоевателя, и вера в победу быстро воскресла. Пока ими командует этот юноша с золотыми волосами, подобными львиной гриве, они не познают поражения. По видеосвязи, Меттер Майер выразил благодарность за сохранение контроля над ситуацией. «Я вел себя недостойно. Приношу свои извинения. Мы позволили иллюзии победа околдовать нас. Думаю, мы так привыкли к победам, что не сумели правильно отреагировать на неожиданный поворот дел». Райнхард не стал его упрекать. «Это вполне естественно. Даже я не ожидал, что у врага хватит резервов на такой маневр. В любом случае, быть может, это просто уловка, но нам следует быть осторожными. Слушаюсь. И все же не думаете ли вы, что это дело рук Яна Венли?» Райнхард слегка скривил свои тонко очерченные губы, даже так оставаясь прекрасным. «Если кто и может провернуть нечто настолько коварное, так только этот хитрец». Тем временем темноволосый командующий, которого Райнхард и Руэнтель называли не иначе как хитрецом, с мостика своего флагмана Гиперион осматривал поле битвы, превратившееся к этому моменту в гигантское море остаточной энергии. Если бы Ян немедленно ввязался в битву с Империей, у него бы не было шансов на победу. «Вести бесполезную битву в одиночку — это одно, но когда ты командующий, у тебя в подчинении люди — это худшее из преступлений». Ян планировал провести полноценную ложную атаку, чтобы запутать имперцев и предотвратить уничтожение флота Союза, но Райнхард верно сгадал этот план. Адмирал Ян быстро повёл флот от Эзерлона, по пути выслав транспортные корабли с гражданскими подкомандованием Кассельна. Он сделал остановку в звёздной системе Баалат, и не тратя лишнего времени на дополнительные приказы, прибыл раньше, чем того ожидал даже Райнхард. Но мы опоздали на полдня. Похоже, я теряю хватку. В какой-то мере Ян испытывал чувство ненависти к самому себе. И хотя вероятность того, что Райнхард фон Лайнграм успешно осуществить вторжение через Физанский коридор не ускользнула от него, разработка контрмера снова запоздала. Имперскому флоту внушили мысль, что у Союза есть секретный засадный флот, который должен был перекрыть ему путь отступления к Физану, и сделано это было, чтобы рассеять имперские силы с помощью дезинформации. Герцог Лайнграм, гений военного дела, разгадал их замыслы, но тем не менее это дало им немного времени. И все же, почему не сообщил о своем плане главнокомандующему Бьякоку и начальнику штаба Чену-Чену заранее? Если бы он сделал это, возможно, они бы сражались по-другому. Ян пожал плечами. Сомнительно, сомнительно. Пробормотал он. Не была ли это попытка убедить себя в том, что его участие в битве все бы изменило переоценкой собственных возможностей? Ян должен был доказать себе, что на этот раз сделал все, что мог, даже при худшем сценарии смерти Бьякока и уничтожении флота. Он все равно мог бы ворваться в битву и сокрушить каждую цель на своем пути. Но теперь, когда он спас остатки флота Союза от неминуемой гибели и имперцы отступали, ему нужно было восполнить силы своего флота, вернуться в звездную систему Баалат и спасти беззащитную столицу от наводнения войск Амиро-Энталя. Всем кораблям немедленно взять курс на столицу, приказал Ян, чувствуя себя утомленным. Как и все, он опасался Райнхарда и не мог позволить себе предаваться простым человеческим слабостям. Наконец, оставшиеся частью прямо сопротивляющегося она все же разбитого флота Союза соединились с флотом Яна, немедленно были налажены системы коммуникации, Ян поинтересовался в порядке листер-адмирал Бьюкок и почувствовал облегчение, увидев на экране связи знакомую седовласую фигуру. Я выжил, но мои почненные пожертвовали жизнями впустую. Что вы говорите? Вам еще предстоит командовать нами в ответной битве, и мы возьмем реванш. Ян поручил командование линии обороны Фишеру и поспешил к столичной планете Хайнессон. И когда Фишер начал отступление, делая вид, что меняет курс, готовясь к преследованию противника, на радаре был замечен приближающийся имперский эсминец. Обеспокоенный флот Фишера послал сигнал «Остановите корабль! В противном случае мы откроем огонь!» Но ответ оказался самым неожиданным. «Это Юлиан Минц, военная Ташина Физзани, союз свободных планет. Мы захватили этот имперский корабль, империя наш враг, просим сопроводить нас до столицы союза Хайнессона». Едва веря своим ушам, офицеры в связи быстро доложили адмиралу Фишеру о произошедшем. «Подумать только, Юлиан Минц, значит он в безопасности?» В голосе Фишера звучало удивление, но как опытный командир он принял меры предосторожности, оказывая прием приближающемуся эсминцу. Он вполне допускал вероятность, что Юлиан Минц, сам того не подозревая, пособничает врагу. Корабль направил свою главную энергетическую пушку на эсминец, а тем временем 60 человек под командованием лейтенанта Пиацци, вооруженного до зубов, подтвердили, что сообщение действительно поступило от Юлиана. По сверхсветовой связи в столице был немедленно отправлен доклад. «Так значит, он захватил вражеский эсминец? Отдай от чертяка!» Пробормотал себе под нос Оливер Поплан, когда увидел его. «Выходит, все же существует такая вещь, как естественный враг?» Рейнхард говорил сам с собой, пока на экране имперский флот уже почти вновь вернул себе боевой порядок. На его фарфоровом лице, словно в сполохе полярного сияния, отразилось нечто большее, чем гнев. Рейнхард вспомнил, как он победил вражеский флот, вдвое превосходящий его в звездной системе Астарта, а затем тридцатимиллионную армаду Союза тем, кто лишал его безоговорочного триумфа в последнюю секунду, был Ян Венли. Сразу после битвы при Амрицаре Рейнхард на глазах у всех отчитал Биттенфельда за то, что тот неверно выбрал время для атаки, тем самым сыграв на руку Яну и повысив его славу. Он был решил наказать Биттенфельда, но его покорный друг Зиквид Кирхиайс подавил его ярость зародыша. Кирхиайс сказал напрямую, что на деле Рейнхард был зол на себя, и что Биттенфельд смотреть свое решение. Кирхиайс, если бы ты только был здесь, мы бы не позволили Яну Венли так красоваться. Вновь Рейнхард понял, что разговаривает с мертвецом. Элегантный диктатор внушил себе, что не время оплакивать умерших, но чувства вырвались из пустоты в его груди, и эту дыру он заполнить был не в состоянии. Рейнхард понимал, что когда он перестанет вспоминать Кирхиайса, то лишится самых теплых воспоминаний, и страх этой потери перевешивал все разумные доводы. Имперский флот кинул поле боя, продвинулся на 2,4 световых года и вошел в звездную систему Гандхарва, где приземлился на планету Урваши. Вторая планета системы Гандхарва имела скудное население в приблизительно 100 тысяч человек, слаборазвитые земли и жизненно важные водные ресурсы. В свое время корпорация планетарного развития приобрела здесь огромные земельные владения, но вскоре их потеряла, попытавшись стать монополистом, и на долгое время земли были брошены без внимания. Рейнхард же намеревался построить здесь военную базу и, возможно, на долгий срок. В будущем, когда в его руках окажется весь союз, эта богом забытая планета будет играть важную роль. Она станет базой по проведению операций по подавлению мятежей и уничтожению пиратства. Глава пятая. Тьма перед рассветом. Часть первая. Многочисленные записи, относящиеся к февралю 799 года космической эры, чрезвычайно запутаны. Мемуары перемешаны, данные из них противоречивы, каждый источник рассказывает свою историю. Люди, пытаясь отвести взгляд от надвигающейся катастрофы, наводнили увеселительные заведения, и случаи алкогольного отравления и травм в результате пьяных драк многократно увеличились. Улицы были окутаны туманом истерии. Даже обычно шумные кварталы развлечений в эти дни были тихими, словно старый слон умирающей воды. Пока, наконец, тишину не нарушил трубный звук, сигнализирующий его гибели. Отчаяние душило людей, воздух был таким тяжелым, что казался почти что твердым. Политические и военные невзгоды вовсе не обязательно влияли на повседневную жизнь людей. Музыка и другие развлечения были еще более яркими, чем когда-либо. В конечном счете, религиозные и личные различия, наряду с отсутствием общего решения, привели к путанице и непоследовательности. Едва ли люди могли смотреть на вещи с оптимизмом. Но ведь впереди их ждала слишком большая неопределенность. Как ни посмотри, их самый многочисленный флот потерпел сокрушительное поражение, а столичная планета Хейнесен вот-вот должна была оказаться в руках врага. Все прочие системы и вовсе были оставлены этому врагу на растерзание. Но у людей все еще оставался один лучик надежды, за который они могли уцепиться, прежде чем полностью погрузиться в пучины пессимизма и начать оплакивать свою судьбу. Чудотворец Ян и его флот были в добром здравии и по-прежнему сильны. И это давало жителям надежду, как если бы у них было пять флотов. Кроме того, информация о том, что подопечный адмирал Яна смог выбраться с Физзана и захватил имперский эсминец, еще больше раздуло огонь наивного поклонения народному герою. Только протеже грант адмирала Яна мог подобное совершить. Не знаю, какую дьявольскую уловку он использовал, но он точно столь же хитер, как и его наставник. Да, спустя два часа после того, как он ступил на землю Хайнессона, Ян был повышен до грант адмирала. Это оказалось неожиданностью для самого Яна, который хоть и слегка, но опасался критики за то, что покинул из Орлона. Впечатление у него было такое же, как у начальника штаба Чунучена. Хм, все играют в игрушки с кадровым составом, решили использовать последнюю возможность от отчаяния. В любом случае, в свои 32 года Ян стал самым молодым грант адмиралом, когда-либо служившим в армии Союза. Предыдущий рекорд принадлежал адмиралу Брюса Эшби, который получил звание посмертно в возрасте 36 лет. Так или иначе, Ян вновь переписал историю, хотя он, конечно, был не из тех, кто наивно радуется подобному. Я не настолько скромен, чтобы отказаться от этой чести, но не слишком радуюсь ей. Что ж, разделим эту честь с адмиралом Бьюкоком. Новоиспеченный грант адмирал сел в ландкар, отправленный за ним председателем комитета обороны, и направился в штаб-квартиру комитета. Всего год назад он ехал в официальном ландкаре комитета в качестве обвиняемого, и обращались с ним практически как к заключенным. Теперь же он был почетным гостем, к нему присоединились два попутчика, генерал-лейтенант Вальтер фон Шенкопф и капитан третьего ранга Фредерика Гринхилл. Включая и вице-адмирала Алекса Кассельна, комитет обороны явно пытался одним махом исправить стагнацию кадров. Втроем они вошли в здание комитета обороны, и провожаемые нетерпеливыми взглядами вошли в кабинет председателя. Несмотря на то, что они уже знали о превращении председателя Элленса, заметно оживившегося, оказавшись под сильным моральным и физическим давлением, они не могли не быть впечатлены, увидев его вживую. Пусть даже у них и оставались циничные опасения по поводу того, как долго это продлится. Предложив им сесть, Элленс перехватил взгляд Яна. «Адмирал, по-своему я тоже люблю свою родину», сказал он. Ян знал это, но все же не мог заставить себя безоговорочно уважать его. Его лицо чуть дернулось, вызвав дьявольскую улыбку Шенкопфа. Учитывая человеческую историю, Ян не считал патриотизм высшей ценностью. Жители Союза чувствовали себя патриотами по отношению к Союзу, а жители Империи чувствовали себя патриотами по отношению к Империи. В конце концов, патриотизм отличался лишь цветами флага, которому они отдавали честь. При этом он использовался для оправдания массовых убийств, иногда был принудительным, а в большинстве случаев неразумным. Когда элита использовала его в качестве оружия, масштабы ущерба были невообразимы. Когда Айленс, ставленник Турникта, говорил о любви к своей стране, Яну хотелось находиться где угодно, только не там, чтобы слушать это. «Если вы любите этот народ так же, как и я, адмирал, то я надеюсь, что вы захотите сотрудничать с нами». Это был тот тип рассуждений, который Ян ненавидел больше всего, но он слишком глубоко запутался во всей этой ситуации, и поэтому ему оставалось лишь выражать кроткое одобрение. По крайней мере, Айленс до сих пор бывший лишь несущественной шестеренкой политического механизма с момента своего пробуждения осознания патриотического долга государственного служащего не видел больше необходимости в долгих пустых речах. «Безусловно, я сделаю все возможное, чтобы защитить плоды нашей демократии». Ян постарался ничего не говорить о нации или государстве и с трудом, но все же сумел добиться баланса между формальностью и искренностью. Председатель кивнул. «И я... Нет, правительство обязательно вознаградим ваши усилия». «Если мы можем чем-то помочь, не стесняйтесь просить». «Пока что я лишь хотел бы, чтобы вы заранее подумали о том, что будет, если мы проиграем». «В случае победы все более-менее ясно, какое-то время можно будет почевать на лаврах, после чего мы проведем мирные переговоры и займемся пополнением наших сил». «Такие вещи находятся в компетенции политиков, и военный не может вмешиваться в них». «Было бы глупо просить вас пообещать, что вы победите?» спросил Айленс. «Если бы одни лишь обещания могли принести победу, я бы пообещал что угодно, но...» Ян постарался смягчить тоном безжалостный смысл своих слов. Тем не менее, это была правда, не имея способности формировать мир с помощью слов, он не мог давать обещания насчет будущего, зависящего не только от него. «Конечно, как глупо с моей стороны. Буду признательна, если вы забудете то, что я сейчас сказал. Ян не собирался вмешиваться ни в свое дело и давить на вас каким-либо образом ограничивая». Услушав такое почтительное обращение, Ян ощутил, что этот человек изо всех сил пытается всерить в него надежду. «В данном случае, когда стратегическое преимущество врага столь велико и нужно компенсировать это при помощи тактической победы, я вижу лишь один выход». Тут он ненадолго остановился. Не для драматического эффекта, а просто потому, что ему необходимо было промочить горло. Стаканчая со льдом, стоявший перед ним, когда они вошли, был уже пуст. Ян почувствовал себя неловко, вынужденный просить вновь наполнить его, но в этот момент Фредерико осторожно подтолкнуло к нему свой нетронутый стакан, и он с благодарностью принял его. И этот выход убить в бою герцога Райнхарда фон Луинграма. Пока Ян говорил со стаканом в руке, лицо предстателя на секунду исказилось, сказанное казалось слишком уж очевидным, но прежде чем он успел впасть в отчаяние, Ян перешел к сути своего плана. «Герцог холост, и я собираюсь использовать это». На сей раз предстатель уставился на молодого гранд-адмирала с непониманием, не в состоянии распознать истинных намерений, стоящих за этим заявлением. Но Ян сам готов был все разъяснить. Иными словами, если бы у герцога Луинграма остались жена и дети, особенно наследник мужского пола, его подчиненные могли бы просто начать служить этому наследнику, продлив династию Луинграмов. Но у него нет детей, если он умрет, установленный им порядок умрет вместе с ним. Верность и единство его подчиненных неминуемо растворятся в воздухе, не зная за кого сражаться, они вернутся в империю и будут яростно спорить о преемнике, скорее всего передравшись между собой. Глаза Айленса самые, что так долго были сосредоточены на борьбе между фракциями, погоне за должностями и уступками, осветились светом понимания и восхищения. Он несколько раз довольно кивнул. «Конечно, адмирал, вы правы. С его смертью империя развалится, а союз будет спасен». Айленс еще никогда в жизни так страстно и яростно не желал кому-то смерти. «Если мы каким-то образом сможем разделить имперские войска и начать уничтожить их флота по одному, продолжил Ян, то герцог Луинграм, будучи человеком огромного мужества и амбиций, придет за мной лично. Эта возможность, которую нам необходимо создать, это наш единственный шанс на победу. Если его подчиненные будут проигрывать один за другим, у него не останется иного выбора, кроме как вступить в бой лично. Да, в этом есть смысл. Но это больше вопрос психологии, чем тактики». Ян торжественно скрестил руки на груди. Рейнхард фон Луинграм не скрывался в своем дворце, ища удовольствий, а стоял во главе в своей армии, стремясь к опасности невзгодам. Если бы этот прекрасный златовласый юноша был просто солдатом, он бы желал лишь сражений, а если бы он был просто правителем, он бы желал лишь победы. Рейнхард же ценил и сражения, и победы, причем больше всего на свете. «Не в этом ли?» подумал Ян. «Одна из причин, почему ему удалось стать верховным правителем среди всех правителей». Ян был уверен, что Рейнхард покажется, хотя заранее утверждать что-то и было невозможно. Он мог ненадолго загнать Рейнхарда в нужную позицию, если повезет встретиться лицом к лицу с этим блестящим военным гением. Но для этого ему еще надо будет одного за другим победить нескольких ветеранов-полководцев Рейнхарда, он не сомневался, что на тактическом уровне впереди его ожидают необычайные трудности, а адмирал Рейнталь с разноцветными глазами и ураганный волк Миттермайер, уже одних только этих двоих хватало, чтобы он почувствовал себя утомленным. Нужно любой ценой избегать столкновения с кем ты из этих двоих. Не стоит ставить под угрозу весь план, тратя слишком много энергии на них. Химические элементы мазохизма и нарцицизма существовали ниже ватерлинии его духа, так что его не отравило представление о том, что борьба с сильными противниками делает вас сильнее, путающая войну со спортом. Если уж он должен сражаться, нужно делать это наиболее эффективным способом, то есть с минимальными усилиями. Если бы ему пришлось столкнуться с Миттермайером или Руэнталем, победа потребовала бы слишком больших затрат времени и энергии. Холодный свет отбрасывал слабую тень к ногам Яна. Когда он вышел из комнаты, угрюмо глядя на движение этой тени, в его голове пробудился голос серьёзного сомнения. Если оставить в стороне ограниченности ложный патриотизм, ненавидеть кого-то лишь за то, что он сражается по другим флагам, было столь же глупо, как верить в свой собственный. Но оправдывала ли это позицию Яна? Могли ли люди бросать себя и других в жерло войны, если не были безумны? А ещё у Яна было другое сомнение, даже более серьёзное. Внезапно перед ними возникла фигура. Ян так глубоко задумался, что заметил, что что-то не так, лишь когда Шанкоп выхватил бластер и бросился вперёд, заслоняя его. Стоящий перед ними человек металлическим голосом заявил, что является репортером на задании, его просьба явно была чётко отрепетирована. «Адмирал Ян, прошу вас, пообещайте всем гражданам Союза, прямо здесь и сейчас, что вы спасёте наше государство и наш народ от окровавленных рук этих дьявольских захватчиков, что справедливость восторжествует над злом, когда настанет конец света, что вы ответите победой на надежду наших граждан. Пожалуйста, пообещайте нам, или вы не можете?» Хотя дверь к эмоциям Яна была защищена замком самообладания, в тот момент он был готов сорваться. Он повернулся к незваному гостю и был на грани того, чтобы высказать ему свои мысли, когда на помощь ему пришёл более спокойный голос. «Его превосходительство Гранд-Адмирал устал. К тому же мы не вправе обсуждать что-либо, хотя бы отдалённо связанное с секретной военной информацией. Если вы хотите, чтобы мы победили, я прошу вас понять это и оставить нас в покое». Что-то в карих глазах Фредерико заставило мужчину отступить. Шанкопф оттолкнул его в сторону и они прошли мимо. Таким образом, Ян сохранил свою репутацию невозмутимого человека. Но если бы не сообразительность Фредерико... Часть вторая Никто не стал возражать, когда Юлиана Минца повысили до младшего лейтенанта. Защищая своего начальника, посла союза на Физзане Хэнслоу, ему удалось сбежать с оккупированной территории и в силу захватить вражеский эсминец. Каждое из этих достижений достойно было повышения и никого бы не удивило, если бы юноша стал лейтенантом, но в качестве очевидной формальности это было заменено медалью «Борят за свободу». Как бы то ни было, появление героя слишком молодого для своих достижений стало благодатной темой для журналистов определенного толка. В одной электронной газете даже написали «Грант-адмирал Ян Венли с первого взгляда разглядел гения младшего лейтенанта и взял его к себе как приемного сына». Это, конечно, было большим преувеличением. А сам молодой герой был не очень общительен с теми, кто его восхвалил. Думаю, что использованная мной тактика может оказаться весьма эффективна в бою с захватчиками. Поэтому, прошу вас, поймите, раскрытие каких-либо подробностей перед решающим сражением окажется на руку лишь нашим врагам. Позаимствовав страницу из рассуждений Фредерики Гринхилл, Юлиан постарался укрепить прорванную дамбу одностороннего безответственного освещения новостей. Освободившись от внимания прессы, он надеялся, что сможет наконец воссоединиться с теми, кого оставил на Изерлоне, но все, что ему было о них известно, это тот факт, что адмирал косыльно участвовал в гонке на трех ногах, пытаясь распределить всех беженцев. Юлиан двигался по кольцевой дороге, подумывая, что ему, возможно, придется вернуться в их дом на улице Сильвербридж, если он хочет встретиться с Яном, когда его окликнул женский голос. Его сердце забилось чаще, когда он повернулся и увидел золотисто-каштановые волосы Фредерики Гринхилл. Несколько человек были явно недовольны тем, что она перекрыла скоростную линию, но девушка не обращала на них внимания. С возвращением, Юлиан. Похоже, ты вырос настоящего героя. Спасибо. Ну, а хотя адмирал наверняка обрадуется моему возвращению, я сомневаюсь, что он будет в восторге от того, что меня возвели на столь высокий педестал. По-твоему, он может позавидовать? В отличие от красивых губ Фредерики, в ее коррех глазах не было улыбки. Посмотрев на нее, Юлиан почувствовал, как у него сбилось дыхание, так что ответил он с некоторым запозданием. Вовсе нет. Такая мысль мне и в голову не приходило. Это хорошо. Иначе мне пришлось бы дать тебе подзатыльник. Вот так. Она изобразила удар. В детстве я была скоро на расправу, знаешь ли. Этими словами девушке удалось в очередной раз удивить молодого героя союза. Она улыбнулась, глядя на его лицо, выражающей недоверие. Мне пришлось, вести себя более женственно, когда я пошла в армию. Это было нелегко. По-моему, не скажешь. Вот как. Спасибо. Затем, откинув назад свои золотистокоштановые волосы, Фредерико сказала ему, что Яна поселили в гостинице Козерог, неподалеку от здания комитета обороны. Итак, 13 февраля Юлиан Минс смог наконец воссоединиться со своим опекуном в унылой гостинице, предназначенной для военнослужащих. Когда Юлиан открыл дверь, его приветствовал знакомый до боли голос Яна. Здравствуй, Юлиан. Ты как раз вовремя... Взгляни. Самая подходящая еда для меня. Яна обвел рукой стол, на котором без разбора и без оглядки на эстетику стояли тарелки с колбасой, жареной рыбой, яйцами, картофельным пюре и фрикадельками. Словно и не было этих месяцев разлуки, Юлиан привычно вернулся к своей суровой критике. Да вы, наверное, единственный гранд-адмирал в истории, кто питается такой грубой пищей. Это верно. И теперь, когда я гранд-адмирал, и пенсия у меня будет повыше, мы можем пойти отпраздновать нашего соединения пообедов снаружи. С удовольствием. А вы, как я вижу, по-прежнему думаете о своей пенсии. Естественно, в этом я последователен. И сражаясь с империей, ведь если союз перестанет существовать, ее некому будет выплачивать. В любом случае, я поздравляю вас с заслуженным повышением. Твое повышение до младшего лейтенанта куда более впечатляющее. Ответил Ян, поднимая небрежно брошенный на диван пальто. Потом он повернулся, посмотрел на юношу с теплотой во взгляде и добавил. Я рад, что ты вернулся целым и невредимым. Ты действительно проделал отличную работу и даже подрос на несколько сантиметров, чтобы подчеркнуть это. Ты уже совсем взрослый. Нет, я еще лишь подросток. Убежденно произнес Юлиан. Мне еще очень многому нужно у вас научиться. Не думаю, что я могу еще чему-то тебя научить. Ян накинул пальто и направился к выходу. Юлиан последовал за ним по тускло освещенному коридору. Лучше ты меня научи. Что за магию ты использовал, чтобы захватить имперский эсминец? Пусть это и секретная информация, но монеты ты можешь рассказать? Довольный тон Яна говорил о том, что он видел перед дочью по голове денью. Поскольку он тоже ненавидел наглых журналистов, ему очень понравилось то, как Юлиан от них отделался. Но юноша все равно покраснел. Они добрались до ресторана «Мартовский заяц», в котором не раз бывали прежде, и вошли внутрь. Помещение было заполнено, старый официант усмехнулся, когда Ян поздравил ресторан с непрекращающимся успехом. «Благодарю вас. Даже в такие нестабильные времена общество не может существовать без ресторанов и отелей, а умелые повара всегда будут востребованы. Может, с моей стороны я смотрительно говорить так, но меня мало заботит результат войны». «С вами не поспоришь», сказал Юлиан. Ян, никогда не стремившийся стать военным, с энтузиазмом кивнул и заказал себе в качестве основного блюда ростбиф. «Может, он и хотел бы чего-то пооригинальней, но проблемы с межзвездными перелетами отразились на поставках пищи, лишив возможности готовить разнообразные блюда». «А теперь, младший лейтенант Минц, я хотел бы услышать рассказ о ваших подвигах, пока мы обедаем». «Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Я просто применил на практике тот же самый метод, который вы использовали при захвате из Орлона». «Хмм, применил на практике, значит. Надо было оформить на этот метод авторские права». «Пенсия плюс отчисление за использование». Подумав, что это может быть не такой уж и шуткой, Юлиан начал свой рассказ. Во время планирования побега с Физзана Юлиану больше всего огорчало беспорядочное поведение имперского флота. Он понятия не имел, когда же они решат показать истинную природу своего военного правления, перекрыв все передвижение гражданских судов. Маринеско уверял, что все хорошо. Маринеско уверял, что все хорошо. В тот момент империи еще только предстояло взять под контроль все гражданские маршруты. Тому было две причины. Во-первых, с политической точки зрения им не удалось завоевать симпатии населения оккупированного Физзана. Поэтому было принято решение отложить прямое управление и выдвинуть бывшего помощника правителя Николаса Болтека на пост генерал-губернатора, символизирующего фиктивную демократию. Таким образом удалось предотвратить восстание среди торговцев. Понятно. А другая причина? Спросил Юлиан. Маринеско подмигнул. Потому что это физически невозможно. Сколь бы велики ни были войска имперцев, они меркли по сравнению с количеством населения и масштабами экономической деятельности Физзана. Невозможно было контролировать все это, а если попытаться и сделать это неаккуратно, то денежное и товарное обращение прервалось бы, что опять же привело бы к восстанию. В такой вот обстановке Юлиан с товарищами совершили свой побег, хотя покидая планету юноша был готов к худшему. Поскольку он занимался опасными делами в опасное время, у него не было причин для уверенности в благополучном исходе. Они действовали в надежде лишь на сочетание находчивости Маринеско, пилота Уиллока, прапорщика Мошенга и его самого, а также капельку удачи на всякий случай. А может удача сыграла большую роль, чем все их планы вместе взятые. В самом деле, даже такой дотошный и внимательный к мелочам человека к Маринеско упустил из виду одну вещь – наличие предателя в их рядах. Исполняющий обязанности генерал-губернатора Николас Болтек счел необходимым первым делом продемонстрировать лояльность империи, посылая своих подчиненных на имперских кораблях для контроля над торговыми маршрутами. Он решил, что определение местонахождения Адриана Рубинского, который вполне мог попытаться покинуть Физан, послужила бы на пользу империи и укрепила заодно его собственное положение, так что был полон энтузиазма. Так уж сложилось исторически, что представители оккупированных государств всегда оказывались более способными, чем солдаты захватившего государства в скромной работе по обнаружению и разоблачению гражданских лиц. Прежде чем Юлиану остальным удалось сбежать, люди Болтек обнаружили более двухсот незарегистрированных пассажиров на тридцати кораблях и всех их задержали. Среди них, как впоследствии узнал Юлиан из базы данных на борту имперского эсминца, был и военный атташе союза капитан Виола. Похоже, кое-что я недооценил. Когда Маринеско произнес это, изучая секретную информацию с других кораблей, прошло уже неделя с тех пор, как они покинули планету. Пути назад не было, а они продолжали избегать наблюдательной сети имперцев, не зная, что делать дальше. Учитывая помогавших врагу физанцев, надежды на поддельные паспорта было мало, но прежде чем им удалось составить новый план, дежурный объявил о приближении имперского эсминца. Маринеско уныло посмотрел на Юлиана. Хотел бы я оказаться более надежным помощником. Прости, но, видимо, на этом все и закончатся. Не спешите, у нас еще есть шанс выкрутиться. Когда Ян захватил из Орлона, не пролив ни капли крови своих товарищей, Юлиану было всего 14, и он даже не стал еще военным, но два урока из этого выдающегося успеха опекуна Юноша усвоил. Во-первых, когда врага нельзя одолеть снаружи, это можно попробовать сделать изнутри. Во-вторых, взяв в заложники самого ценного члена экипажа, можно диктовать противнику свои условия. Ход мысли Юлиана набирал обороты, через пять минут у него был готов план, а еще через три он объяснил его своим попутчикам. «Что ж, давайте сделаем все возможное», сказал он в конце, сознательно принимая присущий Яну хладнокровный вид. Не было никаких гарантий, что его план сработает, но это была их единственная надежда, и потому план был принят. Когда имперский эсминец Гамельн IV приказал подозрительному гражданскому судну лечь в дрейф, его капитану сообщили, что безбилетные пассажиры на борту пытались захватить корабль, и что причиной смены курса была именно встреча с Гамельном. Администратор Березки Маринаско умолил имперцев как можно скорее избавить их от этих опасных элементов, офицеров и унтер-офицеров Союза. Капитан эсминца подтвердил информацию, появившуюся на его экране связи, и во время стыковки приказал перевести опасных элементов на борт своего корабля. «Кто из вас, офицеры Союза, планировавшие захватить корабль?» Когда Юлиана вытолкнули вперед, его льняные волосы были растрепаны, лицо грязным, а одежда порваны будто в драке. «Что ж, это довольно необычно!» приподнял капитан Брови в притворном удивлении. «Ты еще совсем ребенок! Похоже, Союз достиг на своей кадровой бочке!» Капитан издал презрительный смешок, но он почти сразу прервался. Запястье юноши, казалось бы, надежно скованы электромагнитными наручниками, взлетели вверх к подбородку противника. Несколько мгновений спустя тело капитана упало на пол, а сверху на него навалился Юлиан. Трое телохранителей, бросившихся Болу на помощь, оказались отброшены к стене могучими руками Мошанга, четвертому удалось увернуться от стремительной атаки прапорщика и выхватить пистолет, но в этот момент выстрел сбоку пронзил его правую икру. Он скрикнул и повалился на пол, корчась от боли. Выстрел был произведен из пистолета, из которого Уиллок перед этим целился в плененного Юлиана. Таким образом, эсминец Гамельн IV оказался захвачен бандой преступников. Но победители еще не были готовы праздновать, им по-прежнему предстояло иметь дело с другими имперскими патрулями и принимать соответствующие меры. Юлиана, остальные перебрались на эсминец, составив осиротевшую березку. Маринеску было грустно, но таково было неизбежное вследствие их успеха. Березку пришлось принести в жертву. Они запустили корабль на автопилоте и, подав три предупреждающих сигнала, Юлиан про себя извинился и разнес березку на атомы. Засняв это, чтобы при случае можно было продемонстрировать убедительные доказательства имперскому флоту, начавшему уже вторжение на территорию Союза, Юлиан собрал членов экипажа эсминца и отправил их прочь в спасательном шаттле, куда посадил также и сотрудника Свизана. Этот человек в самом начале подтвердил личности Маринеску и Юлака, так что те хотели было убить предателя, ставшего шавкой империи, но Юлиан не решился лишить жизни безоружного человека. Он обеспечил их провиантом и установил временную блокировку связи, которая должна была отключиться через 48 стандартных часов. В протянном случае выселенный экипаж, возможно, так никогда бы не смог связаться со своими и сгинул бы в пучинах космоса. После дотошного исполнения всех этих действий, единственной целью Юлиана стало возвращение домой. Еще далеко не все было закончено. Маринеску постоянно подчеркивал, что эсминец принадлежит экипажу Берязки и готовился к судебной тяжбе с Союзом. Часть третья Пока Юлиан рассказывал об этих событиях, трапеза перешла к десерту из клюквенного пирога с черным чаем. Нужно как-то возместить Маринеску все это. Ян был достаточно великодушен, чтобы решить, что он должен выбить для физанского торговца эту компенсацию. Теперь настал черед Юлиана задавать вопросы. Итак, вы отдали с Эрланом перцем. Уверен, у вас есть какой-то план, но можете рассказать мне, в чем он состоит? Да ничего особенного. Я просто оставил там небольшую ловушку. Ян не стал скромничать и рассказал о взрывчатке, которая должна была отвлечь внимание и о настоящей ловушке. Это коварно даже для вас. Повел плечами Юлиан. Если план сработает, имперцы будут рвать и метать. Вы очень жестокий человек. Ну и ладно, приму это за комплимент. Выражение лица Яна слегка изменилось. Об этом плане знают только Шонкопф, капитан Гринхилл, а теперь еще ты. Может, это никогда не пригодится, на всякий случай запомни. Ян заметил, что такое доверие порадовало юношу. А что еще интересного случилось по пути? Думаю, стоит упомянуть еще двух примечательных людей. Ответил Юлиан, вспомнив кое-что важное. Одного я узнал прямо, другого косвенно. Кстати, второй сейчас находится на Хайносине, и кажется, это ваш старый знакомый. Вот как? Она хорошенькая? Сделанный серьезностью уточнил Ян. Это не она, а он. Борис Конев. Вы его знаете? Борис Конев? Он застыл, держа в воздухе десертный нож и копаясь в шахте своей памяти, напросеивая роду, из нее никак не мог найти этого имени. Лишь когда Юлиан добавил, что это его друг детства, я наконец обнаружил его в глубоком тоннеле. А этот Конев теперь вспомнил. Я слышал, что старческий маразм начинается с того, что человек начинает забывать именно о знакомых. Старческий маразм? Да мне всего тридцать один. Возмутился Ян, беззастенчиво скидывая себе один год и воткнул вилку в свой кусок пирога. Просто ты назвал его полным именем, Борис Конев. И потому я не понял, о ком ты говоришь. Вот если бы ты сказал проказник Борис, я бы сразу его вспомнил. Он был таким плохим парнем? Еще каким. Он всех заставлял плакать. Его родителей, друзей и всех прочих, кому не посчастливилось с ним встретиться. Настоящий хулиган, в вечном не мешался. Правда? Саркастически протянул Юлиан. А вот Маринаско говорил, что все его многочисленные проказы удавались Борису благодаря тому, что у него был отличный напарник. Ладно, в общем, если он на Хайнесине, то на днях я постараюсь с ним встретиться. А кто второй упомянутый тобой человек? Попытки Яна скрыть свое соучастие были не слишком убедительны, но Юлиан не стал развивать тему. Вторым был человек по фамилии Дексби, епископ Церкви Земли. Правда, он утверждал, что больше не священник, что он стал отступником, но все же... Да для такого самого уничижения наверняка были причины. Юлиан пересказал опекуну то, что рассказывал ему Дексби. Так Ян узнал о конфликте между Адрианом Рубинским и его сыном и помощником Рупертом Кистелерингом. Понятно. Подумал Ян. Так вот какую закулисную игру они вели друг с другом. Тем не менее, попытка сына убить собственного отца и то, что в итоге все обернулось наоборот, напоминало какую-то средневековую трагедию. Также было совершенно непонятно, откуда этому культисту могла быть известна подобная информация о высших слоях Физана. Связь Церкви Земли с руководством Союза была глубока, но, возможно, ее связь с Физаном была еще глубже. Неужели Церковь Земли успела так далеко раскинуть свои корни? Да, похоже на то. Перед смертью Дексби сказал мне кое-что. Он сказал, что за всем, что происходит в Галактике, стоит Земля и ее Церковь, и если я хочу узнать причины прошлых и настоящих событий, то нужно искать их на Земле. Дексби испустил свой последний вздох вскоре после того, как его перевезли с Березки на Гаммельн 4. Все это было похоже на затяжное самоубийство. Цвет его кожи и повреждения внутренних органов явно свидетельствовали о злоупотреблении алкоголем и наркотиками, возможно его мучила боль, но Елеану показалось, что он намеренно подвергся этому насилию в наказание за свое отступничество. Когда епископы устраивали похороны в космосе, Елеан не мог не посочувствовать ему. Все связано с Землей. Пробормотал Ян, вертя в руках чашку и наблюдая за грозовыми тучами, поднимающимися из-за горизонта его души. Еще он сказал, человечество никогда не должно забывать о своем долге перед Землей. Похоже, именно это Дексби хотел сказать больше всего. По-прежнему рассматривая, анализируя облака своих подозрений, Ян кивнул в ответ на слова Елеана. Заявление неоспоримое. Однако правильное понимание не всегда ведет к правильным действиям. Послушай, Елеан, наша цивилизация зародилась около 7 тысяч лет назад в одном уголке маленькой планетки под названием Земля. Где-то на востоке, да? Верно. Некоторые теории утверждают, что еще до того существовала неизвестная развитая цивилизация, но как бы то ни было, непрерывность истории говорит нам, что тот древний мир был чревом нашей нынешней космической цивилизации. Пока не состоявшийся историк говорил, стратег напряженно размышлял. Сказанное, епископом нельзя было просто сбрасывать со счетов славно бессвязный бред. Но даже на поверхности этой единственной планеты под названием Земля политический, экономический и культурный центр постоянно смещался. А после того, как человечество вышло в космос, этот центр неизбежно покинул планету. Ян предположил, что последователи церкви Земли могли быть вовлечены в нерелигиозную деятельность с целью восстановления суверенитета человечества на его законном престоле Земле. Именно это в самых высоких терминах и пытался передать покойный. Увидев что-то в Юлиане, он хотел, чтобы юноша это узнал. Знаешь, мы не так уж далеко ушли в умственном развитии от тех, кто построил первые города на берегах Тигра и Ефрата. Но вне зависимости от того, правильно это или неправильно, наши знания слишком расширились и конечности слишком выросли, чтобы мы могли вернуться в колыбель. И пытаться вернуть Земле господство с помощью какого-то заговора это в любом случае злодеяние. Но предпринять по этому поводу мы ничего сейчас не можем. То есть мы просто предоставим культистов самим себе? Спросил Юлиан. Нет, так далеко мы заходить не будем. Ян сделал умысленную пометку. Я попрошу Багдашу собрать информацию, в конце концов это его специальность. Таким образом его разведывательный штаб, два года бездельничавший на Изерлоне, впервые за долгое время получит важную задачу. Для начала я попрошу его связаться с оставшимися здесь на Хайнесине официальными представителями Физзана. С его-то сообразительностью он должен суметь ухватить за хвост эту и давитую змею. Майор Багдаш. Слова Юлиана были не вопросом и не утверждением, а скромным возражением. Багдаш был членом штаба Яна, но сомнений юноши был весомый повод. Два года назад, когда милитаристская группировка, известная как Военный Конгресс по спасению Республики, совершила государственный переворот с целью восстановления военной диктатуры, именно Багдаш проник во флот Яна, чтобы убить его, на его намерение легко разоблачили, и тогда Багдаш предал своих товарищей, чтобы присягнуть Яну. Больше это некому доверить. Юлиан уступил. Сменив тему, он спасил у Яна, как тот собирается долеть Райнхарда фон Лоинграма. Ян раскрыл сердце приемному сыну так, как никогда не делал в разговорах с председателем Айленсом. Даже если мне это удастся, я не могу не задаваться вопросом, какое влияние это окажет на историю человечества. Я хочу сказать, что победа над Лоинграмом и распад империи безусловно пойдут на пользу Союзу Свободных Планет, но что это будет значить для остального человечества? Юлиан считал, что избавление от диктатора должно пойти на пользу всему человечеству, но Ян был настроен не столь оптимистично. Он взъерошил свои непослушные черные волосы и стал раздумывать вслух. Очевидно, что для всех жителей империи это станет серьезным ударом. Они станут требовать от нового правителя продолжения реформ, что наверняка приведет к смене правительства. А если, нет, когда все пойдет плохо, можно быть уверенным, что начнется гражданская война. Люди снова станут убивать друг друга, это ужасная ситуация. Так должны ли мы сделать это лишь для того, чтобы принести союзу в краткое время мира? Но почему мы должны беспокоиться о таких вещах? Мне кажется, что проблемы империи должны решать имперцы. Услышанная разочаровала Яна. Юлиан, никогда не думай, что только потому, что ты сражаешься против другого государства, тебе не стоит беспокоиться о том, что случится с его жителями. Простите. Нет, не извиняйся. Просто глядя на вещи через призму национальной принадлежности, ты много упускаешь из виду. Понятие государства придумано лишь для удобства, но люди везде живут одни и те же. Поэтому я бы хотел, чтобы ты, насколько это возможно, перестал делить их на своих и чужих. Хорошо, я попробую. Нам предстоят тяжелые времена, но не зря же говорят, что ночь темнее всего перед рассветом. Это легендарные слова нашего отца-основателя Али Хайнусона, да? Он подбадривал имя своих товарищей, когда они сбежали из системы Альтаир на корабле из природного сухого льда, чтобы отправиться в долгий переход за 10 тысяч световых лет. Так говорят. Но кто знает, что было на самом деле. Подобные слова мог сказать любой революционер или политический лидер. Но если эти слова будут сказаны знаменитым Али Хайнусоном, люди станут ценить их больше, чем если бы их произнес кто-то безвестный. Хотя я сомневаюсь, что сам Али Хайнусон хотел, чтобы его идеализировали, а тем более обожествляли. И он покачал головой. При всей его ненависти к идеям, оправдывающим национальное превосходство, основателя Хайнусона он уважал. Он был готов пойти на компромисс самим собой, чтобы защитить демократию, в которую верил, на мысли о том, как результаты его победы могут повлиять на жителей империи, делали тяжелыми крылья его души. Часть четвертая В конце февраля 799 года космической эры 490 по имперскому календарю флот Яна Венли начал свои маневры. Позже они стали не только широко известны благодаря тактическому успеху и вошли в учебники как превосходный пример изысканного искусства военных действий, но и открыли новую эпоху в стратегическом мышлении. Кроме того, то, что эти действия имели своей конечной целью нечто иное, будучи беспрецедентного масштаба диверсионной операцией, продолжало бы дорожить сознание каждого исследователя военной истории на протяжении последующих поколений. Как военно-демократического государства, не стремящийся к власти, Ян Венли постоянно сталкивался со множеством ограничений и до сих пор ему не удавалось показать всего, на что он способен, в отличие от Райнхарда Фан Лоенграма. Но, наконец, он смог встретиться с империей лицом к лицу. Что же касается Райнхарда, то первый акт его действий был совершенно не впечатляющим. Причина этого также может представлять большой интерес для историков, но можно сказать, что даже несравненный гений был склонен допускать ошибки в суждениях. Пока шло строительство военной базы на планете Урваши, Райнхард собрал всех своих высших офицеров, чтобы разработать стратегию. Адмирал флота Оскар фон Руенталь и адмирал Рененкамп прибыли вместе со своими флотами, доведя общее число солдат до 20 миллионов. Только адмирал Корнелиус Люц остался в крепости Эзерлон, чтобы установить суверенитет над Эзерлонским коридором. Они собрались на тактическое совещание, которое проводилось на флагманском корабле Бронгильда, висящем на орбите спутника Урваши. Миттермайер и Руенталь пожали друг другу руки, радуясь воссоединению. Первая цель, сделать бессильные крепости Эзерлон, обойдею через Физанский коридор, уже была достигнута, и имперский флот получил немало преимуществ от ее возвращения. Но причин для гордости было немного, ведь сильнейший флот Яна Венли продолжил свободно перемещаться. Текущая ситуация предоставляла два варианта. Первый состоял в том, чтобы собрать все силы и нанести прямой удар по вражеской столичной планете. Второй, в подавлении и захвате других систем, оставляя столицу независимой до поры до времени. Тем самым обезопасив будущие маршруты снабжения из Империи. Молодой главнокомандующий должен был выбрать какой-то путь из этих двух. На последних совещаниях Рейнкард держал свои мысли при себе, и этот раз не стал исключением. Он словно находился где-то еще и в полух отслушал обсуждения адмиралов. Бесполезно топтаться здесь в нерешительности. Нужно напасть на вражескую столицу и одним махом закончить войну. Разве не для того мы проделали такой путь? Конечно, были противоположные мнения. Теперь, когда мы достигли этой точки, не стоит принимать упрометчивых решений. Захват столицы не гарантирует падение союза. Велики шансы мятежей в других секторах. Нет, лучше захватывать окружающие системы, загоняя их в угол физически и психологически, пока они сами не решат сдаться. Эти аргументы не слишком вдохновили Рейнхарда и так и не приняв окончательного решения, он прервал совещание. Голова молодого диктатора была тяжелой, а аппетит отсутствовал. На следующее утро Рейнхард не смог встать с постели. Его температура поднялась выше 38 градусов, прибежавший врач сильно нервничал, но вскоре его тревоги развеялись, когда он диагностировал высокопоставленного пациента не более чем лихорадку от переутомления. Капитан Кислинг, начальник личной охраны Рейнхарда, который и вызвал врача, испытал такое же облегчение. Когда Рейнхард, чья златовласая голова лежала на подушке, подумал о случившемся, он понял, что мчится куда-то без передышек уже больше десяти лет. Хотя он смотрел на это без какой-либо жалости к себе. По сути, он, стараясь сосредоточить в своих руках политическую военную силу и стремясь к высотам власти, ни на мгновение не ослаблял свои хватки. В этом смысле Рейнхард был куда более усерден и стоек по сравнению со своим оппонентом Яном Венли и вел все свои дела так, что политические и военные решения всегда требовали его участия и находилось в зоне его контроля. Вероятно, отдыхать иногда было бы правильней. Утомленное тело означало утомленный разум, несмотря на то, что даже в таком состоянии он заставлял себя думать и принимать решения, невозможно было оставаться на такой же высоте, как когда он был здоров. Хоть Рейнхард и был нетерпелив, но в какой-то момент ему пришлось уступить. Вам следует отдохнуть сегодня, а по возможности завтра. Отдых самое простое, но самое эффективное лекарство. Рейнхард послушно последовал совету врача, погрузившись в сон. Проснувшись около полудня, он нажал на клавишу интеркома рядом с кроватью, чтобы попросить принести воды. Прошло семь лет с тех пор, как Рейнхард последний раз лежал в постели с лихорадкой. Хотя в детстве он болел часто, и всякий раз его сестра Анна Роза лечила его. На самом деле, даже не чувствуя себя особо больным, он как-то раз остался в постели, чтобы почувствовать фарфоровое прикосновение ее руки к своему лбу. Это всего лишь небольшая температура. Лежи, если хочешь, но тебе самому скоро станет скучно, и ты вскочишь с кровати, Рейнхард. Его сестра, как всегда, оказалась права. Вскоре ему надоедало ощущение чистых простыней, и после того, как Анна Роза накормила его овощным супом, его молодые мышцы стали ныть от сдерживаемой активности, и он начал раздумывать, как оправдать свое желание встать с постели. Пришел студент Академии с подносом, на котором стоял кувшин с кристальной чистой водой. Под пытливым взглядом Рейнхарда Эмиль фон Зель для благоговейно сжал стакан и низко поклонился. «Фрой Лейн Мариендорф приказала мне присматривать за вашим превосходительством. Ты знаком с медициной?» Рейнхард хотел просто подразнить его, но юноша ответил очень серьезно. «Мой отец был врачом. После окончания Академии я планировал поступить в военно-медицинский институт». Рейнхард обратил внимание, что юноша использовал прошедшее время. «А чем сейчас занимается твой отец?» «Он погиб в бою три года назад. Он работал корабельным врачом на борту крейсера, но погиб вместе со своим кораблем в битве при Амрицаре. Тон юноши был нейтральным. Но вы отомстили за него ваше превосходительство. От себя и от своей матери я бы хотел поблагодарить вас за уничтожение флота мятежников в той битве». Рейнхард почти залпом выпил стакан холодной воды и мягко произнес. «Обязательно получай медицинскую лицензию как можно скорее, и тогда я сделаю тебя своим личным врачом». Глаза юноши взволнованно заблестели после тех слов, Эмиль покраснил и поклялся сделать все возможно ради этого элегантного молодого диктатора, который был объектом его восхищения. Вошел врач вместе с капитаном Кислингом и вновь высказав свое неоригинальное мнение о том, что температура вызвана усталостью, он дал Рейнхарду жаропонижающее. При этом он старался продемонстрировать внимательно наблюдавшему за ним Кислингу свою преданность. «Начни, врач, делать что-нибудь подозрительное, глава охраны мог не раздумывая убить его на месте». Рейнхард снова заснул, и к нему пришли сны. Сначала он увидел свою сестру Анны Роза в том виде, какой она была до того, как ее забрал к себе император. В скромной, но безупречной одежде она пекла ему луковый пирог, затем запах пирога исчез, и на звездном фоне экрана ему улыбался его ржеволосый друг Зикрет Кирхиайс. Из-за этой ностальгии последовали пустые жалобы. «Если бы только ты был жив, мне не пришлось бы столкнуться с такими проблемами. Ты мог бы возглавить экспедиционные войска, пока я занимаюсь внутренними делами в столице Империи». Произнеси эти слова, потакая свои слабости, Рейнхард был изгнан из страны снов. Пока он просыпался, моргая и бессвязно бормоча, за тонкой занавеской задвигалась фигура. Он вспомнил, что там все это время дежурил юноша по имени Эмиль. Молодой диктатор заверил его, что с ним все в порядке, но заметив, что его лоб и шея покрыты потом, попросил Эмиля обтереть его. Аккуратно исполнив свои обязанности, юноша нерешительно пожелал главнокомандующему победу в бою. «Не беспокойся за меня, Эмиль, когда способности обеих стран одинаковы, результат может быть любым, а ко мне, помимо собственной удачи, перешла удача моего друга, отдавшего мне свою жизнь и свое будущее». Как будто что-то неосезаемое заставило его, Райнхард на мгновение закрыл глаза. «Я обладаю удачей двух человек, поэтому никогда не проиграй Йона Венли, не волнуйся». Райнхард отвечал не только за себя, но и за 20 миллионов своих солдат и офицеров, а также за 25 миллиардов, жителей империи. Но почему-то в этот момент для него было самым важным дать чувство безопасности этому юноше, и сам златовласый диктатор не знал причины этого. Глава шестая. Битва за битвой. Часть первая. Тирания расстояния. Это определение, как никакое другое, точно передавало суть того, насколько тяжело будет единолично управлять человечеством, чья численность выросла на треть с помощью одной лишь военной силы. Человеком, который продвигал эту идею, был Мюнцер, председатель Верховного Суда при императоре Максимилиане Йозефе II. Максимилиан Йозеф II принял идею Мюнцера, отказался от плана вторжения в Союз свободных планет, и за два десятилетия мирного правления не начал ни одной завоевательной кампании. Однако, сама фраза «тирания расстояния» впервые была произнесена Нгуэном Ким Хью при избрании его первым правителем Союза свободных планет. От этой чести он, однако, решительно отказался, поскольку был уже стар и плохо видел. Нгуэн был близким другом отца основателя Али Хайнессона, погибшего во время путешествия за 10 тысяч световых лет. После создания государства он решил не занимать официальных должностей, а сел вместо этого в кресло почетного президента юбилейного фонда Хайнессона. Когда лидеры недавно сформированного правительства спросили у него, какую оборонную стратегию должно принять молодое государство, он ответил «Расстояние между империей и нашим союзом послужит нам наилучшим защитным барьером. Кто-то, кто будет обладать невероятными амбициями и гением, наверняка преодолеет этот барьер, но об этом нам не придется беспокоиться еще век или два». Нгуэн скончался в 538 году космической эры за 238 лет до рождения Райнхарда. Суть в следующем. В военном отношении от расстояния зависит транспортировка, снабжение, связь и командование, и чем больше расстояние, тем сложнее подготовка. Эта аксиома была известна военным обоих государств, и словно в ее подтверждение, и империя и союз не раз терпели болезненные и позорные поражения. В 799 году космической эры, 490 году по имперскому календарю, явился Райнхард фон Лейнграм, обладающий безграничными амбициями и гением, заставив всех покориться его собственной тиранией расстояния, и тем самым, похоже, преодолел защитный барьер, как и предсказывал Нгуен. Но когда от снабжения и связи с империей зависел огромный двадцатимиллионный флот, он не мог довольствоваться одним выигранным сражением, и хотя сейчас на его стороне было подавляющее преимущество, в истории было множество примеров того, как экспедиционные силы, превосходящие противника, терпели поражение. Эта тирания и расстояние не могла не оказывать влияние на самих людей, зачинщики восстаний и бунтов обнаруживали, что изнурены войной и тоскуют по нему. К завоевателям, которые клялись дойти до края света, солдаты поворачивались спиной. «Воюй, если так хочешь», говорили они, «Только уж в одиночку, домам и умрем в кругу наших близких». В древности болезни, вызванные сменой местности, не проходили для человека незаметно и никто не мог утверждать, что эта истина не будет работать и сегодня. Солдатам было непросто наблюдать на ночном небе созвездия, отличные от тех, что они видели дома. Для Рейнхарда же путешествие на 15 тысяч световых лет от Одина было вспышкой в космическом пространстве. Пока Один будет оставаться оперативной базой, а он будет править в только что завоеванном союзе, терни расстояние будет преследовать его всюду, куда бы он ни направился. Нужно как можно скорее сделать Физан столицей новой империи. Рейнхард пришел к такому выводу недавно. Когда он завоюет союз, его владения фактически увеличатся вдвое. Нынешняя столица Один находилась слишком далеко от новых владений, чтобы эффективно править, сохраняя при этом руки развязанными. Перенос столицы на Физан превратил бы его в связующее звено между новыми и старыми территориями, необходимое для централизованного управления. Здесь будут концентрироваться информации и материальные блага. Если построить базы вроде крепости из Эрлон по обе стороны Физанского коридора, он станет неприступным. Один изначально был овочен династией Голденбаумов, что, однако, не обязывало Рейнхарда бездумно унаследовать его. Новой династии нужна новая столица. Столица, которая покончит с показной роскошью в старой династии. Пока же Рейнхард был вынужден сосредоточиться на укреплении базы на планете Урваши, которой точно не суждено стать его будущей столицей. Первый удар Ян Венли нанес по группе транспортных кораблей, направляющихся к Урваши от Эзерлона. Посылка транспортников должна была стать первым шагом на пути создания постоянной базы на Урваши, 240 сферических контейнеров, до краев наполненных едой и топливом, гидропонные установки и технологическое оборудование для заводов по производству оружия, всеми видами сырья и жидкого водорода, всего этого хватило бы для обеспечения 20 миллионов человек на целый год. Шли под охраной 800 крейсеров и корабли сопровождения. Сферические контейнеры изготавливали следующим образом, никелевый метеорит бурили, заполняли полость льдом, запечатывали с обоих концов и затем нагревали с помощью солнечных отражателей. В момент, когда тепло достигало центра, вся толща льда мгновенно испарялась, так что при взрывном расширении газа в итоге получилась огромная круглая полость внутри относительно тонкой никелевой оболочки. Затем подготовленные сферические контейнеры наполняли грузом и оснащили двигательными установками, а поскольку контейнеры не оснащались никакими средствами самообороны, разумеется, им требовался конвой. Ответственным за проведение операции был молодой контр-адмирал по фамилии Замбард, лично изъявивший желание взять на себя командование. Молодой офицер думал лишь о боевых действиях и был в склоне недооценивать важность снабжения. Несмотря на свою молодость, он был старше своего командующего, но когда Рейнхард, полагавший, что силы Союза еще не уничтожены окончательно, посоветовал ему постоянно быть на чеку, поддерживать связь с основными силами флота и при возникновении опасности немедленно запрашивать подкрепление, Замбард гордо выпитив грудь ответил, «Если мне осуждено потерпеть неудачу и готов отдать свою никчемную жизнь в руки вашего превосходительства ради частного имени всего нашего флота! Вы можете рассчитывать на меня!» Его хвастовство вызвало у прошедших не одно сражение Миттермайера и Руэнтали еще более хмурые взгляды, чем у самого Рейнхарда. Миттермайер предложил свою кандидатуру, но Рейнхард покачал своей золотой головой. Как бы ни были важны линии снабжения, отправлять на такое задание адмиралов калибра Руэнтали и Миттермайера оказалась верхом глупости. «Вы так высоко о себе отзываетесь! Что ж, пусть о вас говорят ваши поступки!» Сказал Рейнхард и отослал Замбарда. Вопреки ожиданиям Рейнхарда, контр-адмирал ушел в приподнятом настроении и переполненной уверенностью. Не то чтобы Замбард был лишен таланта, но он был не из тех, кто способен показать свои сильные стороны в сложных условиях. Кроме того, из-за своей неадекватной самооценки он вызвался на миссию, которая была ему не по плечу. В любом случае, как противник, он и в подметке негодился флоту Яна с его отточенными навыками и железными нервами. Когда имперский флот вице-адмирала Турнеезена по приказу командующего ринулся навстречу транспортным кораблям, Рейнхард почувствовал неладное. Связь начала прерываться. Контейнеры были уничтожены, как и драгоценный груз, а от транспортного флота осталось 30 кораблей, блуждавших по полю битвы словно собаки и лишившиеся хозяев. Тогда как нападавших и след простыл. Контр-адмиралу Замбарту не удалось избежать смерти, лишь отстрочить ее на пару дней. Он вернулся с позором к неумолимому Рейнхарду. Враг нанес удар по нашим линиям снабжения, что вполне логично. Хотя я обратил на это особое внимание, из-за вашего высокомерия и халатности был уничтожен ценнейший груз. Этому нет оправдания, о вас говорят ваши поступки. Контр-адмиралу Замбарту было приказано принять яд. Адмиралы не выступили в его защиту, законы военного времени уравнивают всех. Жестоко, но ничего не поделаешь. Рейнхард созвал своих старших офицеров, чтобы вынести вердикт. Пусть этот случай хотя бы послужит наезданием для остальных. Отчасти вина лежит на мне, поскольку я не разрабатывал пока конкретного плана, но если мы стремимся полностью покорить союз, а не временно завоевать, нужно быть более осторожными. Думаю, пришло время раз навсегда уничтожить главные силы противника. Флот Яна еще не вернулся на столичную планету Хайнессон, но покинул звездную систему Баалат по направлению к другой базе снабжения и сбора, подготовленной заранее. Гений Рейнхарда позволил ему понять суть стратегии союза, постоянную смену точек сбора и баз снабжения после каждой битвы, но даже так найти и уничтожить врага было непростой задачей. Первым делом необходимо было определить местонахождение Яна, и когда он это сделает, будут мобилизованы все силы. На выполнении этой задачи Рейнхард отрядил адмирала Штайнница, который немедленно приказал своему флоту взять Курсатурваши. Часть вторая Уничтожение кораблей и снабжение имперского флота было большим успехом для флота Яна, но это был лишь первый шаг на пути грандиозной, куда более страшной битве. Чтобы выманить Рейнхарда фон Луенграма и встретиться с ним лицом к лицу, он должен был продолжить сражаться и побеждать. Это уже само по себе порождало новые проблемы. Чем больше победу надерживал, тем более грозные противники оказывались у него на пути. Все это подозрительно напоминало начисление процентов по долгу, и у Яна начало складываться ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. Такие мысли были написаны у Яна на лице, и Юлиан, введя это, улыбнулся. С каждым дням вы все больше напоминаете нытика Йозефа Таппарола. Юлиан с Тейлридом, с Яном как ни в чем не бывало, словно так оно и должно быть, хотя на деле, несмотря на то, что его произвели в младшие лейтенанты, он так и не получил нового назначения, а значит формально все еще оставался военным Аташино-Физзане, а не подчиненным Яна. Сам Ян заметил это лишь когда приказал взять курс на Хайнессон, Юлиан, конечно же, все понимал, но держал язык за зубами. Капитан Фредерико Гренхилл ловко решила проблему, заявив, что младший лейтенант Юлиан Минц должен передать Адмиралу Яну информацию, собранную на Физзане, которая может быть определяющей для принятия стратегических решений, тем самым укрепив положение Юлиана на борту корабля. Юлиан был ей за это благодарен, Ян некоторое время ворчал, но возражений не высказал, в конце концов оставив все как есть. 1 марта Штайнмец намного раньше, чем планировал, обнаружил флот Яна. Штайнмец не понимал этого, но Ян хотел, чтобы его обнаружили, и само место, где была сделана находка, было непростым. Ровно посередине между звездными системами Рейгар и Трипура, удаленные от всех известных навигационных путей. Об этом говорили данные, собранные на Физзане, и они были точными. Мы подтвердили существование черной дыры. Ее гравитационный радиус равен примерно 9 километрам, но масса составляет 6 на 10 в 26 степени тонн, а радиус опасной зоны по нашим оценкам составляет не более 3200 световых секунд или 96 миллионов километров. Тогда, я полагаю, нам не стоит приближаться к ней ближе, чем на миллиард километров. По словам навигатора, флот Яна подошел к ней вплотную, насколько позволяет безопасное расстояние. Более того, его флот, похоже, занял выгнутое построение, так что черные дыры находятся прямо позади него. Что они замышляют? Когда Штайнмед задумчиво склонил голову на бок, начальник штаба, вице-адмирал на языбах, рассеял сомнение командира. Опасная зона, оказавшаяся у них за спиной, ограничивает нас в выборе направления атаки. Мы никак не сможем обойти их, думаю, в этом и состоит их план. Штайнмед кивнул, манение на языбаха звучало логично, а потому убедительно. Штайнмед приказал принять вогнутое построение, предстоял бой лоб в лоб. В 21.00 того же дня они подошли на расстояние выстрела. Флот Яна первым выпустил по врагу сноп лучей света. Имперские корабли дали ответный залп, послав ослепительный каскад к хромешной темноту космоса. Медленно, но уверенно Штайнмед продвигался вперед, тем самым ставя союз в невыгодное положение. Флот союза начал отступление, Штайнмед успокоил колотящееся сердце, ровным голосом приказав флангом начать охват противника в полукольцо. Поворотный момент в битве наступил в 5.32 марта, когда силы союза, загнанные в угол полукруглым построением имперцев, внезапно ответили яростным огнем. Через несколько мгновений корабли Яна прорвали центр флота Штайнмедса, рассредоточившись по сторонам, и начали давить противника к чёрной дыре. Это было идеальное исполнение стратегии прорыва и охвата. Построение Штайнмедса сыграло против него самого. Правильнее было бы единым кулаком атаковать флот Яна в лоб, более отчаянной командой ещё так бы и поступил. Но Штайнмедс был первоклассным адмиралом, а потому поступил по учебнику, выбрав, на свою беду, более безопасный путь. Он не понял, что Ян не бросил все силы на оборону лишь для того, чтобы осуществить эту смелую атаку. Флот Яна взял противника в полукольцо, сконцентрировав непрерывный огонь на одной точке, тем самым толкая несчастного Штайнмедса в гравитационное поле чёрной дыры. Имперский флот, попавший под эту лавину огня, скатывался в смертельные пучины горизонта событий, бездну с гравитационным полем, напряжённость которого превышала обычные в 600 триллионов раз. Огонь флота Яна был настолько плотным, что корабли противника, пытавшиеся выснуться, взрывались один за другим, превращаясь в светящуюся пыль. Операторы на флагмане Яна Гиперионе радостно кричали, но это лишь заставило их командира удвоить будительность. «Враг в тылу! Вероятно, попытается взять нас в клеще!» Адресат этого сообщения сохранил абсолютное спокойствие, в отличие от того, кто передал эти слова. Я отснял свой чёрный берет и взъярушил непослушные чёрные волосы. «Когда вы говорите в тылу, о каком расстоянии речь? Рассчитайте время до контакта!» Оператор бросился к панели управления, произвёл какие-то вычисления и сообщил, что до контакта осталось плюс-минус три часа. Ян кивнул, снова надел берет, спрятав под ним свои непослушные волосы. «Тогда у нас есть два часа на то, чтобы разбить врага, и час на то, чтобы успеть сделать ноги. Звучит неплохо». Небрежным тоном, каким бывало приглашают на ужин после кино, волшебник приказал своему флоту усилить огонь. Подобно стаду скота, который гонят с горы, флот Штайнмеца загоняли в зону действия гравитационного поля чёрной дыры, которым его корабли были бессильны противостоять. «Спасите! Нас затягивает!» Эти крики заполонили каналы связи имперского флота, прежде чем стихли навсегда. Неотвратимая чёрная дыра засасывала флот Штайнмеца. Центральные корабли затягивало вереницей, а корабли по бокам бушующие силы гравитации скручивало и разрывало на части, словно бумажные куклы. Оседлав огромные гравитационные волны, они неслись сквозь пространство против собственной воли. Погружаясь в горизонт событий, бывшие линкоры флота Штайнмец остановились лишь кусками металла и органики. Внутри же кораблей, которые пытались сопротивляться притяжению чёрной дыры всей максимальной мощностью своих двигателей, экипаж погибал от разрыва внутренних органов и многочисленных переломов ещё до того, как сами эти линкоры превращались в огненные шары. Это взрывались ядерные реакторы кораблей, увлекаемых в чёрный туннель смерти. Зрелище поражало воображение, как будто стейка светлячков кружилась в пляске смерти, пока их огоньки не гасли, будучи физически затянутыми в небытие. Победителей охватило ощущение нереальности происходящего, когда они смотрели, как шары гасли один с другим. Половина флота Штайнмец навеки канула в лету за горизонтом событий, из оставшейся половины часть кораблей была уничтожена огнём противника. Те же, кому удалось спастись из гравитационного колодца и от атак Союза, а потом вернуться к своим товарищам, составляли не более 20% от прежней численности флота. Эти 20%, будучи отрезанно нацеленной атакой Яна, едва сумели отойти на гравитационный радиус и, двигаясь по гиберболической орбите, набрали достаточную скорость, чтобы выйти из зоны досягаемости чёрной дыры. Командирам удалось спасти корабли, но лица у них были бледны, как у мертвецов. Успешно завершив охват противника, Ян решил поменять изначальный план. Он отказался от отступления и теперь намеревался вступить в бой с новой волной вражеского флота, но не из-за того, что велик был шанс получил удар с тыла, а поскольку, собрав воедино все разведданные, они уже знали, что это адмирал Хельмот Рененкамф, не теряя времени, ведёт подкрепление. Райнхард, опасаясь оставлять всю работу только на одного штайнмитса, немедленно выслал дополнительные силы. По плану, в котором разница прибытия сил подкрепления составляла всего 3 или 4 часа, предполагалось, что Ян никак не разобьёт вдвое превосходящего его противника за столь короткое время. Надо отметить, что и сам Рененкамф очень спешил. Ну что ж, господин Ренен, пробормотал себе под нос Ян, сократив фамилию, как он не раз делал для собственного удобства. Несколько секунд он сидел в глубокой задумчивости, приложив руку к подбородку, а потом щёлкнул пальцами, но так тихо, что звук мог расслышать только он сам, да и то, и два, и два. Если бы не вера людей, работающих под его началом, его приказы было бы непросто понять и принять. Сделайте Тризал, попрежде чем враг войдёт в зону поражения. Затем возвращаемся в звёздную систему Рейгар, но отступаем медленно и организованно. Даже во флоте Яна никто не понимал значения этого приказа, однако никто и не ставил его под вопрос. Прорезав бесконечную тьму тремя бесцельными выстрелами, они начали отступление, словно бы превосходящие имперские силы загнали их в угол. Сперва показалось, что имперцы проглотили наживку и ускорились, но внезапно команда ещё Рененкамф приказал своим людям отступить, что они неохотно и сделали. Именно тогда Ян, не отрывая взгляды от экрана, приказал контратаковать. Время было подгадано превосходно. Отступление Рененкамфа придало импульс атаки противника, вспышки света одновременно пронизывали тьму и корабли имперского флота, взрывами озаряя экраны наблюдения кораблей флота Яна. Увидев, как стена света приближается к его флагману, Рененкамф передумал вступать в сражение и продолжил отступать. В 13.00, после того, как половина их флота была отброшена, имперцы наконец перестроились, но к тому времени Ян отступил уже по-настоящему. Интересно, почему враг решил отступить, когда уже заходил на атаку? Если бы они продолжили движение, может быть, победа осталась бы за ними? Спросил Юлиан темноволосого молодого гранд-адмирала на мостике Гипериона. Даже для Юлиана это оставалось загадкой. Рененкамф, объяснил Ян. Уже один раз попала в нашу ловушку в битве у Изерлона, и его флот понес серьезные потери. Основываясь на прошлом сражении, Ян пришел к выводу, что Рененкамф, скорее всего, примет каждую предоставившуюся ему возможность за ловушку и немедленно решит перестраховаться. Вне всяких сомнений, если отступление союза будет выглядеть намеренным, Рененкамф постережется устраивать погоню. И вновь многие из десятков тысяч вдов и сирот будут презирать меня за то, что я сделал сегодня. Эта ноша слишком тяжела для меня. В ад можно попасть лишь единожды. Несмотря на то, как быстро Ян расправился с двумя вражескими флотами, его глаза были полны скорби. «Если адмиралу суждено попасть в ад, я отправлюсь с вами. По крайней мере, вы не будете одиноки». От всего сердца предложил Юлиан. Выражение лица Яна смягчилось. «Не говори глупостей», сказал он, горько рассмеявшись. «Я рассчитывал послать тебя на небеса, чтобы ты при случае выручил меня иззада. Сделай для Вселенной столько добра, сколько сможешь». Юлиан ответил, что сделает все, что сможет, но внутри него бушевала радость от победы Яна. Юноша изучал психологию, стратегии и тактики. Штайн, Мец и Рененкамп попали в психологическую ловушку, подготовленную для них Яном, отнюдь не потому, что были некомпетентными командующими. Он мысленно отметил, что противники определенного уровня или силы могут оказаться наиболее предсказуемыми. «Во флоте Яна тебе южная жизнь не сильно поможет, если вот так сражаться с двумя флотами за день», жаловался по своему обыкновению ас Оливер Поплан, которого повысили до капитана второго ранга в комнате ожидания для пилотов-истребителей на Гиперионе. «Знаю тебя», упрекнул его в ответ Иван Конев, «тебе понадобится дюжная женщина на каждую из этих жизней, так что трудно будет в любом случае». «Ты не совсем прав. Это я нужен всем этим женщинам, так что умереть мне никак нельзя», Гварда ответил Поплан. «Что ж, когда тебя не станет, эти женщины просто идут к другим мужчинам, у которых свои добродетели». Поставив друга в тупик, Конев широко зевнул. Часть третья Две успешных атаки Яна Венли подряд против флотов Штайнмитса и Рененкамфа стали сильным ударом по самом мнению Райнхарда. Обоих адмиралов, несмотря на их неюжные способности, обвели вокруг пальца. Гнев Райнхарда после случившегося был несравним с тем, который охватил его, когда оказались уничтожны транспортные корабли. Ледяной взгляд голубых глаз Райнхарда пронизывал преклонивших колено адмиралов, пока он отсчитывал их. Он не позволил им перегруппировать свои флоты и запретил дальнейшее участие в сражении, тем не менее их товарищи почувствовали большое облегчение от того, что они так легко отделались. Я надеюсь, вы хорошо усвоили этот урок. Есть противники, уровня которых вам никогда не достичь. Подумайте о том, почему я доверил вам ваши посты и начните все вновь с нуля. Райнхард намеревался назначить Рененкамфа командующим крепости Эзерлон и призвать вместо него Люца, но встретил возражения со стороны своего личного секретаря Хильдегарды фон Мариендорф. У нее было три аргумента. Во-первых, если Рененкамф получит перевод, тогда как Штайминц продолжит командовать флотом, он посчитает это несправедливым. Во-вторых, он уже наказал контр-адмирала Замбарта в назидании остальным, поэтому еще одно показательное наказание повредит моральному духу. В-третьих, должность главнокомандующего Эзерлоном, которую получит человек по нижней взвании, может повлечь пренебрежительное к ней отношение. Прислушавшись к Хильде, Райнхард признал обоснованность этих аргументов и ограничился лишь выговором Штайн-Митсуэрненкамфу. Если убрать их обоих с линии фронта в разгар операции, это действительно сильно ослабит военную мощь флота Империи, тут оставалось лишь согласиться с замечанием Хильды. Эльдисты голубые глаза Райнхарда казалось излучали пронзительный свет, отражая бурю, бушующую внутри него. Целый день уйдет у него на то, чтобы утихомирить ее. На Урваши уже были подготовлены квартиры для высокопоставленных офицеров. Мебели, внутренний дизайн их были мрачными. Впервые за несколько месяцев Райнхарда и Миттермайер ступили на твердую землю и могли насладиться беседой за бокалом вина. Когда они обсудили пройденное ими сражение, тем аниминуемо перешла к коварному вражескому адмиралу, который представлял главную угрозу для Имперского флота. Его тактика просто великолепна. Тем не менее, я не могу поверить в то, что даже Ян Венли будет пытаться компенсировать стратегические просчеты, одерживая тактические победы. У него в рукаве должно быть припасено что-то еще. Райнхарда взглянул в лицо своему другу с сомнением во взгляде. В чем дело? Ты что-то понял? Но... Миттермайер скрестил руки. Говори уже. Только мне. Общая атмосфера их разговора была такой же, как во времена, когда они были низшими офицерами и сражались на передовой, покрытой кровью и потом. Миттермайер колебался, но эта особая атмосфера заставила его нарушить молчание. Я думал о том, что сказал герцог Лоенграмм. Чтобы ликвидировать свое невыгодное стратегическое положение, противнику придется убить его, то есть герцога Лоенграма в сражении. Только так он может добыть победу. А... В разноцветных глазах Руэнтолия промелькнула едва заметная вспышка, от этого Миттермайеру стало немного не по себе. Выходит, пока мы думаем, что Ян Венли желает одержать победу с помощью тактики, то утверждаю, что таким образом он пытается заставить герцога Лоенграма вступить с ним в открытое сражение, и в этом и состоит его план. Эта мысль имеет под собой основание, если подумать? Имеет. Руэнтолий кивнул и Миттермайер наполнил бокалы вином. Если герцог Лоенграмм падет, мы потеряем лидера, объект нашей лояльности. И тогда встанет вопрос, «За кого мы воюем? Это единственная надежда нашего врага». Еще предстоит решить вопрос, кто будет его приемником. Кто бы мне стал, он не сможет сосредоточить в своих руках всю полноту власти, как герцог Лоенграмм. Тон Миттермайера, как и блеск в глазах его друга, был необычным. Он знал, что Руэнтоль, будучи человеком очень рассудительным, также подвержен и некоторым иррациональным страстям. Не ограничивалось лишь привычным донжуанством, но, идя рука об руку с амбициями человека в эпоху перемен, эта иррациональная часть создавала ауру чрезмерной опасности вокруг Руэнтоля. Вероятно, Миттермайер был единственным, кто знал это, по крайней мере, он так думал, но ему хотелось, чтобы Руэнтоль проявлял благоразумие, не растрачивая свой талант напрасно и не создавая себе ненужных трудностей. Сложно было сказать, догадывается ли он о чувствах своего лучшего друга, но Руэнтоль с тоской уставился на пустую винную бутылку. Это последнее. Могу сходить еще за одной. К сожалению из-за того, что наши корабли снабжения были уничтожены, интенданты стали куда менее щедрыми. Нельзя допустить, чтобы только высокопоставленные офицеры позволяли себе расслабиться. Лишиться вина или пива одно, но если у нас не будет хватать мяса или хлеба, это скажется на боевом духе. Голодный солдат – плохой солдат. Ему никогда не выиграть войну. В любом случае, нам еще предстоит сражение, прежде чем мы дойдем до такого. Это означало, что Рейнхарду все же придется встретиться с Яном Венли лицом к лицу. Пока что противника удалось занять выгодную позицию, и хотя они рассчитывали подобраться к столице союз на расстоянии вытянутой руки, сочетание нетерпеливости и беспокойства охватило уму большинства обывалых солдат империи. Тем временем была подготовлена третья жертва. На этот раз поражение от Яна Венли усуждено было потерпеть Августу Самуэлю Валену. Пока империя находилась в праздном ожидании подхода новой партии припасов, Вален отказывался бездействовать. Он пришел к Рейнхарду собственноручно разработанным оперативным планом. Согласно данным, собранным на Физане, у Союза 84 база снабжения на собственной территории, не учитывая складов. Поскольку наш конвой флота снабжения был атакован, предлагаю действовать по принципу око-за-око, атаковать и разграбить их базы снабжения. Рейнхард принял этот план не из-за мелочного желания поживиться, он никак не мог принять окончательного решения о дальнейших действиях, а план Валена по крайней мере был проявлением инициативы. Ему нужно было больше времени, и в любом случае он не мог упустить возможность поднять боевой дух своих людей, да еще и с перспективы пополнения запасов. С другой стороны, если говорить о Яне, поскольку Империя выбрала свои базы и систему Гандхарва, было бы удобно наблюдать за ней и таким образом получить информацию о движениях противника. Однако флот Яна наоборот вместо того, чтобы оставаться на Хайнесине, исчез в неизвестном направлении, и имперцы не могли сфокусировать свое внимание на одной области пространства. Этот факт поставил адмиралов Империи в очень невыгодное положение, став вызовом их компетентности. Так что флот Валена отправился атаковать базу снабжения Союза в системе Тессилии, и там им преградил путь флот Яна. Тот вновь появился перед врагом, как черт из табакерки, и расстроился бы, если бы его проигнорировали. Но, как могло показаться, флот Союза встретился с врагом случайно, когда вывозил с базы ресурсы, потому что в нем было много транспортных кораблей. Поскольку они не были предназначены для сражения, единственным вариантом было поместить их в центр флота, чтобы защитить этот атак. Однако Ян расположил грузовые контейнеры спереди, а боевые корабли сопровождали их словно свитокоролеву. Это построение было бессильным перед лобовой атакой. Вален же принял такое бездумное нарушение основ тактики за приглашение к битве. Как только имперский флот принял самое плотное вогнутое построение и устремился в атаку, продвижение войск Союза внезапно остановилось. Это было позорно... Это было позорное положение. Если бы флот Союза решил вступить в бой, у них на пути оказались бы собственные контейнеры. Если бы они растянули флот по периметру сражения, их строй не смог бы выдержать атаки врага. Корабли Союза замерли в притворном замешательстве. Последовал первый залп со стороны имперцев, и вот тогда флот Яна начал немедленное отступление, настолько искусно, насколько мог. Хотя отступление было абсолютно намеренным, оно казалось настолько натуральным, что начальник штаба Яна, вице-адмирал Мурай, не удержался от комментариев. Наш флот довольно хорошо научился имитировать отступление. Флот Валена преследовал противника, смывая тем самым позор адмиралов Штайльмица и Рененкамфа, но тут командующий отказался от продолжения погони, вместо этого приказав своим кораблям захватить груз, как и было запланировано. Вален был не из тех, кто теряет контроль над собой в боевом раже. Так как транспортные корабли, тянувшие контейнеры, давно отступили, более чем 800 контейнер... более чем 800 контейнеров ценного груза оказались в руках имперцев почти без боя. Союз, словно неуклюжая курица, отдал свежеснесенные золотые яйца. Но стоило флоту Валена подобрать большую группу контейнеров и повернуть обратно, распевая победную песню, словно древние викинги, на горизонте вновь появились корабли Союза и начали быстро приближаться. «Отступайте, продолжая охранять контейнеры!» — приказал Вален. Свой корабль он разместил в задних рядах построения и принял командование контратакой. Скоординированные действия огонь имперцев заставили противника дрогнуть, и на секунду флот Союза даже начал отступление в видимом замешательстве. Они держались на дистанции, но продолжили следовать за кораблями Валена. «Они просто не понимают, когда следует отступить. Полагаю, это естественно, когда видишь, как у тебя из-под носа выводят сонный груз!» — пробормотал Вален, глядя на экран на мостике своего флагмана. В этот самый момент внезапно высвободившиеся лучи света из одного сферического контейнера, находящегося внутри защитного построения, атаковали имперские корабли. Их ряды были настолько плотными, что невозможно было уклониться от попаданий, один из эсминцев был уничтожен, а крейсер и еще два эсминца получили серьезные повреждения. Это ошло, мило имперцев. «Они спрятали солдат внутри контейнеров! Значит, в этом был хитрый план! Они знали, что мы планируем отбить припасы?» Вален цокнул языком, приказал своим людям бросить контейнеры, а затем уничтожить коварных паразитов, проникших в их нутро. Один из контейнеров, обвитый нитями энергетических лучей, пронзивших его с восьми направлений, содрогнувшись, разлетелся в пыль. Это был не просто взрыв, шар раскаленного до бела света ослепил имперских солдат. Взрывы пошли по цепочке, и в самом центре имперского флота словно засеяла россыпь из гигантских драгоценных камней. Каждый бриллиант ценой в десятки тысяч жизней солдат. Все контейнеры были оснащены небольшой устаревшей системой введения огня и огромными зарядами жидкого гелия. Когда энергетические лучи ударили по контейнерам, имперцы своими же руками заставились детонировать эти гигантские смертоносные бомбы. Вихри, жары и света разрывали их армию изнутри. У штурманов не мели пальца рук, когда они изо всех сил пытались избежать столкновения с кораблями своего же флота, но наградой за их усилия стал яростный натиск флота Союза, полным ходом устремившегося к ним. Флот Валена погрузился в хаос моральный и физический и был полностью подавлен огнем внезапно напавших кораблей Яна. Словно хлысты десятки тысяч энергетических лучей опустились на имперцев, кричавших и корчившихся в агонии. И каждый взрыв был подобен крови, хлиставшей из ран имперского флота, корабли вместе с экипажами вспыхивали огненными шарами один с другим, потери флота Валена все больше увеличивались в этой кровавой бане. Есть ли в людях вообще хоть что-то человеческое? На мостике Гипериона флагмана Яна Венли, глядя на экран, генерал-майор Шункоп с некоторым осуждением прокомментировал стратегию командующего. Елеан Минс безмолвно наблюдал за неистовым танцем святой тени. Как Ян и рассчитывал, имперский командующий поместил контейнеры в центр построения, окружив кораблями, и поэтому он даже решил соустановить на контейнеры систему автоматического огня, чтобы увеличить шансы на то, что Вален попадет в ловушку. Однако Ян не мог разделить оптимизм и всеобщий восторг своих подчиненных от этого одностороннего уничтожения врага. Гнев герцога Лоинграма наверняка уже вышел за все возможные грани, и он больше не будет поступаться своей гордостью. У него нет ресурсов для ведения войны истощения, так что в любой момент он обрушится на нас со всей мощью, которой обладает и, возможно, с еще более яростной решимостью и еще более грандиозной тактикой, чем мы когда-либо видели. Все взгляды устремились на Яна, и тогда он понял, что произнес вслух слова, которые хотел оставить при себе. Нелегко держать свои эмоции в узде, рано или поздно они пробьют брешь в любой обороне. Часть четвертая Последнее поражение имперских сил было самым серьезным. Собрав всех оставшихся в живых, Вален вернулся, но когда он опустился на колени перед юным имперским гросс-адмиралом и принес извинения за собственное безрассудство, Райнхард вложил весь свой холодный гнев в одно слово «Довольно». И тут же покинул зал, у адмирала с плеч свалился тяжелый груз, а в глазах можно было прочитать облегчение. Противник провел даже такого рационального тактика, как Вален. Вздыхали они. Нет, его провели именно потому, что он рациональный тактик. То же самое касается и Штайнмеца с Рененкамфом. Это не были попытки оправдаться. Более темпераментный командующий вообще не обратил бы внимания на контейнеры и погнался за врагом. В этом случае он не попал бы в ловушку, подготовленную Яном. Вален стал заложником в собственной логичности. Но все же в его поражении можно было разглядеть и некоторые плюсы, когда их смяли по всем направлениям и они готовы были обратиться в бегство, а Вален перегруппировал свой флот, сохраняя постоянное наблюдение за действиями флота Яна, тем самым удостоверившись, что он, появившийся из звездной системы Тессили, исчез в направлении звездной системы Лофотан. Ян Венли менял точки сбора и базы снабжения флота после каждого боя. Теперь, когда гениальная интуиция Рейнхарда подтвердилась в реальности, опытные имперские адмиралы на мгновение потеряли дар речи. Это означало, что у Яна нет центральной базы и на этом основана его стратегия упреждающих действий. Это проблема. Выходит, что вся территория Союза фактически стала их базой снабжения. Пробормотал Фаренхайт, в его светло-голубых глазах ненависть смешалась с восхищением. И так оказалось, что регулярный флот Союза ведет партизанскую войну, и у имперского флота не оставалось другого выбора, кроме как сражаться с врагом, у которого центральный штаб отсутствовал. Более десяти тысяч световых лет, которые они преодолели, чтобы добраться сюда, уже не выглядели такими уж долгими. Теперь казалось, что Ян сдал крепость из Орлона излишне легко. Они считали, что крепость была не особо важна для него в военном плане, однако теперь у них возникли смутные опасения, не продумал ли Ян все более досконально. Миттермайер топнул каблуком о пол. Это всего лишь один флот. В его низком голосе сплелись множество эмоций, восхищение и унижение, изумление и гнев бурлили в нем, словно кипящий суп. Вводят нашу огромную армию за нас одним флотом, он может появиться где угодно и когда угодно, как он сам пожелает. И хотя имперцам было известно, что в распоряжении союза находится более восьмидесяти четырех баз снабжения, предсказать, какую из них будет использовать Ян теперь было непросто, а посему это знание их скорее пугало, чем вносило ясность в ситуацию. Когда мы сражались с распутными отпрысками высшей знати в Лепштадтской войне два года назад, мы думали, что не бывает никого более некомпетентного, но это была ужасная ошибка с нашей стороны. Неважно, насколько изобретателен Ян Венли, то, что он делает из нас дураков лишь одним флотом, многое нас говорит. В ответ на вздох Миттермайера светло-голубые глаза Фаренхайта блеснули. Я бы как можно скорее уничтожил все восемь четыре базы снабжения и даже не занимал их. По крайней мере, флот Яна парализует голод. Идея бестолковая, «Прямо сказал Руинталь, если мы выдвинем сразу все наши силы, наша военная база в системе Гант-Харва останется без защиты. Достаточно будет протянуть руку. И даже если мы получим контроль над всеми восьмидесяти четырьмя базами, было бы глупо так распылить наши силы. Яны без этого разбивают нас поодиночке». «Так что вы предлагаете, Адмирал Руинталь? Просто стоять и смотреть, пока он будет действовать и расстраивать нам все планы?» Тон Фаренхайта был резким, и Адмирал с разноцветными зрачками сохранял хладнокровие, парировав это язвительное высказывание. «Вовсе нет. Я всего лишь пытаюсь сказать, что он ускользает каждый раз, как мы его настигаем. Скитание без цели лишь предоставит ему большую свободу выбора. Но у нас недостаточно ресурсов, чтобы позволить себе ждать у моря погоды. Именно поэтому мы должны быть теми, кто выманит его. Заманим его в ловушку и уничтожим, другого пути нет. Нужно лишь понять, какую наживку он заглотит. Если уничтожить их единственные боеспособную силу, флот Яна Венли, то оставшиеся силы Союза превратятся в пустой звук. Если же нам не удастся одолеть его, победу не видать». Песочные глаза Миллера торжествующе светились. То, как внимание высших офицеров имперской армии было приковано к флоту Яна Венли, а не к столичной планете или правительству Союза Сободных Планет, превратилось для них в своего рода навязчивую идею, от которой они никак не могли избавиться. Реальную угрозу для них представляла сила Яна Венли, а не правительству Союза. Всякий раз, когда армия становится самодостаточной и не зависит от правительства, власти и авторитет завоевателей не могут быть устойчивыми. «В действиях Яна должна быть какая-то закономерность», сказал вспыльчивый, амбициозный видсо-адмирал Турнеизан. Если бы они увидели эту закономерность, то могли бы определить, к какой базе он направлялся. «Ты что, идиот?» возмутился Беттенфельд. «Черт его знает, сколько лет мы будем это выяснять. Неужели мы станем ждать, пока он не исчерпает запасы каждой из своих баз?» Не обращая внимания на Турнеизана, покрасневшего от гнева, командующий «Черный хулон» повернулся к Миттермайеру. «Пока Ян Венли вертится, как уж на сковородке, предлагаю не обращать на него внимания и нанести удар непосредственно по столице», заявил Беттенфельд. Излишне грубо, но он высказал мысль, которая у многих вертилась в голове. «И когда наши войска вернутся в Империю, невредимый Ян Венли выдвинется от какой-нибудь базы снабжения, отвоюет столицу и восстановит свои свободных планет. Лишь одному Одину известно, где он скрывается, но нам нужно его победить». Тон Миттермайера, хотя и был сдержанным, невольно зацепил Беттенфельда. «Вы все боитесь Яна Венли, словно ягнята волка. Будущие поколения будут насмехаться над нами, если мы оставим всё как есть». Миттермайер проглотил эти резкие слова. «Я боюсь не самого Яна Венли, а расстояния, на котором находится линия фронта от нашей Родины. Если ты этого не понимаешь, нам не о чем говорить». Беттенфельд молчал, поскольку ему действительно нечего было сказать. Хотя линии коммуникации между Империей и Физаном были полностью стабильны, ситуация со снабжением была в лучшем случае неустойчивой. Никто из адмиралов Рейнхарда не был настолько глуп, чтобы не понимать, что войну нельзя вести без снабжения. Не успели они прийти к какому-либо итогу, поступил приказ от Рейнхарда. «Всем адмиралам собраться, я определился с дальнейшей стратегией». Начальник штаба Аберштайн пытался узнать детали плана Рейнхарда, но светловолосый юноша лишь загадочно утверждал «Через месяц от флота Яна Венли не останется ни единого корабля, способного выйти в космос. Аберштайн откланялся, так и не поняв, что так резко вселило в его господину уверенность». Часть пятая Зал, в котором собрались адмиралы, был совершенно лишен убранства. Если бы их флот снабжения не был уничтожен Яном, можно было бы уделить немного внимания интерьеру, но пока единственным украшением в зале был юный диктатор, однако слова, которые срывались с его изящных губ, были весьма резкими. «Я спрашиваю вас, для чего мы отважились на этот долгий марш в десять тысяч световых лет сквозь бездны космоса? Неужели ради того, чтобы прославить имя Яна Венли? Где ваша воинская честь? Сколько ещё вы намерены терпеть неудачи?» Несколько адмиралов, словно услышав раскат грома прямо над своей головой, застыли, как статуи, затянутые в великолепные чёрные и серебром мундиры. Услышав слова «Прославить имя Яна Венли», адмиралы Вален, Штайнмитц, Ирнен Камф опустили взгляд в пол, и только Вален решительно поднял голову и посмотрел в глаза молодому повелителю. «Мы нанесли урон по вашей репутации непобедимого полководца, ваше превосходительство, и глубина моего раскаяния в том, что я подвёл вас не знает границ. Несмотря на это, нет, из-за этого я предлагаю себя в любом качестве, в котором вы можете нуждаться во мне, и надеюсь, что вы позволите мне искупить свои прегрешения новой победой. Меньшего я и не ожидал, но пришло время мне самому выйти на первый план и покончить совсем раз навсегда». Рейнхард перевёл взгляд на другого адмирала. «Рейнталь!» «Да, командующий. Ты поведёшь свой флот в систему Рио-Верде, а там атакуешь базу снабжения и возьмёшь систему под свой контроль». Когда Рейнталь промолчал и снова посмотрел на Рейнхарда, юный диктатор слегка улыбнулся. «Понимаете, это уловка, остальные тоже выдвинутся со своими флотами. Когда Ян Венли увидит, что я остался один, он вылезет из своей норы, так мы его и поймаем». Адмиралы переглянулись. «Получается, ваше превосходительство станет приманкой и примет на себя удар флота Яна Венли только одним своим флотом?» От лица всех присутствующих спросил Нейхард Мюллер. Ответом был блеск в глазах молодого завоевателя. Неожиданно Мюллер повысил голос. «Это слишком рискованно! Прошу вас, позвольте мне остаться у вас в авангарде!» Рейнхард улыбнулся. «Тебе не о чем беспокоиться. Неужели ты думаешь, что я проиграю Яна Венли, располагая равными флотами, Мюллер?» «Нет, я не это имел в виду!» Увидев, что Мюллер не находит слов, Миттер Майр решил высказаться сам. «Не это волнует меня! Может, Ян Венли выдающийся адмирал, но он лишь командующий флотом. Зачем вашему превосходительству сражаться с ним один на один? Умоляю, откажитесь от этой идеи!» Юный диктатор прервал его речь. «В твоих словах есть доля истины, но, насколько я слышал, Ян Венли был произведен в Гранд Адмирала. А поскольку я гросс Адмирал Империи, можно сказать, что это делает нас равными. Во всей вселенной нет никого равного вам!» Горячо воскликнул Турнеезан, но поскольку никаких конкретных идей он не высказал, Рейнхард лишь коротко кивнул. В механических глазах Уберштайна и разноцветных глазах Руэнтали отчетливо блеснула насмешка. Они оба метнули на Турнеезан презрительные взгляды, как будто говоря «Подхалим». Миттер Майер откашлялся. «Что ж, поскольку ваше превосходительство уже приняли решение, мы не вправе вмешиваться. Но если бы вы немного посвятили нас в свои мысли, это успокоило бы ваших верных подчиненных. Хорошо, я развею ваши опасения». Рейнхард взглянул своими холодными голубыми глазами на мальчика Эмиля, ждавшего в углу, и сказал «Вина». Адмиралы были удивлены, услышав, как мягко он обратился к нему. Судя по тону, это был скорее «Неприказ, а просьба». Они также заметили, что на столе у Рейнхарда лежала толстая стопка бумаг. Скованный робостью, словно невидимыми цепями, Эмиль поднёс бутылку вина и бокал. Он наполнил его вином и с почтением протянул Рейнхарду. Мальчик не пролил ни капли, и адмиралы, вероятно, испытали ещё большее облегчение, чем он сам. Когда Рейнхард взмахнул рукой, настолько элегантной, что она казалась венцом произведения скульптора, вложившего в неё всю страсть и сосредоточенность, он вылил алое содержимое бокала на стопку бумаги. Взгляды всех адмиралов были прикованы к бумаге, запятнанной теперь словно кровью. Их взгляды были настолько сосредоточенными, что, казалось, бумага вот-вот вспыхнет пламенем, если они продолжат дальше на неё смотреть. Рейнхард подцепил один лист пальцами, затем второй, третий, и тогда волна понимания нахлынула на Миттермейера и Рейнтали, подняв первый чистый лист, молодой диктатор оглядел в зал. «Присмотритесь, бумага тонкая, но если положить дюжину листов друг на друга, они впитают всё вино. Я планирую использовать эту тактику против главного удара Яна Венли. Его войска никогда не смогут пробить все слои моей защиты». Рейнхард говорил метафорически, но опытные адмиралы всё поняли. Их повелитель придумал и собирался воплотить в жизнь тактику, которую можно было назвать настоящим искусством. «Когда мы сдержим его натиск, вы со своими флотами вернетесь и окружите его, разгромите флот и доставите его ко мне. Живым или мёртвым не имеет значения. Мы покажем его правительству Союза свободных планет, и у них не будет иного выбора, кроме как капитулировать». Никто не посмел возразить. Адмиралы молча отсылитовали, вновь их юный главнокомандующий доказал свою гениальность. Хильдегарде фон Мариендорф, личный секретарь Рейнхарда, говорила о формальной встрече после обеда, чтобы предложить план, как они могли бы избежать генерального сражения с флотом Яна. Коротко подстриженные светлые волосы Хильды блестели на свету, когда она излагала суть дела. «Я думаю, что мы оказываем флоту Яна слишком много чести. Достаточно оккупировать Хайнессон и заставить правительство Союза сдаться. Мы можем заставить их приказать Яну Венли остановить бессмысленное сопротивление, и так достигнем главной цели нашего завоевания без единого выстрела. Но тогда, с чисто военной точки зрения, я проиграю войну». Хильда молчала. «Нет, я не могу этого сделать, Фройлейн. Я ни за что никому не проиграю. Моя популярность и вера людей в меня проистекают из того факта, что я непобедим. Не из-за моей святой добродетели меня поддерживают как солдаты, так и мирные граждане». Хильда с удивлением заметила, как на прекрасном лице Райнхарда промелькнула тень презрения к самому себе. «А что, если слишком острый ум этого молодого человека наоборот послужит причиной тогда как скажете? Я присоединюсь к вам на борту флагмана». «Нет, Фройлейн Мариендорф, вам не место на поле боя, и для вас в этом нет абсолютно ничего постыдного. Я бы хотел, чтобы вы остались в Гандхарве и ждали от меня хороших новостей. Это сражение не будет иметь ничего общего с тем, что случилось недавно. Здесь не будет простых наблюдателей». Хильда начала было протестовать, но Райнхард прервал ее. «Если с вами что-то случится, мне не будет оправдания перед графом Мариендорфом». Хильда больше ничего не сказала. Младшему лейтенанту по имени Алоиз фон Лилиенкрон было приказано возглавить конвой сопровождения из двадцати кораблей. Мальчик Эмиль, который пришел приготовить Райнхарду постель, ругал Яна Венли. Постоянные отступления без боя были, по его мнению, проявлением чистой трусости. Молодой диктатор с улыбкой покачал головой. «Ты ошибаешься, Эмиль. Адмиралы завоевывают славу только потому, что знают, когда нужно отступить. В отличие от диких животных, живущих в ожидании постоянной угрозы, потому что в любой момент могут стать добычей для охотников». «Но ваше превосходительство никогда не сбегал, правда? Если бы это было необходимо, я бы сбежал. Мне просто никогда не приходилось этого делать». Он говорил тихо, но убедительно. «Эмиль, не пытайся учиться на моем примере. Никто не сможет повторить того, что сделал я. Это только навредит им, но если ты будешь учиться у такого человека, как Ян Венли, то, по крайней мере, из тебя не выйдет бездарный адмирал. Но всё это не имеет особого значения. Ты ведь собираешься стать врачом. Я просто говорю ерунду». Почему Райнхард позволил этому мальчику подобрать ключ к своему сердцу? В самом деле, зачем он наставлял его? В глубине души Райнхард уже нашёл ответ, но всё ещё сомневался, насколько он верный. Возможно, это была попытка компенсировать утрату, но Райнхард не хотел признаваться себе в этом. «Я не могу жить по-другому. Нет, быть может, это не совсем так, но я встал на этот путь, ещё когда был совсем юным. Я пошёл по нему, чтобы вернуть всё, что у меня отняли. Но…» Райнхард замолчал, Эмиль не мог представить, как Райнхард собирался закончить предложение. Райнхард снова взглянул на мальчика, но взгляд был отсутствующим. «Тебе самому пора спать. Детям нужно больше времени для снов, чем взрослом», сказал он, вместо этого повторяя слова, которые говорила ему когда-то его старшая сестра Анны Розе. Когда Зиквид Кирхиайс как-то раз остался у него на ночь, и они бесились на узкой кровати Райнхарда, сестра прикрикнула на них из-за двери. «Пора спать. Детям нужно больше времени для снов, чем взрослым». Эмиль почтительно поклонился и ушёл, а сердце Райнхарда сжилось при мысли о его закрытом враге. Но он стоял перед окном из плотного стекла, наслаждаясь панорамой ночного неба, и разговаривал сам с собой. «Ты всегда этого хотел. И теперь, когда я даю тебе это, лучше бы тебе показать себя во всей красе, волшебник Ян». Райнхард фон Луэнграм устремил взгляд своих холодных голубых глаз к бесчисленным мерцающим звёздам. Это были глаза человека, борющегося за своё превосходство. Вытянув вперёд руку, затянутую в чёрно-серебряную ткань мундира, он прижал ладонь к окну. Чувствуя эхо собственного пульса на стекле, светловало с юношей как будто бы светился изнутри. Это не была просто улыбка, ощущение полного возбуждения захватило его тело, заставив пульсировать каждую клеточку. На мгновение он почувствовал себя счастливым. Прошло полтора года с тех пор, как он лишился своего главного соратника, теперь ему предстояло сразиться со своим главным противником. Райнхарду был нужен этот противник, сколько бы огоньков не мерцало в ночном небе, им нужен был свет, чтобы его отражать. 4 апреля Вольфганг Миттермайер со своим флотом направился в звёздную систему Элифтера. Пять дней спустя флот Руэнтель атаковал соседнюю с ней систему Рио Верда. Молодой адмирал с разноцветными глазами стоял на мостике своего флагмана Тристана, глядя на удаляющиеся планеты. Все флоты вернутся, чтобы окружить и уничтожить флот Яна Венли. Рассуждал он про себя. Великолепная стратегия, но что будет, если они не вернутся вовремя? Глава седьмая Вермиллион Часть первая Не так-то просто точно указать, в какой момент началось так называемое противостояние при Вермиллионе. Если принять за первый акт этого противостояния серию побед Яна над тремя имперскими флотами, то можно считать, что оно началось уже в феврале 799 года космической эры и, соответственно, 490 года по имперскому календарю. Блестящая же стратегия Рейнхарда, использующая весь сектор космоса Союза свободных планет как ловушку, в которую словно в гигантскую паутину должен был попасться флот Яна Венли, была приведена в действие 4 апреля, когда флот Миттермейра отбыл в систему Эльютера. Получив сообщение о рассредоточении сил Империи, 6 апреля Ян направил свой флот в систему Гант Харва, а 10 апреля подобрал на одной из баз Виллибальда Йоахима Меркатца, до этого покинувшего его, чтобы стать министром обороны в законном правительстве Галактической Империи. Когда Меркатц приехал попрощаться, канцлер правительства возгнания и граф Рэмшейд был очень расстроен. Он упрекнул Меркатца в том, что тот ведет себя как старый вояка, бросая его в важный момент. Но Меркатц не стал отвечать на его претензии, сказав лишь «А в чем смысл мне оставаться здесь? Я могу чем-то помочь вашему сиятельству или его величеству Императору своим присутствием? Нет, уж лучше я попробую присоединиться к флоту Яна Венли и уничтожить герцога Лоенграма раз навсегда. Ваше сиятельство, я надеялся, что вы поддержите меня в этом». Рэмшейд молчал, ему было стыдно, что сам он даже не подумал о юном Императоре. Когда Меркатц вернулся от канцлера, Бернхард фон Шнайдер поприветствовал своего командира салютом, рядом с ним стояли пять человек в поношенной военной форме. С горькой улыбкой посмотрев на них, Шнайдер пояснил «Это все солдаты, что остались у законного правительства. Они говорят, что готовы последовать за вами куда угодно». Меркатц осмотрел этих солдат правительства. Все они были разного возраста и телосложения. Самому молодому наверняка еще не исполнилось и двадцати лет, а старая военная форма по видимости унаследованная от отца висела на нем мешком. Старший же принадлежал к поколению самого Меркатца. Единственным, что обедняло их были лица, на которых Меркатц смог увидеть хрупкое сочетание преданности, храбрости и гордости. Было очевидно, что они будут следовать своему решению несмотря ни на что, поэтому старый адмирал отказался от попытки отговорить их. Таким образом, флот Яна пополнился еще на семь человек. Меркатц был не единственным, кто решил присоединиться к Яну. Адмиралы Мортон и Карлсон, уже встретившиеся в битве с Рейнхардом, против которого у них не было шансов, тоже перегруппировали свои сильно придевшие войска и присоединились к нему. Однако тот факт, что они сделали это не дожидаясь одобрения Комитета обороны или Центра стратегического планирования, доказывал, что военный порядок остался только на бумаге. При таких обстоятельствах народно-добровольческий характер Армии Союза Свободных Планет накануне решающей битвы горячих споров. И хоть высокий боевой дух и храбрость этих добровольцев не вызывали вопросов, но в том, что касалось оснащения и точности исполнения приказов, они были не более, чем стадом баранов. В качестве партизана они могли бы стать существенной силой, действуя на пределе своих возможностей, но сложно было представить, что они сыграют какую-то заметную роль в сражении между огромными флотами. Ян уже имел опыт с добровольцами во время государственного переворота, и его немало измучили горевшие нездоровым патриотическим энтузиазмом огромные толпы людей, жаждущих присоединиться к его армии. Но, несмотря на всю эту неразбериху, командирские способности Мортона и Карлсона были Яну нужны. А еще Ян обнаружил в своем окружении нового человека. Рядом с его подопечным постоянно маячила огромная фигура прапорщика Мошенга, и когда капитан третьего ранга Фредерико Гринхилл предоставила командующему свежие данные о перемещениях имперского флота, он спросил, указывая на него глазами. «Это еще что, черт возьми?» «Не что, а кто?» «Это прапорщик Луис Мошенга». «Это я и сам знаю, но что он делает на моем корабле?» «Сопровождает Юлиана, разумеется. Он превосходный телохранитель». Отрезала Фредерико, заставив замолчить Яна, ворчавшего что-то о субординации и разделении общественного и личного. Место Мошенга было официально за ним закреплено. Перечитывая принесенные Фредерико доклады в своем кабинете, Ян вздыхал все больше мрачнее. Все данные свидетельствовали о том, что основной флот Рейнхарда фон Лоенграма также покинул систему Гандхарва вслед за флотами его адмиралов-ветеранов. Поэтому в свете новых обстоятельств Ян был вынужден отказаться от изначального плана насчет взятия этой системы под контроль. Какой страшный человек. Беззвучно пробормотал Ян, ощущая, как эти слова превращаются в капли холодного страха, медленно проникающие в каждую клетку его тела. Молодой белокурый диктатор довел до совершенства свои стратегические и тактические навыки, так что обычному человеку было почти невозможно бороться с ним. Рейнхарт фон Лоенграм имел исключительный талант в планировании и обладал способностью невероятно точно прогнозировать ситуацию. Обычному человеку и не снилось развить хоть одну из этих способностей в той же мере, но белокурый диктатор владел и тем и другим в совершенстве. Хотя Рейнхарт отослал своих адмиралов, симулируя изоляцию своего основного флота и создавая огромную ловушку, Ян предвидел это заранее, но он не предполагал, что сам Рейнхарт покинет систему Гандхарва. Ян планировал воспользоваться шансом, когда флоты остальных адмиралов империи будут находиться как можно дальше от основного, чтобы одержать победу в короткой решающей битве прежде чем они смогут развернуться и прийти на помощь своему главнокомандующему. Но Рейнхарт перебросил свой основной флот. Компьютерные расчеты по скорости и направлению движения флотов показывали, что к моменту, когда прочие адмиралы будут на максимальном расстоянии от основного флота, достигнув порога обратного маневра, Рейнхарт будет находиться уже в системе Баалат, откуда Хайнессон виден невооруженным глазом. Чтобы не допустить проникновения имперцев в систему Баалат и предотвратить превращение окружающих столицу систем в поле боя, Яну придется сразиться с Рейнхардом раньше, чем он ожидал. А Руенталь с Миттермайером к этому времени будут находиться ближе и развернуться к месту столкновения быстрее, чем бы этого хотелось. А Ян не мог обманывать себя настолько, чтобы надеяться победить, имея Рейнхарда впереди и Миттермайера с Руенталем в тылу. Что касалось шансов Яны на успех, то используя полное разделение имперской армии, у него в руках впервые мог появиться 50-процентный шанс убить верховного главнокомандующего империи. А если у меня теперь эти 50%? На тактическом уровне впервые представилась такая возможность, но в этот раз положение Яна было далеко от привычного выгодного. Он должен был победить, а Рейнхарду достаточно было удерживать позиции до подхода остальных сил. Конечно, учитывая характер Рейнхарда, он наверняка предпочел бы победить, а не просто не проиграть. Но такая напористость сочеталась с ним с бесконечной изобретательностью, его никак нельзя было сравнить со зверелым быком, мечущимся по арене во время кориды. Ян должен был найти способ победить этого смертоносного молодого хищника. У меня ведь нет другого выбора, верно? Горько усмехнулся Ян. Ему никогда не нравилось положение, когда он был должен что-то сделать. Хотя не все, чего желало его сердце сбылось, он по возможности всегда старался оставаться на пути независимости, но в следах его жизни уже накапливалась пыль сожалений. Если бы только кто-то другой мог это сделать за меня. Разумеется, такого человека не было. Другие постоянно навязывали ему ингредиенты, из которых безнадежно было пытаться что-то приготовить, и он был вынужден стоять у плиты, пока не получится что-то съедобное. Услышав вежливый стук, Ян дистанционно открыл дверь и увидел юношу с волосами цвета льна и напряженным выражением лица. Если бы в этот момент его увидела сверхница, то его могущественный вид наверняка заставил бы ее сердце биться чаще. Адмирал, разрешите войти? Моя дверь всегда открыта для тебя. Заходи. Юноша, дослужившийся до младшего лейтенанта на четыре года раньше своего опекуна, от Сулитовала вошел в каюту, отбросив с лица упрямую льняную челку, которая падала на лицо, он сел на стул. Что вы думаете по поводу того, что герцог Лоинграм разделил свои силы? Задал мучивший его вопрос Юлиан, наклонившись вперед. Ну, а что я должен об этом думать? Если вы не возражаете, я бы хотел высказать свои соображения. Мне кажется, что это явная ловушка. Он словно посылает нам приглашение. Приходите, атакуйте меня теперь, когда я открыто отослал своих адмиралов и оставил базу пустой. И если мы пойдем за ним, то угодим прямо в ловушку. Какую именно ловушку? Ян как будто напустил тумана на свое лицо, но горящий взор Юлиана рассеял этот туман, не отводя глаз от опекуна, юноша выпалил на одном дыхании. Противник будет отслеживать наше перемещение, и когда наш флот приблизится ко флоту Лоинграма, все остальные развернутся, загонят нас в гигантскую сеть и уничтожат. Вот такую ловушку. Ян снял свой черный берет с белой пятиконечной звездой и стал обмахиваться им. В такие моменты он никогда не знал, как нужно похвалить подопечного за точность суждений. Думаю, вы это и так понимаете, раз уж даже я сообразил. Но все же целенаправленно суете голову в пасть льва. Ян молча взъерошил свои черные волосы. Юлиан подался вперед, и Ян понял, что проигнорировать эмоциональную речь юноши не получится, и придется принять вызов. Эх, обычно молодые рвутся в бой, а старшие пытаются их образумить. А сейчас похоже все наоборот. Но неужели ты думаешь, что я проиграю герцогу Лоинграму? Нечастно вот так уходить от ответа. Немного помолчав, Ян склонил голову, признавая свою неправоту. Извини, ты прав. Это в самом деле нечестно. Да нет, это я прошу прощения, мне не стоило так говорить. Ян распрямил ноги и сил ровно. Послушай, Юлиан, я всегда старался избегать участия в безнадежных битвах, и этот раз не исключение. Значит, шансы на победу все же есть? Честно говоря, они совсем невелики. Ян вернул берет на голову и запихнул под него свои непослушные волосы. Он принял этот вызов и решил рассказать все как есть, но ему совсем не хотелось делиться абсолютно всеми своими мыслями. Тем не менее, это наш единственный шанс. Поскольку герцог Лоинграмм точно угадал мою цель, он посылает мне приглашение. Будь он более эгоистичен, то вовсе забыл бы о нашем флоте и ударил по Хайнесону. Может быть, это было бы эффективней, но он никогда бы так не поступил, а вместо этого принял мой грубый вызов. То есть, основываясь на вашем понимании характера герцога, вы собираетесь вступить с ним в битву один на один? Ян серьезно подумал над этим. Нет, я не такой уж романтик. Все, что меня сейчас интересует, это как использовать гордость и романтичность Райнхарда фон Лоинграмма против него самого. Вообще, хотел бы я, чтобы существовал какой-то более простой способ. Юлиан открыл Баларот, чтобы что-то сказать, но потом закрыл его. Он никогда не хотел доставлять Яну неудобства, но все же Юлиан задумался, действительно ли нет более простого способа. Иначе, почему ему так хотелось спросить об этом? В любом случае, не переусердствуйте и не рискуйте слишком сильно. Ян удовлетворенно кивнул. Все будет хорошо. Я не собираюсь рисковать людьми понапрасну, и спасибо за заботу. Часть вторая. 11 апреля, за день до того, как покинуть базу, Ян дал всем своим офицерам и солдатам возможность отдохнуть. Такова была традиция перед любым сражением, Ян твердо ее придерживался. Сообщение от командующего флотом. Сегодня вы все свободны делать, что пожелаете до 24.00. Хорошенько отдохните, чтобы потом ни о чем не жалеть. Это сообщение, переданное вице-адмиралом Мураем, было встречено обнадеженными, но не слишком громкими аплодисментами. Людмила, служившая им сейчас оперативной базой, была маленьким астероидом, покрытым бесплодными скалами. В отсутствии развлекательных заведений, куда можно было бы пойти, наличие свободного времени не означало наличие большого выбора в том, как его потратить. Оливер по плану взглянул на своего друга Ивана Конева и пожел плечами. На хайной сине из Орлоне все было не так уж плохо, но здесь-то нам как воспользоваться свободой. Придется найти кого-нибудь, с кем можно разделить ночь страсти. А ты что будешь делать? Я буду спать в своей каюте. А ты храбро заявляешь такую глупость вслух. Глупость? Да, если это шутка, то дурацкая. А если ты говоришь, что всерьез, то ты тем более дурак. Это ты у нас любитель пошутить. Слегка задетый равнодушием Конева, Поплан выпятил грудь. Одними шутками суть не будешь, но и без них тоже не прожить. Да само твое существование шутка. Не выходите ли вы за границу со своим сарказмом, господин Конев? Вовсе нет. Это просто зависть мужчины не столь популярного у женщин. Не беспокойтесь, пожалуйста, господин Поплан. Два пилота обменялись циничными улыбками и разошлись. У капитана третьего ранга Фредерике Гринхилл не было необходимости придумывать, как провести свое увольнение до полуночи. Ян Венли пригласил ее в свою каюту. Попробив свой легкий макияж, она вошла, и Ян поднялся ей навстречу за стола из армированного стекла. Не зная, как реагировать, он поприветствовал ее и вежливо предложил сесть. Одним движением пальца Ян мог направить огромный флот из десятков тысяч кораблей в любой уголок вселенной, но все же этот молодой человек, изначально стремившийся стать историком, не был главным актером в каждой сцене драмы под названием «Жизнь». В некоторых ситуациях он был абсолютно бездарным актером, который даже реплик своих выговорить не может. противоранга, а затем на мисс Гринхилл. Каждый раз его прекрасная помощница отвечала, но он никак не мог продолжить. Не нарочно, а просто из робости. Однако, собрав больше храбрости, чем требовалось ему для сражения с флотом противника, в десятеро превосходящим его по силам, он заговорил в четвертый раз. Фредерико. На сей раз кореглазая молодая женщина ответила не сразу. Ян чуть ли не впервые назвала ее по имени, и это ее очень удивило. Наконец, она смогла ответить «Да», благодаря чему к ней вернулась способность говорить. Такое чувство, будто мы вернулись на одиннадцать лет назад. Фредерико нежно улыбнулось. «Вы не называли меня по имени со времен Эль-Фасиля? Вы помните?» Ян смутился и несколько механически кивнул. Он был двадцати однолетним младшим лейтенантом, когда ему поручили командовать эвакуацией мирных жителей с планеты Эль-Фасиль, которая в тот момент была окружена имперским флотом. Поначалу сложившееся положение заставило его беспомощно чесать голову, однако затем он совершил то, что стало первой страницей в истории чудотворца Яна. Как раз во время тех событий Фредерико принесла ему обет, и Ян искренне сказал четырнадцатилетней девочке «Спасибо, мисс Гринхилл». На что она улыбнулась и ответила молодому офицеру больше похожему на ученого, чтобы он называл ее Фредерикой. Спасение Эль-Фасиль зажгло их дружбу, но то, куда эта дружба приведет, по-прежнему оставалось за границей их поля зрения. Сейчас Ян стоял на распутье, и ему было трудно сделать шаг вперед. Фредерико, когда эта война закончится, старался изо всех сил Ян, но так и не смог привести свои эмоции и намерения в равновесие, поэтому последовавшие слова вышли довольно бессвязными. Я на семь лет старше и, как бы это сказать, но у меня много недостатков, и я не из тех, с кем легко жить, и я совсем не уверен, имею ли право спрашивать о таком, и это может выглядеть так, будто я использую свое вышестоящее положение, да и, наверное, неразумно говорить об этом накануне сражения. Фредерико затаило дыхание, она поняла, к чему ведет Ян, и теперь старалась скрыть замешательство, чувствуя, как ее сердце начинает биться чаще. Но лучше сожалеть о сказанном, чем о том, что не решился сказать. Ох, что-то я не о том. Все время говорю о себе. Я хочу сказать, выходи за меня замуж. Выпалил Ян, собрав всю свою выдержку и преодолев нерешительность. Фредерико ощутила, как в ее сердце расправляются крылья, срываясь в бешеный полет. Через несколько секунд, если мы сложим наши пенсии, то нам не придется беспокоиться о деньгах, даже когда мы состаримся. И кроме того, девушка пыталась подобрать слова, но превосходная память подвела ее, все нужные слова безнадежно запропастились куда-то. Разница в возрасте между моими родителями была 8 лет. Возможно, мне следовало упомянуть об этом раньше. Поэтому, улыбнулась Фредерико, она посчитала, что такая реакция будет лучше всего, чтобы избавить Яна от растерянности, но посмотрев на Яну девушку увидела, что он не разделяет ее радости и напряженно ждет чего-то. Совсем не выглядевший как военный даже в форме и берете, из-под которого торчала непослушная челка, самый молодой грант-адмирал в истории Союза свободных планет неловко смотрел на нее. «Ам, что-то не так?» неуверенно спросила Фредерико. Ян изо всех сил пытался выразить свои чувства. Выражением лица он в тот момент напоминал студента, сдающего устный экзамен. Такая серьезность была для него совершенно неуместной. Он снял берет и смущенно выговорил. «Я так и не услышал ответа. Ты выйдешь за меня?» «Ха?» Фредерико широко распахнуло глаза, покраснев из-за собственной беспечности. Он хотел услышать «да» или «нет», но для нее это было так очевидно, что она пропустила этот важный момент, даже не заметив. Кое-как обуздав бешено бьющееся сердце, она дала ответ. «Да, ваше превосходительство». «Да, ваше превосходительство», повторила девушка, охваченная абсурдным сомнением, что только она слышала свой голос, а Ян нет. «Да, с радостью». Ян неловко кивнул, снова пытаясь соединить слова в связанные предложения. «Спасибо. То есть, как бы это сказать, я...» В итоге он так ничего и не сказал. Юлиан Минс вошел в каюту вице-адмирала Алекса Касселина, опустив плечи, словно под действием какой-то тяжести. Касселин заинтересовался, а узнав причину, улыбнулся, налив напиток в бокал и слегка разбавив водой, он протянул его юноше. «Понятно. Ян, наконец, набрался смелости, да?» Юлиан кивнул и выпил залпом, вздохнувшись, когда обжигающее чувство двинулось вниз по пищеводу, кубики льда в его бокале звякнули, Касселин усмехнулся и налил себе то же самое. «В общем-то, это хорошо. Выпьем за них». Юлиан посмотрел в свой бокал и покраснел уже низ за алкоголя. «Извините, я уже...» Касселин бросил ему еще немного льда и налил снова, причем напиток был немного темнее, чем в первый раз. Когда они выпили, Юлиан спросил. «Вы сказали, в общем-то, это хорошо. Что вы имели в виду?» «Хорошо для Иона, потому что он, наконец, нашел себе жену. Причем замечательно. И хотя вкусы капитана Гринхилл могут показаться несколько странными, она выходит замуж за человека, которого любит, и это уж точно повод для праздника. Как говорится, похороны можно устроить в одиночестве, а для свадьбы нужны двое». «Тогда почему вы сказали «в общем-то, у вас есть какие-то оговорки?» Касселин ответил не сразу и снова наполнил бокал, взяв его в руки, но не подносив его к губам, он произнес. «Думаю, причина та же, по которой ты выпил залпом еще до того, как я успел произнести тост». Юлиан промолчал. «Могу лишь предположить, что тебе тоже нравится мисс Гринхилл». Юноша залился краской, кубики льда заплясали, когда он резко поставил бокал на стол. «Я желаю им счастья, я люблю их обоих, и вполне естественно, что они в конце концов. Я понимаю». Касселин постарался его успокоить. «Тебе еще налить?» «Да, разбавленный». Вице-адмирала выполнил приказ юноши. «Знаешь, может, это не мое дело, но хочу сказать тебе, что любовь и человеческие чувства не поддаются расчетам. И сейчас, отпуская желанное, ты можешь превратить эти чувства в светлые воспоминания. Но при подобной ситуации, если все заходит слишком далеко, привязанность к одному человеку может вылиться в потерю любви и уважения к другому. Здесь нет добра и зла или какой-то логики, это получается само по себе. Честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы тебя это сильно затронуло. Ты умный парень, и характер у тебя хороший. С другой стороны, пламя может вспыхнуть в самых неожиданных местах». «Да, понимаю». «Хорошо, если так, пусть даже только умом», сказал Касселин, который видел Юлиана насквозь. Затем он сменил тему, чтобы разрядить атмосферу. «Как думаешь, после свадьбы они так и продолжат называть друг друга командующий капитан?» «Да нет, не может такого быть». Касселин скривился, услышав непроизвольный ответ Юлиана. «Но это как сказать. Меня вот жена еще какое-то время после свадьбы называла капитан Касселин. Все время хотелось по привычке отдать честь». Юлиан рассмеялся, но Касселин видел, что делает он это больше от вежливости. «Ладно, давай продолжим этот разговор после нашей победы. А что ты будешь делать, когда они поженятся? Думаю, ты мог бы жить вместе с ними». Дыхание Юлиана было горячим от алкоголя и всего прочего, он поставил опустевший бокал на стул и откашлялся. «Я бы не хотел вмешиваться в жизнь молодоженов, быть третьим лишним. Я буду только мешать». Юлиан пытался не обращать на это внимание, но он понимал, что если Ян и Фредерико поженятся, ему нужно будет дистанцироваться от них. При мысли о том, чтобы куда-то отправиться, в голове Юлиана появился образ планеты, которую он никогда не видел. Небольшая планета, вращающаяся вокруг маленькой звезды, находящаяся где-то на окраинах территории Империи. Эта планета, Земля, была третьей в своей Солнечной системе. Когда-то это был единственный мир, в котором жили люди. Услышав её название из уст умирающего епископа Дексби, Юлиан понял, что должен побывать там хотя бы раз. Конечно, Юлиан не мог предвидеть, что ждёт его на Земле. Но если там был спрятан каленок при помощи которого можно было разорвать завесу истории, то он должен был за него ухватиться. Это сильное желание, соединившись с дальновидностью, было как кофе, который, смешанный со сливками, был уже не таким чёрным. В любом случае, он видел пользу в том, чтобы отправиться туда хотя бы ради этого. Юлиан не мог сравниться в проницательности с Яном, у которого был собственный подход к прошлому и будущему, но то, для чего ему не хватит понимания, юноша собирался восполнить действиями. И если ему в самом деле удастся выжить в этой битве, а брак Яна с Фредерикой станет реальностью, он воспринял бы это как знак отправляться в путь. «Желаю счастья», пробормотал Юлиан себе под нос, пряча до времени свои бесцельные мысли. Кассельно внимательно наблюдал за ним со смеси любопытства и сочувствия на лице. Часть третья Флот Яна покинул базу и взял курс на звёздную систему вермиллион. «Как-то неожиданно мы все стали одной большой семьёй, и я не завидую Яну, что ему приходится за всем присматривать», сказал Кассель Юлиану. После сдачи крепости из Эрлон вице-адмирал находился на борту флагманского корабля «Гиперион», не имея никакой конкретной должности. По мере того, как расстояние до точки назначения сокращалось, в обратной пропорции возрастало всеобщее беспокойство. Когда они достигли внешнего края системы вермиллион и увидели на окраине её слабое, словно незрелый фрукт солнца, высшие офицеры флота Союза почти физически ощутили, как кровь стынет в их жилах. «Какое жалкое зрелище», выругался вице-адмирал Аттонбора. Вероятно, причиной такой реакции на вид звезды было нервозное состояние, и даже если бы она оказалась ярким гигантом, то он и в этом случае нашёл бы какую-нибудь причину, чтобы её упрекнуть. «Если не удастся остановить герцога Лонграма здесь, нам будет некуда отступать». Это было больше, чем просто понимание ситуации, это была объективная реальность, и потому у офицеров не было ни малейшего желания повторно это обсуждать, но пока их командир в добром здравии, они всё ещё могли надеяться на чудо. И потому в молчаливом согласии все они устремили взгляды на своего молодого командующего, и при виде того, что Ян спокойно наслаждался беседой с меркатцем, по крайней мере так это выглядело, у них на душе становилось спокойней. Даже после того, как он стал гранд-адмиралом, военная форма Яна не изменилась. Его чёрный берёт с белой пятиконечной звездой, чёрная куртка и ботинки, а также шейный платок и брюки цвета слоновой кости остались теми же, лишь число звёзд на знаках отличия увеличилось на одно. И хотя значение этой звезды было очень большим, оно не привело к заметным изменениям в поведении хозяина формы, Ян всё так же не походил на военного, как и раньше. Меркат, стоявший рядом с Яном как его советник, был одет в чёрно-серебряную форму имперского флота. За более чем 40 лет службы он слишком привык к ней. Этот пожилой мужчина выглядел настоящим воином, а не просто военным, и даже на предвзятый взгляд Фредерико Гринхилл казался более подходящим на роль старшего офицера, чем Ян. Столкновение началось состязание между разведками. Флот Союза разделил объём системы «Вермиллион», составлявший 125 миллиардов кубических световых секунд на 10 тысяч секторов, и отправил 2000 разведывательных кораблей патрулировать эти сектора. Операцию руководил начальник штаба «Мурай», который намного превосходил свою команду ещё в таких кропотливых делах. В том, чтобы обдумать ситуацию со всевозможных сторон, Яну не было равных, но когда дело доходило до реализации, он только мешался под ногами. Ян нашёл себе отговорку и говорил по этому поводу, что всё имевшееся в нём усердие администратора исчерпал 11 лет назад, во время утомительной эвакуации с Альфасилия. За 30 часов разведывательной операции, проведённой в тишине, напряжение продолжало расти, пока наконец имперский флот не был обнаружен. Первым его заметил старшина разведывательного подразделения F-02 под командованием старшего лейтенанта Чейза. «Старший лейтенант, смотрите!» Голос старшины был далёк от спокойствия, и одного этого было достаточно, чтобы заставить его командира занервничать. А впереди приближалось вздымающееся облако огней, угрожая захватить кормешную чёрную гладь и поглощая слабый свет звёзд. Когда Чейз включил передатчик сверхсветовой связи, его руки дрожали. «На связи разведывательное подразделение F-02. Мы обнаружили главные силы противника в секторе 00846. Они направляются в сторону сектора 01227. Мы находимся в 40,6 световых секундах от врага. Очень близко!» С другой стороны, разведывательная сеть имперского флота тоже обнаружила этот отряд, подкравшийся к ним словно мыши. Вице-адмирал Рольф Отто Браухич, сражавшийся в битве при Кефайзере под командованием Зикфреда Кирхиаиса, первым получил изображение со своего спутника вместе с сообщением о вражеском патруле. Когда один из подчинённых спросил, нужно ли им преследовать и уничтожить противника, Браухич покачал головой. «Атака на разведчиков в лучшем случае принесёт крошечную победу. Давайте не будем тратить время зря. Лучше определим их курс и вычислим местонахождение главных сил противника». Приказ Браухича был верным, поскольку подразделение F-02 не только сообщило своим о появлении врага, но и делало полностью обратное, так как траектория их движения легко определилась тактическим компьютером. Когда был получен доклад Браухича, Райнхард смотрел на океан звёзд, раскинувшись на потолочном экране Брунгильды. Его прекрасное лицо стало бледнее в свете звёзд, как у фарфорового изваяния, погружённого на дно реки. Из-за той вдыхания молча выполняли свои обязанности. Это священное молчание нарушил адмирал флота Пауль фон Оберштайн, сообщив молодому главнокомандующему о приближении вражеского флота. «Скорее всего мы столкнёмся в системе Вермиллион». С самого начала операции Райнхард соглашался с выводами Оберштайна. С незапамятных времён места сражения чаще всего выбирались на основе негласных соглашений между противниками. Вот и сейчас у Райнхарда не было сомнений в том, что Ян выбрал полем решающего боя систему Вермиллион. «Значит, всё-таки здесь». Пробормотав это, Райнхард подозвал своего старшего адъютанта, контр-адмирала Штрейта, и сказал ему передать по флоту приказ отдыхать. Заметив удивление на лице адъютанта, молодой гросс-адмирал улыбнулся. «Нет причин думать, что сражение начнётся в ближайшее время. Так давайте отдохнём, успокоим нервы, пока ещё возможно. Три часа все могут делать что захотят, а алкоголь также разрешён». Когда Штрейт ушёл отдавать приказы, Райнхард остался сидеть в своём командирском кресле, смежив тёмные ресницы и погружаясь в свои мысли. Солдатам Союза тоже был предоставлен неожиданный отдых, в то время как их командиры беседовали в конференц-зале за чашкой кофе. Как и все, Ян сделал глоток, в кофе он не разбирался, так что качество его не волновало. «Не думаю, что стоит напоминать об этом, но герцог Лоенграм невсравнённый гений. В открытом бою с ним у нас будет мало шансов на победу», прямо заявил Шинкопф. «Во флоте Яна не было табу на открытые высказывания». «Вполне вероятно, что так и есть», ответил Ян. «Однако и вы тоже хороши в этом деле. В конце концов, мы ведь за этот год уже обвели вокруг пальца не одного, а сразу трёх известных имперских адмиралов. Нам повезло. Ну, не просто повезло, но всё же удача сыграла некоторую роль». Ян говорил правду, как он её видел. Несмотря на то, что до нынешней битвы он одержал уже три победы, по очереди разгромив флоты своих противников, но сейчас перспектива иметь перед собой таких оппонентов, как сам Рейнхард фон Лоенграм, а также Оскар фон Роенталь и Вольфган Миттермайер задушила на корню победную песнь, которая могла бы сложиться из предыдущего плана. Он не собирался проигрывать, но понимал, что в таком случае о быстрой победе не может быть и речи. На начальных этапах противостояния вероятность того, что Рейнхард выступит вперёд сам или появится двойная звезда флота Империи была практически исключена, поэтому он и решился сделать ставку. Да, успех сопутствовал ему, но при всём при том, что со стороны складывалось впечатление, что богиня судьбы ему благоволила, самому Яну уже так не казалось. Он скорее чувствовал, что этими последовательными победами он исчерпал весь свой запас удачи до дна. Меркац тепло посмотрел на своего командира, который годился ему в сыновья, но ничего не сказал. Построение противника узкое, но это компенсируется глубиной и плотностью. Вы планируете прорываться по центру? Скрещенные на груди руки заместителя начальника штаба Фёдора Патричева были толщиной почти с туловища Яна. Хоть по своей природе Патричев был скорее человеком, подходившим для командования на передовой, чем для канцелярской работы, но ещё с тех пор, как флот Яна назывался 13-м флотом, Ян постоянно держал этого жизнерадостного и энергичного здоровяка при себе в штабе. «А вас не беспокоит, что врагу будет предоставлена свобода действий?» Вмешался Оливер Поплан, но Патричев понял стратегию Яна. «Я считаю, что это имеет смысл», произнес он басом, прикидывая, достаточно ли обнадёживающе звучат его слова для окружающих. Когда обсуждения, доводящие их душевное равновесие до предела закончились, и офицеры штаба покинули конференц-зал, Вальтер фон Шонкопф остался. Посмотрев в сторону, Ян обратился к нему. «Как по-вашему, генерал? Это зависит от того, насколько вы сами хотите победить». Тон Шонкопфа был совершенно серьёзен, и Ян ответил так же. «Я желаю победы всем сердцем». «Одного желания недостаточно. Если вы сами не верите в победу, то как заставить поверить других?» Ян промолчал. Острый язык Шонкопфа ранило воду до глубины души. «Будь вы обычным воякой, думающим только о победе, или амбициозным человеком, жаждущим власти, вас стоило бы подталкивать к решительным действиям. А быть вы человеком непоколебимой убеждённости, верящим в своё чувство справедливости и несущим ответственность за свои поступки, я с радостью подбадривал бы вас. Но дело в том, что даже в разгар битвы вы не уверены в своей правоте». На это у Яна тоже не было ответа. Шонкопф поставил свою чашку с кофе и продолжил. «Человек, не верящий в себя, но побеждающий во всех битвах. С точки зрения идеалиста, само ваше существование непростительно. Вы просто безнадёжны. Даже худшее демократическое правительство превосходит самое лучшее самодержавие. Поэтому я сражаюсь за Джоба Трунихта против Райнхарда фон Луинграма», сказал наконец Ян. «Думаю, этого достаточно». Но даже высказавшись, он лишь подтвердил правоту Шонкопфа, так как вера в свои слова в его голосе не было. В прошлом на Древней Земле демократические афины воевали с деспотической спартой, а независимое государство Милос приняло нейтралитет, не присоединившись ни к одной из сторон. Разозлённые отказом подчиниться, афиняне напали на Милос, посчитав его врагом. Они убили множество мирных жителей и захватили земли Милоса, назвав свои действия победой демократии. И этот уродливый парадокс стал плохим примером для будущего. Если бы это вторжение и последовавшие массовые убийства были вызваны безумными амбициями деспотического правителя, у людей могла бы остаться надежда. Но по-настоящему безнадёжны те случаи, когда народу наносили вред избранные им же правители, у людей есть странная привычка аплодировать тем, кто их презирает. Уродольф фон Голденбаум на своём пути к трону опирался на поддержку народа, и его воцарение было следствием худшего демократического правительства. Поэтому Ян не мог поверять в им же сказанное, он задавался вопросом, что больше подходит для основания лучшей демократии, лучший вариант самодержавия или худшей демократии, и не мог прийти к ответу. Когда отдых завершился, сразу же началась подготовка к битве. Расслабленные умы внезапно ожили с мощи запущенных двигателей, различные системы обнаружения уже сообщили о присутствии впереди огромного флота противника, вселяя тревогу в сердце каждого офицера. Расстояние до врага восемьдесят четыре световых секунды. Голос оператора транслировался на все корабли, ледяной рукой страх отжимая сердца и вызывая учащение дыхания и пульса. И оно сокращается! Конечно, сокращается! Что б мы делали, если б они двигались в другую сторону? Нервно усмехнулся кто-то из солдат, обслуживающих рудийные башни. Их разговоры были наполнены взрывоопасной смесью тревоги и напряжения, если превысить критическую массу которых ситуация выйдет из-под контроля. Как обычно, Ян сидел на своем командирском столе, опираясь на одно колено и не сводя глаз с экрана. Но затем его взгляд сам собой прошелся по находящимся рядом с ним офицерам Меркацу, Мураю, Шанкопфу, Юлиану Минцу, Машанга, Фредерике Гринхилл, Патричеву. И ни на ком не задерживаясь, вновь вернулся к экрану. Фредерика, ощущая одновременно большое успокоение и легкое разочарование, посмотрела на молодого грант-адмирала, снявшего свой берет и взъерошившего непослушные черные волосы. Теперь он принадлежал ей. Но не только ей. По сравнению с более чем десятью миллиардами жителей Союза, которые верили в него, ее вера была в лучшем случае скромной. И девушка чувствовала себя чрезмерно амбициозно из-за своего желания разделить с ним будущее. Ян снова надел берет, Фредерика сосредоточилась на экране, все остальное не имело значения до тех пор, пока им не удастся пережить эту войну. Враги вошли в пределы желтой зоны. Начал новое сообщение оператор сухо и формально, но вскоре его голос резко пошел вверх. Они полностью в пределах досягаемости! Артиллеристы были готовы и держали пальц на кнопках пуска. Затаив дыхание, они ждали приказа своего главнокомандующего. Ян вздохнул, поднял руку и махнул ей вниз в десять раз быстрее, чем поднимал. Огонь! Десятки тысяч светящихся драконов устремились к врагу сквозь пустоту космоса, прежде чем они смогли добраться до своей добычи. Драконы имперского флота также были выпущены из своих клеток и бросились на своих противников. Их клыки столкнулись, взорвавшиеся слепительными вспышками света. В 14.20, 24 апреля 799 года космической эры или 490 года по имперскому календарю самым обычным образом началась битва при Вермиллионе. Часть 4 Вспышки света наполнили космическое пространство беззвучным рёвом. Всё новые и новые клинки света прорезали этот раскалённый добеловодоворот, разрывая корабли, осколки которых тенями плясали в бешеном танце. Вихри взрывов сверкали так ярко, что было больно смотреть. Не прошло и 30 минут после начала боевых действий, а сражение уже переросло в жестокую бойню. Однако стоит отметить, что битва при Вермиллионе началась довольно обычно. И Райнхард, фон Лайнграм и Ян Венли беспокоились, что у противника есть в рукаве какой-то хитрый план, и, думая о возможных последствиях, оба начали весьма осторожно и выжидающе. Райнхард собирался использовать беспрецедентно новую тактику гибкой и глубокой обороны против атакующих действий Яна. У Яна, разумеется, были собственные идеи, но ни один из них не спешил приводить свой план в действии, чтобы не дать другому фору. Таким образом, эта грандиозная артиллерийская битва, полная яростной пляски света, была далека от того, чего желали обе стороны. Но начавшись, эта битва понеслась вперед сама по себе, словно дикая лошадь, презирающая поводя всадника. Ян был настолько разочарован действиями Райнхарда, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сосредоточиться на управлении флотом. Изменения в ходе битвы были столь резкими и беспорядочными, что ни Райнхарду, ни Яну не удавалось своевременно на них реагировать. К тому моменту, как приказы доходили до адресатов, ситуация успевала кардинально перемениться, делая их бессмысленными. В результате, когда в докладах с передовой запрашивались подробные инструкции, в льдисто-голубых глазах Райнхарда стали вспыхивать молнии. «Пусть все подразделения действуют по ситуации. Иначе зачем я вообще назначал офицеров среднего звена? Я что, один должен все делать?» Флоту Союза приходилось хуже, когда командиры запрашивали подробные инструкции, Яну оставалось лишь вздыхать. «Ну, пусть с врагом посоветуются, что ли. Как будто в такой неразберихе есть возможность командовать». Битва стремительно становилась все ожесточенней сверх всяких ожиданий командиров. Луч к лучу, ракета к ракете яростно сталкивались, атакующие оборонительные силы боролись друг с другом. Если силы разрушения брали вверх над защитой, они прорывались сквозь нейтрализующие энергию магнитные поля и охватывали корабли своим смертоносным жаром. Если же защита оказывалась мощней, вся огромная разрушительная энергия расточалась напрасно, наносив вред лишь самым слабым жертвам по мере своего рассеивания. Терзаемые яростными волнами высвобождаемой энергии, оба флота продолжили выпускать лучи света и ракеты, даже будучи поражены ядерными ракетами, корабли продолжили вести огонь и уничтожить врага, как будто им было присуще человеческое упорство. Радужный натиск имперских выстрелов обрушился на флагман Яна Гиперион, вокруг которого вспухли большие маленькие огненные сферы. Первым взорвался защищавший его крейсер Нарвик, который после попадания в середину корпуса разломился напополам и раздулся белым пузырем света, а затем один с другим вспыхнуло целое скопление ярких шаров, освещая темноту космоса. На мужественном смуглом лице капитана Гипериона Ассадора Шартиана появилось опасение. «Ваше превосходительство! Наш флагман слишком близко к линии фронта! Боюсь, мы можем стать целью концентрированного огня! Прошу разрешения отвезти корабль назад!» Обращенные на капитана черные глаза Яна были полны доверия. «Этим кораблем командуете вы! Делайте, как посчитаете нужным!» Но не прошло и десяти минут, как он взял свои слова назад. «Зачем вы отступили? Так я не смогу своевременно управлять сражением!» Причиной тому было лишенное связи с остальным флотом подразделения имперцев, которое выдвинулось вперед, пойдя в атаку. В тот момент, когда Ян увидел брешь, он понял, что это возможность укрепить пошатнувшийся каркас его тактических построений, Ян наклонился вперед и отдал приказ Фредерике. В конце концов, командованию имперцев не хватило слаженности, и в тот момент, когда подразделение, которое находилось на переднем краю, нацелило на противника свои орудия и было готово открыть огонь, подразделение, которое находилось позади, устремилось вперед. Системы предотвращения столкновений сработали мгновенно, и имперские корабли заплясали в разнобой в маневрах уклонения. Штурманы проклинали всех богов и демонов, отчаянно цепляясь за свои панели управления. Неразбериха длилась недолго, но Яну этого хватило. Все корабли Союза повернулись к внезапно пустившимся в пляс кораблям противника и одновременно дали залпы своих главных орудий. Повсюду начали появляться светящиеся точки, которые раздувались и сливались друг с другом, образуя нечто бесформенное. Огромная дыра образовалась в построениях имперского флота уродливая месива из потоков энергии небытия. Гигантский водоворот высокочастотных волн, безжалостно отрицающий само существование жизни. На своем флагманском линкоре Бронгильда бушевал Рейнхард. «Что, черт возьми, делает Турнезан?» Офицер связи съежился от голоса Рейнхарда, изо всех сил пытаясь преодолеть воздействие помех и установить контакт с нарушившим порядок флотом. Операторы систем наблюдения тоже пытались различить что-то в неразберихе сигналов с обеих сторон. Они подтвердили, что флот Турнезана покинул предназначенный ему участок. Настоящий герой. Искусственные глаза Аберштейна равнодушно светились. Речи его разносятся далеко, но глаза видят лишь то, что находится прямо перед ним. Думаю, вам лучше избавиться от него. «Если я буду жив в конце этой битвы, то обязательно одобрю ваше предложение», выплюнул Рейнхард. «Но прямо сейчас нам нужна сила его флота. Свяжите меня с Турнезаном!» Шаттл связи, на котором находилась капсула с приказом Рейнхарда Турнезану, покинул Трюмбрунгильды. Рейнхард разъярился ещё сильней из-за того, что пришлось использовать такой окульный путь, но делать было нечего. В одиночку выдвинувшись вперёд, питаемый лишь своими амбициями и агрессивностью, Турнезан разрушит планы молодого гроз-адмирала на тактическом уровне, если не вернётся на своё место. Теперь Рейнхарду придётся оттаскивать его за шиворот и наводить порядок в своём флоте. Вступая в подобную войну на истощение, он рисковал сыграть на руку Яну. Опасения Рейнхарда оправдались, Ян находился в затруднительном положении, но мастерски изменил построение таким образом, что силы имперцев, за исключением подразделения Турнезана, оказались в фокусе вогнутого построения кораблей Союза. Потрясающий точный выбор момента и чёткость исполнения заставили меркаться с восхищением посмотреть на Яна, а тем временем корабли противника смешали ряды и ринулись как сумасшедшие вперёд к батареям армии Союза, словно их засосало через соломинку. Огонь! Это была атака огромной плотности и точности, имперцы, несущиеся словно стадо бешеных бизонов, как будто столкнулись с невидимой стеной. Взметнулись свет и жар, и солдаты, только что при исполненной отваге и возвышенных чувств, обратились к мертвецов. Цепи взрывов протянулись во всех направлениях, превращаясь в ожерелье из огоньков, которая выглядела красивее любого украшения, сделанного руками человека. Но внутри драгоценных бусин сияющего ожерелья, лишённое всякого изящества великолепия, бушевала смерть. Некоторые солдаты испарились мгновенно, другие изгорели заживо, и их тщетные крики разрывали воздух. Ослеплённые вспышкой несколько человек столкнулись с убегающими товарищами, и, случайно упав на оголённые провода, умерли в снопе искр. Жестокость никогда не была их целью в бою, но теперь они осознали, что справедливость и вера в первую очередь жаждут крови. И чтобы справедливость, провозглашённая их верховным главнокомандующим, стала реальностью, а вера была удовлетворена, многие должны были сгореть заживо или быть разорваны на куски. Если бы только их правители отказались от справедливости и веры, тем солдатам, которые смотрели на свои внутренности, вываливающиеся из открытых ран, не пришлось бы умирать в боли и ужасе. Но правители продолжали настаивать на том, что справедливость и вера важнее человеческих жизней, даже если они пользовались своей властью, прячась вдали от поля боя. Если Райнхард отличался чем-то от этих трусливых правителей, так это тем, что он всегда находился на передовой. «Мама! Мама!» Стонал, захлёбываясь кровью солдат, которому взрывом оторвало ноги, и он с трудом полз на руках. Другой раненый, залитый собственной кровью споткнулся о мёртвого товарища и с хрустом рёбер свет угас в его глазах. Эта кровавая мясорубка перемалывала корабли не только одной стороны. Флот Союза под градом мощного ответного огня также страдал. Бомбы с ураном-238, выпущенные электромагнитными катапультами, пробивали корпуса кораблей Союза, извергая невероятный жар. Солдаты, схваченные огненными щупальцами, жутко кричали, катаясь по палубам. Сами палубы были уже раскалены до красна, так что брызги крови, соприкасаясь с ними, превращались в белый дым. Услышав приказ покинуть блок, пока ещё живые, залитые кровью солдаты, уворачиваясь от клубов огня и дыма, изо всех сил бежали к герметичным дверям. Кровь из экран капала на пол, превращаясь в клубы пара, жар обжигал ноги сквозь подошвы. Раздался ещё один взрыв, и горячие струи воздуха сбили с ног многих солдат, а осколки металла и керамики, пролетая с огромной скоростью, рассекали шеи и пробивали шлемы. Обезглавленные трупы падали на товарищей, которые только-только начали подниматься, вызывая новые крики. В тот момент, когда руки касались пола, они оказывались ужасно обожжены, кожа оставалась на полу, а обожжённая плоть напоминала багровые перчатки. Даже когда двери в отсек закрылись, скрывая эту адскую сцену, она по-прежнему оставалась в глазах выживших. Неумолимо текущее время требовало всё больше жертв, разрушения становились всё более ужасными и многочисленными, и Империя и Союз были бессильны избежать погружения в кипящие пучины смерти. Глава восьмая Смертельная битва Часть первая Всего в битве при Вермиллионе принимало участие 18 860 кораблей и 2 295 400 солдат со стороны Империи и 16 420 кораблей и 1 976 000 солдат со стороны Союза. Цифры были примерно одинаковыми, а учитывая то, что линии снабжения Союза были короче, а флоты Империи, занимавшие оборонительную позицию и милл резервы, они были равны и в этом отношении. Как бы то ни было, Союз, по крайней мере, не был в невыгодном положении. Но у Имперцев было огромное подкрепление в виде флотов Миттермайера, Руентали, Мюллера и Беттенфельда, которых в скором времени можно было ожидать на поле боя. У Союза же, напротив, не осталось ни одной монеты в загашнике, и если они потерпят поражение, защищать Хайнессон будет некому. Судьба всего Союза свободных планет сейчас зависела от того, удастся ли убить одного человека, Рейнхарда фон Лоинграма. И хотя под гонетом чудовищной ответственности, которой на нем лежало, можно было сойти с ума, Ян просто не мог позволить себе быть слабым или роптать. Да, он понимал, что есть предел к человеческим возможностям, но был непреклонен. Ведь если он, Ян Венли, не сможет победить Рейнхарда фон Лоинграма, то никто в Союзе не сможет. В то же время он ничего не желал больше, чем избежать зрелища умирающих солдат, осознание себя как виновника массовых убийств не было длияно новостью, но одних лишь мысленных картин разрушения и кровопролития было достаточно, чтобы заставить сердце несостоявшегося историка содрогаться. То, что он уже совершил в прошлом, и то, что продолжает совершать в этот самый момент, имеет ли вообще такой человек право на счастье семейной жизни? Ян не мог отделаться от подобных мыслей, пожалуй, именно в этих мыслях и состояла главная причина, по которой он так долго сдерживался, чтобы не ответить взаимностью на чувства Фредерики Гринхилл. И хотя казалось, что он наконец преодолел это, до конца убедить себя ему так и не удалось. Впрочем, откажись он от семейного счастья навсегда, это всё равно не вернуло бы к жизни погибших. Прежде всего, битва при Вермиллионе не имела себе равных из-за масштабности и сложности тактических ходов, которые привели к её началу. Но также и потому, что два легендарных полководца сошли с лицом к лицу на её роковом поле. Тем не менее, к концу первого акта битвы как Ян, так и Рейнхард отказывались верить в то, что это их руководство привело к этой хаотичной непостижимой бойне, вышедшей из-под контроля. Обе стороны неохотно готовились к битвенной истощению, понимая, что находятся на грани катастрофы, они наконец смогли взять боевые действия под контроль и временно опустить занавес над сценой взаимного кровопролития, который иначе грозил растянуться до бесконечности. Их проницательность и рассудительность в этой ситуации ещё раз доказывали их невероятные способности. «Боже, ну и натворили мы дел!» вздохнул Ян, пробегая глазами по входящим данным. «То, что присущее военной науке безжалостность может также эффективно нести смерть собственным людям, на этот раз стало для него ещё ясней, ведь драгоценные силы были растрачены впустую, поэтому он пребывал в плохом настроении. Если бы только у нас было больше кораблей, десять тысяч, нет, пять, даже трёх тысяч было бы достаточно». Ян снова вздохнул, осознавая отчётность таких бессмысленных рассуждений, взъерошив свои чёрные волосы, он взял себя в руки и вернулся к расчётам. У всех остальных тоже были свои обязанности. Военные хирурги и медсёстры мобилизовали всю свою медицинскую сеть для лечения раненых. Столкнувшись с выбором между человечностью и эффективностью, они отдавали предпочтение последней, поэтому их методы были в некотором вроде жестокими. Сначала они обезболивали болевые рецепторы пациентов паралитическим газом, а затем отрезали поражённые части, заменяя их искусственными органами и кожей. Повреждённые и не поддающиеся излечению конечностей отрезали лазерными скальпелями, после чего приживляли на их место протазы, оснащённые водородными батареями. Такие меры сначала применялись лишь в тех случаях, когда живые клетки не могли быть регенерированы с помощью особого излучения, но поскольку в половине случаев это делалось без согласия пациента, вскоре пришедшие в себя тяжелораненые начали кричать в знак протеста, не обнаружив на привычном месте своих рук и ног. Насколько бы они ни кричали, требуя вернуть утраченное, эти ампутированные части уже были сожжены, хранить их было негигиенично. Таким образом, количество солдат, оставшихся после войны с механическими протазами, было сопоставимо с числом тех, кому повезло ещё меньше. Рано утром 27 апреля ход битвы претерпел первые серьёзные изменения, когда после перегруппировки флота Ян приказал начать блицкрик. Он редко проявлял такую активность против умелых противников. Обычно Ян подстраивался под действия врагов и предпочитал заставать их врасплох, а не атаковать в лоб самому. С другой стороны, Райнхард получил информацию о блицкриге Союза, отдал весьма стандартные в таких случаях приказы контратаки, что также было необычным для стыль энергичного командующего. А вот какова одна из главных причин того, что начальная фаза битвы при Вермиллионе привела к такому хаосу. Обычной тактикой Райнхарда было нанесение удара первым, а привычным для Яна Венли стилем была гибкая оборона. А здесь они будто добровольно лишили себя своих сильных сторон и, пытаясь вырвать друг у друга победу, поменялись местами, действуя в стиле своего оппонента. С уверенностью будут утверждать некоторые из военных историков будущего, но и у Райнхарда, и у Яна, независимо от того, брали они инициативу в свои руки или отдавали, находясь на поле боя, не было иного выбора, кроме как сделать всё, что они могли, для того, чтобы довести до логического конца сложившуюся ситуацию. И на то у каждого была своя веская причина. Флот Яна атаковал имперцев, как и было спланировано в коническом построении. Из открытых оружейных портов кораблей Союза материальная и нематериальная энергия обрушилась на врага силой булавы Шивы. Ответный удар флота империи был столь же жестоким, но этого было недостаточно, чтобы остановить продвижение Яна. Распустившиеся в изобилии яркие цветки взрывов поглощали имперские корабли, эсминцы, получившие прямые попадания, вспыхивали самыми различными оттенками, напрягая до предела зрительные нервы видящих это солдат и разлетались во все стороны. Столкнувшиеся с густкой энергии спускали светотепло, раскачивая корабли своей турблянтностью. Десятки тысяч огненных стрел обрушивались на корабли, пробивая бреши, сквозь которые в темную пустоту высасывало воздух и солдат. Белый, оранжевый, малиновый, синий, зеленый и фиолетовый вспышки взрыва всех цветов ударили в глаза наблюдавших. Если бы все это сопровождалось и звуком, обосражающихся с ума. В прошлом при применении техники мастированного огня флота Яна ошеломляющий результат никогда не заставлял себя ждать. И этот раз не был исключением. Неумолимый водопад световых лучей нанес имперцам серьезный урон и, вероятно, не меньше урон был вызван ужасом и паникой, в которую впали солдаты. Войска Рейнхарда казалось готовы были отступить, но вскоре отказались от этого варианта и попытались уйти во фланг. Однако Ян был на шаг впереди. В свои попытки избежать огня противника имперцы выбрали худший из возможных вариантов. Словно гигантская река, хлынувшая из ущели на равнину, перед тем, как рассредоточиться, они, еще находясь в плотном построении, попадали под шквальный огонь противника. Воспоминание об этой столь эффективной бомбардировке заняло особое место в памяти Яна. Даже не имея четкой цели, канониры создавали огненные шары взрывов один взрыв за другим, рисуя кровью и пламенем на холсте космоса. И каждый такой взрыв означал гибель тысяч человеческих жизней. Имперцы были в одностороннем порядке отброшены, их построение разрушено, а корабли рассеяны. Ян не собирался упускать из рук этого шанса. Его краткий, но властный приказ был передан всему флоту. Вперед! Построенный конусом флот Яна двинулся вперед, пробивая строй имперцев, как стальной меч бронзовый щит. «Мы прорвались!» взволнованно вскричал оператор. Несмотря на радостные крики, наполнившие командный мостик Гипериона, Ян не разделил всеобщий восторг. «Слишком тонкий», произнес он тоном, больше подходящим покупателю, недовольному отрезанным в магазине куском мяса. Однако Юлиан сразу понял, что хочет сказать адмирал, оборонительное построение имперцев не должно было так просто распасться. «Скоро появится еще!» Предсказание командующего сбылось менее чем через полчаса, прямо перед ними выросла новая оборонительная линия противника и встретила их огнем. По мере того, как флот Яна на большой скорости продвигался вперед, продолжая вести концентрированный огонь, который был его отличительной чертой, он пробивал огромные дуры в рядах имперцев, буквально выкашивая врагов. В авангарде находилось подразделение командора Морина. Коммодор Морина служил капитаном Гипериона до того, как его сменил Шортиан. Умение управлять одним кораблем не обязательно означало умение командовать флотом, однако он был успешен и в этой роли. Словно шило сапожника, протыкающая кожу, его подразделение просверлило вражеские ряды. Но прежде чем успели стихнуть радостные крики, впереди появилось еще больше световых точек, их приветствовала очередная линия обороны, развертывая свои силы. Они продолжают появляться один с другим. Да сколько же у них слоев защиты? Это что-то вроде старинной юбки? Коммодор выругался и с недовольством оглядел офицеру своего штаба, но ему никто не ответил. Когда воздушный шар их триумфа сдулся, в воздухе по весному антревоге усталости. Тем не менее, корабли Союза открыли свои эрудийные порты и, не замедляя хода, атаковали третий слой. После короткого, но жестокого боя они буквально разорвали его в клочья и снова некоторые начали радостно кричать, пока не заметили четвертый слой обороны противника. Часть вторая 29 апреля стремительные атаки флота Яна Венли прорвали восьмой слой оборонительных построений имперцев, но перед ним сразу же возник девятый. Тысяча световых точек выстрелились, готовые встретить врага. Какое бесконечное поглубенье построение. У Яна против воли вырвался вздох восхищения. Хотя он и предсказывал, что противник займет глубокую оборонительную позицию, но не ожидал, что она будет такой плотной. Это служило живой иллюстрацией выражения «реальность всегда превосходит воображение». «Это как снимать слой за слоем кожицу лука», произнес Меркац, скрестив на груди руки. «Линии защиты идут одна за другой. Им нет конца». Начальник штаба Мурай покачал головой. Генерал-майор Вальтер фон Шанкоп цинично усмехнулся. «Останавливаться уже поздно. Ну что, будем снимать девятый слой, или...» Ян снова посмотрел на Меркаца и кивнул, получив ответ, который искал. Они прошли точку невозврата, зная, что глубина становится все больше, а грязь все гуще, у флота Союза теперь не было иного выхода, кроме как продолжить двигаться к центру озера. Герцог Рейнхард фон Лоенграм тянул противника за собой невидимым трассом, и его манипуляции казались невероятно искусными и зловещими, но откуда он наблюдал за ходом битвы? Годя прятался, выжидая момент, чтобы нанести удар. «Ваше превосходительство!» Раздался сдержанный голос, принадлежавший Юлиану. «Хочешь что-то сказать?» «Да, ваше превосходительство!» «Кажется, я понял, что задумал герцог Лоенграм». Ян, чуть нахмурившись, посмотрел на юношу с льняными волосами. Временами он старался быть строгим со своим подопечным, чтобы избежать обвинений в фаворитизме. «Смелое заявление!» «Но то, что думает герцог Лоенграм и то, что он делает, разделяет не меньше светового года». «Да, но в данном случае речь вряд ли идет и об одном световом дня». Взгляды офицеров штаба сосредоточились на Юлиане, Ян подождал пару секунд и потребовал объяснений. «Мне кажется, цель герцога Лоенграма в том, чтобы измотать нас, как физически, так и психологически. То, как мы, прорвавшись через одну линию обороны, сразу натыкаемся на следующий, подтверждает это». «Что ж, пожалуй, так и есть», пробормотал Меркац. Ян умолча смотрел на юношу. «Маши сансоры засекли бы их заранее». Медленно, словно еще раз обдумывая каждое слово, начал Юлиан. Кроме того, в таком случае герцогу Лоенграму трудно было бы следить за ходом битвы. Так что, по-видимому, отставки герцога нас вообще почти ничего не отделяет, и флот врага подобен двум колодам карт слева и справа, которые перемешивают прямо перед нами. Юлиан вздохнул и сделал заключение. Иными словами, они выдвигаются слева и справа и оказываются напротив нас. «Если нам удастся как-то это обойти, мы сможем сразиться с основным флотом герцога Лоенграма». Юлиан выразился очень ясно и точно. Когда юноша закончил говорить, первым на его слова кивнул Меркас. «Понятно. Это имеет смысл. Ты явно много думал над этим». Юлиан вздохнул. «Действительно, при таком построении герцог Лоенграм мог перебрасывать свои подразделения, постоянно выстраивая оборонительные линии перед флотом Союза. И все же Фредерико Гринхилл задумалось, был ли вздох адмирала адресован Райнхарду Фундлоенграму или же Юлиану. В этот момент пришел доклад от оператора, к ним приближалась группа одноместных имперских истребителей Валькирий. «Отправьте эскадрильи по плану Иконева на перехват», приказал Ян. Уже обдумывая следующую краткосрочную тактику, он перебрался со стола на стул и надвинул черный берет на лицо. Пролетая на огромной скорости между большими кораблями, 160 спартанцев и 180 Валькирий вступили в напряженный воздушный бой. Оливер по плану совершал немало предусудительных поступков, но трусом он точно не был. Никто никогда не видел, чтобы он дрожил от страха или беспокоился перед вылазкой. «Вески, рам, водка, Эпплджек, расходитесь и атакуйте! Не дайте врагу нас сожрать! Сожрите его сами!» Поплан, как обычно, дал своим подразделениям имена в честь сортов алкоголя. И, как обычно, он дал им разрешение разделиться в восьми направлениях. Хотя эскадрилья Поплана была известна своим построением тройками, её командир предпочитал развлекаться, уничтожая вражеские истребители в одиночку. Это могло показаться безрассудством, но он и в самом деле сбивал множество врагов с такими скоростью энергии, что в каждой атаке превращал в шары света одного, а то и двух противников. Враги были ошеломлены его несравненным мастерством, но две Валькирии, чьи пилоты были вдохновлены храбростью и честолюбием, напали на свою грозную жертву, посыпая её огненными стрелами и бросаясь на пятки. «Думаете, что сможете соревноваться со мной? Вы для этого ещё слишком зелены!» Усмехнулся Поплан и устремился к вражескому линкору, пока его преследователи болтались у него на хвосте. Не обращая внимания на трассы выстрелов фотонных пушек, опасно ласкающих его истребитель, он приблизился к огромному кораблю почти в упор и лишь перед самым столкновением резко рванулся вверх. Пройдя в считанных сантиметрах от обшивки, он выполнил переворот. Пилоты двух преследующих Поплана Валькири уступали ему в мастерстве, и один из них врезался в корпус корабля, взорвавшись оранжевым шаром, второй попытался повторить трюк Поплана, но задел днищем обшивку корабля и трение быстро проделало в нём дыру, в которую утащило пилота. «Пожалуй, этих двоих как сбитых не посчитать. Чёрт, Конев в этот раз наверняка меня обгонят». Но времени на хвостовство у Поплана не было, так как его подчинённые оказались стянуты в такую битву, с какой прежде не сталкивались. Имперские Валькири под командованием Хорста Шулера, на счёту которого было 80 сбитых противников, применяли свою собственную тактику в противовес тактике троек флота Союза. Они загоняли противника под огонь артиллерии тяжёлых кораблей, таким образом расправляясь с ним. Спартанцы испарились один с другим, когда оказывались в пределах досягаемости орудий линкоров. Собрав своих пилотов, Поплан был поражён тем, как резко сократилось их число. Отчёт старшего лейтенанта Моронвилля был полон горечи. От подразделения Эпплджек осталось всего двое. Все остальные погибли в бою. Все остальные... Внезапно голос ослаб, и сердце поплана словно стиснуло ледяная рука. В чём дело? Лейтенант Моронвиль, ответьте! Голос, который ответил, принадлежал не Моронвиллю, единственным, что их объединяло, было чувство горечи и безмерной усталости. Говорит мечман Замчевский. Я единственный, кто выжил из подразделения Эпплджек. Поплан со свистом втянул воздух и резко выдохнув ударил по ни в чём неповинному пульту управления правым кулаком. Тот факт, что знаменитая эскадрилья Поплана потеряла почти половину своих бойцов, потряс всех, но ещё более тяжёлый удар ждал впереди. Когда Поплан по возвращении пил виски в офицерской столовой, так и не сняв лётного комбинезона, туда вошёл заместитель Конева, старший лейтенант Колдуэл. «Эй, а где твой командир? Хочется увидеть его лицо ещё более кислым, чем моё». Колдуэл застыл как вкопанный, на его лице отразилась нерешительность, но затем он тяжёлым голосом ответил. «В данный момент я исполняю обязанности командира эскадрилья Конева, командующий Поплан». Глядя на подчинённого с нескрываемым неудовольствием, Поплан усушил ещё один стакан. «Я не в настроении для всяких окольных объяснений. Говори, что там с Коневым». Колдуэл смирился и дал конкретный ответ. «Он погиб в бою, сэр». Поплан впился в лейтенанта и с попеляющим взглядом. Казалось, противоречивость обуревающих его эмоций была единственным, что сдерживало ярстный крик, готовый вырваться из груди. «Сколько их было?» «Сэр, я спрашиваю, со сколькими врагами он сражался, когда его сбили? Иван Конев никогда бы не проиграл в битве один на один. Так сколько противников понадобило, чтобы справиться с ним?» Лейтенант смотрел в пол, словно в чем-то провинился. «Командующий Конев не был убит в сражении между истребителями. Он попал под огонь крейсера?» «Понятно». Поплан поднялся из-за стола и Колдуэл машинально отступил на полшага. «Значит, чтобы справиться с Коневым имперцем потребовался крейсер, да? Тогда для того, чтобы одолеть меня, им понадобится полдежный линкоров!» Поплан рассмеялся, но его смех напомнил лейтенанту звуки бушующей грозы. Колдуэл поймал это, проводив аса, выходящего из столовой твердой походкой, никак не выдающий нетрезвого состояния ее обладателя, Колдуэл опустил взгляд на свою руку, там лежала пустая бутылка из-под кукурузного виски. Успешно прорвавшись через девятый слой обороны имперцев, Ян Венли объявил о смене тактики. На этот раз он действительно был истощен этой чередой битв. «Стратегия герцога Лоенграма состоит в том, чтобы истощить наши силы при помощи крайней формы глубокой обороны. Все так, как и сказал младший лейтенант Минц, продолжить подобное было бы глупо, но остановка лишь даст врагу дополнительное время, так что мы в любом случае играем ему на руку. Наш единственный шанс уничтожить само многослойное построение врага». После такого вступления Ян представил офицерам штаба плоды своей умственной работы и проинструктировал их о дальнейших действиях. Таким образом, 30 апреля битва претерпела второе кардинальное изменение. Часть третья На данном этапе Райнхард, пребывая в состоянии близком к Литургии, полностью сосредоточился на отражении атак Яна, чтобы снизить их разрушительную мощь. В конце концов, прямое столкновение с флотом Яна было лишь частью стратегии по захвату всей территории Союза Субботных Планет, когда его адмиралы вернутся из секторов, куда были отправлены, и заполнять систему вермиллион, решающая битва достигнет своего апогея. Естественно, для такой впечатляющей кульминации требовалась обширная, пусть и довольно скучная подготовка. Чтобы выдержать натиск Яна, Райнхард подготовил 24 линии обороны. Точно так же, как он продемонстрировал это своим адмиралам, вылив вино на стопку бумаги, он планировал постепенно истощить силы Яна. Совершенство этой стратегии Райнхарда, которой Ян не мог не восхищаться, подкреплилось и тем, что корабли временно прорванные линии обороны рассредотачивались по сторонам и обходными путями возвращались в тыл к своим союзникам, где вливались в новые оборонительные построения. Таким образом, Ян столкнулся с перспективой бесконечной битвы, вынуждены снова и снова прорывать бесконечные ряды противника. До сих пор стратегия Райнхарда работала идеально, но 30 апреля произошло то, что заставило прекрасные брови Райнхарда нахмуриться, армия Союза свободных планет прекратила свое продвижение вперед. И явно что-то замышлее отступило на 800 тысяч километров, скрывшись в зоне скопления астероидов, в которой телеметрия была сильно сдруднена. Вскоре поступил доклад, что многочисленный флот Союза, уклоняясь от контакта с фронта, движется направо по отношению к силам Союза или налево по отношению к имперцам. Льдисты голубые глаза Райнхарда мрачно блеснули. Немыслимо было бы предполагать, что Ян Венли может разделить свои силы без воскрепричины. Несомненно, его цель заключалась в том, чтобы заставить Райнхарда изменить тактику и разделить флот, но проблема заключалась в том, что он не знал, где сейчас основной флот Яна. Начальник штаба Пауль фон Уберштайн прервал ход мысли своего господина. Учитывая то, насколько открыто они это сделали, можно предположить, что это приманка, но это может быть и не так. Так или иначе, было бы глупо распылять силы. Райнхард кивнул, но этот кивок скорее означал то, что он медлил со своим решением, нежели одобрял сказанное. Он не возлагал больших надежд на Уберштайна, как но тактика. Начальник штаба мог быть хорошим политиком и стратегом, но когда дело доходило до настоящей битвы, ему было не сравнится с утонченным гением молодого главнокомандующего. Райнхард заметил, что неосознанно сжимает медальон, висящий у него на груди. Если бы его ржеволосый друг был жив, то наверняка смог бы дать ему дельный совет, но после его смерти Райнхарду приходилось в одиночку составлять и воплощать в жизнь планы. Насколько невосполнимой была эта потеря, и какой же невероятной глупостью было допустить потерю того, что он не должен был потерять. «Так что скажете, ваше превосходительство?» спросил Уберштайн. Вопрос начальника штаба вернул Райнхарда в реальность, но все же ему потребовалось несколько секунд, чтобы отдать приказ. «Развернуть флот на левый борт!» «Противник хочет использовать это показное разделение как приманку для перемещения основных сил, но мы преградим им путь и щелкнем их по носу!» На сей раз Райнхард не был до конца уверен в своем решении. Мысль о том, не стоит ли ему изменить способ атаки витала у него в голове. Если бы Зигфрид Кирхиаис был рядом и предложил это, он без лишних вопросов последовал бы его предложению. Однако его врожденное честолюбие делало такую реакцию неизбежной после пассивных мер, которую он предпринимал до сих пор. Кроме того, его соблазняла перспектива лично одолеть Яна Венли, не полагаясь на помощь своих адмиралов. В конце концов, Райнхард считал, что уже достаточно глубоко изучил тактику Яна, так что, похоже, ему придется передать бразды правления, пусть даже на один бой. Все еще не в силах совладать со смятением в душе, Райнхард начал притворять свой план в жизнь. Оставив под непосредственным командованием Райнхарда небольшую группу кораблей, остальной имперский флот перестроился и быстро выдвинулся в сторону врага. Переход от тотальной защиты к нападению поднял настроение молодых командующих имперского флота. Но когда имперцы взяли противника на прицел, они были поражены, увидев, что то, что они считали основными силами Союза, оказалась группа из двух тысяч кораблей, тянущих за собой астероиды, чтобы обмануть радары и заставить думать, будто их больше. И пока этот флот приманка отвлекал основные силы имперцев, флот Союза выскочил из укрытия в скоплении планет и яростно устремился к штабу Райнхарда. Войска Союза торопились изо всех сил, если бы они упустили этот шанс, поражение становилось практически неминуемым. Дасти, Аттенбора и остальные командиры подразделений кричали на своих подчиненных и топали ногами, заставляя корабли устремляться сквозь пустое и беззащитное пространство подобно стрелам. К тому моменту, когда имперцы осознали, что происходит, противник уже обошел основные силы империи и приближался к месту расположения штаба Райнхарда. Скорость этой атаки впечатлила бы даже ураганного Волга вольфганга Миттермайера. Торнезен, Браухич, Альдринген, Карнап и Гринеман изо всех сил пытались повернуть назад, но подверглись обстрелу со стороны флота приманки, получив значительные повреждения. Не то чтобы это их сильно беспокоило, ведь перед ними находились основные силы Союза. Если бы эта атака увенчалась успехом, имперцы могли бы нанести жестокий фланговый удар. Но флот Яна как всегда был на высоте. Хотя авангард имперцев выпускал лучи и ракеты наугад, нанеся некоторый урон правому флангу атакующего флота Союза, те нарушили струю и устремились влево, создавая впечатление, что их центр вот-вот сломается. Убеждённые в этом турнеезоны Браухич, пришедшие в ярости, стремящиеся отплатить за унижение, которому они подверглись, попавшись на приманку, вместе атаковали противника. Обстановка на поле боя изменилась быстро. Имперские адмиралы были ошеломлены, узнав, что находятся под ударом противника, когда уже было решили, что успешно сломили его. Изгиб в построении кораблей Союза был на самом деле вогнутой поверхностью, намеренно образованный в ответ на наступление имперцев, оказавшихся в итоге в полуокружении. В другой ситуации они вряд ли совершили бы такую глупую ошибку, но оптическая иллюзия заставила их думать, что они атакуют фланг противника, сделав жертвами сверхъестественных тактических способностей Яна. Огонь флота приманки, атаковавшего с тыла, также усилился, и теперь корабли Союза атаковали врага со всех сторон. Бесчисленные полосы пронзали имперский флот, клинки света разрубали боевые корабли, окруженные бездвижные имперцы попали в объятия смерти. Флот Альдрингера почти уничтожен! Этот отчет полной тревоги и страха был встречен гробовым молчанием на мостике Брунгильды, а следом посыпались и другие плохие новости. Передние ряды флота Браухича гибнут! Оператор, передающий эти отчеты, с трудом контролировал свой голос. Рейнхард уже понял, что отдельными рядами или даже флотом продолжающиеся разрушения не ограничатся, а будет включать также его легендарной непобедимости славу. «Меня перехитрили», подумал Рейнхард. Тень самоуничижения пробежала по его побледневшему красивому лицу. Если бы окружение оказалось успешным, его поражение стало бы крайне вероятным, но будь он проклят, если он не собирался сокрушить Яна Венли до того, как это произойдет. Не имея ничего, кроме незавершенного окружения и неуклюжей расстановки сил, он и его люди стали легкой добычей. «Неужели мы одержали все эти победы только для того, чтобы в конце концов проиграть? Кирхиайс, это предел того, как далеко я должен был зайти». Сжимая медальон своей точеной белой кистью, он задавал себе эти безмолвные вопросы в своем бездонном одиночестве. Его друг ничего ему не ответил, и Рейнхард не мог его заставить. Имперский флот находился на последнем издыхании, ожидая момента, когда он окончательно нападет, словно огромный вечнозеленный дуб, пораженный молнией. Старший адъютант Рейнхарда, контр-адмирал Артур фон Штрейд, подошел к своему молодому господину. Известный своими прямыми суждениями, он дал совет, стараясь сохранить решимость перед лицом катастрофы. «Ваше превосходительство, сейчас для вас подготовят шаттл. Прошу вас, вы должны бежать пока возможно». Рейнхард взглянул на своего помощника, и у того перехватило дыхание от холодного блеска в голубых глазах командующего. «Не выходите за рамки своих обязанностей. Я никогда не слышал о тактике, предполагающей бегство, в котором нет необходимости. С каких пор мы начали праздновать труса? Простите, что говорю без приказа, но бегство на данном этапе не означает поражение. Как только мы соберем силы всех адмиралов, то сможем взять реванш». Однако, злотовласый юноша был упрям, он уже забыл, о чем совсем недавно говорил Эмилю. «Если я буду убить здесь Яном Венли, значит, это все, чего я заслуживаю. Какой же из меня тогда верховный правитель? Погибшие от моих рук станут потешаться надо мной в Вальгалле. Вы хотите, чтобы я стал посмежищем? Ваше превосходительство, не относитесь так легко к своей драгоценной жизни. Давайте начнем сначала. Прошу вас, уходите, пока возможно!» Присоединился к уговорам капитан Гюнтер Кистлинг, командир охраны Рейнхарда с топазовыми глазами. На выражении лица командующего сохранила фарфоровую торжественность и никак не изменилась после слов подчиненных. Штрейд перевел взгляд на Кистлинга, хотя это шло вразрез с намерениями господина. Он намекнул, что тому нужно покинуть флагман, Кистлинг кивнул. В этот момент сразу три корабля, прикрывавших Бронгильду, стали жертвами сосредоточенного огня. Один получил попадание в энергетическое ядро и исчез в огненном шаре, другой раскололся надвое, а последний выплюнул поток обламков из открытой пробоины и попытался выйти за пределы досягаемости. Их взрывы промелькнули на экране, потрясая тех, высвободившиеся энергии обрушились на Бронгильду табуном диких лошадей, яростно раскачивая её. Все, кто находился на мостике, за исключением одного человека, попадали на пол. Лишь молодому диктатору удалось избежать падения благодаря невероятному чувству равновесия и ловкости. А потом случилось нечто странное. В яростной атаке Союза наступило затишье, пытаясь помочь Эмилю подняться на ноги, Райнхард бросил острый взгляд на экран, гадиненадолго исчез водоворот световых лучей, возвращая привычную «Это флот Мюллера!» — закричал оператор. «Мюллер пришёл нам на помощь! Мы спасены!» Эти последние слова выразили чувства всех присутствующих на командном мостике и вызвали хор согласных возгласов. Часть четвёртая Существовала причина, по которой всех имперских адмиралов, рассредоточившихся для выполнения плана грандиозного окружения, именно Нейхард Мюллер смог прибыть первым. Получив приказ захватить базу снабжения в звёздной системе «Лукас», находящуюся довольно близко к вермиллиону, он планировал вернуться, как только выполнит эту задачу. База выглядела укреплённой, и потому казалось, что на её захват потребуется несколько дней. Однако, когда Мюллер оказался в системе «Лукас», то получил известие, что база встретит их, не сопротивляясь. Тем, кто сдал базу без боя, был её начальник, офицер по имени Обри Коклин. Разумеется, его многочисленные подчинённые настаивали на том, что хранящиеся у них припасы слишком ценные, чтобы просто так отдавать их врагу. Они собирались, по крайней мере, облучить и сделать непригодными хранящиеся на базе 80 миллионов тонн зерна, 24 миллиона тонн мяса, 63 миллиона тонн кормов для домашней скотины, 2,6 миллиона корот промышленных алмазов, 38,4 миллиона тонн жидкого водорода и сопоставимые запасы редких металлов, топлива и нефтепродуктов. Но Коклин отказался, объяснив свои действия таким образом. «Если бы у нас хранились припасы для использования в военных целях, то так и следовало бы поступить. Однако они предназначены для мирных жителей, и как бы ни изменилось руководство и политическая система, мы не можем оставить их умирать. Пусть меня назовут предателем, это будет мой крест». Экстремистски настроенные солдаты из числа его подчинённых, ненамеренно отдавать имперцам ценные ресурсы, попытались напасть на Коклина, но другие сдержали их. В конце концов, база снабжения в системе Лукас была сдана противнику без происшествий. Поначалу Мюллер презирал Коклина за то, что считал эгоистичным и предательским поступком, но позже, узнав от своих людей о приведённых им аргументах, впечатлился и пригласил его присоединиться к своему штабу, подумывая о том, чтобы назначить его на важную должность по надзору за поставками и финансами. Коклин отклонил это предложение, и без того, считая себя трусом, он беспокоился о том, что будет выглядеть в глазах других предателям, отдавшим ресурсы врагу, чтобы обеспечить себе высокий пост. Тогда Мюллер пообещал, что ресурсы будут использованы только для нужд мирных жителей, а Коклин и его люди смогут вернуться на Хайнессон. Убедившись, что его приказ выполнен, Мюллер тихо ушёл. Но добропорядочность Коклина не была оценена должным образом, после возвращения на Хайнессона и обвинения от своих подчинённых, он был арестован по подозрению в пособничестве врагу и отправлен в отдалённый лагерь для военноплённых. В условиях последовавшего военного и политического хаоса его существования могли бы забыть навсегда, если бы не усилия одного человека. Два года спустя, когда окончилось восстание системы Баалат, Нейхард Мюллер отправил своих людей на поиски местонахождения Коклина и спас его от голодной смерти в лагере. Впоследствии Коклин стал главным бухгалтером у Мюллера, но это уже другая история. Возвращение Мюллера и спасением остатка флота Рейнхарда стало третьим переломным моментом битвы при Вермиллионе. Если бы не его фланговая атака 2 мая, флот Союза до конца дня мог бы убить Рейнхарда фон Лоинграма, по крайней мере так одинодушно предполагали будущие историки, которые не могли удержаться от соблазна порассуждать на эту тему. В предыдущие дни тактическое командование Яна Венли было почти безошибочным, на время превзойдя даже гений Рейнхарда. Но теперь ему предстояло столкнуться с серьёзным препятствием. Появление флота Мюллера вселило в имперцев новые силы, полной решимость одолеть Союз они открыли орудийные порты и, используя всю оставшуюся с их распоряжения энергию, обрушили на грозного противника град лучи и ракет. В рядах кораблей Союза вспыхнули огненные цветы, оставляющие за собой пустые тёмные дыры, но даже оказавшись в невыгодном положении, силы Союза огрызались ответным огнём, сокрушая имперские корабли. Контр-адмирал Союза Дасти Аттенбора, находясь на грани истощения, продолжил командовать на передовой без сна и отдыха. Мы не можем сдаваться и убегать лишь потому, что к битве присоединился ещё один имперский флот. Заметил он, поглаживая рукой заросший щетиной подбородок. Нам не очень интересно, что ещё осталось в рукаве у чудотворца Яна. Флот Мюллера торопился присоединиться к битве и потому оставил позади сорок процентов своих отстающих кораблей, так что вряд ли теперь мог называться полноценным флотом, и это было для Яна некоторым подспорьем. Появление Мюллера вообще казалось Яну больше случайностью, чем просчётом. Он полагал, что первым из имперских адмиралов должен вернуться славящейся несравненной скоростью Вольфганг Миттермайер, и Ян планировал убить Райнхарда до того, как это произойдёт. На тот момент все расчёты в его плане были хорошо сбалансированы, если бы ситуация оставалась прежней, победа была бы у него в руках. Но теперь планы приходилось менять. Я действительно поторопился, сбрасываясь у счетов Мюллера. Пробормотал Ян, обмахиваясь бюретом. Он и не думал недооценивать самого молодого командующего имперского флота, но в итоге получилось, что именно это он и сделал. Первым атакой Мюллера принял на себя адмирал Лейонел Мортон. И это был жестокий удар. Флот Мортона на начало битвы, насчитывающий 3690 кораблей, уже через час сократился до 1560. Его потери за этот час составили 57,7%, цифра, которая, будучи абсолютно точной, показалась бы сомнительной любому военному историку. Разумеется, имперцам тоже пришлось заплатить немалую цену. Окружение союза сохраняло свою форму, обрушивая на вражеский флот все, что у него было, и постоянно высвобождая вспышки света и энергии. Но в этот конкретный момент Мюллер превзошел Яна той решимостью, с которой ворвался на поле боя. «Адмирал Мортон погиб в бою!» Услышав этот скорбный доклад, Ян ненадолго закрыл глаза. Заметив верные признаки отчаяния и усталости на его молодом лице, Юлиан и Фредерико обменялись тревожными взглядами. Остатки флота Мортона, потерявшие своего командира и находящиеся под интенсивным обстрелом, с трудом смогли удержать строй и перегруппироваться, соединившись с основными силами Яна. Мюллер же, разбив Мортона, смог вклиниться между Яном и Рейнхардом, словно прикрывая хозяин от вражеских атак собственным телом. Он первоклассный командир, отлично читает ситуацию, отлично сражается и отлично защищает своего императора. Ян был не единственным, у кого была дурная привычка превозносить силу своего врага. Рейнхард тоже был подвержен этому, со своим складом ума и тонкой чувствительностью нередко испытывая уважение и восхищение к врагам, а к собственным товарищам презрение и ненависть. Но на этот раз восхищаться действиями противника не пришлось. Неистовство атаки Мюллера оказалось слишком сильным, чтобы силы Союза смогли его поглотить, пока противник пробивал себе дорогу через их построение. Полосы смертоносного пламени разили во все стороны, на мгновение освещая темный путь к смерти и играя безмолвный реквием для своих жертв. Мюллер преуспел, пробормотал спасенный от необходимости бегства Рейнхард, стоя на мостике Брунгильды. Он вытер свое прекрасное лицо полотенцем, переданным Эмилием, и стал ждать развязки в буквальном смысле, зато и в дыхание. Часть пятая Флот Союза находился на краю пропасти, отделяющей жизнь от смерти. Если бы Мюллер привел с собой все свои корабли, то точно столкнул бы его с этого края. Хотя это вовсе не означало, что имперцы имели преимущество на всех фронтах. Если бы точным, борьба с противником, до сих пор удерживающим их в окружении, отняла у них очень много времени и энергии. От флотов Альдрингера и Браухича стали жалкие остатки, а у Карнапа, Турнеезена и Грюнемана оставалось недостаточной сил, чтобы прорваться через вражеские ряды. Турнеезен полностью сосредоточился на обороне, а тяжело раненый Грюнеман передал командование своему начальнику штаба. Сутки спустя флот Карнапа тоже уступил натиску противника, и когда число потерь достаточно выросло, командующий связался с основным флотом Райнхарда, чтобы запросить подкрепление. Услышав об этом от связиста, молодой диктатор взмахнул своими роскошными золотыми локонами. У меня нет для него подкреплений. Пусть сражается и умирает с тем, что у него есть, а если он чем-то недоволен, пусть выскажет мне все в Вальгалле. Райнхард не был бессердечным, просто у него действительно не осталось ни одного особо одного корабля. Однако Карнап воспринял этот совет довольно тяжело. Сражаться и умереть, значит, что ж да будет так, если я погибну первым, то раньше доберусь до Вальгаллы, и там уже ты будешь у меня на побегушках, Райнхард фон Лайнграмм. Карнап поднялся со своего командирского кресла и отдал приказ всему своему истощенному флоту атаковать на максимально доступной скорости. Если бы им удалось сосредоточить удар в одной точке и прорвать окружение, флот Яна мог бы развалиться. Решение Карнапа было вполне естественным, но оно открыло Яну ценную возможность. Открыть огонь и цельтесь как можно тщательней. Ян особо подчеркнул вторую часть, так как энергии боеприпаса его флота подходили к концу. После чего он приказал создать проход в том месте, на котором противник сосредоточил стрельбу с обеих сторон. Имперцы оказались приятно удивлены. Те, кто находился в окружении, попытались вырваться из него, а те, кто находился снаружи, попытались прийти на помощь окруженным товарищам. В итоге они с обеих сторон стремились в одну точку пространства, заполнив ее и дав флоту Яна шанс использовать свое умение концентрировать огонь. Карнапа спарился вместе со своим флагманом, бушующая огневая мощь, направленная на один корабль, уничтожила разума множество соседних, превратив пустоту космоса в огромное кладбище с быстро затухающими всполохами. Так ход битвы изменился в четвертый раз. Нейхард Мюллер увидел, что его передовой флот охвачен пламенем, в его светлых глазах отражались разноцветные вихри. Жестокость, разрушительная мощь удара Союза в тот момент были просто поразительными. Флагман Мюллера оказался подбит в шести местах, в том числе поврежден был и термоэдерный реактор, вынуждая членов экипажа искать укрытие. «Ваше превосходительство!» взмолился капитан Гусман, на бледном лице которого выступили капельки пота. «Прошу вас покиньте этот корабль! Он обречен!» Мюллер кивнул, неохотно соглашаясь. Он не желал бросать корабль, но иного выхода не было. «Ладно, тогда мы перенесем наш штаб на другой корабль. Какой линкор ближайший?» Узнав, что ближайшим является Нойштад, Мюллер снова кивнул. «Вы отправитесь вместе со мной на шаттле!» Лишь этот приказ удержал капитана от самоубийства. В отличие от Райнхарда, чьи ноги болескованы сыпями его собственного стремления к славе, Мюллер, потерпев однажды жестокое поражение от Яна, научился быть гибким перед лицом неминуемой гибели, так что он доверился шаттлу и оставил свой флагман умирать. Но стоило Мюллера сменить флагман, как огонь Союза сосредоточился на Нойштадте, быстро выведя его из строя. Через пять минут после того, как Мюллер и его люди покинули корабль, он исчез в огненном шаре. «Мне повезло или не повезло?» произнес Мюллер с горькой улыбкой. Он перенес свой штаб на линкор Оффенбург, а два часа спустя на Хельтон Мюллер сделал это не из трусости, а в качестве доказательства своей решимости упорно сражаться даже в полупроигранной битвы. Благодаря этому Нейхарт Мюллер стал известен среди потомков как адмирал, трижды менявший флагман в течение одного боя, но его отваги и самоотверженности оказалось недостаточно, чтобы отразить натиск Яна Венли. Позже биографы всегда будут подчеркивать, что адмирал Ян Венли был чуть ли не единственным в мире человеком, способным вести битву с такой спокойной решимостью и невероятной проницательностью, преодолевая кризис за кризисом в попытке ухватить победу за хвост. Так или иначе, Ян справился с угрозой со стороны Мюльдера и сформулировал новый план битвы, который довел до совершенства. На 5 мая произошла пятая резкая перемена в ходе сражения. Ее причиной стало случившееся в 3,6 световых годах от поля боя на столичной планете Союза Хайнасине. В этот день, в 22.40, по сверхсветовой связи оттуда было отправлено сообщение для Яна. Председатель Верховного Совета Джоб Трунихт отдал приказ о безоговорочном прекращении огня. Когда этот приказ был получен, батареи орудий Союза как раз собирались взять на прицел флагманский корабль Рейнхарда фон Лоенграма Брунгильду. Глава 9 Крутой поворот Часть 1 Прекратить огонь Невероятный шок вызвал настоящий взрыв ярости, заставив лица военных побелеть. Силы Союза держали им перцев за горло, и когда враг вот-вот должен был проститься с жизнью, Яна опять загнала в угол собственное правительство. О чем вообще думают эти ублюдки на Хайнасине? Это был не вопрос, а просто всеобщий неистовый гнев, выраженный в словесной форме. Наше начальство сошло с ума? Мы же почти победили! Нет, мы уже победили! Почему мы должны остановиться сейчас? С гневным ревом Дасти Аттенбур швырнул свой перед на пол, так как уже надеялся добраться до флагмана Рейнхарда Брунгильда. На мостике Кипериона Вальтер фон Шанкоп фреским голосом произнес Командующий, разрешите обратиться. Ян повернулся к нему и чуть пожал плечами. Я знаю, что вы хотите сказать, так что не утруждайтесь. Если знаете, то давайте действовать по плану. Шанкоп с горящими глазами указал на главный экран. Игнорируйте приказ правительства и начните атаку. Сделайте это, и вы получите власть над тремя вещами. Жизнь герцога Луинграма, обитаемой частью Вселенной и ходом истории. Действуйте же, сделайте шаг вперед, и вы проложите свой путь в истории. Когда он закончил говорить, на мостике Кипериона повисло тяжелое молчание, напоминающее затишье перед бурей. Люди, затаив дыхание, ждали реакции друг друга, дрожа от участившегося пульса, Шанкоп сказал то, чего не следовало говорить. Этот высокий тридцатипятилетний мужчина бежал из империи вместе со своим дедом и бабкой, когда был ребенком, и достиг звания генерала-майора в армии Союза благодаря собственным способностям и военным заслугам. И теперь под взглядами всех собравшихся он сорвал запретный плод. И сколь же сладок был этот запретный плод, наполненный ароматом завоевания, гегемонии и славы. Не только Ян, но и все собравшиеся ощутили это. Ян неловко молчал, все же это было не затишье перед бурей, а то, что Фредерико Гринхилл сравнивало с солнечным днем посреди бабьего лета. И Ян не столько разрушил от усковавшую всех тишину, сколько мягко раздвинул эту гнетущую занавесь своими словами, еще более укрепляя мнение Фредерики. Не спорю, вы правы, но эта одежда мне не по размеру. Передайте всем флотам приказ отступать, капитан Гринхилл. Тремя днями ранее Вольфганг Миттермайер захватил полный контроль над базой снабжения и связи союза в системе Эльютера и уже собрался было возвращаться, когда 2 мая к нему прибыл необычный гость. Неопознанное судно было обнаружено системой наблюдения, но когда ему передали приказ остановиться, с него пришел неожиданный ответ. Мы союзники, ищущие аудиенции командующего. Графиня Хильдегарде фон Мариендорф вступила на палубу линкора Биавульф, поприветствовав широко раскрывшего глаза от удивления ураганного волка улыбкой, в которой смешивались физическая усталость и сила духа. Сочетание коротких светлых волос и мужской формы придавало ей образ красивого юноши. Фройлайн Мариендорф, какой приятный сюрприз! До этого Хильда тайно покинула систему Гандхарве и достигла внешнего края системы Вермиллион. Для этого она, убедив часть офицеров прикрывать ее отсутствие, а прочих поставив перед фактом, одолжила скоростной крейсер. Таким образом ей удалось понаблюдать за началом битвы первым масштабным наступлением Яна, после чего она на предельной для крейсера скорости прибыла в систему Эльютера. Не имея под рукой ни одного солдата, который мог бы помочь ей спасти Рейнхарда, она чувствовала необходимость заручиться поддержкой союзника, которому могла бы доверять, пытаться обратиться к кому-то по сверхсветовой связи было слишком рискованно, так как они находились на вражеской территории, передача легко могла быть перехвачена. Миттермайер пригласил прекрасного секретаря канцлера Империи в свой кабинет и, предложив кофе, внимательно выслушал ее. Хм, так вы говорите, что уже слишком поздно отправляться в систему Вермиллион? Да, я сомневаюсь, что даже быстроногий ураганный волк успеет спасти герцога Лоэнграма. Миттермайер коротко и горько улыбнулся и задал очевидный вопрос. В таком случае, что же вы предлагаете? Полагаю, у вас есть запасной план, Фрейлейн? Графиня кивнула. Сегодня 2 мая. Даже отправившись прямо сейчас, мы сможем прибыть в систему Вермиллион только через 4 дня, 6 мая. Конечно, одиночный корабль способен долететь быстрее, но нам необходимо привезти огромный флот. А понаблюдав за началом сражения, я пришла к выводу, что силы Яна Венли превзошли наши ожидания, поэтому 6 числа может быть уже бесполезно атаковать врага. С другой стороны, отсюда до системы Баалат, в которой находится столичная планета Союза Хайнессон, всего 2 дня пути. А значит, совершив внезапную атаку и напав на беззащитный, скорее всего, Хайнессон, мы можем заставить правительство Союза капитулировать и отдать Яну Венли приказ прекратить битву и тем самым спасти герцога Лоэнграмма от неминуемого поражения. Хильда не знала, что Нейхард Мюллер прибыл на поле боя в системе Вермиллион на 3 дня раньше намеченного срока. На самом деле, я уже предлагал это самому Рейнхарду, но он категорически отказался, заявив, что победа будет иметь смысл только в том случае, если будет добыто в сражении. Хотя его слова разумны, в случае поражения мы потеряем слишком много. Меттермайер проверил почву перед собой, без всяких эмоций, задав еще один вопрос. Вы полагаете, что Герцог Лоэнграмм будет побежден? Это был вопрос, который, будучи задан Мюллеру самим Рейнхардом, заставил того замолчать. Хиль, даже не колеблясь, посмотрела прямо в глаза самому знаменитому адмиралу империи и ответила. Да, если все продолжат идти так же, как идет сейчас, Герцог Лоэнграмм потерпит свои первые и последние в жизни поражения. Меттермайер подумал, что по крайней мере этой 22-летней девушке не откажешь в храбрости и энергичности. Не зря ее в шутку сравнивали с богиней Афиной. Я понимаю вашу точку зрения, Фройляйн, но есть одна проблема. Меттермайер поднял чашку с кофе, но поставил обратно на блюдце, лишь вдохнув аромат. Последует ли Ян Венли приказу своего правительства? Вы сами сказали, что победа уже у него в руках, так сочет ли он себе обязанным отказаться от нее? Разве не окажется ли он лишь в выигрыше, проигнорировав приказ и забрав себе все плоды победы? Хильда понимала, что опасения Меттермайера обоснованы, кто в здравом уме откажется от гарантированной победы и сложит оружие. Если Ян Венли проигнорирует приказ и продолжит битву, он одержит не только военную победу, в самом деле, если в то же самое время правительство будет свергнуто, он легко смог бы перехватить бразды правления как герой, преданный делу спасения своего государства. Разумеется, никто бы не отказался от такой возможности, и все же... Я думала об этом, но пришла к выводу, что Ян Венли выполнит приказ о прекращении огня. У него и прежде было множество возможностей захватить власть, опираясь на свою популярность в народе и воинский талант. Но он каждый раз отказывался от них, оставаясь просто солдатом, защищающим свою родину. Миттер Майер молчал. Я считаю, что для Яна Венли есть вещи поважнее власти. И хотя данные его качества заслуживают только восхищения, нам, сколько бы подло это ни было, придется использовать это против него. Может быть. А может он внезапно почувствует вкус власти и проигнорирует приказ правительства. Все же это возможность гораздо больше и соблазнительнее, чем все, которые появлялись у него прежде. Конечно, это тоже вполне вероятно. Значит, вы полагаете, что мое предложение не стоит того, чтобы воплощить его в жизнь? Нет. Ответил Миттер Майер, покачав головой. Я согласен, Фрой Лейн Мариендорф. Давайте попробуем. Другого выбора у нас, похоже, все равно нет. Хильда подумала, что точность оценки ситуации и скорость принятия Миттер Майером решений достойна уважения. Благодарю вас. Ваше одобрение очень много для меня, значит. Но я сделаю это не один, а попрошу товарища присоединиться ко мне. Думаю, вы достаточно умны, чтобы понимать, почему я должен так поступить в Рой Лейн. Хильда кивнула, она понимала опасения Миттер Майера как военного офицера. Если бы он, вместо того, чтобы выполнить приказ и прийти на помощь главнокомандующему, в одиночку захватил Хейнесон, люди сказали бы, что он позволил или готов был позволить командиру умереть за свои военные и политические амбиции. Такое время оказалось бы невыносимым для Миттер Майера, и как раз потому, что Хильда считала его именно таким человеком, она и выбрала ураганного волка в качестве объекта для убеждения. И ее суждения в данном вопросе были вознаграждены. «Итак, с кем же вы хотите разделить это достижение?» — спросила Хильда, хотя вопрос был риторическим. «С тем, чьим способностям можно доверять и кто находится в соседней системе, так что я легко смогу скоординировать с ним действия. С Оскаром фон Руинталем. У вас есть возражение о Фрой Лейн?» Нет, это вполне естественный выбор. Хильда не лгала, но и не озвучила всего, что было у нее на уме. Она сама не до конца понимала, почему обратилась именно к Миттер Майеру, а не к Руинталю. На интуицию девушка никогда прежде особо не полагалась. Если бы интуиция полицейских всегда была верна, то никто и никогда не был бы ложно обвинен. Если бы интуиция военных всегда была верна, то никто и никогда не проигрывал бы. Тем не менее, на сей раз ее выбор был основан на интуиции, и поэтому ничто не могло его подтвердить. Часть вторая Миттер Майер изменил курс, направившись к столице Союза. Его люди были озадачены, узнав, что они объединятся с флотом Руинталя и нанесут удар по Хайнасону. Карл Эдвард Бейрляйн, служивший под началом Миттер Майера, спросил понизив голос. «Интересно, что подумает обо всем этом адмирал Руинталь. Не приведет ли это к расколу в рядах солдат империи? У вас слишком богатое воображение», подразнил его Миттер Майер, однако, поскольку пауза предшествующей его словам была короткой, но очень емкой, шутку не удалось. Возможно, Бейрляйн не обладал всей информацией, но этот молодой офицер не был простым ворчаном и иногда демонстрировал исключительное чутье. Миттер Майер ценил Бейрляйна, хотя неспособность последнего найти баланс между разумом эмоциями его немного беспокоило. Руинталь мой лучший друг, а я не настолько легкомысленен, чтобы много лет водить дружбу с ненадежным человеком. Вы можете думать, что хотите, но не говорите и не делайте ничего, что могло бы вести других в заблуждение. Прошу прощения, я слишком много себе позволил. Бейрляйн склонил голову в поклоне, но, направляясь в шаттле обратно на свой флагман, он подозвал одного из своих людей и отдал приказ приготовиться к бою. Когда взволнованный подчиненный спросил причину, Бейрляйн раздраженно ответил, «А разве солдат не обязан всегда быть готовым к отражению атаки? Мы на вражеской территории, а не на игровой площадке начальной школы, где можно поспать, пока учитель не видит». Поняв, что раскрыл что-то из собственного детства, он прекратил разговор. Бейрляйн и сам считал, что заходит слишком далеко. Он прекрасно знал, что его непосредственный командир адмирал Миттермайер и знаменитый адмирал Руинталь «Близкие друзья», что заставило его подумать, что они могут напасть друг на друга. От этой мысли, захватившей разум, его лицо залилось краской, да как он вообще посмел высказать подобное вслух? Может, ему и вправду не следует давать воле воображению? И все же Бейрляйну почему-то даже в голову не пришло отменить отданный им приказ. Когда предложение Хильды пришло по сверхсветовой связи от Миттермайера, Оскар фон Руинталь на некоторое время задумался над ним. Даже такому, как он, умному человеку с железными нервами было трудно сразу дать ответ. Покидая Гандхарву, он думал про себя, а что если я не вернусь? Но если бы он не вернулся, другие адмиралы украли бы его славу, а он лишь потерял бы свои позиции. Но теперь ситуация внезапно стала гораздо более искушающей. В этот момент начальник его штаба Бергенгрюн доложил, что подразделение вице-адмирала Бейрляйна в составе соседнего с ним флота Миттермайера приняло повышенную боевую готовность, в которой в данных обстоятельствах не было нужды. Руэнталь промолчал, но в его разноцветных глазах мелькнул резкий свет. Он знал, что среди подчиненных Миттермайера Бейрляйн был самым молодым и решительным. Поначалу, не понимая, почему тут ведет себя так, словно поблизости находится враг, Руэнталь собрался было спросить об этом Миттермайера, но потом решил, что и сам знает ответ. Значит, если Руэнталь не только откажется от предложения Хильды, но и попытается помешать, ему придется сражаться с Миттермайером. Руэнталь не верил, что Миттермайер мог отдать такой приказ. Его характер не позволил бы ему молча поступить так. Означает ли это, что новичок Бейрляйн сделал это по собственной инициативе? Необычные глаза Руэнталь оказались безмятежными на экране связи, но Хильда видела бурю, бушующую в их бездонной глубине. По крайней мере, она поняла, что на этот раз ее интуиция оказалась верной, и от этого ее беспокойство лишь усилилось. Неужели она совершила роковую ошибку, указав этим талантливым и честолюбивым мужчинам идеальную возможность для реализации их самых потаенных планов? Осознание, что их господин находится на краю пропасти, а они не успевают спасти его, может пробудить смелые амбиции даже в самых верных людях. Чувствуя себя так, словно совершила большую глупость, Хильда волновалась все сильней. Но Руэнталь, словно в виде ее опасений и беспокойства, молча улыбнулся и кивнул. Хорошо, я сделаю, как ты говоришь, и поддержу предложение Фройлейн Мариендорф. Я отправлю флот к Хайнессону, но сначала прибуду к тебе на корабль, чтобы согласовать все детали. Разумеется, уже после того, как мы обиднем флота. Если бы я позвал Миттермайера к себе, подумал Руэнталь, Байерлейн мог слишком остро отреагировать, решив, что я хочу взять его в заложники. Ни к чему было все усложнять, Руэнталь постарался обуздать свое сердце, норовеще ускользнуть из рук здравого смысла, хоть Фройлейн Мариендорф обладала умом и незаурядными способностями, не все шло в соответствии с замыслами этой дочери империи. Часть третья Миттермайер и Руэнталь, два столпа вооруженных сил империи, ворвались в систему Баалат во главе флота из 30 тысяч кораблей 4 мая. На следующий день корабли повисли на орбите Хайнессона, ввергнув его жителей в панику россыпью новых звезд. Впервые в истории жители столицы Союза увидели имперский флот своими глазами. В поднявшейся суматохе коммуникационная сеть Хайнессона была взломана, и Миттермайер на всю планету объявил. Говорит адмирал флота Галактической империи Вольфганг Миттермайер. Воздушное пространство над Хайнессоном находится под нашим контролем, я требую правительству Союза свободных планет подписать мирный договор, приостановить военные действия и отозвать свой флот. В случае невыполнения этих требований Хайнессон подвергнется неизбирательной бомбардировке. Даю вам три часа на принятие решения, а пока наслаждайтесь этой небольшой демонстрацией. Угроза Миттермайера обрушилась невыносимой тяжестью на тех, кто ее услышал. Спустя несколько мгновений один из имперских кораблей выстрелил в точку, расположенную на 6000 километров ниже, на поверхности планеты. Вспышкой громовой рев наполнили атмосферу, свет заполнил поле зрения как солдат, так и мирных жителей, и столь же быстро угас, уступая место звуку, безжалостно сдавившему их барабанные перепонки. Оранжевый шар пламени разорвал черный силуэт Центра стратегического планирования и подбросил его обломки высоко в воздух. Глядя на эти разлетающиеся, тревущие ударные волны обломки, один из солдат, укрывшихся на земле дрожащим голосом, произнес «Нескочастотная ракета! Как они посмели!» Прямого попадания этой ракеты оказалось достаточно, чтобы уничтожить надземную часть Центра стратегического планирования. «Это должно сработать», обратился ураганный волк к Хильде, вместе с ним наблюдавший за происходящим на экране. «Те, кто находятся у власти, глазом не моргнут, если разрушаются жилые дома, но начинают плакать кровью, стоит лишь разрушить правительственное здание». «Значит, вы пытаетесь не навредить мирным жителям?» «Ну, я тоже выходец из простолюдинов, так что...» Хильда с благосклонностью посмотрела на горькую улыбку Миттермайера. «Адмирал, не могли бы вы отправить еще одно сообщение? Передайте, что если они сдадутся, то мы клянемся именем канцлера Империи, герцога Лоэнграма, что даже самые высокопоставленные из них не будут привлечены к ответственности. Думаю, этого окажется достаточно, чтобы подтолкнуть их к нужному решению. «В обычной ситуации такое было бы плохой идеей, но сейчас из этого может что-то выйти. Я передам сообщение». Миттермайер полностью доверял советам Хильды. Пейзаж с поверхности отображался на огромном экране, глубоко под землей, в безопасном месте вдалеке от обычных граждан, проходило заседание Комитета обороны. Высшие руководители правительства и армии выстроились в ряд, их лица были бледны, словно высечены из-за льда. В этот самый момент гранд-адмирал Доулсон, начальник Центра стратегического планирования, пустыми глазами смотрел в экран. Проснувшийся от несезонной спечки председатель Верховного Совета Джоб Трунихт, который и созвал это заседание, нарушил тягостное молчание. «Вот мое заключение». Голос Трунихта, разумеется, не был веселым, но в нем также странным образом отсутствовала и какая-либо мрачность, подобающая сложившейся ситуации. Пик и выражение лица, его голос казался голосом механической куклы в маске человека. «Мы примем требования Имперского флота. Поскольку они объявили о неизбирательной бомбежке планеты, угрожая населению, у нас просто нет иного выбора». Когда председатель комитета обороны Айленс выступил с протестом, Трунихт бросил на него острый взгляд. «Меня что, официально сместили с поста? Конечно же нет. Это означает, что ответственность и право прекратить этот конфликт лежит на мне. Все, что я пытаюсь сделать, это по мере сил стараться соответствовать возложенному на меня». «Пожалуйста, прекратите это!» Голос председателя комитета обороны дрожал скорее от стыда, чем от гнева. «У вас нет права злоупотреблять институтом демократического правительства, чтобы подорвать его дух и запятнать историю? Неужели вы хотите, чтобы два с половиной века демократии, заложенной нашим отцом-основателем Али Хайнессоном, обратились в пыль?» Когда Трунихт поднял оба уголка рта, его лицо стало еще больше похожим на маску. «Не слишком ли вы лицемерны, Айленс? Может, вы и забыли, но я-то хорошо помню тот вечер, когда вы пришли ко мне домой и принесли серебряную посуду в качестве подарка, умоляя сделать вас членом Верховного Совета?» Мало кто раньше слышал, чтобы он говорил с такой злобой. «Не говоря уже обо всех взятках и откатах, полученных вами от различных компаний. А помните, сколько денег вы изъяли из избирательного фонда на покупку загородного дома? И как ездили в отпуск на деньги, предназначенные для социальных программ? Я вот все это хорошо помню!» Многочисленные капли пота, вызванные отнюдь не жарой, и покатились по широкому лбу председателя комитета обороны, но он решительно поднял голову. «Признаю, я всего лишь посредственный политик, обязанный своей нынешней должности исключительно вам. Я в долгу перед вами. Именно поэтому я не могу стоять рядом и позволить, чтобы ваше имя вошло в историю как имя человека, разрушившего государство. Пожалуйста, пересмотрите свое решение. Да, возможно, мы все погибнем, но если адмирал Ян Венли убьет герцога Луэнграма, союз будет спасен. Я не желаю зла ни одной живой души, но такова реальность. Если герцог Луэнграм умрет, имперцы вынуждены будут вернуться к себе на родину, и пока они борются за власть, адмирал Ян восстановит обороноспособность нашего государства, а те политические лидеры, кто станет нашими преемниками, помогут ему в этом. Хм, Ян Венли, говорите? Голос труних ты прямо сочился ядом. Подумайте-ка вот о чем. Если бы Ян Венли по глупости не уничтожила ожерелье Артемиды, защищавшее нашу планету, оно могло бы спасти нас от имперского вторжения. То, что сейчас происходит, это полностью его вина. Великий полководец, да он просто недальновидный глупец. Тут впервые заговорил главнокомандующий космического флота Союза Гранд-Адмирал Бьюкок. Понятно. Значит, вы говорите, что если бы у нас по-прежнему было ожерелье Артемиды, эта планета была бы защищена. Но что насчет остальных звездных систем? Вот только пока столица и ваша власть безопасности вам плевать на войну, бушующую в других местах. Голос старого адмирала, которому уже перевалилось за 70, пускай и был далек от прежнего рыка, тем не менее встал гранитной стены против безрассудных утверждений Трунихта. Так или иначе, дни Союза Соботных Планет сочтены. Военное руководство, как показали события при Амрицаре, поглощено эгоистичными спекуляциями, политики на словах проповедуют демократию, но ничего не делают ее защиты. Даже граждане просто передают власть все уменьшающемуся числу политиков и вообще перестали как-либо пытаться формировать государство. Крах деспотического правительства — это грех его правителей и высокопоставленных государственных деятелей, но ответственность за крах демократии лежит на плечах каждого гражданина. У всех вас, собравшихся здесь, было немало шансов законно покинуть свои места у власти, но вы решили вместо этого продать свою совесть гнилому политику. — Я так понимаю, вы закончили со своей речью? — тонко улыбнулся Трунихт. — Если бы Ян Венли сейчас видел его, то в нем наверняка пробудились бы прежние ненависти страх, испытываемые к этому человеку. — Да, время речи закончилось. Настало время действовать. — Вот увидите, предстатель Трунихт. — Я остановлю вас во что бы то ни стало. Исполненной решимости старый адмирал поднялся со своего кресла. Поскольку никто из присутствующих на заседании не мог носить оружие, он тоже был безоружен, но тем не менее он не раздумывая попробовал подойти к председателю, который был моложе его на 30 лет. Внезапно отовсюду послышались полные замешательства голоса, когда в двери подземного конференц-зала ворвались более десятка мужчин, они не принадлежали к военной полиции, но были вооружены винтовками, а их лица были пусты, как у хорошо обычных солдат. Половина образовали живой щит вокруг Трунихта, другая же половина направили свое оружие восклицание пораженного старого адмирала заставило застыть и всех остальных, их взгляды были прикованы к груди мужчин, на которых были нашиты лозунги «Земля мой дом», «Земля в моих руках», «Безошибочный знак принадлежности к церкви». «Заприте их!» строго скомандовал Трунихт. Правительство Союза Свободных Планет принимает предложение Галактической Империи о заключении мира. В качестве доказательства своих намерений они немедленно дадут приказ о прекращении огня. Когда пришло это сообщение с поверхности, Хильда, Роэнталь и Миттермайер глядели на экран в конференц-зале Беовульфа, который теперь служил их совместной штаб-квартирой на орбите Хайнессона. Миттермайер почтительно склонил голову шевелюры медового цвета. «Фройляйн Мариендорф, ваша находчивость ценнее целого флота. Надеюсь, вы и дальше будете использовать ее на благо герцога Луинграма». «Весьма признательно, но без вашей помощи у меня бы ничего не получилось. Пожалуйста, будьте в дальнейшем крыльями, поддерживающими главнокомандующего и помогающими ему двигаться вперед». Конечно, эти слова были направлены в первую очередь черноволосому адмиралу с разноцветными глазами. «Честно говоря, я не думал, что все пройдет так гладко. Поздравляю вас. Браво!» Роэнталь улыбнулся, но где-то глубоко в душе он ощутил, как на солнце набежали тучи. Почему-то он ожидал, что правительство союза откажется от капитуляции, ворявший в глазах мятежников справедливости казался на линии огня в противостоянии с тиранией. Ему казалось, что им хватит моральной твердости для того, чтобы рискнуть своими жизнями ради его защиты. Но для правителей союза судьба демократии не имела значения, если они не могут лично представлять ее. В любом случае, для Роэнтали этот вопрос был решен. У меня возникали опасения, что лидеры союза могут проигнорировать риск для их собственных жизней и отвергнуть наши требования. Я задавался вопросом, что же нам делать в этом случае? Миттермайер пожал плечами, Хильду кивнула. Хотя они и добились успеха, от простоты его достижения осталась некоторая неудовлетворенность. Подумать только, то, что столетиями строили миллиарды людей, может быть разрушено за день всего одним человеком. Это и есть то, что называют гибелью государства. Высказав это не слишком оригинальное мнение, Миттермайер посмотрел на своего лучшего друга. Разноцветные глаза Роэнтали отражались на темной поверхности нетронутого кофе, подняв взгляд от чашки, он произнес «Галактическая империя династии Голденбаумов, Союз свободных планет и Фюззан, мы воочию видели разрушение трех великих держав, которые вместе правили этой частью вселенной. Позвольте позаимствовать выражение у вица-адмирала Турна и Зана. Историки будущего наверняка позавидуют нам». И все же, когда Хильда и Миттермайер выразили свое согласие, по водной глади их сердец расплывалась едва заметная, но неугасимая рябь. Часть четвертая Вдали от Хайнессона, в звездной системе Вермиллион, рябь в душах солдат превратилась в бушующие волны. Следуя приказу Яна, все корабли прекратили огонь, отступили, но солдаты не могли скрыть своего гнева и отчаяния от абсурдной необходимости соглашаться на прекращение боевых действий в одном шаге от полной победы. Да что там творится в столице? Позволили имперцам осадить себя, а теперь... Мы сдаемся, безоговорочно, вот так вот подняли ручки кверху и стали молить о пощаде. И что теперь будет с союзом свободных планет? И ты еще спрашиваешь, что будет с союзом? Станем новой провинцией империи, вот и все. Ну может дадут нам подобие автономии, но только подобие, да и то ненадолго. А потом... Откуда мне знать? Это надо спрашивать у того недобитого мальчишки, герцога Лоинграма. Некоторые были в ярости, другие горевали из-за такого поворота событий, а кто-то со слезами на глазах обращался к друзьям. Я думал, что справедливость на нашей стороне. Разве должны мы преклонять колени перед темной властью диктатора? Мир сошел с ума! Хотя с этим чересчур наивным мнением мало кто соглашался. Наше правительство сговорилось с врагом. Поначалу таких разоблачительных возгласов было немного, но потом они словно пожар распространились по всему флоту. Да, верно. Политики предали собственный народ, не обманули доверие и надежды людей. Эти негодяи просто шейка изменников. Почему мы должны подчиняться их приказам? Некоторые даже стали обвинять офицеров в связи. Зачем они приняли этот приказ? Если бы они на час-другой притворились глухими, можно было бы захватить и прикончить герцога Лоинграма, как можно было поступить так глупо и честно передать это. Из этой буря отрицания робко высунул голову маленький бутон согласия. Но у меня семья на Хайнессене. Если бы они не сдались и планета подверглась бомбардировке, пусть на благодаря тому, что правительство капитулировало. Добавить тут было нечего. Сказавший это, огляделся и увидел, как меняются лица его товарищей по оружию. По крайней мере, некоторые начали осознавать, что требуется большое мужество, чтобы выразить свою человечность в море безразличия. Давайте обратимся к адмиралу Яну и попросим его поступить по справедливости, а не подчиняться этому возмутительному приказу. Да, точно. Так и сделаем. Среди этого шума Юлиан Мин спешил на верхний мостик. Он хотел поговорить с генерал-лейтенантом Шанкопфом. Войдя в дверь, Юлиан увидел Шанкопфа, стоявшего у обзорного экрана с фляжкой виски в руке. В его глазах, отражавших темное безмолвие и звездный вальс, клубился туман отчаяния. Юлиан остановился и какое-то время молчал, понимая состояние генерала. Генерал-лейтенант. Шанкоп обернулся к нему и поприветствовал поднятием фляжки. «Раз уж ты пришел сюда, могу предположить, что ты думаешь так же, как и я, что адмиралу стоит наплевать на этот дурацкий приказ. Я понимаю ваши чувства», ответил Юлиан со сдержанным, но бескомпромиссным выражением лица. «Но если бы мы поступили так, то создали бы плохой исторический прецедент. Если армейские командующие станут из-за собственных убеждений игнорировать приказы правительства, то самый важный принцип демократического управления, а именно управление армией от имени народа, будет нарушен. Неужели вы думаете, что адмирал Ян способен создать такой прецедент?» Губы Шумков воскривились в циничной усмешке. «Тогда позвали задать один вопрос. Если правительство прикажет убить мирных жителей, должны ли мы подчиняться этому приказу?» Юлиан энергично помотал головой. «Конечно нет. Если выбор станет между человеческой совестью и солдатским долгом, в первую очередь нужно оставаться человеком. Даже если правительство отдало такой приказ, нету нового выхода, кроме как нарушить его. Шумков промолчал. «Именно поэтому во всех остальных случаях человек должен вести себя как военный демократического государства и выполнять все приказы правительства. В противном случае, даже если он будет противиться приказу из человеческих побуждений, его будут упрекать за то, что он действует в корыстных интересах». «Малыш...» «Нет, младший лейтенант Минс», сказал Шумков, поболтав фляжкой. «То, что ты говоришь, совершенно верно. Но хотя я понимаю твои убеждения, я должен это сказать». «Да, я понимаю». Юлиан был искренен, его возражения Шумкову были и возражениями разума против его собственных эмоций. У адмирала Яна нет политических амбиций. Возможно, способностей к управлению государством у него тоже нет. Но он никогда не стал бы подобно Джоба Трунихту манипулировать государством словно личной собственности, использовать политику как инструмент для достижения личных целей и предавать людей, которые возлагают на него свои надежды. Вряд ли адмирал Ян сможет стать в один ряд с выдающимися политиками прошлого, но по сравнению с Трунихтом он куда лучше альтернатива. «Да, я тоже так думаю». Юлиан растянул шейный платок, так как ему стало трудно дышать. Спорить с самим собой оказалось труднее, чем с кем-то другим. «Но председатель Трунихт законно избранный правитель государства. Даже если люди разочаровались в нем, они сами должны исправить это, сколько бы времени на это не потребовалось. Военные не должны пытаться силой исправить их ошибки. Это лишь повлекло бы за собой повторение случившегося два года назад государственного переворота военного конгресса по спасению республики, появление военной диктатуры и попирающей права граждан». Шенкоп поднес Блокарту фляжку с виски, но на полпути остановил руку. «Галактическая империя вполне может потребовать жизнь адмирала Яна как залог мира. И что нам делать, если правительство согласится на это и приговорит его к смерти, этому тоже нужно будет безропотно подчиниться». Лицо юноши покраснело. «Я бы никогда такого не допустил», заявил он. «Никогда. Но я думал, что мы обязаны подчиняться приказам законно выбранного правительства». Первое было вопросом к адмиралу, а это вопрос ко мне. Я не собираюсь подчиняться правительству герцога Луинграма. Я подчиняюсь только приказам адмирала Яна. Если адмирал согласился прекратить огонь, я должен это принять. Остальное не имеет значения». Сказанное глубоко впечатлило Шенкопфа. Он допил виски и по-новому взглянул на семнадцатилетнего младшего лейтенанта. «Я наговорил лишнего, Юлиан. Ты ведёшь себя взрослее меня. Мне стоит последовать твоему примеру и смириться с неизбежным. Но есть вещи, с которыми мириться нельзя, несмотря ни на что. И насчёт этого ты тоже прав». Атмосфера в конференц-зале флагманского корабля «Гиприон» была настолько гнетущей, что казалось, будто воздух наполовину затвердел. Одним из тех, кто гордо выпрямил спину в этой невидимой жуткости, был помощник адмирала Меркатца Бернхард фон Шнайдер. Его острый взгляд был устремлён на Яна Венли. «Мы ничего не можем поделать с прекращением огня, раз уж таков приказ правительства. Но если вы хоть на минуту подумаете, что я собираюсь просто смотреть, как правительство Союза делает из адмирала Меркатца козла отпущения ради вашей же защиты, то я не смогу смириться с таким эгоизмом». «Шнайдер!» «Нет, адмирал Меркатц, капитан Шнайдер всё правильно говорит». Сказав это, Ян замолчал. Он не стал ничего говорить о правительстве Союза. Спасение мирных жителей от неизбирательной бомбардировки было веской причиной, не позволяющей критиковать принятые решения. Даже если было очевидно, что на самом деле правительство руководствовалось совсем иными мотивами. «Я бы хотел, чтобы адмирал Меркатц покинул флот», произнес наконец Ян. Эти слова всколыхнули уплотнившийся в воздух, а вместе с ним и собравшихся штабных офицеров волной шока и тревоги. «Я не умею предсказывать будущее, но, как и сказал капитан второго ранга Шнайдер, не будет ничего удивительного, если правительство Союза решит выдать адмирала Меркатца, чтобы выслужиться перед империей. Я гражданин Союза и потому обязан подчиняться глупым решениям моего правительства, но у вас нет таких обязательств. Я буду расстроен, если вы не бросите эту ночь и корабль». Ян мгновение поколебался. «Кроме того, я попрошу вас взять с собой несколько кораблей, а также, разумеется, людей и топлива и провиант, которые могут вам понадобиться». По воздуху вновь прошла рябь. Потерпев поражение, Союз не сможет сохранить прежнюю военную мощь. Я бы предпочел заранее спрятать корабли, чем позволить имперцам уничтожить их. Можно будет сказать, что они были уничтожены в битве, все равно после такого побоища проверить это будет невозможно. Я признателен вам за это предложение, Адмирал Ян. Но неужели вы и правда думаете, что я сбегу и оставлю вас наедине с последствиями? Когда Меркат сказал это, на лице Яна появилось выражение, в котором Юлиан и Фредерико узнали удовлетворенную улыбку. «Я так и думал, что вы это скажете. Но я не прошу вас уйти в отставку, Адмирал Меркатс. У меня на уме кое-что более авантюрное. Я хочу, чтобы вы сохранили для будущего самую важную часть вооруженных сил Союза». Стали кем-то вроде Робина Гуда и Шарвардского леса, как в той старой легенде. Через несколько секунд гнетущая атмосфера внезапно исчезла. Те, кто понял, о чем говорит Ян, смотрели друг на друга возвышенными взглядами. В конце концов, у них появилась надежда. В поднявшейся суматохе Ян потер лицо, подумав, что сказал нечто тщеславное. По крайней мере, он выразил свою точку зрения. «Я с вами!» заявил вдруг звучный голос. Все взгляды обратились на Оливера Поплана, но лучшего пилота Союза не заботило, сколь важным было значение его заявления. «Слава «Свободные» в Союзе Свободных Планет означает независимость. Я не испытываю привязанности к Союзу, ставшему провинцией Империи. Он теперь как женщина, забывшая чувство собственного достоинства. Ни капли не привлекателен. Прошу разрешения отправиться вместе с Адмиралом Меркатцем, ваше превосходительство». Большинство людей, услышавших такую метафору, подумали, что это на него похоже. И все же на душе у них стало светлей, когда кто-то делал первый шаг, гораздо легче последовать за ним. По крайней мере, они узнали, что это не будет одинокое путешествие. «Я тоже, с разрешения генерала-лейтенанта Шонкопфа». Поднялся нынешний командир Розенриттеров майор Каспер Линц. «Как сын беженца, я не хочу становиться подчиненным Империи. Позвольте мне сопровождать Адмирала Меркатца, но однажды…» Линц посмотрел на черноволосого гранд-адмирала. «Я бы хотел вновь сражаться под вашим началом, Адмирал Ян. Пока вы живы, Розенриттеры всегда будут верны вам. Вручает свою верность не государству и не правительству одному человеку — это первый шаг к диктатуре. Ничего хорошего из этого не выйдет», мягко произнес Алекс Кассельн. Кто-то в зале издал смешок. Почувствовав, что его позиция подвергается сомнению, Кассельн ответил на невысказанный вопрос. «Я остаюсь…» «Я должен остаться. Если слишком многие из высшего офицерского состава разом исчезнут, это может вызвать подозрения имперцев. Так что я останусь здесь с гранд-адмиралом Яном». Шанкоп, Фишер, Аттенбуро, Патричев, Марина, Марина и Карлсон предпочли последовать примеру Кассельна. Меркатс решил высказать то, что давно уж держал запертом в душе и поклонился Яну. «Отправившись в изгнание, попав сюда, я уже вложил свою судьбу в ваши руки. Раз таков ваш приказ, я сделаю всё, чтобы выполнить его. Я искренне благодарен вам за это и рассчитываю на вас». Офицеры штаба разошлись, оставив Фредерику наедине с Яном. «В первую очередь, ради тебя», говорили его глаза. «Прости, Фредерика». Неловко сказал Ян, когда они остались одни. «Если бы кто-то другой сделал то же самое, я бы тоже подумал, что это глупо. Но я не могу иначе. Даже если тем самым ставлю в затруднительное положение тех, кто мне дорог. Фредерика протянула свою изящную руку и поправила платок, неопрятно выглядывающий из-под его воротника. Девушка улыбнулась, когда его чёрные глаза отразились в её карях. «Я не знаю, правильно или нет ты поступаешь, но в одном я уверена, я безумно люблю тебя». Больше Фредерика ничего не сказала, до этого и не требовалось. Она всегда знала, в какого мужчину влюбилась. Хотя в имперском флоте были те, кого не удивило внезапное прекращение огня, Рейнхард не входил в их число. Получив доклад от начальника штаба Оберштайна, молодой диктатор отпрянут, будто его самолюбие только что жестоко оскорбили. «Что всё это значит?» Голос Рейнхарда был до невозможности резок. Когда ему указали на эту непростительную реальность, он ощущал презрение и ярость, несмотря на то, что это были хорошие новости, одетые в эффектное платье. Флот Союза прекратил наступление. Более того, они запрашивают прекращение огня. Отстранённо докладывая о происходящем, Оберштайн старался оградить себя от агрессии со стороны своего господина. «Это безумие! Как такое могло случиться столь внезапно? Ещё шаг, нет, полшага, эти мерзавцы одержали бы победу! Какая причина могла оказаться столь уважительной для них, что они отказались от верной победы?» Дождавшись, пока улежатся волны эмоций его господина, Оберштайн объяснил ситуацию. «То есть, победу мне просто подарили?» Осознав случившееся, Райнхард откинулся назад в своём командирском кресле. «Какое унижение! Мне даровали победу, которую я не заслужил, словно подаяние для инвалида!» И Райнхард рассмеялся так, как он редко это делал. Это был смех, лишённый всякого великолепия и живости, смех безжизненной статуи. Глава десятая. Слава императору! Часть первая. В 22.40, 5 мая 799 года космической эры, 490 по имперскому календарю, спустя почти 12 дней после своего начала, завершилась битва при Вермиллионе. Общее число принимавших в ней участие со стороны империи составляло 3 263 100 солдат и офицеров и 26 940 боевых кораблей. Из них 14 820 кораблей было уничтожено, а ещё 8 660 получили серьёзные повреждения, так что общее количество потерь составило 8 7,2%. Погибли 1 594 400 человек, и 753 700 получили ранения, что равняется 72% от изначального числа. Со стороны Союза же в битве участвовало 1 907 600 солдат и офицеров и 16 420 боевых кораблей. Из них 7 140 кораблей были уничтожены, и 6 260 получили повреждения, в результате чего общий ущерб составил 81,6%. Погибло 898 200 человек, и 506 900 были ранены, иными словами, было потеряно 73,7% от общего количества на начало битвы. Историки так и не пришли к единому мнению в отношении победителей этой битвы. Число погибших с обеих сторон превысило 70%, что было крайне необычно с военной точки зрения. Так что споры о доле потерь, определяющих исход, в данном случае не имели смысла, по сути сражение завершилось ничью. Те, кто утверждал, что победу одержал Союз, приводили следующие доводы. Во время битвы при Вермеллионе стратегическое руководство командующего флотом Союза Яна Венли на всех этапах превосходило руководство имперского командующего Райнхарда фун Лоинграма. В самом начале стороны находились в равном положении, и великолепно выстроенная глубокая защита герцога Лоинграм оказалась успешной, но как только она рухнула, ход битвы оказался полностью в руках Яна. Если бы правительство Союза, испугавшийся гроз, не приказало ему прекратить огонь, история зафиксировала бы его полную победу. Те же историки, кто выступал за победу имперцев, опровергали первых, говоря, «Битва при Вермеллионе была лишь отдельным эпизодом грандиозной войны, задуманной Райнхардом фун Лоинграмом с целью завоевания Союза Соботных Планет и объединения человечества». Непосредственно командой основными силами он в то же самое время отдельными флотами атаковал столичную планету Союза и заставил противника сдаться с помощью превосходной стратегии, использующейся с давних времен. «Имперский флот достиг своей главной цели, а Союз потерпел поражение. В том, что касается определения победителя, стоит преодолеть искушения, все романтизировать и посмотреть на результат. Тогда ответ будет ясен». Были те, кто хвастался своей справедливой оценкой. «Союз, возможно, победил на поле боя, но Империя победила за его пределами. Империя, возможно, выиграла стратегически, но тактически победил Союз». Было выдвинуто множество таких тезисов, и как ни крути, каждый имел убедительное обоснование. В будущем эта битва станет темой множества книг и обеспечит пропитание множеству историков. Что касается психологического состояния участников, то с ним всё было ясно, так как ни одна из сторон не считала себя победителем, как и их главнокомандующие. Рейнхард не мог так просто избавиться от стыда за подаренную победу, Ян же с точки зрения своего военного мышления уважал стратегические победы гораздо больше тактических и потому не был уверен в своем успехе. Возможно, они переоценивали друг друга, но каждый ценил успех противника больше, чем свой. Обе стороны болезненно осознавали комплекс превосходства. Головнокомандующий Имперским флотом игрос-адмирал Галактической империи Рейнхард фон Лоенграм провел аудиенцию с командующим Вооружённых сил Союза свободных планет Яном Венли в 23.006 мая, спустя почти сутки после вступления в силу приказа о прекращении огня. В этот период сильнейшие человеческие желания, сексуальный аппетит были побеждены желанием поспать. В течение 20 дней, наполненных боевыми дежурствами, краткого отдыха в резервуарах для сна было недостаточно, чтобы успокоить истерзанные нервы. И лишь теперь, избавившись от страха, что часовой сон может превратиться в вечный, имперские герои и мудрые полководцы Союза в равной степени смогли насладиться глубоким восстанавливающим сном, пускай для этого и пришлось использовать снотворное. За это время к месту битвы успели прибыть имперские адмиралы, включая командиры Черных Улан Биттенфельда, Фаренхайта, Валена, Штайнмитца и Реннкамфа. Все они торопились как могли, но все равно опоздали, и теперь держались на расстоянии. Поскольку они уже получили сообщение о прекращении боевых действий, и учитывая то, насколько они более огорчены данным фактом, это была необходимая мера. В 19.006 мая Ян Венли проснулся и уже не смог заснуть, он нехотя вылез из постели, находясь в окружении 40 тысяч совершенно невредимых имперских кораблей. С невольным восхищением оценив эту россыпь перекрывающихся огней на экране, Ян принял душ, почистил зубы и оделся. Есть нечто странное в том, чтобы пить чай в окружении 40 тысяч вражеских кораблей. Ян не торопился и позволил пару от своей чашки черного чая окутать его лицо. Прошло много времени с тех пор, как он пробовал заваренный Юлианом чаю лун, за столом с ним сидели лишь ближайшие соратники Юлиан, Фредерико, Кассельн и Шон Копф. Если бы не перспектива нависшей над ними гибели от рук имперцев, это можно было бы назвать собранием в дружеском кругу. Тем не менее, из-за вызывающей восхищения невозмутимости Яна или, возможно, его толстокожести, глаза всех сидящих были прикованы к лицу адмирала. К этому моменту небольшая группа из 60 кораблей под командованием Меркацу уже успела покинуть поле боя, избежав глаз и уши имперцев. Среди этих кораблей были 8 линкоров, в том числе Шива, Кассандра и Улисс, 4 корабля-носителя, 9 крейсеров, 15 эсминцев, 22 транспорта с оружием и 2 ремонтных корабля. Хотя в действительности они остались невредимыми, согласно сфальсифицированным данным все эти корабли числились уничтоженными в прошедшей битве. На их борту находились наземные войска, а также экипажи общей численностью 11 820 человек. Среди офицеров были записаны и в потере майор Линс, и капитаны Шнайдер и Поплан. Часть 2 Удивительная в своей величественности и изысканности гармония, царившая в интерьере Брунгильды, никоим образом не компрометировала военные качества этого корабля. Оказавшись здесь, Ян смотрел вокруг с неподдельным восхищением. «Так это тот самый Ян Венли?» Донеслась до ушей Яна волна перешептываний, прокатившаяся по воздуху. У него возникло чувство, что он разочаровал собравшихся, да и кто бы стал их винить. Яну было далеко до Рейнхарда, самого элегантного и благородного юноши всех времен. И в отличие от Карла Густава Кемпфа, собственноручно отправленного им в забвение, внешность Яна нельзя было назвать и героической. Не было нахладнокровным вундеркиндом, с другой стороны, неотесным деревенщиной он тоже не был. По крайней мере, некоторые определённо считали его красивым, например, Фредерик Гринхилл. В целом, он скорее был похож на молодого учёного из-за отсутствия политических связей, продолжающего лишь читать лекции и не претендующего на место доцента. На первый взгляд, ему можно было дать 27 или 28 лет среднего телосложения, а он при этом выглядел изнурённым и отощавшим после затяжной битвы. Непослушные волосы, торчащие из-под берета, тоже не добавляли ему сходства с военным. Так или иначе, его внешность абсолютно не производила такого же сильного впечатления, как его невероятные военные достижения. Высокий молодой офицер с песочного цвета волосами и глазами повернулся к Яну и оцелетовал ему. «Ян Эйхарт Мюллер, для меня большая честь встретиться с вашим превосходительством Яном, верховным главнокомандующим вооружённых сил Союза». «Вовсе нет. Это честь для меня». Безыскусно ответил Ян, солетуя в ответ. Испытывая неловкость, он не стал больше ничего говорить. Похоже, он произвёл на Мюллера такое впечатление, что тот не мог продолжить испытывать к нему неприязнь и чувство поражения. Последовал короткий период молчания, но потом Мюллер, словно успокоившись насчёт чего-то, разрядил напряжение улыбкой. «Если бы только вы родились на нашей стране галактики, я бы хотел изучать тактику под вашим началом. Жаль, что этого не случится». Выражение лица Яна тоже смягчилось. «Благодарю вас. Мне бы тоже хотелось, чтобы вы родились у нас. Тогда бы я сейчас мог наслаждаться после обеденным сном дома». Эти слова не были простой вежливостью. Ян говорил правду. Умный и храбрый, командующий флотом вроде Мюллера значительно уменьшил бы количество его проблем. Мюллер улыбнулся, сказав, что это и вправду прискорбно, и повёл Яна в личный покой Рейнхарда. Перед дверью их встретил молодой офицер с глазами цвета желтого топаза. Это был капитан первого ранга Кистлинг, начальник охраны. Молча целитовав, он открыл дверь и впустил гостя внутрь. Итак, Ян Венли, державший в руках чёрный берёт, лецом к лицу столкнулся с Рейнхардом фон Лейнграмом во плоти. Личные покои могущественного диктатора оказались не такими уж роскошными, но, возможно, дело было в том, что они просто не могли сравниться в великолепии с хозяином. Когда с одного из диванов напротив поднялся златовласый юноша, Ян почувствовал, что этому моменту до странности не хватает торжественной музыки. Он видел перед собой живую легенду молодого мужчину, монополизировавшего благосклонность истории богов. Никогда ещё имперская форма не казалась Яну таким воплощением величия. Очнувшись от недолгого оцепенения, Ян отдал честь. При этом растрёпанная чёлка упала ему на глаза, он смахнул волосы и изо всех сил постарался во второй раз сделать всё правильно. Рейнхард, похоже, был не против. Он кивнул кислингу через плечо Яна и тот закрыл дверь, оставив их наедине. Изящно очерченные губы Рейнхарда сложились в улыбку. Я давно хотел с вами познакомиться, и вот моё желание сбылось. Благодарю вас. Ещё один безыскусный ответ, но ему и не хотелось соревноваться в красноречии с этим златовласым юношей. Ян принял приглашение и сел на диван, вновь надевая берет и чувствуя, что его волосы растрёпаны как никогда. Мальчик, выглядящий достаточно молодо, чтобы учиться в средней школе, открыл дверь и внёс серебряный кофейный сервиз. Вскоре над мраморным столом начал витать ароматный пар. Когда мальчик удалился, посмотрев на своего господина с восхищением, а на гостя с интересом, Рейнхард плавным движением поднял чашку. «Наши судьбы переплетены. Помните битву при Астарте три года назад? Я получил то сообщение от вашего превосходительства. Буду ждать нашей следующей встречи. Быть может, именно ваше пожелание помогло мне пережить несколько опасных моментов». «Я так и не получил от вас ответа». Рейнхард улыбнулся, и Ян, не в силах противостоять этой улыбке, тоже улыбнулся. «Прошу простить мою грубость». «Это не тот долг, по которому я стал бы спрашивать процента». Спрятав улыбку, Рейнхард вернул чашку на блюдце, даже не звякнув. «Что вы скажете на предложение работать на меня? Насколько я знаю, вас произвели в Гранд Адмиралы. Что ж, в Имперском флоте вы тоже можете получить звание Гросс Адмирала. Думаю, в настоящий момент реальное звание ценнее номинального». «Это кажется безумием, но смог бы отказаться от этого предложения, если бы не приготовил ответ заранее», спросил себя Ян. «Это незаслуженная честь, от которой я боюсь вынужден отказаться». «Почему?» Хотя Рейнхард ничуть не удивился, спросить об этом было естественно. «Я не понимаю, чем могу быть полезен вашему превосходительству. Неужели вы настолько скромны? Или считаете, что я недостаточно хорош, чтобы командовать вами?» «Вовсе нет». Голос Яна стал немного уверенней, но он задумался над тем, как объяснить свою позицию, не задев чувств собеседника. Как ни удивительно, он нисколько не боялся рассердить диктатора, напротив, он считал почти преступным отказываться от его доброго предложения. «Если бы я родился в Империи, я бы с радостью пошел служить под началом вашего превосходительства даже без отдельного приглашения. Но я вырос на другой воде, чем жители Империи, ведь говорят, что непривычной водой можно подорвать здоровье». Решив, что метафора была подобрана неудачно, Ян поднес губам чашку с кофе, чтобы выиграть немного времени. Хотя Ян был предан своему любимому черному чаю, он мог сказать, что в приготовление черной жидкости, которую он сейчас пил, были вложены самые качественные зерны и самое превосходное мастерство. Не обеспокоенный отказом Яна, Рейнхард тоже поднял свою чашку. «Не уверен, что ваша вода вам так уж подходит. Вам не кажется, что вас слишком часто не только оставляли без награды, но и ограничивали, учитывая ваши огромные военные достижения?» «Просто хорошей пенсии было бы достаточно». Конечно, я ни в коем случае не мог произнести такое вслух, поэтому, напустив на себя важности, он дерзко заявил. «Я считаю, что был вознагражден достаточно, им не нравится вкус моей воды». «Итак, значит, вы преданы лишь демократии, это вы хотите сказать?» «Да, так и есть». Это был ответ без особого энтузиазма, но Рейнхард поставил чашку и серьезно продолжил спор. «Но так ли хорошо демократия? Разве не республиканское правительство Галактической Федерации породило уродливое дитя Рудольфа фон Голденбаума?» Ян промолчал. «Более того, тем, кто отдал мне вашу любимую, или вам так кажется, со страну, был человек, законно выбранный правителем большинством ее граждан. Демократическое правительство это орган, который при поддержке слабостного народа ограничивает свободу и дух этого народа». Ян услышал достаточно ищел себе обязанным ответить. «Простите за грубость, но с тем же успехом можно отказаться от огня, ведь он может стать причиной пожара». «Хм...» Рейнхард скривился, но даже эта легкая гримаса не смогла испортить его красоту. «Возможно, вы правы, но разве тоже не относятся и к самодержавию? Хотя время от времени появляются тираны, нельзя отрицать достоинств правительства, построенного вокруг сильного руководителя». Ян задумчиво посмотрел на Рейнхарда. «Но с этим можно поспорить. И каким же образом? Право нарушать законные права людей имеют только они сами. Другими словами, люди сами несут ответственность за наделение властью таких людей, как Рудольф фон Голденбаум и даже куда менее значительных личностей вроде Джоба Трунихта. В этих случаях винить некого, и это решающий момент. Недостаток самодержавия в том, что всегда можно переложить ответственность на кого-то другого. И этот недостаток настолько велик, что даже добрые дела правительств сотни мудрых монархов его не перевесят. Кроме того, правители с такой проницательностью, как у вашего превосходительства, большая редкость. Но даже ваши положительные и отрицательные стороны видны невооруженным взглядом». Рейнхард выглядел так, будто его застали врасплох. Ваши утверждения смелы и оригинальны, однако на мой взгляд несколько преувеличены. Но я не хочу уступать. Так в чем вы пытаетесь меня убедить? «Да в общем-то ни в чем». Ответил Ян сбитый с толку. И он действительно был сбит с толку. У него не было ни малейших намерений убеждать в чем-либо Рейнхарда или загонять его в угол. Ян привычно снял берет и взъерошил свои длинные черные волосы, ощущая, что немного разволновался. Он понимал, что ему нечего противопоставить элегантной манере речи Рейнхарда, но просто хотел быть более спокойным. Я всего лишь выдвинул антитезис вашим словам. Каждому утверждению должно существовать противоположное, вот и все. Итак, ничто не абсолютно, и ко всему должна существовать противоположность. В это вы верите? Ян ненавидел эти разговоры о вере. Это просто мои мысли. И кто знает, может где-то во вселенной есть единственная неоспоримая истина, дающая ответ на все вопросы, но мои руки никогда не дотянутся до нее. В таком случае мои руки еще короче. Но Сирос улыбка Рейнхарда была циничной. Я никогда не стремился к неоспоримой истине. Все, что было мне нужно, это сила и возможность сделать то, что я хочу, а не следовать приказам презираемого мной человека. А вы о таком не думали? Не от людей, которых вы бы презирали. Я презираю лишь тех, кто пропагандирует войну и подчеркивает важность патриотизма, а сами при этом прячутся в безопасном месте. Кто призывает других сражаться, а сами ведут комфортную жизнь в тылу. Находиться под одним флагом с такими людьми невыносимая мука. Слова Яна были полны горечи а не цинизма. Рейнхард внимательно смотрел на него, заметив это, Ян прочистил горло и добавил. Но вы, конечно же, не такой. Вы всегда сражались на передовой вместе со своими солдатами. Простите, если сказал что-то не так, но вас я, несомненно, уважаю. Понятно. Что ж, хотя бы это вы вам не уважаете. Я рад этому. Рейнхард мелодично рассмеялся, но внезапное выражение его лица омрачилось. Когда-то у меня был друг, мы поклялись друг другу, что вселенная будет у нас в руках, но так ждали клятву, что не станем уподобляться аристократам, а сами добудем свою победу, сражаясь на передовой. Хотя Рейнхард не назвал имени, Ян догадался, о ком он говорит. Этим другом был Зикрет Кирхиайс, человек, ценой собственной жизни, спасший Рейнхард от убийцы. «Ради этого друга я бы пожертвовал собой в любой ситуации», добавил Рейнхард, тонкими белыми пальцами отбросив золотистый локон упавший ему на лоб. Возможно, в тот момент Ян был словно инструментом, дергая струны которого Рейнхард играл в свою реквием. «Но тем, кто принес себя в жертву, стал именно он. Я так долго полагался на него и использовал в своих интересах, пока в итоге он не отдал за меня жизнь». Эльтисты голубые глаза Рейнхарда блеснули, когда он это произнес. «Если бы мой друг был сейчас жив, будьте уверены, вы не сидели бы передо мной, а были бы мертвы». Ян не стал отвечать, понимая, что его ответ не требуется. Рейнхард же вздохнул и сменил тему. Казалось, он вынырнул в реальность из глубин своего сердца. «Недавно я получил рапорт от моих подчиненных, оккупировавших вашу столицу. Ваш главнокомандующий просит, чтобы вся ответственность была возложена на него, в своих преступлениях». На это Ян отреагировал. «Да, это похоже на то, что мог сказать главнокомандующий Бьюкок. Однако я прошу ваше превосходительство отклонить его просьбу, кем будем мы, его подчиненные, если позволим ему взять всю ответственность на себя?» «Адмирал Ян, я не мстителен. И хотя я поступил именно так, свыше знати империи, вы для меня достойные противники. Да, у меня не было выбора, кроме как арестовать начальника вашего Центра стратегического планирования и главнокомандующего, но теперь, когда огонь войны утих, я не стану просто так проливать кровь». Лицо Райнхарда выражало благородную гордость, и Ян, естественно, поклонился безупречной честности его слов. «Кстати говоря, а если я дарую свободу вам, что вы будете делать? Уйду в отставку». Мгновение Райнхард смотрел на черноволосого адмирала, девятью годами старше его самого, а потом невольно кивнул. И их встреча завершилась. Внутри шаттла везущего его назад на Гиперион, Ян погрузился в размышления. То, как Райнхард описал, демократическое правление было слишком суровой оценкой. Демократическое правительство — это орган, который при поддержке собственного народа ограничивает свободу и дух этого народа. На первый взгляд, чтобы создать алмаз, самый твердый из кристаллов углерода, требуется огромное давление геологических процессов. Если провести аналогию, является ли угнетение со стороны сильных необходимым условием для развития драгоценного человеческого духа, который стремится к свободе и избавлению от гнета власти насилия? А хорошая, свободная среда только развращает сам дух свободы? Ян больше не чувствовал уверенности. В мире существовало слишком много вещей, судите которых ему не хватало мудрости. Сможет ли он когда-нибудь найти ясный ответ? Часть 3 Райнхард Райнхард ступил на землю столицы Союза Хайнессона, где его приветствовали адмиралы Руэнтали Меттермайер, а также его личный секретарь Хильдегарде фон Мориендорф. Несмотря на то, что уже наступило лето, холодный моросящий дождь каплями росы цеплялся за золотистые волосы юного главнокомандующего. Да здравствует император Райнхард! В этот день, 12 мая, в солдат, мобилизованных в качестве почетного караула для молодого диктатора, насчитывалось 200 тысяч, на многие из тех, кто не находился на службе, также пришли посмотреть на объект своей верности и преданности, толпами покидая указанные им места для ночлега и своими громкими приветственными криками разрывая завесу дождя. Да здравствует император! Да здравствует император! По странной иронии судьбы, те самые самозваные патриоты, когда-то нападавшие на пацифистов с криками «Долой императора!» теперь превозносили достоинства своего победителя. При виде того, как светловолосый юноша машет рукой из окна лэндкара, радостные крики солдат стали еще громче, а тронутых до слез было достаточно, чтобы сформировать целую дивизию. Многие умерли ради этого юноши, и многим еще предстоит отдать за него свои жизни, но сейчас они об этом не задумывались. В связи с задержкой, вызванной необходимостью ответить на приветствие солдат, Рейнхард прибыл в здание Верховного Совета несколько позже запланированного. Рейнхард собрал не только военных, но и административных экспертов, чтобы выслушать их мнение о том, какую форму могут принять результаты этой кампании. Говоря простым языком, невозможно было просто остаться и начать править сразу же после победы, им пришлось думать над наиболее эффективным способом сохранения власти. «Мы не можем позволить себе растягивать свои силы до бесконечности. Наш флот уже достиг предела дальности действий, давайте сосредоточимся на ассимиляции территории Физзана, прежде чем заняться укреплением господства над Союзом. В данный момент мы можем в любое время войти на территорию Союза через любой из коридоров. Благодаря такому военному превосходству мы можем не так сильно беспокоиться о суверенитете. Кроме того, теперь добившись победы, наши солдаты хотят вернуться на родину, затяжная оккупация лишь усилит их тоску по дому, а то и вызовет недовольство герцогам Лоинграмом. Попытки управлять тринадцати миллиардами людей, враждебно настроенных к империи с помощью одного лишь государственного управления, неэффективны. Кроме того, экономика Союза находится на грани краха, и перспектива взять все на себя, возложив дополнительное бремя на имперскую казну, едва восстановившуюся благодаря реформу последних лет, далека от идеала. Оберштайн передал отчет Райнхарду и произнес, «Я склонен согласиться с преобладающим мнением о том, что полный распуск Союза, пусть даже лишь официальный, и передача его бывших территорий под прямое управление империи был бы преждевременным». К этому глава генерального штаба добавил собственное мнение, блеснув искусными глазами. «Однако я считаю, что мы должны принять меры, чтобы замедлить восстановление экономики Союза, который начнет быстро восстанавливаться в отсутствии военных расходов. Не стоит делать из Союза второй фюзан». «Конечно». Райнхард швырнул отчет на стол. Этот стол, которым пользовались меняющие друг друга поколения представителей Верховного Совета, был свидетелем множества секретов политических и военных планов, направленных против империи. 25 мая вступил в силу Бааладский договор. Райнхард откладывал полное слияние империи Союза, а имперские солдаты, пока не начались волнения, возвращались на родину, где будут обеспечены всем необходимым. Просматривая условия договора, даже такой щепетильный человек, как Райнхард, стремящийся только к полной победе, не мог не испытывать удовлетворения. Пункт первый. Галактическая империя гарантирует, что Союз свободных планет сохранит свое название суверенитет. Пункт второй. Союз свободных планет передает империю систему Гантхарва и две системы на каждом конце коридоров, связывающих государства. Пункт третий. Союз свободных планет гарантирует свободный проход военных и гражданских кораблей империи через свою территорию. Пункт четвертый. Союз свободных планет обязан платить ежегодный налог в размере полутора триллионов имперских марок за безопасность. Пункт пятый. Союз свободных планет сохранит свои вооружённые силы в качестве символа суверенитета, но все линкоры и корабли-носители лишатся независимости. Кроме того, Союзу необходимо будет получить удобрение имперского правительства перед созданием или улучшением любого из военных институтов. Пункт шестой Союз свободных планет выпустит новый государственный закон, пресекающий любую деятельность, препятствующую миру и дружбе с Империей. Пункт седьмой Имперский верховный комиссар получит офис на Хайносине и право разместить там же военный гарнизон для своей защиты. Верховный комиссар, как представитель Императора, будет вести переговоры и сотрудничать с правительством Союза, а также сможет посещать любые собрания. Начиная с восьмого пункта договора, становилось понятно, что де-факто Союз становится частью Империи. Глава Верховного Союза Джоб Трунихт, прикрытый платными рядами имперских солдат, подписал и скрепил договор. Сразу после этого он объявил, что берёт на себя всю ответственность за поражение и немедленно уходит в отставку. Трунихт подал в отставку, а представитель Комитета обороны Уолтер Эйлендс, измученный умом и телом, был прикован к постели. Оставшиеся члены Совета выдвинули в качестве номинального правителя политического противника Трунихта, бывшего представителя Комитета финансов Жоанна Ребелло. Несмотря на то, что Ребелло беспокоило серьёзность ситуации, он принял назначение, но как только условия мирного договора были обнародованы, его друг Хван Руи прочитал их и критически произнёс. «Тебя на шею накинута петля, и лишь кончики пальцев на ногах касаются земли. Крайне опасное положение Ребелло». Другие высокопоставленные чиновники, которые были неспособны сохранить спокойствие и при этом не осмеливались прямо выразить свои мысли, просто предавались негодованию. Зачем два с половиной века назад Али Хейнесен предпринял своё путешествие за десять тысяч световых лет, наполненное тяготами и невзгодами, чтобы наблюдать нынешний позор, да в придачу от рук представителя собственного народа? Как и предполагал Трунихт, ярость и ненависть народа за этот унизительный договор быстро перекинулись с Райнхарда на него. 26 мая, на следующий день после подписания договора, Райнхард услышал от своего личного секретаря Хильды, что Трунихт желает получить у него аудиенцию. При звуке имени бывшего председателя, олицетворение позора и бесчестия, пламя отвращения лизнуло белое лицо Райнхарда. Я отказываю встречаться с ним. Хоть вы и говорите так, но всё не настолько просто. Райнхард поднял на Хильду глаза, блестящий ребяческим упрямством. Получив верховную власть на этой планете, почему я должен встречаться с человеком, с которым не хочу встречаться? Ваше превосходительство. Будь у меня такая возможность, я бы бросил это ничтожество в толпу тех самых экстремистов, горящих жаждой мести. Я понимаю ваши чувства, но вы поклялись своим добрым именем, что не станете вспоминать о преступлениях ответственных лиц. Да, вам это не нравится, но если вы откажетесь от своего слова, то вызовите недоверие к своей способности держать обещание и соблюдать условия договора. Райнхард в ярости щелкнул языком и ударил кулаком по столу. Наконец, справившись с чувствами, он поднял глаза на Хильду. Так чего же этот мерзавец от меня хочет? Гарантии того, что его жизни и имущества, а также право проживания на имперской территории будут сохранены. Еще он говорит, что если сможет занять какую-либо должность, то с радостью будет служить вашему превосходительству. Уголки губ диктатора изогнулись в неприятные улыбки. Видимо, он не способен жить рядом с теми самыми людьми, которых он предал. Но что заставляет его думать, что он получит мою защиту, живя на территории Империи? Хорошо, я удовлетворяю его просьбу, а раз я это сделал, то и встречаться с ним незачем. Прогоните его. Зная, что дальнейший компромисс невозможен, Хильда решила уйти. Когда она направилась к дверям, Райнхард окликнул ее, пару мгновений поколебался, а потом произнес. Фройляйн Мариендорф, я понимаю, что веду себя как недалекий человек, и даже зная, что обязан вам жизнью, пока что не могу заставить себя поблагодарить вас. Прошу, дайте мне еще немного времени. Хильда не возражала. На самом деле ее не могло не тронуть неловкое выражение признательности на лице светловолосого юноши. Под его маской хладнокровного и равнодушного стратега скрывалось лицо мальчика, нежно привязанного к воспитавшей его старшей сестре Анны Розе. Это моя вина, что вышла за рамки своих полномочий. Как бы сильно меня не тругали, это было бы естественно, но ваши слова меня смущают. «Если позволите, у меня действительно есть просьба. Пожалуйста, вознаградите по достоинству адмиралов Роэнтали и Меттермайера за их верную службу». «А считаете, что это уже сделано?» Рейнхард чуть поднял руку, и Хильда, поклонившись, вышла. Уже покинув кабинет, она повернула свою коротко стриженную светловолосую голову и бросила через плечо взгляд на Рейнхарда, который сидел подпирая руками голову и предавался созерцанию. Когда дело дошло до назначения Верховного Комиссара, который останется на Хайнесине, Рейнхард решил рассмотреть кандидатуру Роэнтали. Верховный Комиссар должен был стать кем-то большим, нежели просто дипломатический представитель, ему придётся надёжно контролировать правительство Союза и отстаивать интересы Империи. Также Комиссар будет отвечать за борьбу с любой оппозицией и возможным вооружённым сопротивлением. По мнению Рейнхарда, способностей Роэнтали было достаточно, чтобы справиться с такими вещами, однако начальник штаба Оберштайн был против. Имиттер Майер и Роэнталь должны остаться дома. Нам нужны оба лучших командующих для того, чтобы эффективно контролировать и управлять армией внутри Империи. На настоящую причину возражений Оберштайн озвучил лишь своему помощнику, капитону Фернеру. Роэнталь-хищник. Было бы чрезвычайно опасно позволить ему обрести самостоятельность. Таких людей лучше держать там, где за ними можно постоянно следить. И правда, многие историки будущего напишут так же. Так или иначе, Рейнхард снял кандидатуру Роэнталя и назначил на этот пост Рененкамфа. Поскольку диктатура Лоенграма по сути узаконила политическое правление военных, привлечение гражданского чиновника на столь важный пост было немыслимо. Однако, разумеется, к Рененкамфу было представлено много гражданских чиновников из числа его сторонников, среди которых были и дипломаты, и экономисты, и администраторы. Кстати, Оберштайн возражал и против кандидатуры Рененкамфа, хотя причина была совсем иной, нежели с Роэнталем. Рененкамф был слишком уж военным, и потому зачастую недостаточно гибким. А поскольку он потерпел печально известное поражение от Яна Венли, его отношение к Союзу стало непоколебимо враждебным. Услышав это, Рейнхард улыбнулся. «Если Рененкамф провалит дело, я его смещу. Если ответственность за случившееся будет нести Союз, я обвиню их в этом преступлении. Вот и всё. Бальш тут думать не о чем». Оберштайн поклонился и решил довериться мудрости Рейнхарда. Как и в случае с захватом Физана, Оберштайн воздавал должное гению великодушию его молодого господина. Затем Рейнхард назначил Штайнмеца командующим базой в системе Гандхарва, которая теперь находилась под контролем Империи. Было бы лучше, если бы должности Верховного комиссара и командующего базой занимал один человек, но это было дело будущего, когда Союз окажется в полном подчинении Империи. Законное правительство Галактической Империи, или, иными словами, остатки Старой Аристократии, естественно, рассматривались как враги Империи. По официальным сведениям, министр обороны Меркац погиб в битве при Вермиллионе, и его смерть позволила расправить плечи многим высокопоставленным офицерам Имперского флота. Канцлер законного правительства, граф Йоханн фон Ремшейд, покончил с собой, отравившись. Это случилось сразу после того, как солдаты Руэнтоли окружили его дом. Адмирал с разноцветными глазами выразил свою почтенеру Ремшейду, дав ему достаточно времени, чтобы совершить задуманное. На этом законное правительство кануло в лету так же быстро, как и сформировалось, тем не менее ребенка Императора, находящегося на их попечении, обнаружить так и не удалось. Результаты расследования показали, что граф Альфред фон Ландсберг, преступник, похитивший Императора и вывезший его с Одина, а затем ставший следующим после министра обороны командующим вооруженными силами законного правительства, еще вместе с восьмилетним мальчиком. Такой поворот событий не устраивал ни Руэнтоли, ни Миттермайера, которым оставалось лишь расширять свою поисковую сеть. Они рассказали обо всем Рейнхарду, но молодой диктатор не стал упрекать их за оплошность. Он может отправляться, куда ему заблагорассудится. Когда что-то обреченное на гибель, будь то человек или государство не умирает, ему суждено прожить остаток жизни и умереть безвязности. За безразличием в голосе Рейнхарда можно было расслышать частицу сострадания. Если же они мечтают о возвращении династии Голденбаумов, то пусть заберутся в свои кровати и живут в своих снах. Зачем нам всерьез воспринимать таких людей? На самом деле Рейнхарду было не до иллюзий далеких от реальности романтиков. Ему нужно было подготовиться к восшествию на престол и коронации, а также продумать, как спланировать неизбежное присоединение территории Союза и заранее определенный перенос столиц на Физзан. Кроме того, острейшей проблемой становилось распределение человеческих ресурсов после основания новой империи. Поскольку вся эта новая империя будет находиться под прямым управлением императора, должность канцлера станет ненужной, но понадобится создать кабинет министров, а также привести реформу вооруженных сил. По совету Берштайна он отдал приказ привести некоторые изыскания на этот счет и сразу же выбросил все из главы. Жители Союза не могли позволить себе роскошь возиться с прошлым, когда нужно было пытаться строить будущее. Александр Бьякок ушел с государственной должности и решил подлечить свое больное сердце, мирно живя вместе с пожилой женой. Ян Венли также ушел с военной службы, и его непреднамеренная солдатская жизнь длиной в 12 лет внезапно и полностью прервалась. Или, по крайней мере, так могло показаться. Началась комфортная жизнь на пенсии, первые несколько дней, которые они прорабатывали детали их предстоящей свадьбы вместе с Фредерикой Гринхилл, тоже вышучей на пенсию. Радость от факта, что теперь он может вести жизнь, на которую всегда надеялся, омрачилась с памятью о многочисленных человеческих жизнях, принесенных в жертву ради этого скромного существования. Эта мысль никогда не покидала его, но ни она не беспокойство о том, что он будет находиться под постоянным надзором имперцев, не затмевали ошеломляющих аспектов планирования будущей жизни с Фредерикой. Как оказалось в том, что касается семейного быта, у него не было никаких особых способностей, и поэтому он лишь поддакивал на скромные предложения Фредерике. Тем временем Елиан готовился тайно проникнуть на землю, находящуюся глубоко на территориях империи, основываясь на тех крохах информации, которые он почерпнул от епископа Дэксби из церкви Земли. Если существовал какой-то последователь этой церкви, способный спасти Труникт от государственного переворота, то даже если слова Дэксби «Все обретет смысл, когда вы попадете на землю», были преувеличены, в них все же содержалась доля правды, и, конечно, не было ничего плохого в том, чтобы провести расследование. Кроме того, Елиан заявил Кассельну, что не хочет мешать жизни молодоженов. Конечно, он знал, что они не станут возражать, если он будет жить с ними, но, несмотря на это, а может, именно поэтому, он хотел исчезнуть куда-нибудь хотя бы на полгода. За время своего короткого пребывания на Физане Елиан в какой-то степени повзрослел. И после своего нового путешествия, повзрослев еще немного, рассчитывал также воссоединиться с двумя самыми дорогими ему людьми. Темнокожий прапорщик Луис Мошенга готовился отправиться с Елианом на землю, как если бы это было самым убыденным делом в мире. «Невозможно избежать своей судьбы», сказал он, но никто не поверил, что его заставляют следовать судьбе, которую он не хотел. И Елиан и Мошенга подали прошение об увольнении, хотя им было безразлично, подпишут их или нет. В любом случае, сразу после возвращения на Хайнессон, Мошенга стал жить в доме Яна на Сильвербридж-стрит, и с тех пор даже имперские солдаты, приходившие для проверки, уверились, что он всегда жил с семьей Яна. Ян пожал плечами, соглашаясь с присутствием Мошенга, к тому же он не сомневался в том, что гигант будет защищать Елиану даже ценой жизни. Кроме того, Ян и так не мог рассчитывать на полностью уединенную жизнь, поскольку был ответственен за исчезновение Меркации остальных. Если бы о случившемся прознали имперцы, жизнь Яна при новом порядке весьма усложнилась бы. Борис Кони, в котором Ян когда-то знал под прозвищем «Проказник Борис», воссоединился со своим товарищем Моринеского вместе с Елианом, прибывшим с Физзана. Когда он услышал о гибели своей любимой березки, то даже ему изменил его обычный оптимизм. Тем временем оставшиеся на Хайносине представители Физзана собрались в своем главном офисе, утратившем законность своего существования, и с тревогой делились друг с другом имеющимися у них скудными новостями, но Борис Кони уже уехал оттуда, чтобы посетить Яна Венли. Имперские солдаты сторожили у входной двери, так как Ян находился под домашним арестом, но, несколько преувеличив, сколь близким другом адмирал он является, Кони убедил их пропустить его. Вот так старые друзья встретились впервые за 16 или 17 лет, Чуть позже, отведав заваренного Юлианом черного чая, Кони узнал, что его младший двоюродный брат погиб в бою. «Не знаю, как это благодарить тебя за помощь Юлиану. Я знаю, что экипаж Березки очень его выручил. Благодарить нужно Марина Аску, а не меня. Но проблема в том, что это все же был мой корабль. Правительство Союза практически прекратило существование, а к имперцам с таким вопросом я обратиться не могу. Предоставь это мне». С понимающей улыбкой беспечно пообещал Ян своему другу. «Но сначала мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». Из офицеров высшего звена, вернувшихся с Яном на Хайнессон, Шанкопф и Атенбуро также подали прошение об отставке и ушли с государственной службы. Отставка же косольно была отклонена, и он был вынужден занять должность исполняющего обязанности начальника тыловых служб. Фишер, Мурай, Патричев и Карлсон были временно отстранены от службы. Над всеми ними нависла тень времени, но никто не мог сказать, долгая или короткая, кажется, зима. Часть четвёртая Солнце зашло за горизонт, и угасающий свет рассеянно отражался в атмосферных частицах, заливая мир оранжевыми волнами. Земля, некогда дававшая обильный урожай, словно стадясь нынешнего бесплодия, просила крылья ночи опуститься и дать ей убежище. Та самая почва, которую дряхлость и усталость изрезали глубокими морщинами, когда-то была одним из главных богатств этой планеты, Земли, являвшейся центром человеческой вселенной. Но это было давно, тридцать поколений назад. Мужчина в расцвете сил, одетый в чёрное, велой походкой прошёл через старое каменное здание. Когда он остановился перед дверью, стоявший рядом охранник поклонился и открыл её. Внутри комната была залита мёртвенным тусклым светом. В комнате он увидел древнего старика, сидящего на овчине. «Великий епископ!» Благоговейно обратился человек к молчаливому епископу. «Райнхард фон Лоенграм завоевал Союз свободных планет!» Услышав это, епископ наконец поднял голову и своей сухой рукой поманил человека к себе. Дверь за его спиной захлопнулась. «И что же он собирается делать теперь?» Хриплым голосом спросил он. «Говорят, что он приказал человеку по фамилии Ренненкамп присматривать не только за завоёванной землёй, но и за великим флотом, а сам вернулся в Империю в сопровождении того самого Трунихта. Похоже, этот человек тоже выполнил свою задачу. Собираетесь ли вы использовать его как гнилой плод в Империи?» «Нет, мы подготовили для этой цели другого человека ещё год назад. Барона по имени Генрих фон Хюммель. Просто нужно ещё немного времени. Я слышал, что он тяжело болен. Вы уверены, что от него будет польза? Если он сможет продержаться ещё полгода, наша цель будет достигнута. Мы приставили к нему своих врачей. Барон завидует красоте и здоровье Лоенграма, так что им легко будет манипулировать. «Что же очень хорошо. Занимайтесь этим. А что с Физзаном?» «Да, что касается Физзана, тут пока многое не ясно». Голос мужчины впервые потерял уверенность. В его желтушных глазах появилось сомнение. «Вы установили связь с Рубинским?» Снова спросил великий епископ. «На какое-то время. На глубине сердца этого человека непознаваемы для меня». Несмотря на то, что их никто не слушал, подчинённый великого епископа понизил голос и подался вперёд, стоя на коленях. «Дело не только в том, что я сомневаюсь в духе его послушания. У меня есть веские основания полагать, что у него имеются некоторые амбиции по отношению к нам. Я всегда это знал. Голос старика был безразличным. Меня не заботит, в каком стиле он танцует. Главное, чтобы он делал это у меня на ладони. Сейчас важнее другое. Что стало с этим глупым неумехой Дексби?» «Я могу подтвердить, что Дексби мёртв. Проблема в том, не раскрыл ли он перед смертью каких-нибудь наших секретов». Далеко над головами этих двоих, тайно обсуждающих желание изменить ход истории, яркий свет звёзд заливал небеса. Триумфально вернувшись в Империю, Рейнхард развил бурную деятельность, чтобы уладить все формальности. Множество вещей, с которыми нужно было разобраться, ждали его приговора и решения. Первым, что сделал Рейнхард, было глубоко личное дело, которое он не только считал своим долгом, но отчасти и прихотью, от которой он испытывал робкое удовлетворение. Своей сестре Анне Розе, носившей до силия титул графини Грюневальд, он даровал титул эрцгерцогини. Также он даровал посмертный титул эрцгерцога Зикфриду Кирхиайсу и учредил медаль в его честь. Оберштайн удивился было этим действием, но был поставлен на место со словами, что никакого вреда это не принесёт. Приняв это решение, Рейнхард перешёл к серьёзным делам, сосредоточив своё внимание на людских ресурсах, организации и учреждениях. Что касается армии, то Руэн, Тойл, Меттермайер и Оберштайн получили звание Гроссадмиралов, а Оберштайн дополнительно взял на себя роль министра обороны. Десять адмиралов были произведены в адмирала флота, но в первую очередь среди них выделялся Мюллер, получивший награду за выдающиеся заслуги по спасению Рейнхарда от неминуемого поражения при Вермиллионе. Были также приняты решения о кадровых назначениях среди гражданских чиновников, и отец Хильды, граф Франц фон Мариендорф, стал государственным секретарем. Оеген Рихтер стал министром финансов, а Карл Брекке – секретарем по гражданским делам. 20 июня отец юной императрицы, нынешний глава семьи Пегнец, Юрген Оффер, поднялся на три ступени от Виконта до Герцога. Неуверенный и обеспокоенный, он пришел на прием канцлеру империи. Молодой дворянин, 30 с небольшим лет, он посвящал большую часть своего внимания коллекционирования фигурок из слоновой кости и вложения активов, но не интересовался политикой или военным делом. Бестрастный Оберштайн вручил ему лист бумаги, заявление об отречении императрицы. За ним последовало заявление о передаче прав на престол Рейнхарду. Всего молодой дворянин, весь покрытый потом, получил три листа бумаги, на каждом из которых уже стояла подпись Рейнхарда. Семье Пегнец гарантировалось звание пэров и безопасность, а также ежегодная пенсия для бывшей императрицы в размере полутора миллионов имперских марок до конца ее жизни. Свежеиспеченный герцог Пегнец промокнул лицо платком, но лишь еще больше залил потом свою дорогую одежду. Взяв перо, он подписал два документа как родители опекуна императрицы, которой исполнилось еще лишь год и восемь месяцев. И на этом династия Голденбаумов со времен своего основателя Урдольфа Великого, посадившая на трон 38 императоров, которые провели более 490 лет, пришла к своему концу. 22 июня ознаменовалось восшествие на трон и коронации нового императора Рейнхарда. С этого дня он больше не был его светлостью герцогом Рейнхардом фон Лойнграмом, а становился его величеством императором Рейнхардом. Семья Голденбаумов, когда-то похитившая его сестру Нерозе, потеряла все и осталась лишь на страницах истории. Тысячи высокопоставленных лиц, владеющих пером и мечом, битком забили просторный зал «Черная жемчужина» в Ное Сан-Суси, чтобы поклясться верности новой династии. Но двоих людей, которых Рейнхард желал бы видеть больше всего, там не было. Девушки с золотыми, как и у него, волосами, юноши, чья голова была красной, словно пылающее пламя. И под крики «Да здравствует император!», разносящийся по залу, Рейнхард поднял золотую императорскую корону с пурпурной шелковой подушки и небрежно, но с неповторимой элегантностью возложил ее себе на голову. Золотая корона смешалась с золотыми волосами, когда он безмолвно провозгласил себя ее законным владельцем. Так началась династия Луэнграмов. Танако Йостики. Легенда о героях галактики. Том 5. Конец. Читал. Адреналин. Продолжение следует...